Глава восемнадцатая Исполнение желаний Что ты сделал с моим отцом? Кеннет оторвал взгляд от подноса с едой, который поставил перед ним Уинтроу. Пиратский капитан успел умыться, переодеться в чистое и причесаться. Эти простые действия оказались последней каплей, переполнившей чашу. Устал он просто смертельно, и все, что ему сейчас требовалось, это поесть. Ему и так уже было достаточно нытья и причитаний Этты. «Ах, где ж ты был? Я так за тебя волновалась!» Он еле дождался, пока она приготовит ему чистую одежду, и выгнал ее из каюты. Ничто так не выводило его из равновесия, как выяснение отношений с разными недовольными. И уж за обедом он этого терпеть не был намерен. Он ничего не ответил мальчишке, просто взял ложку, намозоленная ладонь тотчас отозвалась болью, и помешал поставленный перед ним суп. На поверхность всплыли куски рыбы и кружочки моркови. «Скажи, умоляю тебя, я должен знать, что ты сделал с моим отцом?» Кеннет вскинул глаза. Резкий ответ уже висел на самом кончике языка, но в последний миг Кеннет смягчился. Уинтроу был бледен настолько, насколько вообще позволял загар, наложенный на природную смуглость. Он стоял очень неподвижно, вытянувшись в струнку, всем видом изображая величайшую издержанность. Однако частое дыхание и зубы, прикусившие нижнюю губу, выдавали его. В темных глазах отражался ужас неизвестности. Кеннет подумал о том, что мальчишке и без того плохо. Но ничего не поделаешь, придется причинить ему еще новую боль. Ибо каждый должен нести ответственность за выбор, который сделал однажды. Он ответил, я всего лишь сделал то, о чем ты меня попросил. Твой отец теперь не здесь, а в некотором другом месте, как ты и хотел. Теперь тебе не придется ни волноваться за него, ни пытаться утверждать себя перед ним. И добавил, предваряя следующий вопрос, он жив и в безопасности. — Когда я выполняю обещание, я не делаю этого наполовину. Уинтроу слегка качнулся вперед. Выглядело это так, словно его пнули в живот. — Я совсем не это имел в виду, — прошептал он хрипло. — Не это. Я не хотел, чтобы он вот так исчез однажды, пока я буду спать. Прошу тебя, господин мой, верни его. Я буду заботиться о нем и никогда ни на что не пожалуюсь. — Боюсь, это невозможно, — заметил Кеннет доброжелательно. И ободряюще улыбнулся Уинтроу. Однако слова его содержали ласковый упрек. — В следующий раз думай хорошенько, чего именно тебе бы хотелось. Мне и так пришлось немало потрудиться, чтобы все это устроить. И он отправил в рот ложку супа. Он хотел поесть в покое и тишине. Да и дерзости Уинтроу следовало положить предел. Я вообще-то ждал от тебя благодарности, а не попреков. Ты попросил кое о чем. Я исполнил твое желание, и хватит об этом. Ну-ка, налей вина. Уинтроу повиновался, двигаясь точно деревянной. Потом отступил от стола и застыл в неподвижности, вперив взгляд в стену. Ну, вот и отлично, — сказал себе Кеннет и вновь обратился к еде. Тяжкие труды сегодняшнего дня. Одарили его зверским аппетитом. Правда, столь же зверски у него болели все мышцы, так что он собирался лечь отдохнуть после еды. Но зато он вновь чувствовал себя человеком, которому все по плечу. Какое славное ощущение! Когда это как следует обобьет мякотью его деревянную ногу и рукоять костыля, надо будет чаще выбираться наружу и побольше двигаться. Кеннет даже задумался, как бы переделать неуклюжую деревяшку, чтобы снова иметь возможность карабкаться по сностям. Ему всегда нравилось взбираться наверх, даже в самые черные времена. Там, на мачтах, даже ветер был, некоторым образом чище. Там, перед глазами шире распахивался горизонт, а перед умственным оком — жизненные возможности. На твоем камзоле была кровь. Упрямый голос Уинтроу разогнал мечты капитана, и на борту гички тоже. Ну, никак не дают спокойно поесть. Кеннет со вздохом положил ложку. Уинтроу все так же смотрел в стену, но его напряженная неподвижность свидетельствовала о том, что он пытался скрыть колотивший его дрожь. «Это не кровь твоего отца», — сказал Кеннет. «Если уж так хочешь знать, это кровь Саадора». И добавил с едкой насмешкой, «Только не говори мне, что ты и по отношению к нему свои чувства пересмотрел». «Ты убил его, потому что я его ненавидел». В голосе Уинтроу невозможность поверить мешалась с форменной паникой. «Нет». «Я убил его, потому что он не желал поступить так, как мне хотелось. Он сам мне выбора не оставил. И незачем тебе горевать о его смерти. Подумаешь, какую потерю нашел. Он-то и тебя, и отца твоего убить был готов». Кеннет поднес к губам бокал, выпил вино и снова протянул бокал Уинтроу. Подросток наполнил его, двигаясь дерганно, точно кукла, на ниточках. «Ах, Ромоножка!» — отважился он спросить. Голос у него был совсем больной. Кеннет со стуком поставил бокал. Вино плеснуло через край и залило белую скатерть. «Хромоножка в полном порядке. Все они в полном порядке. Саадр единственный, кого я убил. Да и то потому, что он сам напросился. Этим я, кстати, тебя избавил от необходимости самому убивать его когда-нибудь позже. Я что, похож на недоумка, тратящего свое время на бесполезные действия? И я не намерен сидеть тут, выслушивая дерзости, юнги. Ну-ка, подотри здесь. Налей мне еще вина и убирайся». И Кеннет метнул на него взгляд, от которого в испуге попятился бы здоровенный взрослый мужик. Но к его искреннему изумлению в глазах мальчика внезапно разгорелась ответная искра. Уинтроу выпрямился, и Кеннет сообразил, что мальчишка ощутил позади некий духовный рубеж, за который нельзя было отступать. Вот это было уже интересно. Уинтроу подошел к столу, чтобы убрать еду и запачканную скатерть. Работал он молча с какой-то свирепостью. Сменил скатерть, вернул на место тарелки, налил вина. Потом заговорил и даже отважился на то, чтобы его гнев прозвучал в голосе. «Не вали с больной головы на здоровую. Я не убиваю людей, чье существование причиняет мне неудобства. Са дает жизнь, и каждое его творение неизменно имеет предназначение и цель. Ни одному человеку не дано во всей полноте постичь замыслы Са. Поэтому я должен научиться терпеть других людей и давать им исполнить предначертание Са. Ибо я сам был намеренно приведенным в сей мир, но моя роль в его замыслах ничуть не больше, чем у других». Пока Уинтроу прибирал на столе и занимался проповедями, Кеннет сидел, откинувшись и сложив на груди руки. «Верно. Это потому, что тебе не предназначено стать королем», — сказал он. Тут его посетила мысль, и он не сдержал самодовольную хмылки. «Поразмысли-ка над этим, жрец. Может, стоит тебе и меня потерпеть, чтобы я исполнил предначертание Са?» От этой шутки лицо Уинтроу совсем потемнело, и Кеннет расхохотался. Потом тряхнул головой. «Очень уж ты серьезно к себе относишься». «Ладно, беги давай. Поговори с кораблем, очень советую. Кстати, ты обнаружишь, что нынешний курс проказницы ближе к моему, а ты в сторонке остался. Право же поговори с ней. Ну, беги. Да не забудь Эдто сюда прислать по дороге». Кеннет махнул рукой, указывая на дверь, и снова обратился к еде. Больше никто ее не прервет и не помешает ему. Уинтроу вышел нарочито, не торопясь, и дверь за собой закрыл самую чуточку громче, чем следовало. Кеннет покачал головой. Положительно, он слишком привязался к Уинтроу и многовато стал позволять ему вольностей. Попробовал бы, упал с ним таким тоном разговаривать. Небось, в тот же день дождался бы леньков. Примечание. Леньки, лень, пеньковый трос диаметром до двадцати пяти миллиметров, во времена телесных наказаний на флоте, отрезки такого троса леньки использовались для порки матросов. Конец примечания. Вот так всегда. Всегда одна и та же история. Мягкосердечие когда-нибудь погубит его. Кеннет пожал плечами. Мысли капитана снова обратились к ключ острову. Почему ты не разбудила меня? Невыплеснутый гнев на Кеннета все еще тяжело клубился внутри. Я тебе уже говорила, проказница немедленно заупрямилась от его тона. Ты очень устал и спал крепко. Я не нашла ничего скверного в том, что он сделал, да и потом ты все равно не смог бы ему помешать. Так что не было никакого смысла тебя будить. Он, наверное, подошел прямо сюда, чтобы увезти хромоножку. Она здесь сидела, когда я заснул. И Уинтроу внезапно осенила. Это не он тебе сказал, чтобы ты меня не будила? А если и так, то что? Оскорбилась проказница. Какая разница? Решение это все равно я принимала. Уинтроу посмотрел себе под ноги. Он сам удивлялся, насколько глубоко она его ранила. Когда-то, сказал он, ты проявила бы побольше верности. Ты бы разбудила меня, не думая, правильно это или нет. Ты бы сразу догадалась, что следует делать. Проказница повернула голову и стала смотреть в море. Не очень понимаю, о чем ты. Уинтроу ответил, чувствуя себя совершенно раздавленным. Ты даже говорить стала, как он. Его обида взволновала ее куда больше, чем его гнев. Но что ты хочешь, чтобы я сказала тебе? Что я сожалею об отсутствии Кайла Хевена у меня на борту? Так я не сожалею. У меня ни минуты покоя не было с тех пор, как он начал мною командовать. Я рада, что он убрался, Уинтроу. Рада. И тебе тоже стоило бы порадоваться. А ведь в глубине души он и вправду радовался. Только она этого не почувствовала. Но теперь она до того увлеклась пиратом, что для нее существовала лишь его точка зрения. Уинтроу вдруг спросил ее, может, я тебе совсем больше не нужен? Что? О! Настал ее черед пережить потрясение. О чем ты? Конечно же, ты мне очень. Но я просто подумал, если ты уж так счастлива с Кеннитом. Возможно, он отпустит меня. Просто сообща, возьмите и высадите меня где-нибудь на материке. Я бы сам как-нибудь добрался до монастыря и зажил, как врежде. Своей жизнью. А все, что случилось, оставил бы позади. Ведь все равно уже ничего не исправишь. Он помолчал и добавил, да и ты избавилась бы от меня, как от отца избавилась. Но ты прям как ревнивый ребенок, возразила она. Ты не ответила на мой вопрос. Она ответила. Она распахнула перед ним свой разум. И он ощутил боль, причиненную его словами. Вот как тихо проговорил Уинтроу и больше не стал ничего говорить. Он посмотрел туда же, куда смотрела проказница. Там покачивалась на якоре Мариетта. Она была так близко, что Уинтроу ясно различал лицо Вахтенова. Видно, сор Кор был весьма недоволен, когда взволнованный Брик прислал к нему спросить, не знает ли он, куда запропастился капитан. Вот сор Кор и переставил корабль, чтобы теперь-то ничего и из виду не упустить. Проказница между тем спросила напрямую, почему ты так ревнуешь? Ну что с того, что мне нравится Кеннет? Ты вот готов был бы разорвать нашу с тобой духовную связь, если б только мог? А он ведет себя совсем по-другому. Он все силы прилагает, чтобы между мной и им тоже что-то образовалось. Он разговаривает со мной так, как не говорил никто и никогда. Он приходит сюда, когда ты чем-нибудь занят в другом месте, и рассказывает мне обо всем. И не только истории из своей жизни, но еще всякие сказки и разную бывальщину, которую сам от других слышал. А как он слушает, когда я что-нибудь говорю? Всегда спросит, что я думаю, чего бы мне хотелось. Он рассказывал мне о своей мечте создать королевство и о том, как он будет править людьми. Я пробую советовать, и он каждый раз так радуется. Есть у тебя хоть понятие о том, как это славно, когда тебе что-то рассказывают, и сами внимательно слушают, когда говоришь ты? Да, это снова заставило Уинтру вспомнить о монастыре, но он не стал об этом говорить вслух, необходимости не было. У нее вдруг вырвалось, но почему ты все время только осуждаешь его? Да, я не возьмусь сказать, будто знаю его так же хорошо, как тебя, но вот то, чему мы с тобой оба свидетели, пока он выказывает к тебе гораздо больше доброты и любви, чем ты когда-либо видел от родного отца. Он-то о других думает. Поинтересуйся как-нибудь, попроси его показать тебе планы, которые он нарисовал для Дилипая. Он уже теперь прикидывает, как возвести сторожевую башню для защиты гавани и где расположить колодцы, чтобы у жителей было побольше хорошей воды. А городок кривохожий. Он и его карту нарисовал. С брекватором для гавани, с новыми пристанями. Примечание. Брекватор — оградительное сооружение, препятствующее вкатыванию сильных волн в гавань. Конец примечания. Если только люди послушаются его и станут жить, как он им укажет, их жизнь сразу изменится к лучшему. Он хочет, чтобы вместо грязи стали порядок и чистота. А еще он хочет быть твоим другом, Уинтроу. Может, в том, что касается Кайла, он и вправду перегнул палку. Но посмотри правде в глаза. Ты сам его попросил? Вспомни, ведь он завоевал бы вечную благодарность рабов, если бы уже в Дилипай выдал им Кайла. Его муки и смерть превратились бы в зрелище для всего города и необыкновенно прославили Кенета по всем островам. Ты понимаешь это, надеюсь? А еще он мог бы предложить твоей матери выкупить мужа и пустил бы Вестритов по ветру, набив золотом собственные сундуки. Но он не сделал ни того, ни другого. Он просто убрал отсюда этого гнусного и бессердечного типа, поместив его туда, откуда он не сможет дотянуться ни до тебя, ни до других. Проказница остановилась перевести дух, но больше ничего не сказала. У нее, похоже, просто больше не было слов. Уинтроу медленно переваривал услышанное. Он-то и понятия не имел, с какими дальними планами Кенет, оказывается, носился. К умозаключениям проказницы трудно было придраться, но то, с каким жаром она защищала пирата, слушать было обидно. Так вот, почему он стал пиратом, сказал Уинтроу. Чтобы добрые дела делать. — А я не говорила, будто он такой уж самоотреченный, — надулась проказница. Или что средства у него безукоризненные. Да, он наслаждается властью и стремится к тому, чтобы ее всячески усилить. Но ведь власть свою он употребляет по делу. Он освобождает рабов. Ты предпочел бы, чтобы он стоял, сложа ручки, и только повторял избитые истины, вроде того, что все люди — братья. Ты не задумывался, почему тебе так хочется назад в монастырь? Ты просто хочешь отгородиться от зол и бед этого мира. Вот и все. У ее собеседника попросту отвалилась челюсть. А проказница чуть-чуть выждала. И храбро созналась. Он просил меня пиратствовать вместе с ним. Ты про это знал? Уинтроу пытался сохранить спокойствие. Нет, не знал. Но ждал этого. Все-таки в его голосе прозвучала горечь. Ну? И что тут было бы такого уж скверного? Спросила она, явно приготовившись к упрекам. Ты сам видишь, сколько добрых дел он делает. Верно. Делает он их отнюдь не в белых перчатках. Он сам мне так сказал. Он спросил меня, смогу ли я справиться с тем, что мне придется увидеть пиратство. Я в ответ честно рассказала ему о той жуткой ночи, когда восстали рабы. И знаешь, что он мне сказал? Не знаю. И что же? Уинтроу старался удержать в узде свои чувства. Она так неопытна и наивна. Ее так легко обмануть. Неужели она не видит, какую игру с ней затеял пират? Он сказал, что с этим получилось так же, как и с отнятием его ноги. Он долго терпел и страдал, полагая, что от невмешательства ему полегчает. Потом ты заставил его понять, чтобы избавиться от бесконечных медленных мучений, нужно взять и однажды вытерпеть гораздо большую боль. Тогда-то и придет облегчение. Он поверил тебе, и ты оказался прав. Он посоветовал мне хорошенько вспомнить мои ощущения, когда внутри меня страдали рабы. А потом подумать о том, что в трюмах других кораблей длятся такие же точные мучения. Вот и он, по сути, не пиратствует, а гниль всякую отрезает. Уинтроу слушал ее, плотно сжав губы. Когда она умолкла, он спросил, значит, Кеннет отныне собирается нападать только на работорговые корабли? И на корабли тех, кто наживается на рабстве? Нам не переловить все невольничьи корабли, что ходят между Джамелией и Калсидой. И тем не менее, если праведный гнев Кеннета падет на тех, кто богатеет на страданиях невольников, а не только на команды работорговых судов, очень скоро все они так или иначе задумаются, а надо ли им делать то, что они делают. Те из купцов, кто честен и добр, сами обрушатся на работорговцев, когда сообразят, какую опасность те на них навлекают. А ты не думала о том, что Сатрап может прислать в эти воды новые сторожевики? Что они набросятся на пиратские поселения и будут без разбора уничтожать их, только бы избавиться от Кеннета? Попробовать он может. Только не думаю, чтобы у него что-нибудь вышло. — Кеннет за святое дело бьется, — Уинтроу. — Уж кому-кому, как не тебе, следовало бы это понять. Мы не можем позволить, чтобы нас сбил с пути страх перед опасностью или болью. Кто, если не мы? — Так, значит, ты дала ему согласие, — прошептал Уинтроу. — Пока еще нет, — ответствовала проказница невозмутимо. — Я собираюсь сделать это завтра. Принадлежавший Альтии официальный наряд для посещения собраний насквозь пропах комфорой и кедром. Эта мать позаботилась, чтобы до шерстяной ткани не добралась моль. По поводу этих запахов мнение Альтии вполне совпадало с мнением моли. Кедр еще можно было бы вытерпеть, хотя в гораздо более разбавленном виде. А вот от комфоры просто подкатывала тошнота. Еще Альтию слегка удивила, что наряд по-прежнему сидел на ней лучше некуда. Она ведь в последний раз надевала его несколько лет назад. Она прошлась по комнате и устроилась перед зеркалом. Из зеркала на нее смотрела юная женщина. В такие мгновения, как эта, долгие месяцы в качестве Юнгена жнецы казались приснившимися. К тому же, вернувшись домой, она скоро утратила мальчишескую худобу. Грейг успел уже наделать ей комплиментов по поводу легкого округления фигуры, да и сама она, зачесывая блестящие черные волосы и скалывая их в скромную прическу, призналась себе, что такая перемена ее только радует. И к тому же официальный наряд с его нарочито простым кроем необыкновенно шел ей. — Ну и так ли это хорошо? — сказала она себе, медленно поворачиваясь перед зеркалом. — Еще не хватало мне сегодня вечером выглядеть этакой нарядной пустышкой. — Я должна смотреться прилежной, серьезной и трудолюбивой девицей из старинной торговой семьи. Она в самом деле хотела этого. И тем не менее чуть коснулась духами шеи, потом немного подкрасила губы. Гранатовые сережки, недавний подарок Грейга, уже покачивались у нее в ушах. Они как раз подходили к пурпурно-красному цвету платья. Сегодня выдался хлопотливый денек. Она лично ходила в совет ходатайствовать о своем деле. Ей ответили, что подумают. Они были вовсе не обязаны выслушивать ее. Звание торговца принадлежало Кефрии, а не Альтии. Поэтому она по всей форме сообщила сестре, что сама намерена говорить перед советом, если только будет возможность. Еще она составила письмо Грейгу, в котором рассказывала о захвате проказницы и отправила его с Рейч. Сама же двинулась к Даваду Рестару поведать ему о деянии пиратов и заодно попросить, чтобы подвез их на совет. Давад не замедлил прийти в должный ужас от ее новостей, но тут же выразил нежелание верить всему, что наболтает этот негодник Трелл. Однако заверил ее, что, будя весть подтвердиться, он в беде их не бросит. Альтия про себя отметила, что денежный вопрос он при этом тщательно обходил. Что ж, она слишком хорошо знала Давада, чтобы рассчитывать, будто он прямо так возьмет и расстегнет перед ними кошелек. Его приязнь и его деньги всегда были материями сугубо разными. В конце концов Альтия вернулась домой, помогала Рейче месить тесто для хлеба, подвязывала бобы в огороде и прореживала завязи плодов на сливах и яблонях. После таких трудов перед выходом в свет ей понадобилась основательная помывка. Она крутилась, не покладая рук, но все равно никак не могла изгнать из своих мыслей образ Брэшена Трелла. Надо же было ему именно теперь вернуться в удачный, как будто у нее без него в жизни сложности не хватало. А впрочем, какое отношение он имеет к моей жизни? Не о нем надо думать, а о проказнице и о совете, где я хочу говорить. О Грейге, на худой конец. Ничего не получалось. Куда бы ни заводила ее очередная мысль, в конце пути непременно стоял Брэшен. Стоял, открывая целые миры новых возможностей. При попытке заглянуть в эти миры ей делалось не по себе. Она всячески старалась отвлечься, но непрошенные думы упрямо лезли в голову. Вот Брэшен сидит за столом на кухне, пьет кофе и кивает, слушая ее мать. Вот он склоняется над малышом с Эльденом, чтобы отнести его в кроватку. Вот Брэшен, по-матросски широко расставив ноги, стоит в гостиной, глядя в ночь за окном. А еще зло напоминала она себе. Вот вам, Брэшен, то и дело ощупывающий карман, где у него наверняка припрятан кусочек циндина. Этот человек много раз принимавший неправильные решения и, наконец, павший их жертвой. И нечего больше думать о нем. Альтия последний раз глянула в зеркало и торопливо устремилась к выходу. Совсем ни к чему опаздывать сегодня на собрание. На повестке дня было слишком много поистине судьбоносных решений. К своему некоторому удивлению, в прихожей Альтия обнаружила Малту. Альтия окинула племянницу придирчивым взглядом, но при всем желании не нашла, чтобы поправить. Она была почти уверена, что Малта перестарается с румянами, духами и драгоценностями. Но нет, она выглядела почти так же скромно, как Альтия. Цветы в волосах были ее единственным украшением. Но даже и в простом официальном наряде Малта была так хороша, что просто дух захватывала. Глядя на племянницу, Альтия не могла ни в чем винить молодых людей, которые заглядывались на нее. И она взрослела прямо на глазах, причем не просто физически. За последние полтора дня она проявила зрелость суждений, которые Альтия от нее вовсе не ожидала. Жаль только, понадобилось для этого семье оказаться в шаге от пропасти. Альтия постаралась ничем не выдать своего собственного волнения, а заодно подбодрить племянницу. — Отлично выглядишь, Малта, — сказала она. — Спасибо. — рассеянно ответила та, и нахмурилась, поворачиваясь к тетке. — Плохо только, что на собрание мы поедем с Давадом Рестаром. Не думаю, что это будет выглядеть хорошо. — Вполне согласна с тобой, — ответила Альтия, удивляясь про себя, что Малта вообще об этом задумалась. Сама Альтия любила Давада, так как любит странноватого и порой невоспитанного дядюшку. По этой причине она старательно закрывала глаза на ошибочность его нынешних политических пристрастий. Она была согласна со своей матерью, Давад слишком долго был близким другом семьи, чтобы между ними могли встать какие-то политические разногласия. И вот теперь ей оставалось только уповать на то, чтобы дружба с ним не ослабила ее позиции перед лицом совета. Ее выступление в защиту дела семьи Тенира должно выглядеть цельным в своей праведности. Если ее сочтут пустоголовой особой, принимающей сторону ближайшего на данный момент мужчины, это будет непоправимое унижение. И она хотела, чтобы ее выслушали как Альтию Вистрит, а не как девушку, которую неоднократно видели в обществе Грейга Тенира. Неужели карета с лошадьми в самом деле стоит так дорого? Вздохнула Малта. Впереди целое лето, сплошные баллы, приемы и вечеринки. Каждый раз зависеть от Давада. Не говоря уж о том, как это будет выглядеть в глазах других торговых семейств. — Альтия свела брови. У нас есть та старая карета. Если ты действительно хочешь помочь, мы вдвоем могли бы ее вычистить. Там уйма пыли, но она вполне крепкая и пригодная для езды. Вот тогда можно было бы подумать и о найме кучера с лошадьми. Альтия пересекла комнату и выглянула в окно. Неожиданно обернулась и озорно глянула на Малту через плечо. — А что, я и сама могла бы править конями. — Когда я была в твоем возрасте, Хейкс, наш кучер, иногда доверял мне вожжи. Мама, правда, не одобряла, зато папа не выдражал. Малта шутки не поддержала. Это было бы еще унизительней, чем с Давадом в его тарантасе кататься. Альтия пожала плечами и снова стала смотреть в окно. Всякий раз, когда ей начинало казаться, будто у них с Малтой налаживаются какие-никакие отношения, девчонка отталкивала ее. Мать и Кефея вошли в прихожую, как раз когда на подъездной дорожке появилась карета Давада. — Не будем ждать, — предложила Альтия и распахнула дверь дома еще прежде, чем Давад успел выбраться из кареты. — Стоит ему оказаться в доме, как он потребует вина и печенье. — Боюсь, на это у нас нет времени, — пояснила она, встретив неодобрительный взгляд сестры. — Да, — согласилась мать, — опаздывать нам незачем. Все вместе они вышли наружу. Изумленный кучер еще не слез с козел, когда Альтия сама открыла дверцу кареты и стала вперед себя подсаживать туда родственниц. Давад послушно втиснулся в уголок, освобождая им место. В итоге Альтия оказалась с ним рядом. От него несло какими-то духами, настоянными на мускусе, причем с не меньшей силой, чем от платья Альтии комфорой. Утешало только то, что поездка будет недлинной. Кефрия, мать и Малта устроились напротив. Давад скомандовал кучеру, карета дернулась и покатила вперед. Размеренный скрип, издаваемый ею на ходу, говорил о скверном уходе. Как и пыль, накопившаяся в швах внутренней обивки, Альтия отметила это про себя. Но вслух, конечно, ничего не сказала. Давад никогда не умел заставить своих слуг работать как следует. — Посмотрите только, что я вам привез, — объявил друг Давад. И вытащил небольшую коробочку, перевязанную лентами. Сам открыл ее. Внутри оказался набор липких желейных конфет, по которым Альтия, помнится, с ума сходила, когда ей было шесть лет. — Я-то знаю, что вам нравится больше всего, — похвастался Давад. Сам взял конфетку и передал коробочку дамам. Альтия осторожно взяла клейкое лакомство и отправила в рот. Они с Кефрией быстро переглянулись. У обеих в глазах было одно и то же. Они терпели Давада, потому что любили его. Кефрия выбрала себе красную конфетку. Что касается Давада, то он так и сиял. — Какие вы у меня красавицы! Глаз просто не отвести! И пусть все прочие торговцы от зависти полопаются. Кто еще привезет на совет полную карету при лестнице? Небось, палкой придется ухажеров отгонять. Альтия с Кефрией должным образом поулыбались. Такие, с позволения сказать комплименты, они выслушивали с детства и давно к ним привыкли. Малта напустила на себя оскорбленный вид, а мать заметила. — Ну как ты язык себе не намазолишь, Давад? Льстишь нам и льстишь. Неужели после стольких-то лет ты все думаешь, будто однажды мы поверим тебе? Потом слегка нахмурилась и попросила младшую дочь Альтия. — Поправь, пожалуйста, Даваду шейный платок. А то у него узел к самому уху сполз. Альтия посмотрела и мигом поняла, о чем в самом деле беспокоилась мать. На тонком желтом шелке платка на самом видном месте красовалось жирное пятно, вероятно, от соуса. Платок очень плохо вязался с официальным костюмом торговца, но Альтия не стала уговаривать Даваду его снять, все равно бестолку. Вместо этого она распустила платок и повязала его заново, удачно спрятав пятно. — Спасибо, девочка моя! — сказал он благодарно и ласково потрепал ее по руке. Альтия ответила улыбкой, потом покосилась на Малту и увидела, что та смотрит на них с отвращением. Альтия энергично шевельнула бровью, призывая юную племянницу проявить понимание. Она могла понять жгучую неприязнь, которую Малта питала к Даваду. Она сама чувствовала примерно то же, когда задумывалась о его действиях в последнее время. Он не только спутался с новыми купчиками и перенял их недостойные повадки, но и пошел еще дальше. Встал на их сторону против собственного сословия. Теперь он в открытую поддерживал их на собраниях торговцев. Он выступал посредником между некоторыми старинными семьями, докатившимися до сущей нужды, и алчными новыми, жаждущими перекупить их наследные земли. По слухам, он очень тонко вел такие торги, причем в выигрыше неизменно оказывался не обедневший собрат торговец, а приезжий толстосум. Альтии трудно было поверить, что правде соответствовала хоть половина всего, что люди болтали про Давада. Но вот на то, что он не только сам использовал в своем хозяйстве рабов, но и взялся торговать ими, закрыть глаза было нельзя. Казалось бы, дальше уже ехать некуда, но Дава отумудрился. По городу ходили сплетни, будто он каким-то боком связан с новыми купчиками, вознамеревшимися купить совершенного. И вот она смотрела на добродушного толстяка, сидевшего с нею рядом, и гадала про себя, в какой момент даст трещину ее привязанность к этому человеку. И не сегодня ли вечером он наступит, этот момент? Она решила занять время беседой, а заодно и отвлечься. — Ну что, Давад, — сказала она, — сколько знаю тебя, ты всегда в курсе всех самых забавных сплетен удачного. Что же интересненького ты слышал сегодня? Альтия рассчитывала на рассказ о каком-нибудь легком скандале, не более. У Давада все же были свои принципы, и распространением по-настоящему грязных кривотолков он не занимался. Давад улыбнулся ее словам и самодовольно погладил выпирающее брюхо. — Есть один занятный слушок, радость моя! — начал он. — Ну, правда, удачного он вроде бы прямо и не касается. Хотя, если этот слух подтвердится, то последствия для всех нас будут такие, что и не вдруг расхлебаешь. И он по очереди обвел попутчиц глазами, все ли слушают. — Это я прознал от одного нового кубчика. Он получил известие с почтовой птицей, прилетевшей из Джамели. И он умолк, похлопывая себя по губам указательным пальцем, как если бы в последний момент ему пришлось усомниться, а надо ли подобной вестью делиться. Он явно напрашивался на уговоры, и Альтия немедля кинула ему кость. — Рассказывай, рассказывай, не томи. Про Джамелию нам всегда интересно. — Ну, хорошо, — дават откинулся на сиденье кареты. — Вы, я уверен, все помните о той достопамятной заварушке, что случилось зимой. Эти хупрусы, ты уж не сердись на меня, Малта, я знаю, что за тобой приударяет их младший парнишка, но я говорю о политике удачного, а не о любовных делах. Так вот, хупрусы явились в удачной от лица всех торговцев из дождевых чащок, желая поссорить нас с Сатрапом. Я все пытался их урезонить, но... Помнишь, Роника, какой гам стоял на том собрании? Кто кого перекричит? Ну, ладно. Порешили на том, чтобы отправить в столицу делегацию старинных торговцев и послать с ними наше старинное уложение, чтобы потребовать от Сатрапа его исполнения. И как только им в головы стукнуло, будто рассыпающиеся от ветхости документы в наше время кого-то к чему-то еще обязывают. Ладно, сказано, сделано, поехали. Их там вежливо приняли. И пообещали, что Сатрап рассмотрит их требования. И все. Он вновь оглядел слушательниц, проверяя, смотрят ли они ему в рот. Новости были на самом деле с порядочной бородой, однако Альтия вежливо слушала, мал-то смотрела в запыленное окошко кареты. Дават наклонился вперед так, что живот начал мешать ему и понизил голос, словно боясь, что кучер послушает. — Еще вы наверняка слышали, будто Сатрап пообещал прислать в удачный посланца. Вот мы и ждали его прибытия, буквально со дня на день. Так вот, штука-то в том, что не будет никакого посланца. Нет, вместо него едет сам Сатрап, юноша, питающий душевную страсть к приключениям. Говорят, даже будто он приедет инкогнито, надежно переодетым, сопровождаемый лишь избранными сердечными подругами, ну, естественно, с хорошей почетной стражей и сколсидийцев. Якобы тем самым он хочет показать жителям удачного, что он по-прежнему считает наш город столь же тесно связанным с Сатрапией, как и любое, собственно, джемилийское поселение. Дескать, когда народ поймет, на какие тяготы он пошел ради этого путешествия, что претерпел, дабы сохранить верность удачного, этот народ не может не пойти на уступки ему. А что, я считаю, он кругом прав. Когда последний раз правящий Сатрап появлялся в удачном? Уж всяко до нашего с тобой рождения, верно, Роника? Больше вам скажу. Некоторые семьи новых кубчиков, прослышавшие о том же, о чем и я, уже изготавливаются давать такие балы и приемы, каких удачный не знал со дня своего основания. Подумать только, мало-то, какая блестящая пора наступает, а ты свободная, непросватанная девица, да еще такая красавица. В общем, ты еще хорошенько подумай, прежде чем принимать ухаживание этого мальчика из Чищоп. Чего доброго, я маленько напрягу свои связи да раздобуду тебе приглашение на бал, где ты, может, самому Сатрапу на глаза попадешься. Он сразу увидел, что вполне добился желаемого. Потряс своих спутниц. Даже Малта попросту вытаращила глаза. — Сатрап здесь у нас? — недоверчиво выговорила ее мать. С ума он сошел, наверное. Альтия поняла, что сказала это вслух, когда Дават к ней обернулся. Пришлось объяснять. Я к тому, что путешествие долгое и небезопасное. Предпринимать такое по первому движению души, как бы то ни было, он уже в пути. Вот только слух успел его обогнать. Однако ни слова об этом никому. Вы меня поняли? Вряд ли он серьезно рассчитывал, будто они посчитаются с этим предупреждением. Просто у него была давняя привычка заканчивать этими словами любую сплетню, которую он передавал. Альтия еще раз думывала об услышанном, когда кучер осадил лошадей. Карета подалась вперед, потом ее мотнула назад. Разреши, и Дават потянулся мимо Альтии к ручке двери. Кучер как раз открывал ее снаружи, когда Дават помог ему толчком плеча. Дверца распахнулась так резко, что Альтия едва успела ухватить толстяка за одежду. Не то он неминуемо вывалился бы наружу. Кучер неохотно подал хозяину руку. Дават вылез из кареты и принялся горделиво высаживать из нее женщин. Грейг Тенира уже слонялся наверху ступени, что вели в зал торговцев. Его темно-синий официальный костюм был скроен в старинном капитанском стиле, позволявшем любоваться мускулистыми ногами моряка. Грейг выглядел одновременно и вдумчивым торговцем, и отважным мореплавателем. И вообще, как уже не в первый раз, сказала себе Альтия, он был очень красив. Он обшаривал глазами толпу, и она поняла, что он ждет ее приезда. Зря ли она на рассвете отправила ему записку о пленении проказницы? Грейг ответил тотчас. Его письмо так и дышало теплотой и желанием всемерно поддержать ее. Он писал, что будет на ее стороне и даже постарается обеспечить, чтобы ей дали время говорить. Еще он писал, что и его семья, и Офелия переживают о проказнице вместе с нею. Увидев, что он заметил ее, она улыбнулась. Грейг в ответ сверкнул белыми зубами. Однако его улыбка погасла. Стоило ему заметить, с кем она приехала. Альтия сказала ей сейчас и поднялась к нему по ступенькам. Грейг по всем правилам склонился к ее протянутой руке и пробормотал, выпрямляясь. Не додумался я за тобой карету прислать. В следующий раз исправлюсь. Да ладно, Грейг. Это же Дават, многолетний друг нашего дома. Но он бы разобиделся, если бы я поехал, а не с ним. С такими друзьями, заметил Грейг, не без яда. Чего же удивительного, что вестриты вот-вот на дно пойдут. У Альтии даже сердце стукнуло не в попад. Да как он мог? Как он мог ей такое сказать? Впрочем, его последующие слова напомнили ей о том, в какой дыре сидели сами Тенера. И она была вынуждена смягчиться. Офелия все о тебе спрашивает, сказал Грейг. Даже сама велела вскипятить вина в жертву Са, молясь за проказницу. Она очень хотела, чтобы ты узнала об этом. Он помолчал, потом тепло улыбнулся. Она там, у торговой пристани, прямо позеленела от скуки. Теперь, когда ее руки в порядке, ей ужасно хочется в море. А когда я ей обещаю, что мы отправимся в плавание как только, так сразу, она непременно требует, чтобы я изыскал способ взять с собой и тебя. Ну, а я ей отвечаю, что способ у меня на уме только один. И он заговорчески улыбнулся. И что за способ? Спросила Альтия с любопытством. Неужели он хотел предложить ей место в команде Офелии? Сердце в груди забилось быстрее. Ей очень нравился старый корабль. Не говоря уже о носовом изваянии с его замашками главы матриархальной семьи. Грейг, однако, покраснел и даже отвел глаза, правда, губы все равно улыбались. Я имел в виду скоропостижную свадьбу и свадебное путешествие. На самом деле я предложил это в шутку, добавил еще, какой дивный может получиться скандал. Думал, Офелия, старая матерщиница, невозможными словами меня изругает. А она в ответ, какая блистательная идея! И Грейг искоса стрельнул глазами на Альтию. Между прочим, отец ее полностью поддержал. И это она ему сказала, не я. Он снова замолчал и стал выжидающе смотреть на нее. Так, словно задал вопрос и хотел получить ответ на него. Вот только вопрос в действительности не прозвучал. И даже, будь она сама пылка, влюблена в него, как принять подобное предложение, пока в опасности, ее собственный семейный корабль? Неужели он этого не понимает? Должно быть, смятение Альтии отразилось у нее на лице. И, как будто этого было недостаточно для полного расстройства, внизу ступеней она увидела Брэшена Трелла. Их глаза встретились, и какое-то время она не могла оторвать взгляда. Грейг превратно истолковал ее явное замешательство. Я не то, чтобы вполне серьезно об этом, проговорил он поспешно. Он старался ничем не выдать обиды. Не здесь, не теперь. И у тебя, и у меня других забот полон рот. Может, после сегодняшнего одной-двумя станет поменьше. По крайней мере, надеюсь. И я надеюсь, отвечала она. Трудно оказалось произнести это искренне и уверенно. Ее внимание было полностью поглощено тем, что происходило внизу, у Грейга за плечом. Брэшен смотрел на нее так, словно она пырнула его в сердце кинжалом. Он был одет так же, как при посещении ее дома. Свободная желтая рубашка и темные штаны. Среди торговцев в их официальных нарядах он выглядел не просто чужаком, иноземцем. Грейг проследил ее взгляд. Что он здесь делает? Спросил он, так как будто Альтия знала ответ. А сам тем временем взял ее под руку. Это он оповестил нас о проказнице. Негромко ответила она. Она смотрела на Грейга. Ей не хотелось, чтобы Брэшен счел, будто они с Грейгом обсуждают его. Грейг нахмурил лоб. Так это ты его пригласила? Нет, покачала она головой. Я не знаю, зачем он пришел. А кто это с ним, Янтарь? А она-то здесь почему? И почему они вместе? Альтии пришлось снова посмотреть вниз. Вот уж не знаю, пробормотала она. Янтарь была одета в простое золотисто-коричневое платье почти того же оттенка, что и ее волосы, заплетенные во множество косичек и падавшие на плечи. Появившись откуда-то, она вплотную подошла к Брэшену и что-то негромко сказала ему. На лице у нее было недоброе выражение, но смотрела она ни на Брэшена, ни на Альтию. Желтыми, хищными, как у кошки, глазами она следила за довадом Рестаром. Не иначе склочная судьба пожелала, чтобы сегодня все стороны жизни Альтии сошлись вместе и столкнулись. А Адават Рестар уже завидел Грейга Тениру и устремился к нему. Отдуваясь, он довольно проворно взбирался по ступенькам зала, но первой к Альтии все же подошла ее мать. Кефрия с Малтой на шаг отстали от нее. Роника и Грейг поздоровались, и пожилая женщина посмотрела Грейгу в глаза. Если хочешь, моя дочь Альтия может сесть с тобой. Я знаю, вам надо переговорить о важных вещах. Грейг отвесил традиционный поклон Роника Вестрит. Своим доверием ты оказываешь честь семейству Тенира. Клянусь, мы будем достойны его. И я благодарю тебя за это разрешение, произнесла Альтия также традиционную фразу, обращаясь к матери, а про себя восхитилась ее прозорливости. Вот теперь она имела полное право взять Грейга за руку и увезти его в зал, не дожидаясь, пока к ним поднимется запыхавшийся дават. По крайней мере, этого противостояния удастся избежать. Альтия так и поступила, умудрившись даже избежать очевидной спешки. О том, как могло выглядеть их с Грейгом торопливое отбытие в глазах Брешина, она старалась не думать. Оказавшись внутри громадного помещения, она последовала за Грейгом. Ей приходилось то и дело замечать взгляды, бросаемые на них с разных сторон. То, что во время собрания она будет сидеть не со своей семьей, а среди Теннира, будет расценено как признак серьезного ухаживания. Был миг, когда ей очень захотелось высвободить руку и вновь присоединиться к своим. Увы, это воспримут как внезапную ссору влюбленных. Делать нечего, Альтия натянула на лицо любезную улыбку и позволила Грейгу усадить ее между своими матерью и сестрой. Его мать была седовласа, внушительна и грозна, как и надлежала истинной жене удачнинского торговца. Младшая сестренка Грейга улыбнулась Альтии так, словно обе состояли в одном заговоре. Пока они негромко обменивались приветствиями, зал заполнялся, в нем становилось шумно, отгуло множество голосов. Мать и сестра Грейга что-то тихо говорили Альтии, выражая соболезнования по поводу несчастья с проказницей, но она вдруг обнаружила, что не может связать двух слов в ответ и только кивает. Оказывается, она страшно волновалась. Альтия принялась про себя молить небеса, чтобы совет дал ей выступить. Потом постаралась привести в порядок свои мысли и прикидывать, как станет держать речь, как убедить торговцев, что спасение проказницы дело всего удачного, а не только семьи вестритов. Ей казалось, гомон голосов, шуршание шагов и одежды, всегда предварявшие собрание торговцев, на сей раз не кончится никогда. А тут еще с полдюжины народа сочли своим непременным долгом подойти к скамье Тенира и поздороваться. Альтия вновь заставила себя улыбнуться. Кажется, все ожидали, что они с Грейгом будут страшно заняты друг дружкой, как полагается влюбленным, а про деловую часть собрания, как есть, позабудут. Эта мысль раздражала ее. Альтия успокоилась, только когда мать Грейга неожиданно подмигнула ей и еле слышно шепнула «Хорошо, что ты здесь». Если будет сразу видно, что мы заодно к нам серьезней и отнесутся. А сестра Грейга взяла ее руку и коротко сжала ее. Такое отношение и грело душу и слегка настораживало. Альтию чуть ли не принимали в семью, и она не была уверена, что ей это нравится. Не рановато ли? Разговоры стали понемногу смолкать, на возвышение поднимались члены совета. Все они были в белых одеяниях, знак того, что на данное время они отрешались от своих семейных привязанностей и намеревались служить высшему благу, благу удачного. У стен расположились несколько служителей порядка, их одежды были черного цвета. Дело в том, что иногда собрания торговцев становились, как бы это сказать, слишком уж оживленными. Делом служителей порядка было следить, чтобы все оставалось в рамках приличий. Альтия внимательно рассматривала членов совета, пока они здоровались друг с другом и рассаживались за длинным столом на возвышении. Какой стыд! Она, оказывается, очень немногих среди них знала по имени. Вот ее отец тот загодя в точности знал бы, кто из них поддержит его, а кто выступит против, а у нее совсем не было опыта в такого рода делах. Но вот прозвенели колокольчики, возвещавшие начало собрания, голоса стали смолкать, Альтия одними губами выдохнула молитву кса, прося добавить ей красноречия. Правду сказать, она могла бы молиться еще долго, со вкусом и расстановкой. Глава совета разразился многословной вступительной речью. В частности, он объявил, что сегодня предполагалось обсудить несколько весьма важных тем, а посему сперва следовало разрешить кое-какие мелкие споры. Альтия повернулась к Грейгу, вопросительно подняв бровь. Она-то думала, нынешнее собрание устроили единственно за тем, чтобы обсудить дело Тенира. Грейг в ответ нахмурился и слегка передернул плечами. Для начала им пришлось вникнуть в весьма жаркую склоку между двумя семействами, не поделившими воду в речушке, что протекала как раз по границе их смежных владений. Один хозяин собирался поить из речки скот, другой орошать свои поля. Каждый приводил неотразимые доводы, пока совет не вынес решение, лежавшее собственно на поверхности, воду речушки следовало поделить. Тут же и назначили троих человек, поручив им помочь разобраться с дележкой. Спорщики раскланились и вернулись на свои места. Альтия подобралась в ожидании. Какое разочарование! Речь снова пошла не о них. Да еще и случай оказался не так легко разрешим, как первый. Породистый бык, принадлежавший одному из торговцев, снюхался с коровами из стада другого. Причем оба усматривали в случившемся ущерб для себя и требовали возмещения. Хозяин быка желал получить плату за случки, причем существенную, владелец коров возражал на это, что, мол, предполагал подпустить к коровам совсем другого быка. То есть телята, которые родятся, будут совсем не те, что он замышлял. Первый утверждал, что слуга второго злонамеренно испортил забор, почему бык и вырвался на свободу. Его противник настаивал, что владелец быка сам не уследил за животным. В общем, пришлось совету повозиться. Люди в белом даже удалялись в заднюю комнату, где можно было говорить без помех. Пока они оставались там, вынося решение, в зале кашляли, шуршали, шушукались. Вернувшись через некоторое время, члены совета вынесли суждение будущих телят, как только станет возможно отнять их от мамок, продать и выручку поделить между спорщиками. Владельца же быка обязать поправить забор. Это не очень-то устроило судившиеся стороны, но с решением совета не спорили, оно обязывало. Члены обоих семейств поднялись и рассерженно потянулись к выходу. Альтия была порядком обескуражена, когда за двумя недовольными семьями увязалось еще несколько. Она-то надеялась обратиться не только к совету, но едва ли не ко всем членам сословия. Между тем глава совета заглянул в бумаги и провозгласил, семейство Тенира просит уделить ему время и желает оспорить перед советом таможенные пошлины Сатрапа, наложенные на живой корабль Офелия, каковой задержан у таможенной пристани из-за их отказа платить. Он едва успел произнести это, как поднялся один из торговцев, Альтия вспомнила, как его звали, Доу. Он единым духом выпалил явно загодя выученные слова. Это дело не подлежит обсуждению на нашем совете. Торговец Тенира жалуется не на другого торговца, а на сатрапского таможника. Вот пусть сам с ним и разбирается, а не тратит попусту драгоценное время совета, которое следует уделить тому, что касается нас всех. У Альтии окончательно упало сердце. Когда она разглядела, непосредственно рядом с Доу сидел Дават Рестар и с самым серьезным поднялся Томми Тенира. Напряженные плечи старого капитана грозили порвать официальный камзол. Он крепко сжимал узловатые кулаки, но постарался не выдать голосом своего гнева. С каких это пор наш совет превратился в эдакую няньку, что растаскивает поссорившуюся малышню и утирает им сопли? Что есть наш совет как не голос удачного? И я жалуюсь не на какого-то отдельного таможенного чиновника. Я говорю о несправедливом налоге, взыскиваемом со всех судовладельцев. Изначальное уложение, если помните, оговаривает половинную долю наших доходов, поступающую в сатрафские сундуки. Вопиющая доля! Но с нею согласились наши праутсы, и я сам по своей воле всегда придерживался того же. Но в изначальном уложении ничего не говорится об этих новых поборах. И уж подавно нет ни единой бумаги, предписывающей нам терпеть в нашей гавани колсидийских наемников, всем известных воров и убийц. Голос Томми Тенира задрожал от ярости при этих последних словах. Капитан замолк, чтобы окончательно не сорваться. Поднялся дават Рестар, и у Альтии сжалось сердце. «Почтенные члены Совета», сказал он, «Все купцы Джамилии платят налоги сатрапу, а мы чем лучше других? Разве не есть он наш добрый и справедливый правитель? Разве не он оплот державы, служащей всем нам во благо? Налоги, как известно, идут на обустройство столичного порта, а также на выплаты тем, кто защищает воды внутреннего прохода от пиратов, причем именно те качества, которые торговец Теннира склонен порицать в колсидийцах, делают их наилучшими защитниками против пиратов. Если же ему не нужны их услуги, ему следовало бы... Так называемые колсидийские сторожевики сами только и делают, что пиратствуют. Они останавливают ни в чем не повинные мирные корабли и занимаются вымогательством. Все здесь присутствующие знают, как пострадал мой живой корабль Офелия, когда отбивался от подобного незаконного вторжения. Капитаны удачного никогда по доброй воле не допускали, чтобы их корабли досматривали всякие чужеземцы. Ты предлагаешь, чтобы мы теперь на это пошли? А что до налогов, то сперва это были вполне разумные подати, легко проверяемые к тому же. Теперь они исчисляются так запутанно и громоздко, что приходится верить на слово наемному песцу. Сколько он скажет, столько и плати. И назначение этих поборов сделать для нас невыгодной торговлю где-либо, кроме столицы. Они стремятся присвоить наши доходы, чтобы крепче связать нас с завязками от своих кошелей. А что до ремонта столичной гавани, всякий, кто последнее время там швартовался, может подтвердить, наши денежки идут куда угодно, но только не на поддержание порядка в порту. Лично я вообще сомневаюсь, что на этот порт за последние три года хоть грош потратили. Люди в зале зароптали, выражая согласие. Кто-то даже посмеялся заключительным словам капитана Тенеры. — Пирс так прогнил, что у меня юнга там чуть не провалился, — крикнул кто-то из задних рядов. Доу вновь быстро поднялся и проворно вклинился в паузу. — Почтенные члены совета, я все же настаиваю, что вам следует взять перерыв и обсудить, стоит ли рассматривать это дело, прежде чем будут выслушаны еще какие-то свидетельства. Он огляделся кругом. — Час уже поздний, может, отложим слушание, но потом. — Думается, мы вполне полномочны заслушать его, — отозвался глава совета. Однако двое младших заседателей тут же отрицательно замотали головами, и это повлекло за собой новое удаление в совещательную комнату. На сей раз сидевшие в зале были не так склонны убивать время за доброжелательной болтовней. Люди вставали с мест, волновались, спорили. Торговец Ларфа, хозяин живого корабля обаятельный, подошел к Томми Теннире и встал перед ним, чтобы зычно оповестить всех, кто мог слышать, смело рассчитывай на меня, Томми. И плевать, как оно здесь обернется. Если хочешь, только слово скажи. Я подниму сыновей, и мы хоть прямо сейчас пойдем забирать твой корабль от этого долбанного таможенного причала. Двое молодых богатырей, стоявшие у него за спиной, согласно кивали, вид у них был решительный. И мы с вами, прозвучал еще голос, альтия не узнала говорившего, видела только, что и этого торговца сопровождали крепкие сыновья. «Будем все-таки надеяться, что до этого не дойдет», произнес Томми негромко. «Я бы хотел, чтобы это стало деянием всего удачного, а не одной семьи Тонира и наших друзей». Между тем поодаль в зале раздались громкие голоса. Кто-то брал горлом, отстаивая свою правоту. Альтия приподнялась, вытягивая шею. Между ней и крикунами было много народу, так что она почти ничего не смогла рассмотреть. Ей только показалось, что центр перепалки был как раз там, где сидели Доу и Ристар. «Ты лжец!» возмущенно обвинял кто-то. «Ты замешан! И сам знаешь, что замешан! Без тебя треклятые новые кубчики ни почем бы у нас так здорово не окопались!» Другой голос упрямо твердил, «Нет, нет, я тут ни при чем и вообще знать ничего не знаю». Альтия почувствовала, как ногти впиваются в ладони. Зал, кажется, пребывал на грани потасовки. Торговцы против торговцев. «Какая польза от глупых ссор!» Вырвалась у нее с горечью. Вырвалась достаточно громко и по случайному капризу судьбы именно в тот миг, когда голоса несколько стихли. В ее сторону начали поворачиваться головы. Даже Грейг и Томми Тенира изумленно поглядывали на нее. Альтия набрала полную грудь воздуха. Если прямо сейчас она упустит время и промолчит, совет может запросто все отложить и драгоценное время будет упущено. Похоже, ей предоставлялась единственная возможность высказаться. «Посмотрите на себя», громко сказала она. «Мы ссоримся как дети, торговцы с торговцами. А теперь спросите себя, кто выиграет от нашей драки. Мы непременно должны прийти к согласию. Нужно поговорить о том будущем, которое на нас надвигается, во что превращается наш удачный. Мы так и собираемся склоняться перед новыми правилами, которые вводят сатрап, безропотно платить поборы и терпеть ограничения, какими бы жестокими и несправедливыми они ни были. Так и будем мириться с его наймитами, которые швартуются в нашем порту. Будем платить им на пропитание и снабжение, чтобы они ловили в море наши же корабли и драли с них семь шкур? С какой стати? Зачем это нам? Теперь на Альтию смотрели уже все. Кое-кто усаживался на места, выражая тем самым желание выслушать ее речи. Альтия покосилась на Грейга, сидевшего рядом, он ободряюще кивнул ей, а его мать потянулась к ней, взяла за руку, пожала и отпустила. Альтия ощутила в себе пьянящую силу. Два года назад мой отец говорил мне, что именно до этого и дойдет. У меня нет ни его титула, ни иных качеств, но я, не задумываясь, повторю вам мудрые слова, которые он произнес. «Придет время», сказал он, «когда удачному придется и постоять за себя, и самому определить свое будущее, и я думаю, что это время настало». Она обвела зал глазами, Кефрия смотрела на нее в ужасе, прикрыв рукой рот. Лицо Давада было краснее индюшачьей бородки. Некоторые женщины явно были возмущены тем, что одна из них осмелилась так говорить в присутств в месте, однако многие торговцы согласно кивали или, по крайней мере, явно задумались над услышанным. Альтия перевела дух и продолжала. «Много накопилось такого, с чем мы не имеем право больше мириться? Так называемые новые кубчики растаскивают наши наследные земли. Они не имеют никакого понятия, какими жертвами мы их оплатили. Они не знают о нашей кровной связи с торговцами из дождевых чищоб. Они смеются над нашими законами, привозя сюда татуированных рабов, а Сатраб уже недоволен половинной долей в наших доходах. Он готов забрать все, что мы заработали кровью и потом и раздать своим новым друзьям, будь то наши кубчики или колсидийские каперы. Ты говоришь о прямом неповиновении, раздалось издали из задних рядов, о бунте. Что-то перевернулось у нее внутри. Шагни вперед и признай это, сказала она себе. Да, спокойно произнесла она вслух о бунте. Она была не готова к той буре, которую породили эти слова. Краем глаза, а она увидела, что к ней движутся служители порядка. Еще она увидела, что собравшиеся не пропускали их к ней. Нет, в открытую никто им не сопротивлялся, столпившиеся люди просто не расступались перед ними. Кто-то выставлял ноги в проходы, кто-то даже двигал скамьи. Однако ничего не поделаешь, рано или поздно стражи доберутся до нее и заберут. Это значило, что времени осталось очень немного. Корабль моего отца, прозвенел ее голос и шум начал сразу смолкать, проказница, живой корабль, выстроенный в дождевых чащобах, захвачен пиратами. Я знаю, кое-какого из вас слухи уже дошли. А теперь я говорю вам, это не слухи, это чистая правда. Немыслимое произошло. Пираты завладели живым кораблем из удачного. Ну и как по-вашему, помогут мне наемники-колсидийцы отбить судно? А если проказница некоторым образом все же попадет им в руки, как вы думаете, посчитаются они с тем, что она принадлежит семье из удачного? Нет, ее отведут в Джамилию, считая своей законной добычей, и там будут держать. Вспомните о дождевой реке, и вы поймете, о чем я. Поэтому я взываю к вам, помогите. Удачный, мне нужна твоя помощь. Умоляю, город, приди мне на выручку. Мне нужны деньги и корабль, чтобы отправиться за принадлежащим мне по праву рождения. Эти слова вырвались у нее сами собой. Она перехватила устремленный на нее взгляд матери и поняла, о чем та думала. Альтия публично заявила о своих правах на корабль. На самом деле Альтия хотела высказаться строго от имени своей семьи, но когда настал решительный миг, произнесла то, что подсказало ей сердце. «Вестриты сами на себя это накликали», выкрикнул кто-то. «Чужестранца поставили на нем капитаном, стыд-то какой! А она сама курс вроде правильный держит, а если вспомнить, с кем сюда прикатило, с Давадом Рестаром, а мы, господа, отлично знаем, чью руку он держит. Так что все, что она нам тут наговорила, ловушка, подстроенная новыми кубчиками. И вообще, если мы вздумаем подняться против Сатрапа, то как после этого ждать от него справедливости? Надо не противиться ему, а призвать его принять разумные доводы». Кто-то закивал в полголоса, выражая согласие. «А почему эти хреновы колсидийские сторожевики не отправятся проказницу позволять?» раздался еще голос. «Мы же вроде за то им и платим, чтобы отваживали пиратов. Пусть бы вышли в море и показали, на что идут наши денежки». «Она хает колсидийцев, а у самой сестра замужем за колсидийцем», едко хмыкнул кто-то. «Кайл Хевен не виноват в своем происхождении, а капитану что надо», возразили ему. «Ефрон Вестрит сам отдал свой корабль чужаку», добавили с другой стороны, «а тот его потерял». «И нечего из-за несчастья постигшего Вестритов кричать, будто весь удачный в опасности». «Хотят вернуть корабль, пускай выкуп платят». Альтия приподнялась на цыпочке, стараясь высмотреть говорившего. Торговец Фроу прошипел рядом Грейг. «Он в жизни своей ни разу ничего не поддержал». «А уж за деньги как держатся? Если и расстается с монеткой, так на ней вмятины от его пальцев остаются». Фроу точно услышал его слова. «Лично я», заявил он во всеуслышание, «Ни медика Ломанова ей не дам». «Они опозорили свой корабль, вот са у него их и забрал. Я даже слышал, его использовали для перевозки рабов. Да любой живой корабль, который хоть чего-нибудь стоит, от подобного обращения сам к пиратам сбежит». «Ты сам-то слышишь, что говоришь?» возмутилась Альтия. «Не смей вот так отмахиваться от проказницы. Там мальчик на борту, мой племянник. Можешь как угодно относиться к его отцу, но он-то по рождению один из нас, и ты не можешь этого отрицать. И сам корабль из удачного». Грейг вскочил на ноги, загораживая дорогу служителю порядка, но еще один шагнул мимо него и крепко сгреб Альтию за руку. «Вон отсюда», твердо приказал он. «Совет удалился на совещание и в это время никому не позволено выступать. Тебе и совет на это разрешение не давал». «Она не обличена званием торговца, чтобы говорить от имени Вестритов», добавил он громче, потому что кругом раздались протестующие голоса, людям не нравилось, как поступали с Альтией. «Во имя порядка, пусть она отсюда уйдет». Эти слова оказались именно той искрой, которой не хватало для вспышки «Где-то рядом с треском перевернулась камья». «Нет!» в ужасе вскрикнула Альтия, и как ни странно ее услышали. «Нет!» повторила она уже тише. Она коснулась руки Грейга, и он выпустил служителя, которого схватил было за грудки. «Я, Альтия, не беспорядки затевать сюда пришла. Я помощи хотела просить, и я сделала это. А еще я хотела выступить в поддержку семьи Тенира. Таможенники не имеют никакого права держать Офелию на приколе, и тем более накладывать лапу на ее груз. Если кто-нибудь из вас, докончила она уже совсем ровным голосом, пожелает помочь торговцам Вестритам, вы знаете, где наш дом. Мы радушно примем вас и подробно расскажем, что именно произошло. Но я совсем не хочу, чтобы мне приписывали вину за кулачную заваруху в зале торговцев. Поэтому я ухожу, ухожу с миром. И шепнула Грейгу, не провожай меня, а то вдруг у Совета встречные требования появятся. Я снаружи тебя подожду. И Альтия двинулась сквозь толпу, высоко держа голову. Служителям не понадобилось выводить ее силой. Она знала, что все равно не сможет ничего больше сделать здесь сегодня. Альтия шла не одна. Те из торговцев, кто привел с собой малолетних детей, спешно уводили их наружу, видимо, беспокоясь об их безопасности. Порядка в зале не осталось никакого. Все разбились на небольшие группы, иные спокойно обменивались мнениями, но кое-кто размахивал руками и кричал друг на дружку, таких Альтия старательно обходила. Покосившись, она заметила, что ее родственники остались сидеть. Это было хорошо. Может им еще представиться возможность официально высказаться насчет возврата проказницы. Снаружи царил обманчивый безмятежный летний вечер. Вовсю трещали цикады. В сумеречном небе уже загорались первые звезды. За спиной Альтии потревоженным ульем гудел зал торговцев. Некоторые семейства уходили пешком, другие рассаживались по каретам. Помимо собственной воли Альтия огляделась в поисках Брешина. Ни его, ни янтарь, не было видно. Альтия нехотя поискала глазами карету Давада-Рестара. Делать нечего, придется посидеть там, дожидаясь перерыва в собрании. Карета Давада отыскалась в самом хвосте длинной вереницы экипажей. Добравшись до нее, Альтия пригляделась и замерла в ужасе. Кучер подевался неизвестно куда. Упряжные кони, старые, смирные и послушные животные налились и били о землю копытами, а из-под дверцы наружу текла кровь, густая и черная в сумеречном освещении. Из окошка высовывалась зарезанная свинья с зияющим окровавленным горлом. Поверх герба Рестаров на дверце было кровью намалевано слово «шпион». Альтиюд так и замутила от отвращения. Тем временем собрание, судя по всему, завершилось. Торговцы потоком устремились из дверей зала, некоторые еще спорили о чем-то, громко, сердито, другие, наоборот, перешептывались, бдительно, озираясь, чтобы никто не подслушал. Самой первой к Альтии подошла ее мать. Совет отложил заседание, сказала она. Они решили посовещаться между собой, решая, могут ли они выслушать. Ироника умолкла на полусловии, заметив свинью. Во имя животворящего дыхания са вырвалось у нее. Бедный дават! Да как мог кто-нибудь такой ему причинить? И она стала оглядываться, как будто виновники еще таились где-то поблизости. Тут откуда-то появился Грейг. Он с ужасом и отвращением глянул на карету давата и взял Альтию под руку. Пошли отсюда, сказал он. Тихо. Я позабочусь о том, чтобы ты и твоя семья благополучно добрались до дома. Не стоит тебе вмешиваться в это. Верно, не стоит, отозвалась она мрачно. Точно так же, как я уверена и торговцу Рестару. Я его здесь не брошу, Грейг. Я не могу. Альтия, да подумай же. То, что случилось, не чья-то минутная выходка. Все было заранее продумано и подготовлено. Свинью притащили сюда еще прежде, чем кто-либо успел открыть рот на собрании. Это угроза и не шуточная. И Грейг потянул ее за руку. Альтия крутанулась навстречу. Вот поэтому-то я не могу оставить давата здесь одного. Грейг, он старик, и у него нет даже семьи. Если еще и друзья отвернутся, он вовсе останется один, как перст. А может, он именно этого и заслужил? Грейг не повышал голоса. Он смотрел на кучку зевак, уже образовавшуюся возле кареты. Грейгу явно хотелось уйти отсюда подальше и как можно скорее. Неужели ты можешь понять и принять его образ мыслей, Альтия? Да еще и твою семью впутать в подобное. Его образы мыслей я не приемлю. А вот его самого да. Он сбившийся с панталыку старый дурак. Насколько я себя помню, он всегда был мне почти что родным дядькой. И чтобы он не сделал, такого он не заслуживает. Она глянула мимо Грейга и увидела, что к карете подходит сам Давад. Они шли под ручку с торговцем Доу и, кажется, поздравляли один другого с победой, одержанной на собрании. Доу первым увидел злосчастную хрюшку. У него так и отпала челюсть. А в следующий миг он выдернул у Давада руку и без единого слова кинулся прочь. Хоть бы и у тебя вторая такая же свинья в карете лежала, подумала Альтия. Что это такое? Почему? За что? Не понимаю, кто это сделал? И где мой кучер? Неужели этот трусишка тоже сбежал? А кожаная обивка, ее не спасти, ее точно теперь не спасти. Давад бестолково размахивал руками, точно курицей крыльями, подбежал к карете, поглядел на свинью, отскочил прочь и в недоумении оглянулся на сгрудившуюся толпу. В задних рядах кто-то громко и грубо захохотал, вернее, загыгыкал, остальные просто пялились. Никто не выказывал ни ужаса, ни отвращения, все просто смотрели, любопытствуя, что же он станет теперь делать. Альтия обвела взглядом лица, и они показались ей чужими, куда более чужими, чем у новых Кефрии. Не узнаю тебя, удачный, подумалось ей. Пожалуйста, Грейг, шепнула она, я останусь с ним и провожу его домой. Тебя не затруднит, позаботится о моей маме, сестре и племяннице, уж малки-то здесь совершенно точно нечего делать. Никому из вас здесь совершенно точно нечего делать, ядовито передразнил Грейг, однако он был слишком хорошо воспитан, чтобы отказать ей. Какие слова он нашел для Кефрии и ее матери, она не слыхала, но они ушли тихо и быстро. Юная Малта та просто была в восторге от возможности отправиться домой в гораздо лучшей карете, чем та, на которой они сюда прибыли. Проводив их взглядом, Альтия поймала Давада за руку, успокойся, негромко сказала она, нечего им видеть, как ты потрясен. И, не обращая внимания на текущую кровь, рванула на себя дверцу кареты. Покойная свинья так и застряла головой в окошке. При жизни это был сущий заморож, еще бы, кто пожертвовал бы для подобного дела хорошие животные. Тут оказалось, что в момент смерти кишки свиньи расслабились, породив уйму жидкого дерьма и невыносимую вонь. Альтия поневоле вспомнила славные деньки, когда работала свежовщиком. В те времена она насмотрелась такого, что нынче смутить ее лужей свиной крови было непросто. Она не колеблясь, сгребла тушу за задние ноги, резкий рывок, и падаль вывалилась на земь. Альтия оглянулась на Давада. Тот смотрел на нее округлившимися глазами. Все ее платье спереди было перепачкано навозом и кровью. Ну и шут с ним. Можешь взобраться на козла, спросила она. Давад безмолвно покачал головой, тогда лезь внутрь, велела она. Второе сидение почти совсем чистое. Вот, возьми платочек, он надушен, поможет против вонищи. Давад по-прежнему молча взял платок и неуклюже полез в карету, временами тихо всхлипывая от расстройства. Едва он успел забраться внутрь, как Альтия захлопнула и вскарабкалась на козлы. Взяла вожжи. Много лет она не держала их в руках и никогда не правила незнакомой упряжкой. Она пнула ногой тормоз, державший карету, и с надеждой в душе тряхнула вожжами. Кони неуверенно зашагали вперед. То она моряк, то возщица, вот девку Грей окрутил. А сколько денег сбережет, нанимать-то никого не понадобится, прокричали в толпе. Кто-то одобрительно заулюлюкал, Альтия смотрела вперед, вскинув подбородок. Она легонько шлепнула коней вожжами, и они пошли рысью. Наверняка они знали дорогу домой, небось не ошибутся даже в сгущающейся темноте. В том, что сама она отныне знает дорогу домой, Альтия весьма сомневалась. Глава девятнадцатая Свистать всех наверх. Приехали, Дават, вылезай. Дверца кареты застряла, но Дават даже не пытался открыть ее. Альтия в потемках едва различала бледное пятно его лица. Он съежился в углу сиденья, плотно зажмурившись. Альтия уперлась ногой в корпус кареты и, что было сил, рванула дверцу на себя. Та поддалась, и девушка едва устояла. Ну, даже и свались ананазием. Некогда нарядному платью уже, как говорится, нечего было терять. Оно насквозь провоняло навозом и кровью и вдобавок промокло от пота. Езда в качестве кучера далась Альтии непросто. Она только и ждала, что вот сейчас из-за ее неопытности карета сойдет с проезжей дороги и перевернется, или налетят откуда-нибудь враги Давада, решившие не ограничиваться угрозами. Ну, вот, наконец, они добрались до парадных дверей его дома, и что же? Навстречу им не поспешил ни дворецкий, ни даже мальчишка Конюх. Кое-где в окнах дома горел, правда, свет, но с таким же успехом жилище Давада могло бы стоять и вовсе пустым. Нигде ни души, лишь тускло мерцал у двери фонарь. Альтия недовольно спросила, как звать твоего Конюха? Давад смотрел на нее точно с того света. Я не знаю, я с ним никогда не разговариваю. Ну, замечательно, сказала Альтия. Откинула голову и взревела в лучших традициях своей службы с Тарпомом. Мальчик, живо сюда, возьми коней. Дворецкий, где тебя нелегкое носит? Хозяин вернулся. В одном из окон дрогнула занавеска, кто-то приподнял ее уголок и посмотрел вниз. Потом внутри раздались шаги. Альтия разглядела некую тень, приблизившуюся со стороны заднего двора. Она повернулась навстречу. Ты, а ну же вы сюда, возьми коней. Маленькая фигурка замялась. Живо, я сказала, рявкнула Альтия. Мальчику, возникшему из темноты, на вид было лет одиннадцать, не больше. Он подошел к головам лошадей и опять замер в нерешительности. Альтия давно не испытывала подобного раздражения. Ну, Дават, если ты сам не умеешь добиться толку от слуг, так хоть домоправителя нанял бы, который на это способен. Бестактное замечание, конечно, но сил на то, чтобы еще и хорошие манеры блюсти у нее уже не осталось. Ты, пожалуй, права, безропотно согласился Дават, кое-как вылезая вон из кареты. Альтия пригляделась к нему, и то, что она увидела в скудном свете фонаря, поразило ее. За время не столь уж долгой поездки Дават успел основательно состариться. Даже кожа на лице обвисла складками и морщинами, наверное, от того, что испарилась, всегда присущая ему самонадеянность. Он не смог не вляпаться в кровь и дерьмо. Его одежда была испорчена, и он расстроенно и брезгливо держал на весу руки. Альтия заглянула ему в глаза. Вид у Давата был извиняющийся и обиженный. Он медленно покачал головой. Не понимаю, кому бы понадобилось сделать такое со мной? И за что? Альтия слишком вымоталась, чтобы на ходу разбираться в таких сложностях. — Ступай в дом, Дават, сказала она. — Прими ванну и ложись спать. Утро, вечер и мудренее. Никогда она не думала, что однажды придется говорить с ним, как с малым ребенком, а вот довелось. Он выглядел таким одиноким, таким беззащитным. — Спасибо тебе, проговорил он тихо. Ты прям вылитый отец, Альтия. мы с ним не всегда и не во всем соглашались, но я неизменно им восхищался. Он никогда не тратил время на пустую болтовню о том, кто виноват и как теперь быть. Он, как ты, просто делал шаг вперед и начинал помогать. Дават помолчал. Надо бы послать с тобой мужчину, чтобы домой проводил. Сейчас распоряжусь, чтобы тебе привели лошадь и дали спутника. Альтия сразу усомнилась, что у него это получится. Тут приоткрылась дверь, упала узкая полоска света и появилась женщина. Она выглядывала наружу и молчала, ничего не предпринимая. Альтия вспылила окончательно. А ну быстро пришли сюда слугу, чтобы хозяина домой проводил. Шевелись за Соня, да приготовь горячую ванну и чистое белье переодеться, а потом чаю хозяину и поесть что-нибудь. Только попроще что-нибудь не острое и не жирное. А ну бегом! Женщину точно ветром унесло назад в дом. Дверь так и осталась приоткрытой, и Альтия услышала, как женщина пронзительным голосом отдает распоряжение. А теперь, сказал Дават, ты распоряжаешься в точности, как твоя мать. Ты так много сделала для меня, и не только сегодня. Все эти годы ты и твоя семья, как могу я хоть задать этот вопрос. Мальчишка Конюх как раз подошел к ним, и фонарный свет озарил рабскую татуировку на его щеке возле носа. Он был одет в короткую изорванную рубашонку, суровый взгляд Альтии заставил его испуганно съежиться. Она произнесла ровным голосом, скажи ему, что он больше не раб, что он что, и Дават затряс головой, словно не был уверен правильно ли расслышал. Альтия прокашлялась. Все ее сочувствие к Даваду начало стремительно испаряться. Скажи этому мальчишке, что он больше не раб, раздельно проговорила она. Верни ему свободу, тем мне и отплатишь. Но я нет ли что серьезно? Ты знаешь хоть сколько стоит здоровый мальчишка вроде него? В Колседии, между прочим, очень гоняются за светловолосыми и голубоглазыми мальчиками, чтобы воспитывать из них слуг для домашних покоев. Я собираюсь подержать его у себя годик и дать необходимое обучение. Представляешь, какая ему тогда будет цена? О, да. Альтия смотрела ему прямо в глаза. Цена ему немалая. Гораздо больше, чем ты за него заплатил. И даже намного больше той, которую намерен получить. И нанесла жестокий удар, сколько стоил твой сын, Дават? А я слышал, он тоже был светловолосым. Он побелел и шатнулся от нее прочь, даже схватился для равновесия за дверцу кареты, но попал как раз в лужу крови и поспешно отдернул ладонь. Зачем ты со мной так? спросил он со слезами в голосе. Ну, почему все вдруг на меня ополчились? Дават, Дават. Альтия медленно покачала «Открой глаза наконец и присмотрись к тому, что творишь. Добро и зло это не просто выгода или убыток. И есть вещи настолько непотребные, что грешно даже думать о том, чтобы извлекать из них прибыль. Прямо сейчас ты, наверное, здорово греешь руки на столкновении старинных семейств с новыми кубчиками, но это не всегда будет тянуться, Дават. Однажды противостояние так или иначе кончится, и где останешься ты. Одна сторона будет считать тебя перебежчиком, другая предателем. Кто тогда назовет тебя другом, Дават? Он стоял столбом, неподвижно глядя на нее, и она запоздала подумала, что попусту сотрясает воздух. Глупо надеяться, он не услышит ее, он старик, ему уже не переменится. Тут на пороге наконец-то появился слуга, он что-то дожевывал, его подбородок лоснился от жира, он было шагнул поддержать хозяина под руку, но тотчас отпрянул, ахнув с нескрываемым отвращением, да ты весь в чем-то измазан, а ты никчемный лентяй, зарычала на него Альтия, вместо того, чтобы брюхо набивать в отсутствии господина, давай-ка веди его в дом и позаботься о нем хорошенько, пошевеливайся мешок. Ее свирепый приказной тон произвел должное впечатление, слуга осторожно протянул руку хозяину и Дават медленно заковылял к дому, пройдя несколько шагов он остановился и проговорил не оборачиваясь, возьми лошадь в моей конюшне да едешь на ней домой, мне послать с тобой человека? Нет, спасибо, не надо, и вообще ничего мне от тебя больше не надо. Дават кивнул и добавил что-то так тихо, что Альтия переспросила ты мне что-то сказал? Дават кашлянул, прочищая горло, тогда возьмешь мальчишку. Слышишь, конюх, пойдешь с госпожой, тяжело перевел дух и все-таки выговорил ты больше не раб и ушел в дом по-прежнему не оборачиваясь. У нее имелся его миниатюрный портрет. Она уговорила его позировать художнику вскоре после того, как они поженились. Он сперва заявил, что это глупое причудо, но она была его невестой, так что в конце концов он сдался. Позировать ему правда ужас, как не хотелось, а папас был слишком честным мастером для того, чтобы не заметить этого или не отобразить на картине. Поэтому в глазах нарисованного Кайла так и запечатлелось нетерпение, а между бровями залегла складка. И вот теперь, когда Кефрия разглядывала его портрет, он с него смотрел на нее точно как в жизни, то есть нетерпеливо и раздраженно. Кефрия пыталась отрешиться от обид и разыскать в своем сердце источник прежней любви к нему. Он ведь был ее мужем, отцом ее детей, единственным в ее жизни мужчиной. Увы, сказать, что она любит его, значило бы покривить душой. Вот ведь странно, она скучала по нему и очень хотела, чтобы он вернулся, и его чудесное возвращение означало бы для нее только спасение фамильного корабля и сына Уинтроу. Нет, ей нужен был сам Кайл. Бывает, значит, и так, думалось ей, что присутствие рядом сильного человека, на которого можно опереться, оказывается важнее любви. А еще ей необходимо было прояснить кое-что в их отношениях. За те месяцы, пока он отсутствовал дома, Кефрия обнаружила ей есть, что сказать ему. Она решила, что принудит его считаться с собой, так же, как заставила себя уважать мать и сестру. И незачем ему исчезать из ее жизни, прежде чем она добьется от него уважения. Ведь если этого так и не произойдет, она до гробовой доски будет гадать, а была ли она в самом деле достойна, чтобы он ее уважал. Кефрия закрыла футлярчик, в котором хранилась миниатюра, и выдворила его обратно на полку. Ей смертельно хотелось спать, но она не желала ложиться, пока Эльтия не вернется благополучно домой. Что она на самом деле чувствовала к сестре? Если начинать разбираться, получалось, что с Эльтией у нее было примерно как с мужем. Каждый раз, когда ей начинало казаться, будто в их отношениях понемногу восстанавливалась была родственная близость, неизменно оказывалось, что Эльтия по-прежнему тянет одеяло на себя. Вот и сегодня на собрании она высказалась с полной определенностью. Ее волновала только судьба корабля, но никак не участь Кайла или Уинтроу. Она хотела вернуть проказницу в удачный с тем, чтобы оспорить у Кефрии право владения ею. И все. Покинув спальню, она отправилась тихо бродить по дому точно бесплотный дух. Заглянула в комнату Сельдена. Сынишка крепко спал, думать, не думая о тяготах, навалившихся на его семью. Подойдя к двери Малты, Кефрия легонько постучала, ответа не последовало. Малта, наверное, тоже спала тем здоровым и крепким сном, что присущ только детству. Как хорошо она вела себя сегодня на собрании. И пока ехали домой, она не только ни словом не обмолвилась, а едва не случившейся потасовки, но наоборот еще и успокоила Грейга Тениру, заняв его непринужденной беседой. Девочка определенно взрослела. Кефрия спустилась вниз по ступенькам, зная, что найдет мать в кабинете отца. Роника Вестрит тоже ни за что не заснет, пока не вернется младшая дочь. И кали уж им предстояло бодрствовать, почему не полуночничать вместе? Пересекая прихожую, Кефрия услышала тихие шаги на крыльце. Это должно быть Альтия, решила она, и раздраженно нахмурилась, услышав стук в дверь. Могла бы и кухонной дверью воспользоваться, там ведь не заперто. Я открою, прокричала Кефрия матери, и пошла отпирать тяжелую парадную дверь. На пороге стоял Брэшен Трелл, и с ним та самая Рещица. Брэшен был одет так же, как и в прошлый раз. Кефрия сразу заметила, что глаза у него в кровяных прожилках Рещица выглядела очень собранной. Выражение лица у нее было дружелюбное, но извиняться за то, что явилась в столь поздний час, она, похоже, не собиралась. Кефрия молча смотрела на нежданных гостей. Нет, это уже ни в какие ворота не пролезает. До какой степени огрубел Брэшен, вот так прийти посреди ночи, не предупредив, да еще и эту приезжую с собой привезти? Да, спросила она наконец. Не очень гостеприимно, но Брэшен не обратил на ее «Мне надо со всеми вами переговорить», заявил он без предисловий. «О чем?» «О том, как вызволить ваш корабль и вернуть твоего мужа», проговорил он быстро. «Мы с Янтарь, мы думаем, нам кажется, мы знаем, как это можно устроить». Он кивнул на свою спутницу, и Кефрия при этом заметила, что лицо у него блестит от пота, и это при том, что ночь стояла свежая и прохладная. «Все вместе лихорадочный блеск в глазах, торопливая речь вызывала тревогу». «Кефрия!» окрикнула мать с другого конца коридора. «Это Альтия пришла?» «Нет, мама, это Брэшентрелл и Янтарь рещится по дереву». Эта новость заставила Ронику со всех ног поспешить к двери. Она, как и Кефрия, была облачена в халат поверх ночной рубашки. Она уже распустила прическу, длинные и сидеющие пряди, обрамляли лицо, делая его измученным и старым. Даже у Брэшена хватило остатков воспитания, чтобы несколько смутиться. «Да, я понимаю, час поздний», принялся он поспешно оправдываться, «но мы с Янтарь как раз соорудили план, который, если дело выгорит», он прямо смотрел Кефрия в глаза. Ему понадобилось усилие, чтобы сказать ей, «Честно, я думаю, что для нас это единственная возможность вернуть домой твоего мужа, сына и корабль». «Что-то не припоминаю, чтобы ты когда-либо питал теплые чувства к моему мужу или хоть уважал его», чопорно ответила Кефрия. «Будь Брэшен Трейл здесь один, она отнеслась бы к нему поласковее, но это его спутница. От нее у Кефрии попросту волосы поднимались дыбом. Слишком много они рассказывали всякого разного и очень странного. И вообще неизвестно, чего эти двое на самом деле хотят, но выгоду они, скорее всего, преследуют только свою. Теплых чувств нет, но уважать уважал», сказал Брэшен. «Кайл Хеван был дельным капитаном по-своему. Он просто не был Ефроном Вистритом, вот и все». Брэшен явно пытался пробиться сквозь ледяную броню, которая Кефрия себя окружила. «Сегодня на собрании Альтия просила о помощи. Вот я и пришел предложить ей помощь. Она дома». «Что за манеры? Разве можно вот так, напролом? Ужасающе!» «Быть может, в более удобное время начала была она, но мать тотчас перебила, пусть войдут». «Веди их в кабинет, Кефрия». «И не забывай, что союзников нам особо выбирать не приходится. Сегодня я кого угодно готова выслушать, лишь бы это посулило шанс снова собрать воедино нашу семью. И какая разница, поздний час или ранний?» «Как скажешь, мама». Держась очень прямо, Кефрия отодвинулась и впустила их в прихожую. Чудостранка при этом даже осмелилась с сочувствием посмотреть на нее. Кефрии показалось, от нее даже запах шел странный, не говоря уже о необычном цвете кожи и волос. Кефрия вообще-то ничего не имела против чужеземцев, даже находила, что многие из них очаровательны и занятны, но в присутствии янтарь она чувствовала себя весьма не в своей тарелке. Может быть, от того, что та сразу претендовала на равенство, в каком бы обществе ни находилась. Кефрия нехотя пошла за ними к отцовскому кабинету, изо всех сил стараясь не думать о грязных сплетнях об этой женщине и Альтии. Мать, похоже, отнюдь не разделяла ее сомнений. Впустила странных гостей в дом, думать, не думая, что они с Кефрией одеты сугубо по-домашнему, и даже позвонила в колокольчик, чтобы Рейдж принесла чаю. Альтия еще не вернулась, сообщила Роника Брешину, не дожидаясь вопроса, как раз ждем. Он озабоченно нахмурился. Вот же грубую шутку сыграли с торговцем Рестаром. Я уж боялся, кабы его дома, что еще похуже, не ждало, и резко поднялся, вы, может, еще не слышали. В удачном сегодня ночью что-то неспокойно. Надо бы мне пойти Альтию встретить. Лошадки у вас не найдется. Только моя старая начала была Роника, но тут у дверей послышался шум. Брешин пролетел по коридору с такой скоростью, что сделалось очевидно, насколько он волновался. Это Альтия, и с ней мальчик объявил он, встречая пришедших с таким видом, словно это был его дом, а они желанные гости. Кефрия переглянулась с матерью. Роника выглядела озадаченной и только, но Кефрию его поведение положительно выводило из себя. Что-то с этим парнем было не так. Она хотела взять мальчика за руку и пройти с ним в дверь, но он шарахнулся от прикосновения. Бедный малыш, как же скверно с ним обращались, если он простой руки начал бояться. Альтия открыла дверь и жестом пригласила его внутрь. Все в порядке. Никто тебя здесь не тронет. Входи. Она говорила медленно и негромко, ободряющим тоном. Она была не очень уверена, понимал ли он ее. С тех пор, как они покинули дом Давада, он ни разу не подал голоса. Долгий путь в темноте оказался весьма утомительным, в особенности из-за мрачных мыслей, что упрямо лезли на ум. Похоже было на то, что нынче у нее не получилось. Да что, она все попросту испортила. Не в очередь взяла слово во время собрания, чем, вероятно, и вызвало его столь скорое окончание. Совет даже не выразил официального соглашения рассмотреть их прошение. А еще ей пришлось увидеть воочию, во что превратился Дават Рестар. И ведь, наверное, немало старинных торговцев докатились примерно до такого же состояния. Да, ко всему прочему, неумеренно болтливый язык обременил ее мальчишкой, которого ей прокормить-то не на что будет. И во всем виновата только она, только она сама. Ей хотелось хорошенько вымыться и сразу забраться в постель, но и тут она сама себя наказала, придется сперва позаботиться о мальчишке. Что ж, сказала она себе, все, что могло случиться, случилось. Больше на сегодня подвохов вроде ждать неоткуда. И тут она представила, как оказывается лицом к лицу с матерью и кефрией, после всего, что она говорила в зале торговцев, и голова окончательно пошла кругом. Мальчик подобрался к ступенькам, но внутрь не пошел. Альтия пошире раскрыла дверь, вошла сама и поманила его за собой. Ну что ты, входи. Благодарение са ты цела, раздалось за спиной, она так и подскочила от неожиданности, в первый миг поняв только что голос был низкий мужской. К ней мчался по коридору Брэшин, его лицо сияло облегчением, однако потом он нахмурился и учинил ей разнос, словно она была разгильдяем матросом. Ты хоть понимаешь, какое тебе выпало счастье, что тебя не ограбили по дороге. Когда я узнал, что ты повезла Рестара домой, я ушам своим не поверил. Связалась с этой старой задницей, и это при твоей-то ненависти к... Ой, а это что еще тут за ванище? И он шагнул назад, поднося руку к носу. Это не моя. Тотчас пискнул мальчишка, он говорил с сильным акцентом, выдавававшему роженца жиркнул на него, и он виноват и добавил, а то нет. Твоя надо в ванну ходи. Это оказалось последней каплей. Хмурый взгляд Альтии переместился на Брешина. Ты вообще-то что здесь забыл? Вот так, прямо в лоб, светские манеры, в которые раз оказались начисто позабыты. Право, она этого не хотела. Глаза Брешина обижали ее непоправимые сгаженные платья и вернулись к лицу. Я очень за тебя волновался. Ты я вижу, как всегда поступила по первому велению души и в который раз уцелела. Ну да саснем. Я должен кое-что очень важное с тобой обсудить. Это насчет того, чтобы отправиться спасать проказницу. Мы с Янтарь похоже мы придумали неплохой план. Ты может решишь, что это махровая глупость, тебе все это наверное не понравится, только вот он говорил очень торопливо, не дать не взять, набиваясь на возражение с ее стороны. Ты только выслушай нас и сама подумай немножко, и ты поймешь, это единственный хоть сколько-нибудь реальный план ее отбить. Он снова посмотрел ей прямо в глаза. Впрочем, это может подождать, парнишка прав, тебе для начала надо отмыться, а то уж очень воняет. И он улыбнулся, но сразу стер улыбку с лица. Его слова показались ей эхом тех давних, сказанных, когда они распрощались в свечном. Он что, решил насмехаться над ней? Напоминать ей? Здесь, сейчас? Да как он смел разговаривать с ней так, под крышей ее собственного дома? Альтия щелилась. Брэшин открыл боларот, но прежде прозвучал голос мальчишки. Свиной говно самый смердючий, заявил он авторитетно. Твоя не подходи близко, а то тоже запачкайся. Предупреждение относилось к Брэшину. Да уж не подойдет, холодно сообщила она сразу обоим и посмотрела Брэшину в глаза. Закрой за собой дверь с той стороны. У него отпала челюсть, но она не обратила внимания. Мальчишку она могла бы еще простить. В конце концов, он был всего лишь подростком, он попал в иную страну и впутался в весьма странные обстоятельства, но Трэл к нему подобные оправдания не относились. И вообще у нее был слишком долгий и трудный день, чтобы еще и его бред не выслушивать. Она смертельно устала, выгвоздалась по самой неболусе и во имя милосердной Са безумно проголодалась. И, между прочим, из кабинета отца доносились голоса, там горел свет. А это значило, что ей еще предстояло иметь дело с матерью и сестрой. Идя туда по коридору, она успела натянуть на лицо маску внешнего спокойствия. Она вступила в знакомую комнату, зная, что несет впереди себя волну отвратного навозного запаха. Надо разобраться с этим быстро и сразу. Я дома, сказала она, все в порядке. Так случилось, что я привела с собой маленького мальчика. Он был конюхом у Давада. Мам, я понимаю, лишние рты нам сейчас ни к чему, но у него татуировка раба, и я просто не могла его там оставить. На лице Кефрии отражалось выражение, которое можно было определить как ужас при виде попрания общественных устоев. Альтия хотела еще что-то объяснить, но осеклась, заметив янтарь. Во имя Са. Она то здесь откуда? Мальчик раб стоял в дверях, широко распахнув светлые глаза. Он молча переводил взгляд с одного лица на другое. Когда Альтия хотела ввести его в комнату, он отдернул руку. Она выдавила неестественный смешок. Похоже, все одной лошади со мной ехать. Потому то я так долго и провозилась. Так и пришлось обоим пешком шагать всю дорогу. Она оглядывалась в поисках спасения, но Кефрия упрямо смотрела мимо нее. Альтия обернулась через плечо. У нее за спиной стоял брэшен трелл. Стоял, скрестив руки на груди, и вид у него был непреклонный. Он спокойно выдержал не обидит тебя. Тебя как зовут? Устала, но со всей мыслимой добротой проговорила Роника. Мальчик остался стоять на месте. Альтии вдруг пришло в голову на некоторое время сбежать от всего и всех. Пойду вымоюсь и переоденусь. Я ненадолго. Все равно дольше, чем потребуется мне, чтобы изложить нашу идею, возразил брэшен. Их взгляды скрестились и она не пожелала отвести глаза первые. Между прочим, от него самого так и разило дымом и циньдином и вообще, что он о себе вообразил? Кто он такой, чтобы помыкать ею прямо здесь, в отеческом доме? Боюсь, я слишком вымоталась, чтобы еще и тебя выслушивать, брэшен трелл, сказала она, стараясь остаться на тонкой грани между правильным поведением и холодностью. Да и час его губы превратились в одну прямую линию, кажется, он готов был обидеться. Их противостояние пресекла рейч, вошедшая в комнату с подносом, на котором стоял большой чайник и несколько чашек. Из еды присутствовала тарелочка пряников, чистая дань вежливости. Мальчишка-раб не двинулся с места, только повел носом вслед за тарелочкой, и ноздри у него при этом раздувались, как у голодной собаки. В голосе матери звучал не попрек, скорее напоминание. Мне, по крайней мере, интересно, что имеет сказать Брэшин. Мне, знаешь ли, кажется, что не мешало бы изучить любую возможность разрешить наше затруднение, сколь бы дикой она на первый взгляд не казалась. Ну, конечно, если ты совсем не стоишь на ногах, мы твое отсутствие извиним, но все равно лучше, если бы ты поскорее вернулась. Она перевела взгляд на служанку и виновата улыбнулась ей. Рейч, милая, думается, нам понадобятся еще чашки и что-нибудь по существеннее пряников для мальчика. Хорошо? Говорила она так, словно не происходило ничего из ряда вон выходящего. Каждодневное событие, да и только. Учтивость, проявленная матерью, как-то вдруг вернула Альтии здравый рассудок. Она смягчилась. Как скажешь, мам, я сейчас, вы уж подождите меня. Кефрия наливала чай гостям полуночникам и, как могла, пыталась занять их ничего не значившим разговором. Получалось плохо. Мать неподвижно смотрела на холодный камин. Брэшин метался по комнате туда и сюда. Янтарь-то и вовсе уселась, скрестив ноги на полу, неподалеку от того места, где переминался с ноги на ногу мальчик. Она пропускала мимо ушей попытки Кефрии заговаривать о приемлемых пустяках. Вместо этого она подманивала мальчишку кусками пряника, словно он был слишком робким щенком, и добилась таки, что он ухватил ненадкушенный пряник у нее из руки. Похоже, собственное поведение не казалось янтарь ни возмутительным, ни даже сколько-нибудь странным. Когда мальчик запихал пряник в рот, она с гордостью улыбнулась. Вот видишь, сказала она ему негромко. Люди здесь добрые. Больше ничего не надо бояться. Что до Альтии она сдержала слово. Она возвратилась едва ли не прежде, чем подоспела речь с новым чайником, чашками и подогретым хлебом для мальчика. Быстро управилась, подумала Кефрия. Должно быть, в холодной воде ополоснулась. Одета Альтия была по-домашнему. Мокрые волосы наспех заплетены и сколоты в тугую прическу, щеки раскраснелись от холодной воды. Каким-то образом она выглядела одновременно и усталой, и посвежевшей. Она не стала тратить время на извинения, сразу занялась чаем и пряниками. Посмотрела на янтарь и решила присоединиться к ней на полу. Мальчик сидел по другую сторону речицы, он был всецело поглощен едой. Альтия обратилась к янтарь. Брешин говорит, у вас какой-то план вызволить проказницу. Еще он сказал мне, дескать, это не понравится, но со временем я пойму, что другого пути не было. Так о чем речь? Янтарь искоса поглядела на Брешина. Вот уж спасибо. Именно так и следовало ее подготовить, усмехнулась она, пожала плечами и вздохнула. Час действительно поздний. Пожалуй, стоит изложить дело вкратце, чтобы вы могли на ноги, движением столь плавным, как если бы ее оторвала от пола невидимая нить, прикрепленная к голове. Янтарь вышла на середину комнаты и обвела всех глазами, чтобы удостовериться ее слушают. Улыбнулась мальчику, который с жадностью волчонка заглатывал предложенные угощения. Он ничего кругом не замечал, только еще остававшиеся куски. Янтарь слегка поклонилась присутствующим и начала говорить, поневоле и актрису на сцене. Я вам вот что предлагаю. Чтобы спасти один живой корабль, нам следует использовать другой, такой же. Она снова обвела взглядом всех по очереди, а именно совершенного. Надо купить, занять или украсть его, снабдить командой с брешеном во голове и в путь разыскивать проказницу. На нее смотрело несколько пар ошарашенных глаз и она пояснила, вы, наверное, уже думаете, мой-то какой-то интерес. Отвечаю, я с вами по крайней мере наполовину ради того, чтобы не дать разделать совершенного на доске. А еще мне сдается, что ваш добрый приятель Дават трестар, был бы нам куда полезен. Уж он сумеет уговорить лад лаков расстаться с кораблем за разумную цену. Ведь это он, как мне представляется, посредничал между ними и новыми купчиками, делавшими самые, что ни на есть, омерзительные предложения. Теперь, чего доброго, он двумя руками ухватится за возможность спастись от срама в глазах других старинных торговцев, особенно после сегодняшних событий. Что касается меня, я готова отдать все, что имею, как часть стоимости корабля. Вот так. А вы что скажете? Нет. Тоном окончательного решения отрезала Альтия. А почему нет-то? Вмешалась Малта, как раз вошедшая из коридора. Поверх белой ночной рубашки на ней был толстый шерстяной темно-синий халат. На щеках еще сохранялся розовый сонный румянец. Она обвела комнату глазами. Мне голоса, а потом просыпаюсь и ваши голоса слышу. Вот я и спустилась посмотреть, что происходит. Добавила она извиняющимся тоном. Я краем уха услышала, что вы вроде собираетесь послать за папой корабль. Мама, бабушка, неужели Альтия нам запретит? План-то, по-моему, разумный. Почему самим не отправиться папочку выручать? Альтия принялась перечислять причины, отсчитывая их на пальцах. Во-первых, совершенный безумен. В прежние времена ему доводилось целые команды убивать. Почему бы в этот раз не сделать то же? Во-вторых, это живой корабль, а значит, ходить на нем могут только члены его семьи. В-третьих, сколько лет он не ходил под парусами, даже не плавал на буксире. Да у нас никаких денег не хватит, чтобы выкупить его и как следует оснастить. Даже если нам это и удастся, с какой стати Брэшену быть капитаном? Почему не мне, например? Брэшен издал короткий смешок, вернее, даже фырканье. Вот ее главное и самое важное возражение, выговорил он странно дрогнувшим голосом, вытащил платок и вытер под солба. Кроме него не засмеялся никто. Было в его поведении некое лихорадочное возбуждение, и даже Альтия наконец это заметила. Хмурясь, она обернулась к янтарь. Та не снизошла. Зато Кефрия решила, что, кажется, настал ее черед высказаться без обидников. Простите мне мой скептицизм, сказала она, но никак не пойму, с какой бы стати вам двоим впутываться в эту историю? С какой бы стати чужестранке рисковать всем своим состоянием, вкладывая его в сумасшедший корабль? И какая выгода Брэшену Треллу рисковать жизнью ради человека, который когда-то счел его мореходное искусство неудовлетворительным? Вы же предлагаете нам поставить на кон все то немногое, что осталось от состояния вестритов, а сами, возможно, и не вернетесь? у Брэшена вспыхнули глаза. Может, я и лишен наследства? Но это не значит, что я совсем лишен чести, умолкнув, он мотнул головой. Буду платить откровенностью за откровенность. Похоже, так-то оно сегодня будет лучше для всех. Значит, Кефрия Вестрит, ты опасаешься, что я завладею совершенным и отправлюсь пиратствовать? Да, я мог бы, не отрицаю, только я не стану этого делать. Мы с Альтией сходимся далеко не во всем, но, думаю, мою порядочность она засвидетельствует, как и твой отец, Кефрия, будь он еще жив. А от себя добавлю вот что, ловко вклинилась Янтарь, как я уже говорил, и мое главное желание уберечь совершенно в отразборке. Мы с ним друзья, и еще я дружу с твоей сестрой Альтией, Кефрия. Ну и, наконец, это нечто такое, что я призвана совершить, не могу объяснить лучше, поэтому, боюсь, придется вам поверить мне на слово. Никаких верительных грамот у меня все равно нет. Воцарилась тишина. Брэшин медленно скрестил на груди руки, глубокие морщины избороздили его лоб. Он смотрел только на Альтию, смотрел прямо и пристально. Это был вызов, ничуть не замаскированный необходимостью соблюдать этикет. Альтия не стала поднимать брошенную перчатку, напротив, она оглянулась на мать. Малта беспокойно ерзала на месте, переводя взгляд с одного взрослого на другого. — Я завтра вечером еще подойду, вдруг сказал Брэшин. Он дождался таки, чтобы Альтия на него посмотрела. Ты, Альтия, подумай хорошенько. Я же видел, с каким настроением торговцы расходились сегодня из зала. Я весьма сомневаюсь, чтобы еще кто-нибудь пришел к вам с предложениями о помощи и подавно с лучшими, чем наша. Он помолчал и добавил тоном помягче, обращаясь только к ней. Если надумаешь до тех пор со мной переговорить, оставь записочку в мастерской у Янтарь. Она знает, где меня найти. Альтия хрепловато выговорила. Все на совершенном живешь? Ночую. Иногда. Отозвался он, словно о чем-то незначительном. А сколько циндина ты сегодня сживал? Вдруг требовательно спросила она. И был в этом вопросе некий жестокий намек. Вообще нисколько. Брэшен позволил себе горькую улыбку, в том-то и беда. И посмотрел на Янтарь. Мне, пожалуй, пора. А я, наверное, еще ненадолго останусь, почти извиняющимся тоном, отвечала она. Как знаешь, ну что ж, всем доброй ночи. И Брэшен изобразил некую пародию на поклон. Погоди, взмолилась Малта, погоди, пожалуйста, не уходи. Кифрия можно мне спросить кое о чем? Ну, насчет совершенного. Брэшен внимательно посмотрел на нее. Если ты моего позволения спрашиваешь, то пожалуйста. Малта обвела взрослых в комнате умоляющим взглядом. Я к тому, что он хочет уйти, и чтобы мы подумали, но ты, бабушка, всегда мне твердишь главные цифры. С ними и не поспоришь, и решение толкового не примешь. Ведь так? Значит, нам, чтобы было о чем думать, надо сперва узнать цифры. Роника Вестрит взирала на внучку с некоторым потрясением, но вместе с тем одобрительно. Это верно, сказала она. Малта перевела дух. Вот и я о том же. Тетя Альтия, я так поняла, считает, что совершенного, прежде чем в море идти, еще чинить и чинить. Ну, а мне всегда говорили, что Диводрево не трухлявеет и не гниет. Значит, речь идет в основном о новых мачтах, оснастке и парусах. Брэшен кивнул. Починки там вправду не столько, как если бы он был обычным кораблем, но врать не буду достаточно. По счастью, совершенный старый корабль. В те времена при строительстве использовалось гораздо больше Диводрево, чем в позднейшие времена. Поэтому большая его часть та, что из Диводрево не пострадала совсем. Да и все остальное сохранилось удивительно хорошо. Наверное, это от того, что Диводрево распугивает разных жучков, червячков, ну, как кедр-моль. И все равно работы там не обобраться. Новые мачты, паруса, уйма канатов, якоря, цепи к ним, шлюпки, все для камбуза, плотницкий инструмент, лекарский припас. В общем, все, чтобы корабль на плаву был вроде маленького мерка, содержащего все необходимое. Да и швы надо бы законопатить по новой. Янтарь многое привела в порядок у него внутри, и все равно работа еще крайне початой. Ну, а потом, когда, если мы его спустим, будет команда, а команду надо кормить, значит, потребуется съестное. И еще потайной сундучок с деньгами или чем там еще. Это на случай, если удастся закинуть удочку насчет выкупа за проказницу и уцелевших на ней. Опять же, оружие, если капитан Кеннет откажется торговаться, если сможем позволить себе палубные катапульты, непременно надо будет поставить. Да, еще потребуется наличность, чтобы команду нанять. Кальтии, наконец, вернулся до Речи. И ты воображаешь, что хоть один приличный моряк захочет плавать на совершенном? Забыл, что люди его кораблем-убийцей считают. Ты же на него калачом никого не заманишь, разве что пообещаешь в три драга заплатить. Альтия пыталась говорить рассудительно и спокойно, но Кефрия видела, как бы ее сестра не отвергала предложенную идею, определенный интерес у нее все-таки пробудился. А я и не говорю, будто все пойдет как по маслу, легко согласился Брэшин. Снова вытащил платок и вытер лицо. Когда он стал складывать платок, сделалось заметно, что руки у него слегка дрожали. Пожалуй, сыщутся такие, которые к нам запишутся просто ради риска и приключений. В порту всегда болтаются моряки, у которых, может, ума не палата, зато кишка не тонка. Потом я обойду прежних членов команды проказницы, тех, с которыми плавал твой отец, а Кайл их выгнал. Кто-то пойдет с нами либо ради своего прежнего корабля, либо в память о капитане Вестрите. Что касается остальных, Брэшин передернул плечами, никуда не денешься, придется набирать всякую шпану и задир. И вот тут очень многое будет зависеть от того, какого старпома мы себе раздобудем. Хороший старпом, сама знаешь, дай только ему развернуться, может слепить работоспособную команду буквально из ничего. Ну, а что удержит их от бунта, когда не забывайте о цифрах, встряла Малта раздраженно, без толку заранее о чем-то переживать, если мы все равно не знаем, сможем ли себе это позволить. и она подошла к старому дедушкиному рабочему столу. Если я достану бумагу и чернила, сумеете прикинуть, во что это все обойдется? Ну, я этим никогда особо не занимался, начал Блэбрэшен. Тут надо кого-то, кто только этим и занимается, и... А еще надо предположить невероятное. Ты найдешь корабельных мастеров, согласных возиться с совершенным, ядовито вставила Альтия. Его репутация у всех на слуху, и еще целая куча всяких есть ли, например, дадут ли нам ладлаки добро? Руки Малты сжались в кулаки над листом бумаги, который она как раз вытащила из стола. Кифрия уже ждала, что она скомкает лист и швырнет его на пол, ничуть не бывало. Вместо всяких детских выходок Малта зажмурилась и набрала полную грудь воздуха. Ладно, предположим, сказала она, денег-то сколько? Надо подсчитать, а потом прикинуть, где бы раздобыть их. Вот первоочередные вопросы. Ответим на них, тогда и об остальном можно гадать. Это остальное точно так же может оставить нас с носом, как и нехватка денег, раздраженно хмыкнула Альтия. Я всего лишь пытаюсь сказать, напряженным ровным голосом выговорила Малта, что следовало бы нам рассматривать все обстоятельства в той последовательности, в которой мы можем потом на них напороться. Скажем, если у нас все равно не хватит денег нанять моряков, то какая разница, кто решится плыть с нами, а кто нет? Альтия обернулась к племяннице. Кефрия напряглась всем телом. Она знала, Альтия могла быть весьма остран на язык. Если она вздумает насмехаться над Малтой именно сейчас, когда та изо всех сил старалась рассуждать по-деловому, что ж, в этом случае Кефрия за себя не ручалась. Но Альтия вдруг сказала совсем не то, чего ждала Кефрия. А ведь ты права, кивнула она мать. Есть у нас еще что в загашнике? Что-нибудь не являющееся заветным родовым наследием, такое, что мы можем продать? Есть кое-что, тихо ответил Роника. Она рассеянно крутила на пальце кольцо. И еще надо подумать, в собственности или нет сейчас у нас живой корабль. А то ведь срок очередной выплаты на носу. Хупрусы будут ждать, что мы... Об этом можешь не беспокоиться. так же тихо ответила Малта. Я приму сватовство Рейна и назначу день нашей свадьбы, поставив условие, чтобы мой отец был дома и смог на ней присутствовать. Думаю, это избавит нас от дальнейших выплат подолгу, а то и поможет денег кое-каких раздобыть, чтобы спустить на воду совершенного. Глубочайшая тишина последовала за этими словами. Кефрии показалось беззвучие, наполнило комнату до краев, как чистая прозрачная вода наполняет ведро. И дело было не только в молчании. Без всякого преувеличения наступил момент истины. Кефрия смотрела на дочь и не узнавала ее. Вместо упрямой, испорченной девчонки, готовой на любые выходки, лишь бы настоять на своем. Перед Кефрией сидела юная женщина, готовая принести в жертву что угодно, даже себя самое, лишь бы вызволить отца. Такое внезапное проявление несгибаемой воли до того потрясло Кефрию, что она попросту прикусила язык, едва не сказав дочери «Кайл этого не заслуживает». И верно, он даже не поймет, что сказанное Малтой было произнесено не для красного словца и не на волне минутного порыва. Она в самом деле собиралась принести в жертву всю свою жизнь. «Да что там Кайл», думала Кефрия, «Никто не достоин того, чтобы платить за него пожизненной несвободой». Она покосилась на мальчика раба, который молча, очень внимательно наблюдал за происходившим и поймала себя на том, что опять размышляет о своем браке. Горестная усмешка Кайла Хевана уже пожертвовала собой. «Малта», сказала она, и сама удивилась силе, что прозвучало в ее голосе, «Не стоит принимать такое решение при нынешних обстоятельствах». «Нет, это, конечно, твое решение, тебе его принимать, и то, что ты оказалась готова к нему, уже говорит о многом». «Я просто предлагаю отложить этот путь на самый крайний случай, если мы убедимся, что другой возможности нет». «Какие другие возможности?» спросила Малта безнадежно. «Мы уже достаточно натерпелись, ну и что, пришел хоть кто-нибудь нам на помощь? А сейчас с какой стати нам будут помогать?» «Быть может, семья Тенира», тихо проговорила Альтия, «Ну и некоторые другие семейства, владеющие живыми кораблями, тоже могли бы за нас выступить». «У них, перебил Брэшин, своих забот по горло будет некоторое время. Простите, нынче у меня все в голове путается, я все забываю. Вы ж по день не знаете, что еще в городе произошло? Я про ту заваруху у таможенной пристани, не слышали?» Тенира и с ним кое-кто еще отправились туда, чтобы решить дело силой. Они вывели Офелию на самую середину гавани, и тут же подоспела целая флотилия маленьких лодочек, которые и приняли на борт весь ее груз. Капитан Тенира позволил людям забрать все себе, кому что в лодку попало. Отдал все даром, лишь бы поборы не платить, представляете? Только колсидийцы все равно попробовали вмешаться. «О, са, милосердная, спаси и помилуй», ахнул Роника. Надеюсь, никто не пострадал? Улыбку нельзя было назвать добродушной. «Ну, сказал он, капитан Порто места себе не находит, переживает бедный из-за двух нечаянно потонувших галер». Примечание, капитан Порто должностное лицо, осуществляющее надзор за порядком мореплавания и безопасностью на территории Порто. Ему подчинены Лоцманская, Сигнальная и некоторые другие службы. В частности, он организует спасательные операции в акватории Порто, имея право мобилизовать для этого все находящиеся там корабли. Конец примечания. И ведь болезные не обыгде потонули, а как раз у таможенной пристани. Так что некоторое время большим морским кораблям туда будет просто не подобраться. А как и когда галеры сумеют поднять со дна, одна сознает. «Когда они тонули, они еще и горели», вставила янтарь. Сказала она это с удовлетворением но и с грустью и добавила, как бы между прочим, сама таможенная пристань тоже нечаянным образом занялась. Как раз когда мы оттуда уходили, огонь добрался до каких-то сатрапских складов. Брэшен с некоторым вызовом обратился к Альтии. «Согласись, я имел причины беспокоиться о твоей безопасности в такую-то ночь». «Так вы оба там были». Альтия смотрела то на него, то на нее. «Значит, все эти пожары что-то многовато для того, чтобы нечаянным образом загореться. Значит, кто-то с кем-то заранее стокнулся. А мне почему не сказали?» Янтарь ответила уклончиво. «Мы с Афелией стали добрыми подругами». «Почему мне не сказали?» повторила Альтия. Брэшен пожал плечами. «Может, потому, что нечего там было бы делать дочери старинной семьи». И хмуро добавил «Должно быть, Грейг решил о тебе позаботиться. Еще не хватало, чтобы тебя тоже загребли». «Что, Грейга загребли?» «Ненадолго». Скоро нашли стражников колсидитцев, которые вроде как должны были его караулить. Вот только самого Грейга уже след простыл». Брэшен улыбнулся уголком рта. «Полагаю, однако, он в полном порядке и добром здравии, и через денек-другой мы получим от него весточку. Уж верно, он не захочет, чтобы дама его сердца вся извелась в неведении». «А тебе-то откуда все в таких подробностях известно?» наседала Альтия. Ее распирал гнев. «Ты-то сам что там делал? Позволь спросить». Она покраснела до густого пунцового цвета. Кефрия глядела на сестру, не в силах участвовать в беспорядках, а не отвозить Давада домой. Когда я увидел, как недовольные торговцы сбиваются в плотную кучку и все вместе покидают собрание, задолго до конца, я пошел посмотреть, что у них на уме. Любопытство, знаешь ли. Ну и пока шли, присоединилась еще куча народа. Брэшин помолчал. Позже я краем уха услышал, что учинили над каретой Давада, и что некоторые желали бы учинить над ним самим. В общем, будь я около зала, я бы тебе нипочем не дал уехать с ним одной. Не знаю уж, каким местом думал ты Нира, но тоже мне нянька выискалась, взорвалась Альтия. Не надо мне ни от кого никакой помощи. Брэшин сложил на груди руки. Оно и видно, сказал он. Не пойму только, чего ради было вставать на собрание и просить той самой помощи, от которой ты теперь отказываешься. ему, подала голос Кефрия. Гнев и потрясение сестры доставили ей нечто похожее на удовольствие. Альтия свирепо обернулась к ней, но Кефрия спокойно выдержала ее взгляд. Ты, по-моему, опять забываешь, что звание торговца в этой семье ношу я, а не ты, и я не настолько впала в гордыню, чтобы отвергать единственную помощь, которую нам быть может предложат. И Кефрия повернулась к Брэшину. Что же нам требуется, чтобы приступить к делу? С чего начнем? Брэшин кивнул на Малту младшенькая права. Начинать надо с денег. Следующий кивок предназначался Ронике. Почтенной вдове капитана придется поднажать на Дова Дорестара с тем, чтобы он самым выгодным образом преподнес наше предложение Ладлакам. Помогут делу и все прочие владельцы живых кораблей, буди они пожелают хотя бы высказать свое одобрение. Ну, если бы Малта подговорила своего ухажера тоже высказаться за, это не повредило бы. Сам я знаком с некоторыми живыми кораблями, так что попробую поговорить непосредственно с ними. Вы, может быть, удивитесь, но живой корабль очень даже способен как следует повлиять на свое собственное семейство. Он перевел дух и потер ладонями виски, заново сложил свой платок. Альтия права в том, продолжал он, что с набором команды могут быть трудности. Я займусь этим немедленно. Заведу разговоры в тавернах, набираю, мол, славных ребят для рискового дела. Те, что откликнутся, будут втайне подозревать, что подряжаются пиратствовать. Надо думать, имя совершенного отпугнет кое-кого, но... Моя с вами ходи, моя в море плавай. Все обернулись к мальчишке. Он слегка покраснел, но глаз устремленных на Брэшина не отвел. Блюдо, на котором ему принесли еду, выглядело таким чистым, словно его только что вымыли, а мальчик, насытившись, похоже, обрел кое-какое присутствие духа. Неплохо сказано, сынок. Вот только ты еще чуть-чуть маловат. Брэшин не сумел выговорить это с полной серьезностью. Мальчишка возмутился. Моя рыбач вместе с батя, когда налетай охотники за рабами. Моя умей управляйся на корабле. И он повел тощими плечами. Море здорово, лопата стоила, говно погано, сильно воняй. Ты теперь свободен. Ласково обратилась к нему Кефрия. Ты можешь отправиться куда захочешь. Почему бы тебе не вернуться домой к семье? Худенькое лицо на мгновение окаменело. Казалось, эти слова вновь погрузили паренька в немоту. Но затем он встряхнулся и проговорил как-то очень по-взрослому жестко. Дом нету. Там кости, зола, все. Моя лучше опять в море. Я моги выбирай так? Моя освободи так? И он посмотрел на них с таким вызовом, как будто ждал, что они это оспорят. Ты в самом деле свободен, заверила его Альтия. Тогда Моя ходи с ним. И мальчик кивнул на Брешина. Тот медленно покачал головой. Есть идея. Неожиданно вмешалась Малта. Команду можно купить. Я видела в удачном немало моряков с татуированными лицами. Почему бы просто не купить сколько-то матросов? Потому что рабство есть зло, сухо заметила Альтия. Хотя я знаю уйму рабов, которые с радостью пойдут на риск наказания, но сбегут и присоединятся к команде. Это те, кого похитили из поселений на Пиратских островах. Думаю, они будут рады пуститься в сколь угодно опасное путешествие, лишь бы им пообещали шанс свернуться домой. Кое-кто из них может статься даже знаком с плаванием в тамошних водах. Кифрия осведомилась нерешительно. Но можно ли будет доверять матросам невольникам? На корабле они прекратят быть рабами, сказал Брэшин. А что до меня? Если мне придется выбирать между крепким умелым беглецом и опустившимся пьянчушкой, то я без колебаний на ему беглеца. Признательность человека, которому дали еще одну жизненную возможность, она дорогого, знаете ли, стоит. Сказав так, он вдруг о чем-то задумался и умолк. Я, 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 можно подумать, тебя уже уполномочили команду набирать, взгелась Альтия. Если уж впутываться в подобное предприятие, то по части команды мое мнение должно быть решающим. Альтия, пахнула кефрия, уж не думаешь ли ты о том, чтобы самой с ними отправиться? А ты уж не думаешь ли, будто я дома останусь? Альтия смотрела на сестру, как на сумасшедшую. Еще чего, если проказница, я должна быть на борту? Кефрия пришла в окончательный ужас, но, но это же неподобающе. Совершенный, такой ненадежный корабль, с ужасным сбродом вместо команды, он отправится в опасное плавание, и не исключено, что придется даже сражаться. Нет, нет, немыслимо. Что скажут люди о Вестритах, если мы позволим тебе отправиться на таком корабле? Взгляд Альтии сделался каменным. Я бы больше волновалась, о том, что скажут люди, если мы переложим на чужие плечи весь риск по вызволению нашего семейного корабля. Мыслимо ли говорить, будто это жизненно важное дело, и просить друзей оказать нам помощь, но тут же заявлять, будто одному из членов семьи не подобает рисковать самому? Честно говоря, я считаю, ей стоит плыть, заявил Брэшин. То, что кое у кого из присутствующих просто отвисли челюсти, его ничуть не смутило. Обращался же он к Кефрии, понимая, что окончательное решение остается все же за ней. Если всем не будет ясно до боли в глазах, что это предприятие затеяно именно вестритами, никто из старинных торговцев нас не поддержит. Что скажут они? Доверить живой корабль никчемному отпрыску торговой семьи, лишенному наследства и чужестранки. А если лучше сказать когда мы снова завладеем проказницей, ей несомненно понадобится альтия, еще как понадобится. И он осторожно заглянул всем по очереди в глаза. Вот только сдается мне, что ей не следует плыть ни в качестве капитана, ни старпома, ни даже члена команды. Матросня будет вся из крутых ребят, таких, что в подчинении их придется держать порой кулаками. Крепко подозреваю, мы наберем таких, которые не зауважают тебя, пока ты их башкой о палубу не приложишь. Это у тебя альтия вряд ли получится. А просто работать изо всех сил с ними бок о бок, к сожалению, этим их уважение не заслужишь. Будут то и дело навшивость тебя проверять, пока однажды бока не намнут. Глаза альтии сузились. Повторяю для бестолковых, Брэшентрел, мне не нужны няньки. Если припоминаешь, я доказала, что гожусь кое на что. И не в телесной силе было дело. А мой отец всегда говорил, доброго слова не стоит такой капитан, который мордобоем порядок наводит. У него для этого старпом был, парировал Брэшентрел, и гораздо мягче добавил, твой отец альтия был замечательным капитаном, плававшим на чудесном корабле. К нему охотно собирались самые лучшие моряки, и не ради высокого заработка. Боюсь, только у нас не будет таких возможностей, как у него. И людей мы не сможем набирать с таким разбором, как он. Тут Брэшен невольно зевнул и очень смутился. Устал, пояснил он коротко. Пока не посплю, хоть чуть-чуть, ничего нового не придумаю. Ну что ж, сейчас мы хоть знаем, с какими трудностями придется столкнуться. Только одну позабыли. Вмешалась янтарь. Все повернулись к ней, и она сказала, «Мы приняли как данность, что совершенный охотно отправиться с нами. Между тем, я бы за это не поручилась. У него своих страхов, хоть отбавляй. Он иногда ведет себя точно напуганный мальчик, а временами приходит в дикую ярость, что может быть очень опасно. Поэтому, если мы собираемся достигнуть успеха, нам жизненно необходима его добрая воля. Если попробовать принудить его, рассчитывать не на что». Роника спросила, «Как тебе кажется, его трудно будет уговорить?» Рещица, пожалуй, плечами, «понятия не имею». «Совершенно и абсолютно непредсказуем. Сегодня он с тобой во всем соглашается, а на другой день или через неделю меняет свое мнение на противоположное. И ничего не поделаешь, нам придется с этим считаться». «Совершенно мы займемся, когда черед дойдет. Для начала нам нужно, чтобы Давад Растар добился от Лалдака в согласии, так или иначе уступить его нам». «Думается, как раз этим я могла бы заняться», сказала Роника, и был в ее голосе отзвук холодной стали. Кифрия на миг даже посочувствовала Даваду. «Полагаю, не позже, чем завтра, к полудню, я получу определенный ответ. Зачем бы откладывать? Надо сразу брать быка за рога». Брешин тяжело вздохнул. «Значит, договорились», сказал он. «Я приду завтра, ближе к вечеру. Роника, Кифрия, спокойной ночи. Доброй ночи, Альтия». Внимательный слушатель мог бы заметить, что с Альтией он попрощался чуть-чуть иным тоном, чем с остальными. «Доброй ночи, Брешин», отозвалась Альтия. Янтарь тоже распрощалась со всеми. Альтия собралась было проводить их до двери, но тут поднялся мальчишка и Кифрия в который раз осудила младшую сестру за способность действовать по первому побуждению. «Альтия, тебе еще надо придумать, где мальчика уложить», сказала она. Однако паренек покачал головой «Неа, моя, с ним уходи», и он мотнул головой в сторону Брешина. «Я сказал нет», проговорил Брешин тоном решительного отказа. «Моя свободной, так?» уперся бывший невольник и склонил голову, уставившись на Брешина из-под лобья. «Твоя, не моги меня останавливай». «Не очень-то на это рассчитывай», зловеще предупредил Брешин, но потом смягчился. «Слушай, парень, не досуг мне еще взять». «Шляюсь, знаешь ли, сам по себе». «Моя тоже», заявил мальчишка спокойно. «Да пусть идет», вступилась Янтарь. Странная задумчивость отражалась на ее лице. Она кривовато улыбнулась и добавила «Плохая примета дать отворот-поворот первому же члену команды, да еще такому, кто больше всех жаждет служить». «Тетка прав», тут же заявил нахальный мальчишка. «Эл, не уважай того, кто не рискуй. Твоя рискни, возьми меня. Твоя не пожалей». Брэшин плотно зажмурился и затряс головой, но когда он пошел к выходу из комнаты, мальчишка последовал за ним, и Брэшин больше не пытался отделаться от него. Янтарь смотрела на них, чуть заметно улыбаясь. «Как ты думаешь, они вправду могут вернуть папу домой?» тихо спросила Малта, когда гости вышли. Пока Кефрия думала, что на это ответить, заговорила Роника. «Деньги у нас тают, милая, так что нет никакого смысла отказываться от этого риска. Если получится, значит, семейное состояние удастся спасти, а если нет, значит, быстрее пойдем на дно, только и ты и всего». Кефрия про себя ужаснулась «Как можно открывать ребенку такую жестокую правду?» Но к ее удивлению Малта медленно кивнула «Я о том же думала», сказала она. За весь минувший год они с бабушкой в самый первый раз согласились на чем-то и разговаривали друг с другом уважительно и спокойно, как подобает членам семьи. Глава двадцатая Пиратство при виде добычи все ее сомнения рассеялись словно утренний туман под лучами жаркого солнца. Совместные духовные поиски Суинтру, его заботы и четкие нравственные принципы все спало с нее, как спадает недолговечная краска с пробуждающегося дивы древа. Стоило ей услышать крик вперед смотрящего, увидеть вдалеке парус, и нечто древнее зашевелилось в ней, внятно подсказывая настало время охоты. Когда пираты на палубе подхватили донесшийся с мачты яростный крик, она присоединилась к ним, издав пронзительный вопль ястреба, пикирующего на свою жертву. Потом сделалось возможно разглядеть не только парус, но и сам корабль, отчаянно удиравший от Мариетты. Мариетта под командованием Суркора гналась за ним, как охотничья собака за дичью. Проказница до поры скрывалась за мысом. Но вот настало время, и она присоединилась к погоне. Команда ринулась на мачты и погнала проказницу так, как еще никто и никогда не гонял ее. Они добавляли и добавляли парусов, пока мачты и рей не начали постановать от напряжения. Примечание, рей на парусном судне горизонтальная поперечина на мачте, служащая для крепления и натяжения парусов. Конец примечания. Крылатый размах парусов, бешеный ветер со свистом бивший в лицо, в недрах памяти дрогнули тени воспоминаний, не имевших никакого отношения к опыту человеческих жизней, поглощенных в свое время проказницей. Она простерла руки вперед, словно пытаясь достать ими убегающий корабль, и пальцы ее сами собой скрючились наподобие когтей. В ее теле, лишенном сердца и крови, зародилось неистовое биение. Проказница исступленно тянулась вперед, доски корпуса шевельнулись плотнее, прилегая одна к другой, сглаживая самым малейшие неровности. Команда отозвалась возбужденными криками. Их любимица еще быстрее полетела вперед. Белоснежная пена двумя крыльями разлеталась из-под форштевня. — Вот видишь, видишь, торжествующе прокричал Кеннет, стоявший на баке у носовых поручней. — Это у тебя в крови, красавица моя! И я с самого начала все знал. Вот ради чего ты появилась на свет. Таскаться потихоньку туда-сюда с грузами, точно какая-нибудь деревенская баба с ведерком воды, это не для тебя. За ними, девочка моя, за ними. Ага, они заметили тебя. Они тебя заметили. Смотри, как заметались. Вот только им все равно уже ничто не поможет. Уинтру стоял рядом с капитаном, до боли в пальцах стискивая поручни. Бешеные поцелуи соленого ветра выжимали слезы из глаз. Он не произносил ни звука. Стоял, крепко сжав зубы и столь же крепко удерживая в себе неприятие происходившего. Однако сердце неистовыми ударами гнало пожилом кровь, наполняя все его существо азартом погони. Как он не сражался с собой, душа так и трепетала в ожидании неминуемой схватки. Он мог сколько угодно отгораживаться от собственных чувств, но скрыть их от проказницы было выше его сил. Кеннет с Саркором выбрали для нападения отнюдь не первое подвернувшееся судно. Слухи о заплатке достигли ушей Саркора еще много недель назад, когда Кеннет стал выздоравливать. Он поделился новостями со своим капитаном. Заплатку водил по морям капитан Эвери. Этот человек во всеуслышание хвастался и в Джамелии, и в нескольких портовых городах помельче, что, мол, ни один на свете пират, каким бы тот ни был праведным или дерзким, не вынудит его отказаться от работорговли. Узнав об этом, Кеннет сразу пошел к проказнице и рассказал ей о глупой похвальбе Эвери. Репутация этого последнего была и так всем известна. Он перевозил далеко ни обыкакой груз, только самые ценные и дорогие товары, в частности, лучшее, что производила Джамелия, драгоценное курение, изысканные вина, благовония, ювелирные изделия серебра, а также образованных невольников, годных работать в качестве учителей, домашних слуг и управителей имений. У него даже были в Колсиде постоянные покупатели, заранее знавшие, что Эвери доставит только самое лучшее. Имея с ним дело, за ценой они обычно не стояли. Что говорить, добыча что надо. Правда, в обычной жизни. Кеннет вряд ли выбрал бы заплатку для преследования и нападения. Чего ради связываться с очень быстрым, хорошо вооруженным судном, на котором к тому же плавает отлично вышкаленная команда. Море большое, можно полегче жертву найти. Но на свою беду Эвери последнее время трепал языком очень уж часто и очень уж бесшабашно. Подобную наглость далее терпеть было нельзя. У Кеннета тоже имелась репутация, которую он не мог позволить себе подмочить. В общем, большую глупость сотворил Эвери, за глаза бросив ему вызов. Кеннет несколько раз ездил на Мариету, подробнейшим образом согласовывая с Соркором план захвата заплатки. Проказнице было известно, что они обсуждали наилучшее место для засады, но ничего определенного ей не сообщили. Она любопытствовала, задавала вопросы, ответы были очень уклончивыми. И вот два пиратских корабля сходящимися курсами неслись на добычу, и проказница поневоле припомнила то, что накануне вечером сказал ей Уинтроу. Разговаривая с ней, он без обиняков осудил Кеннета. Он охотится за этим кораблем не из жажды справедливости, а только ради славы, сказал Уинтроу. На других работорговых судах перевозится гораздо больше невольников, причем в совершенно жутких условиях, ну да ты сама знаешь. Эвери же, как я слышал, своих рабов хоть и помещает в трюм, но никогда не заковывает, и у них всегда в достатке еды и питья. Поэтому он довозит свой живой товар здоровым и полноценным, и соответственно выручает за него отличные деньги. Так что Кеннет решил погнаться за Эвери, не из ненависти к рабству, а ради славы и богатой добычи. Тогда вечером она долго размышляла над услышанным, а потом ответила, когда он об этом думает, он чувствует совсем не то, о чем ты говоришь. Впрочем, она не пожелала вдаваться в подробности, поскольку сама была не слишком уверена, что же именно чувствует Кеннет. Она знала, имелись в его душе потаенные глубины, куда не было доступа никому, и поэтому вслух проказница заговорила совсем о другом. Думается, рабы, сидящие у него под палубой, воспримут свободу с не меньше радостью, нежели те, кого в пути лишают самого необходимого. По-твоему, рабство делается приемлемым, если с рабом обращаются точно с призовым скакуном или любимой собакой? Нет, конечно, горячо возразила Луинтроу, и с этого момента ей удалось направить разговор в более приемлемое русло, к таким темам, которые она могла обсуждать с большей уверенностью. И лишь сегодня ей удалось распознать тайные движения души Кеннета, сопровождавшие каждое упоминание о заплатке. Жажда погони, охотничья страсть, вот что это было такое. Небольшой корабль, удиравший от них на всех парусах, был сущим красавцем, и именно поэтому притягивал Кеннета так же неодолимо, как порхающая бабочка привлекает кота. Привычка к рассудочности до сих пор удерживала Кеннета от нападения на великолепную дичь, но если эта дичь ему еще и вызов бросала, тут уж он удержаться не мог. Расстояние между проказницей и двухмачтовой заплаткой явственно сокращалось, и Уинтроу места себе не находил от тошнотворных предчувствий. Он много раз предупреждал Кеннета, на палубах проказницы ни в коем случае не должно происходить никакого кровопролития. Он сделал все, чтобы объяснить пирату, что в этом случае корабль навеки впитывает память погибших. Кажется, так и не втолковал ему какой-то тягостный груз. Если же Кеннет не послушает предупреждений, если позволит сражению переметнуться уже начнет именно там предавать казни пленников, Уинтроу был уверен, что корабль не сможет справиться с этим. Во всяком случае, когда он попытался убедить капитана, что проказницу вообще нельзя использовать для морского разбоя, Кеннет выслушал его со скучающим видом, а потом сухо спросил, а для чего по-твоему я решился на захват живого корабля? Уинтроу предпочел на это лишь пожать плечами и промолчать. Если бы он стал далее убеждать или умолять Кеннет, чего доброго надумал бы показать, кто в доме хозяин, то бишь кто господин и над ним Уинтроу и над кораблем. Команда заплатки бегала по снастям, отчаянно работая с парусами. Преследуя их одна мориета, они могли бы и ускользнуть. Однако живой корабль был не только проворней, но и шел очень выгодным курсом, как раз чтобы прижать заплатку в узком проливе. Было, впрочем, мгновение, когда Уинтроу показалось, сейчас заплатка все-таки пролетит мимо них и вырвется в открытое море, однако не удалось. С борта заплатки донеслась гневно выкрикнутая команда, и невольничий корабль, оказавшийся перед выбором вылететь на мель или потерять ход, сделал последнее, за что и поплатился. Буквально минуты спустя Мариетта и проказница врезались в него с обеих сторон, с палубы Мариетты взлетели абордажные крючья и впились в палубу заплатки. Ее команда, исчерпавшая усилие к бегству, немедленно занялась обороной, благо для этого все было загодя приготовлено, причем в немалом количестве. Для начала полетели горшки с зажигательной смесью. Они разбивались, разбрызгивая огонь по палубам и корпусу Мариетты. Матросы облачались в легкую кожаную броню и привычно расхватывали клинки. На снасти заплатки уже лезли стрелки, вооруженные луками. Часть команды Мариетты кинулась спасать свой собственный корабль, сбивая и гася пламя кусками мокрой парусины, в то время как остальные привели в действие катапульты. На палубу заплатки обрушился непрекращающийся ливень тяжелых камней. Между тем крючья подтягивали несчастный корабль все ближе к Мариетте, где у фальшборта кровожадно переминалась абордажная команда. Численное превосходство было на их стороне и довольно значительное. С борта проказницы наблюдало за происходившим множество полных зависти глаз. Пираты вопили, улюлюкали, выкрикивали братьям по промыслу ценнейшие советы. На снасти проказницы поднялись стрелки из луков и на команду и палубу заплатки смертоносным градом обрушились стрелы. Более плотного участия в битве пиратам с проказницей принять было не дано, но и на расстоянии они сеяли смерть. Защитникам заплатки пришлось таки вспомнить, что за спиной у них находился еще один враг. Тех, кто про это забыл, очень скоро нашли шипящие стрелы. Кеннет держал проказницу чуть поодаль от места сражения носом к сцепившимся кораблям. Он стоял на баке, положив руки на поручни и говорил тихим голосом, словно давая ей указания. Время от времени порывы ветра позволяли Уинтроу расслышать обрывки фраз предназначенных проказницей. Видишь, вон тот, что прыгает через фальшборд на вражью палубу, у него еще голова повязана красным платком. Это Сааджи, славный мерзавец, вечно-то ему надо быть первым, а тот, что за спиной у него это рог. Парнишка во всем старается брать пример Сааджи, и право слова, однажды это доведет его до погибели. Носовое изваяние слушала и молча кивала, жадно впитывая глазами разворачивавшуюся перед ним картину сражения. Руки сжаты в кулаки перед грудью, губы приоткрыты от возбуждения. Уинтроу попробовал соприкоснуться с нею и ощутил ее восторг пополам с мысленным хаосом. Ее захлестывали переживания людей на борту, страсть, жгучая зависть и вожделение битвы. Сквозь все это красной нитью проходила гордость Кеннета за своих людей. Вот его пираты в ярких одеждах словно туча муравьев хлынули на палубу заплатки и схлестнулись с ее команды в яростной рукопашной. Ветер и расстояние приглушали ругань и дикие выкрики. Может, проказница и замечала, что стрелы, слетающие с ее текелажа, пронзают человеческую плоть, но, если и так, она ничем этого не обнаруживала. Примечание. Текелаж — совокупность судовых снастей, разного рода тросов, цепей и тому подобного, служащих для управления парусами, грузоподъемных работ, подъема и спуска флагов в качестве растяжек и так далее. Конец примечания. С некоторого удаления кровавая бойня представала лишь ярким зрелищем, полным движением, великолепным, захватывающим спектаклем. Вот с мачты заплатки вниз полетел человек. Он упал на нижний рей, мгновение повисел на нем и рухнул на палубу. Уинтроу вздрогнул и съежился в миг удара. Проказница даже глазом не моргнула. Все ее внимание было устремлено на бак вражеского корабля, где капитан Эвери сошелся в поединке с Суркором. У капитана был отличный меч, сверкавший, словно серебряная игла. Казалось, эта игла вот-вот пронзит здоровяка-пирата, но не тот-то было. Суркор отвел удар левой рукой, сжимавшей короткий клинок и тут же сам сделал выпад длинным мечом вправой. Завораживающая пляска смерти длилась и длилась. Глаза проказницы так и горели. Уинтроу покосился на Кеннета. До чего точный расчет, сказал он себе. Отсюда издали она отлично видела, как разворачивается волнующее действие битвы, но была избавлена от ее ужаса. Кровь не забрызгивала ее палубы, и ветер относил прочь дым и крики раненых и умирающих. Между тем пираты неотвратимо распространились по палубе еще оборонявшегося корабля. Неужели Кеннет пытался постепенно приучить проказницу к насилию? Уинтроу прокашлялся, обретая голос. Там люди умирают, заметил он вслух. Человеческие жизни обрываются среди крови и ужаса. Проказница бросила на него быстрый взгляд и вернулась к созерцанию битвы. Вместо нее Уинтроу ответил Кеннет. Они сами напросились, сказал капитан. Кто спрашивается, тянул их за язык? Знали ведь, может случиться и так, что им не повезет. И я говорю не о моих храбрецах, охотно бросающихся в сражение. Команда заплатки отлично знала, что на них могут напасть. Да что там знала? Они сами все к тому сделали. Кто хвастался, будто якобы готов отбить любое нападение? И они в самом деле были неплохо снабжены кожаными доспехами, луками и мечами. Стали бы они держать такой запас на борту, если бы не имели в виду пустить оружие в ход? И Кеннет расхохотался, а потом сам себе ответил «Никак нет». То, что ты видишь перед собой, ни в коем случае не бойня беззащитных овечек. Это состязание воль. Можно даже так сказать, вещественное выражение извечного противостояния праведности с несправедливостью. Но люди же умирают, упрямо повторил Уинтроу. Он попытался произнести это со всей убедительностью, но мало что получилось, ибо его собственная убежденность давала слабину перед логикой пирата. Люди только и делают, что умирают, согласно кивнул Кеннет. Даже мы с тобой, стоя здесь на палубе, неумолимо движемся к смерти, увядает точно мимолетные летние цветы. Проказница переживет всех нас Уинтроу. И потом, что такого скверного в смерти? Она и сама выбрала несколько смертей, не так ли? И именно они сделали возможным ее пробуждение. Но сам подумай, Уинтроу, что она в действительности каждый день наблюдает? Наши жизни? Или нашу постепенную смерть? Можно и так сказать, а можно и так. Да, конечно, есть такая штука, насилие, боль. Куда ж тут деваться? Эти качества присущи всем живым существам. И сами по себе они вовсе не зло. Насилие наводнения исторгает дерево, росшее на речном берегу, но плодоносный ил и животворная вода того же наводнения платят старицей за отнятую жизнь. Мы воины, бьющиеся за правое дело, моя красавица и я сам. Если мы намерены уничтожить зло, это следует сделать быстро, невзирая на боль. Его негромкий голос был богат басовитыми оттенками, подобно отдаленному грому, и точно так же будоражил. Умом Уинтроу понимал, где-то в этих безупречных вроде бы рассуждениях есть позабытые ниточки, и случись ему отыскать хоть одну, он мог бы свести на нет все умозаключения Кеннета. И мальчик решил прибегнуть к строке, вычитанной некогда в книге. Одно из различий между злом и добром состоит в том, что добро может выносить присутствие зла, но при этом преобладать. Зло же, напротив, всегда бесповоротно побеждается добром. Кеннет снисходительно улыбнулся и покачал головой. Уинтроу, Уинтроу, да подумай же сам, что ты несешь. Какое такое недоношенное добро станет выносить присутствие зла и позволит ему дальше творить свое темное дело? Только такое добро, которое готово на уступки ради своего собственного благополучия, а значит постепенно перерождается, превращаясь в самодовольство на все взирающее сквозь пальцы. По-твоему, мы должны отвернуться от скопища несчастья в трюме этого корабля, сказав себе, ладно, все мы тут свободные люди, мы можем сделать то-то и то-то, а дальше пускай они сами о себе позаботятся. Тебя что, в твоем монастыре научили таким рассуждением? Да я же совсем не о том, возмутился Уинтроу. Добро терпит зло, как прочный камень терпит дождь. Оно не мирится с ним, оно просто дело похоже сделано. Спокойно перебил Кеннет. Через борт заплатки в воду сыпались тела. Им навстречу из пучины не поднялось ни одного змея. Корабль капитана Эвери всегда был опрятен и быстр, то есть внимание чудищ отнюдь не притягивал. Флаг заплатки уже был сорван, и ему на замену поднялся красно-черный флаг ворона. С трюмных люков уже сбивали замки, на палубу понемногу выбирались рабы. Кеннет оглянулся через плечо. Это распорядись, чтоб шлюпку спустили. Хочу сам поехать и удостовериться, что за добыча нам подвернулась. И повернулся к Уинтроу. Не хочешь прогуляться со мной, паренек? Быть может, ты что-то поймешь, когда увидишь благодарность спасенных. Глядишь и переменишь свое мнение о нашем промысле. Уинтроу медленно покачал головой. Кеннет рассмеялся и произнес совсем другим голосом, тем не менее ты поедешь со мной, так что давай, шевелись, не спи на ходу. Хочешь ты или нет, но этот урок я тебе преподам. Про себя Уинтроу крепко подозревал, в действительности пират попросту не хотел дать ему возможность переговорить с проказницей наедине обо всем, чему они только что стали свидетелями. Пусть она лучше размышляет над тем, что сказал по поводу захвата заплатки он сам. Уинтроу стиснул зубы, но повиновался приказу. Он знал, что способен выдержать это. К его немалому изумлению Кеннет приобнял его за плечи и даже оперся на него при ходьбе и проговорил вполне дружелюбно учись красиво проигрывать Уинтроу, ибо на самом деле ты не проигрываешь. То, что я намерен тебе преподать, лишь обогатит тебя. И на устах Кеннета возникла довольно странная усмешка, когда он добавил «А я еще очень многое собираюсь тебе преподать». Чуть позже, уже сидя с ним в шлюпке, увлекаемой ударами весел по направлению к заплатке, Кеннет наклонился к самому уху Уинтроу. «Мальчик мой, ты сравнивал добро с камнем, спокойно терпящим дождь. Но учти, капля точит камень, а дождь и подавно. И никакого стыда для камня в том нет». Он похлопал Уинтроу по плечу и выпрямился на своей банке. Сияя от удовольствия, смотрел он на взятую добычу, покачивавшуюся на искристой поверхности воды. Альтия спешила через леса, куда выходила тыльная сторона ее дома, чтобы затем спуститься по скалам, и все это время порывистый ветер доносил до нее разрозненные звуки свирели. Они с Брэшеном и Янтарь сговорились встретиться в полдень возле совершенного, вытащенного на сушу. Вот тогда-то все вместе они и сообщат ему новости. Беспокойство ощущалось, как тяжелый ком в животе, мешавший дышать, как-то примет их слова совершенной. Она снова прислушалась к звукам свирели. Нет, это была не вполне музыка. Кто-то словно бы пробовал, получится ли что. Может, ребенок заигрался на берегу. Альтия не сообразила, что, судя по силе и глубине звука, свирель была весьма велика. Поэтому вид слепого изваяния, увлеченно возившегося с пастушеским инструментом, только по размеру гораздо больше обычного, застал ее врасплох. Между тем, совершенной был полностью поглощен своим занятием. И это удивительным образом изменило его лицо. Исчезли вечные морщины со лба. И даже плечи больше не были так воинственно напряжены. То есть ничего общего с тем пугливым и подозрительным кораблем, с которым она подружилась когда-то. Совсем другая личность. Альтия испытала даже мгновение ревности к янтарь, сумевшей так разительно переменить его. Было очевидно, что и громадную свирель изготовила тоже она. Альтия только головой покачала, неожиданно осознав собственный промах. Сколько лет она знала совершенного, но так и не додумалась сделать ему подарок, вроде тех, которыми его баловала янтарь. А вот рещица снабдила его игрушками и забавами, чтобы было чем занять и руки, и разум. Альтия, годами дружившая с ним, неизменно видела в нем лишь живой корабль-неудачник. Да, она любила его и относилась к нему как к личности, а не как к вещи, но в глубине души хранила о нем вполне определенное мнение. Для нее он был кораблем, обманувшим людское доверие, опасной посудиной, которой больше нечего делать в море. Янтарь же сумела достучаться до той части его существа, которую составлял славный, хотя и покалеченный жизнью, мальчишка. Вот и вся разница между совершенным прежним и нынешним. Подойдя ближе, Альтия испытала некоторую нерешительность. Корабль, занятый свирелью, явно блаженствовал и ее присутствия не замечал. Искусные мастера изначально сотворили носовое изваяние в виде могучего бородатого воина с суровым лицом, потом чья-то жестокая рука изрубила ему лицо топором, уничтожив глаза. Так вот, несмотря на увечье, несмотря на лохматую бороду и волосы, по-прежнему торчавшие дыбом, в его лице или в том, что от лица осталось, явственно просматривалось нечто мальчишеское, и Альтия замедлила шаг. Она пришла сюда, чтобы вместе с Брэшеном и Янтарь убедить его снова взяться за дело, которое он некогда столь блистательно провалил. Она собиралась отнять у него этот солнечный полдень и возможность побыть мальчишкой, играющим на свиреле. Она попросит его предпринять то, чего он больше всего на свете боялся. Что с ним сделается от такой просьбы? Впервые с того мгновения, как Брэшен изложил свой план, Альтия как следует задумалась, как все это может сказаться на совершенном. Но потом она подумала о проказнице, и эта мысль укрепила ее сердце. Он ведь был как-никак живым кораблем, созданным, чтобы ходить в море, и если она сумеет вернуть ему море, не будет ли это величайшей забавой далеко превосходящей игрушки Янтарь? Думать о том, что будет с ними со всеми, если он опять оплошает, Альтия себе попросту запретила. Потом она унюхала запах костерка, на котором что-то готовилось. Стояло лето, погода держалась теплая, и Янтарь в основном готовила здесь, на берегу. А еще она неплохо потрудилась внутри совершенного, весьма многое изменив. Кое-что заслужило одобрение Альтии, кое-что привело ее в ужас. Капитанская каюта теперь сияла и переливалась новощенным полированным деревом, медь и потельневшая латунь снова сверкали, разбитые шкафчики, сорванные петли, все было любовно и тщательно восстановлено. Каюта тонко благоухала олифой, скипидаром и воском. По вечерам, когда Янтарь зажигала внутри фонарь, внутренность каюты казалась сотворенной из меда и золота. А вот что не нравилось и даже пугало, так это люк, прорезанный в полу и выводивший непосредственно в трюм. И Брешин, и Альтия при виде его поначалу пришли в сущую ярость. Янтарь лепетала что-то насчет быстрейшего доступа к своим ремесленным припасам, сохранявшимся в трюме, но такое объяснение было слишком беспомощным. Кто хоть раз видел корабль, оснащенный люком в капитанской каюте? возмущались они. Ну, пускай даже он надежно заперт и прикрыт сверху ковром, все равно возмутительно. Янтарь в своих трудах не ограничилась одной только этой каютой, камбус пребывал в идеальном порядке, плита сияла чистотой, янтарь хоть и готовила под открытым небом, но кастрюли и сковородки предпочитала содержать здесь. Как рещица управлялась при таком сильном наклоне палубы, Альтия вообще понять не могла. Янтарь же говорила только, что по ее понятию восстановление этих частей доставило совершенному радость, и потому-то она ими занялась. Вряд ли стоит говорить, что весь корабль был тщательно выметен от песка, налипшие водоросли и занесенные ветром куски мха счищены. Вся внутренность корабля окуривалась особыми травами, чтобы изгнать и сырость, и насекомых. Двери, иллюминаторы, крышки люков все прилегало плотно, все держалось, все запиралось, и всем этим янтарь начала заниматься задолго до того, как впервые была вслух высказана идея о том, чтобы заново спустить совершенного на воду. Это поневоле наводило на размышления, но сейчас следовало думать совсем о другом, и Альтия решительно отодвинуло все лишние мысли. Совершенный, окликнула она. Он отнял от губ свирель и с улыбкой оглянулся в ее сторону. Альтия пришла навестить? Ага, а янтарь с Брэшиным тоже здесь? А где же им быть еще? отозвался он весело сидят внутри. Брэшину за каким-то лядом понадобилось осмотреть привод от моего штурвала к рулю. Янтарь с ним там, конечно. Сейчас должно быть выйдут. Хорошая у тебя свирель похвалила она. Новенькая наверное. Он немного смутился, но не совсем. Она у меня уже пару дней. Правда играть я пока так и не выучился. Янтарь говорит ничего страшного, если не получается мелодии. До тех пор, пока музыка доставляет мне удовольствие, это моя музыка. Но я хотел бы и по-настоящему научиться. Я думаю, янтарь права, сказала Альтия. Когда получше освоишься со свирелью, мелодии сами придут. Крики потревоженных чаек заставили ее повернуть голову. Далеко на берегу показались две женщины. Их сопровождал тучный мужчина. Все вместе они шли к кораблю. Альтия нахмурилась. Рановато они появились. Она еще ни о чем не успела переговорить с совершенным. Если так дело пойдет и дальше, он скоро сообразит, что решение о его судьбе приняли без него. Надо быстренько выгонять оттуда янтарь и Брэшина, пока мои не подошли. Что потревожило чаек? Беспокойно спросил совершенный. Да так, ничего, люди прогуливаются в отдалении. Слушай, я бы чайку чашечку перехватила. Не выражаешь, если я загляну на борт и спрошу янтарь, можно ли воспользоваться ее чайником? Конечно, уверен, она тебе не откажет. Добро пожаловать на борт. И он вновь поднес губам свирель, а Альтия почувствовала себя предательницей. Как скоро и как разительно должна была перемениться его жизнь. Она проворно вскарабкалась по веревочному штурмтрапу, которым Брэшин недавно оснастил жилище гентарь, и отправилась по накрененной палубе к люку кормового трюма. Она уже спускалась вниз, когда из трюма раздались голоса. Похоже, все в порядке, говорил Брэшин, хотя трудно с уверенностью что-то сказать, пока рулевое перо погружено в песок. Когда высвободим корабль, тогда и посмотрим, как будет двигаться механизм. А, впрочем, немного смазки ему в любом случае не повредит. Надо бы к этому Клефу приставить. Несмотря на все свое волнение, Альтия расплылась в неудержимой улыбке. Если верить Брэшину, мальчишка-раб стал для него сущей головной болью. И, тем не менее, паренек уже прочно вошел в роль корабельного юнги. Брэшин давал ему разные мелкие и несложные поручения, все то, на что не хватало времени у остальных. Скоро выяснилось, что Клеф не врал, утверждая, будто умеет управляться на корабле. Во всяком случае, расположившись на борту заброшенного судна, он явно не испытывал ни малейшего неудобства. Да и Совершенный принял его гораздо быстрее, чем сам мальчик сумел привыкнуть к живому изваянию на носу. Клеф до сих пор не решался напрямую обращаться к Совершенному, и это обстоятельство было истинным подарком судьбы, если учесть, какой секрет они всю минувшую неделю утаивали от Совершенного. Давада Рестара уговорить оказалось непросто. Разговаривая с Роникой, он поначалу вообще напрочь от всего отпирался и утверждал, будто слыхом не слыхивал ни о каких торгах по поводу Совершенного. Роника, однако, была неумолима. «Знаешь», твердила она, «все ты знаешь, и кто какое предложение сделал, и какой ответ получил». Более того, она настаивала, что лишь он один, Давад Рестар, и был способен заниматься столь деликатными сделками. Когда она наконец выдавила из него признание, Дамл слышал о каких-то переговорах, Альтия вышла из комнаты. Ее мутило от отвращения. Давад был урожденным торговцем удачного. Его воспитывали на тех же традициях, что ее саму. Как же он докатился до того, чтобы учинить подобное над живым кораблем? Как смог он опуститься так низко, чтобы деньгами искушать ладлаков на столь низкий поступок? То, чем он занимался, было предательством, омерзительным и жестоким. Давад предал свое духовное наследие ради денег, ради того, чтобы быть с новыми купчиками на равной ноге. К отвращению примешивалась сердечная боль. Вот он какой дядюшка Давад. Давад, который в детстве кормил ее сладостями и катал на лошадке. Давад, у которого на глазах она выросла. Он еще прислал ей цветов на шестнадцатилетие. Давад предатель. Роника с Кефрией занимались тем, о чем она с некоторых пор думала, как о выкупе. Альтия так и не смогла заставить себя к ним присоединиться. Она избегала Давада, полагая, что не сможет проявить по отношению к нему должную вежливость, а обидеть его попросту не решалось. Она спрыгнула с лесенки в трюм, ее ботинки громко стукнули о доске и она объявила «Идут! Мама с остальными уже на берегу и близко и с ними еще два-три стар увязался. Будем надеяться, у него хватит ума помалкивать, хотя лично я бы на это не очень рассчитывала. Ты говорила совершенно». Она обращалась к Янтарь, так ей было легче. Между нею и Брэшеном не существовало вражды, но непринужденностью отношений и близко не пахло. «Еще нет!» охнула Янтарь. «Я хотела, чтобы ты подошла. Я не думала, что они так скоро явятся. Они пришли слишком рано. Надо пустить Клефа им навстречу. Пусть подождут, пока мы не подадим знак». Янтарь на мгновение задумалась, а потом сказала «нет». «Я полагаю, чем скорее мы с этим покончим, тем оно и лучше. Боюсь, он будет рвать, метать и ругаться, но в глубине души, надо думать, возрадуется». И она тихо вздохнула. Что ж, пошли. Альтия последовала за нею вверх по лесенке, Брэшин двинулся последним. Выбравшись из трюма на берег, первым долгом они увидели Клефа. Мальчик сидел на камне, лицом к лицу совершенным, раскрасневшийся и запыхавшийся. Вот корабль дунул в свирель, одновременно изобразив губами треск, и оба отчаянно расхотались. Совершенный даже прикрыл рот рукой, зато мальчишка прямо-таки катался от смеха. Альтия остановилась, глядя, что происходит. За спиной у нее их веселье разделил Брэшин. Совершенный, улыбаясь, обратил к ним слепое лицо. «Так вот, вы где?» «Именно», отозвалась Янтарь, «мы все». Она подошла к изваянию, потянулась вверх и рукой в перчатке коснулась его пальцев Совершенный. «Мы собрались здесь, ибо нам надо кое о чем поговорить с тобой, кое о чем весьма важном». Веселое выражение исчезло с его лица, сменившись неуверенностью. «Случилось что-то плохое?» «Скорее, что-то хорошее», поспешила успокоить его Янтарь. «По крайней мере, нам так представляется». Она оглянулась на остальных, затем на подходивших по берегу. Альтия проследила глазами направление ее взгляда. Скоро к ним присоединится ее мать и Эмис Ладлак. «Видишь ли», продолжал Янтарь, «нам представилась возможность совершить нечто хорошее, но только с твоей помощью. Без тебя у нас ничего не получится». «Я тебе не ребенок», проговорил Совершенный. «Давай выкладывай, что случилось?» Он волновался все больше. «Кому и зачем я понадобился?» «О чем таком хорошем идет речь?» Янтарь нервно потерла руками лицо, оглянулась на Альтию и Брешина и вновь сосредоточилась на корабле. «Я знаю, что ты не ребенок, но я просто не знаю, как подступиться к тебе с этим делом, поскольку слишком боюсь, что ты не захочешь быть заодно с нами. А случилось совершенно вот что. Помнишь про казницу, живой корабль семейства Вестритов? Ее захватили пираты. Ты, конечно, знаешь об этом, и ты слышал наши разговоры, мы обсуждали, что делать». «Ну так вот, Альтия хочет отправиться выручать проказницу и своих родственников, и мы с Брешином хотим ехать с нею. Янтарь трудно перевела дух, и мы хотим, чтобы кораблем, который доставит нас туда, был ты». «Что скажешь, совершенный?» «Пираты?» задохнулся он и поскреб бороду свободной рукой. «Не знаю, не знаю, все вы мне нравитесь, я так люблю, когда вы со мной, и нельзя оставлять пиратам корабли, ни один корабль этого не заслужил, это страшное существо». Альтия снова обрела способность дышать. «Неужели все кончится хорошо?» А он спросил, «Ладлаки уже согласились меня туда повезти?» Брешин беспокойно кашлянул. Янтарь оглянулась, приглашая их с Альтией к разговору, но оба предпочли промолчать. И она сказала, «Ладлаки намерены позволить нам отправиться туда с тобой». «Но кто?» «Не хочешь же ты сказать, что на борту не будет никого из моей семьи?» Он, похоже, не верил своим ушам. «Ни один живой корабль не ходит в море без родственника». Брешин прочистил горло, «С тобой буду я совершенный. После всех тех лет, что мы знаем друг друга, ты мне в большей степени родственник, чем кто-либо другой. Ну как, сгожусь я тебе?» «Нет, нет, Брешин, нет!» Голос корабля задрожал, «Ты мне нравишься, уж что говорить, но ты не ладлак, ты мой друг, но не родич. Я не могу пойти в море без родственника». И он затряс головой, словно для того, чтобы придать вес со словом «Они не допустят, чтобы со мной такое случилось. Это будет вроде того, как будто они насовсем от меня отказались, потому что от меня никогда, никогда, никакого толку не будет». «Нет!» Он двумя руками вцепился в свою свирель, его руки дрожали. «Нет!» Мать Альтии и Эмис Ладлак остановились в отдалении. Эмис смотрела на совершенного. Она сложила руки на груди, жались в одну прямую линию. Альтия читала на ее лице отторжение и неприятие. Как хорошо, что слепой корабль не мог этого видеть. Дават, отставший от женщин, пыхтел, стараясь догнать их совершенной, успокаивающим тоном проговорила она. «Пожалуйста, послушай меня. На твою палубу вот уже много лет не поднимался ни один Ладлак. Ты был совсем один если не считать нас, и все же ты выжил. Я думаю, ты отличаешься от большинства живых кораблей. Мне кажется, ты осознаешь свою самость, даже помимо своей семьи. Ты научился быть независимым. я я выж я выжил я потому, что не мог умереть, взревел он неожиданно и замахнулся свирелью, словно собираясь запустить ее в нее. Но потом, совершив настоящий подвиг к самообладанию, медленно отвел руку за плечо и бережно опустил драгоценный инструмент на наклонную переднюю палубу и вновь обернулся к ней, тяжело дыша, с вся моя жизнь боль, альтия, качание над бездной безумия. Думаешь, я сам этого не понимаю? А выучился я? Чему я выучился? Да ничему. Только тому, что я должен продолжать. Вот я и продолжаю. У меня внутри пустота, которую ничем не заполнить. Она медленно пожирает меня, мгновение за мгновением, день за днем. Такое чувство, что я уменьшаюсь, но никак не могу прекратиться. И он вдруг дико расхохотался. Говоришь, во мне живет личность, независимая от семьи? О, да, именно так. У этой личности есть когти и зубы, она столь полна боли и ярости, что я разнес бы на осколки весь этот мир, только чтобы наконец все прекратилось. Это он снова проревел в полный голос, а потом вдруг широко развел руки и откинул голову и издал долгий пронзительный крик, нечеловеческий в своей мощи и невероятно печальный. Альтия невольно зажала уши ладонями. Однако от нее не укрылось, что Эмис Ладлак повернулась и побежала прочь. Мать Альтии оглянулась на спутницу и устремилась в погоню. Альтия видела, как Роника настигла Эмис и ухватила ее за руку, как остановила ее и заставила повернуться. Альтия догадывалась, что Роника ей выговаривала, но не слышала слов. Да Ват как раз подоспел к ним и восстанавливал мир, попутно утирая шелковым платочком залитое потом лицо. Альтия поняла, что произошло. Эмис Ладлак передумала. Вне всяких сомнений передумала. А значит, прости-прощай последний шанс вернуть проказницу. Ее отчаяние было бы несколько и меньшим, если бы совершенный одержал верх, но и в это поверить она не могла. Итак, Ладлаки не продадут совершенного, но и плавать на нем сами не будут. И будет он торчать на берегу рядом с удачным, с каждым годом старее и свихиваясь все больше. Может, и со мной тоже будет, подумала Альтия. Янтарь, между тем, стояла в опасной близости от совершенного. она держала ладонь прижатой к его корпусу и что-то тихо говорила ему. Он не обращал на нее никакого внимания. Он зарылся косматой головой в ладони и плакал, вздрагивая всем телом, словно жестоко обиженное дитя. Клев и тот подобрался поближе, тараща глаза на охваченный горем корабль. Мальчишка прикусил зубами нижнюю губу, сжал кулаки. «Совершенный!» крикнула Эмис Ладлак. Он оторвал от ладони искалеченное лицо и незрячо повел головой. «Кто здесь?» спросил он с лихорадочным беспокойством и потер руками щеки, словно пытаясь скрыть слезы, так и не выкатившиеся из отсутствующих глаз. Видно было, что он совсем не хотел показывать свое состояние незнакомцам. «Эмис Ладлак», довольно-таки пугливо ответила женщина. Ее сидеющие волосы выбились из-под летней шляпки, шаль развивалась по ветру. Назвавшись, она ничего более не прибавила, ожидая, как он воспримет ее присутствие. Корабль выглядел ошарашенным. Он дважды открывал и закрывал рот, не находя слов. «Зачем ты пришла сюда?» спросил он наконец. Спросил очень сдержанно, и его голос из мальчишеского вновь стал мужским. Он вздохнул, прогоняя с лица выражение беспросветного отчаяния. «Зачем после стольких лет ты пришла со мной говорить?» Альтии показалось, что его сдержанность поразила ее больше, чем если бы он на нее заорал. Во всяком случае, Эмис тоже некоторое время не находила слов. «Они уже сказали тебе, ведь так неловко выговорила она затем?» «Сказали о чем?» спросил он безжалостно. «Женщина выпрямилась о том, что я тебя продала». «Ты не можешь продать меня. Я член твоей семьи. Могла бы ты продать собственную дочь или сына?» Эмис Ладлак покачала головой. «Нет», прошептала она, «не могла бы, потому что я люблю их, и они любят меня». И она подняла глаза на искалеченный корабль. «А вот о тебе этого не скажешь совершенной!» ее голос сделал сопронзительным. «Сколько помню настоящим проклятием моего рода!» «Когда ты ушел в свое последнее плавание, я еще не успела родиться, но я выросла каждый день, видя горе моих матери и бабушки, оплакивавших потерю близких. Ты затерялся в море, и вместе с тобой пропали мужчины нашей семьи, и мы никогда их больше не видели. Почему? За что ты нас так наказал? Вероятно, за то, что мы были твоими родственниками, лучше бы ты и сам не вернулся, мы по крайней мере могли бы гадать, мы думали бы, что вы либо погибли все вместе, либо остались в живых и живете где-то, вот только вернуться не можете, а ты вместо этого прибыл назад, доказав нам тем самым, что снова убил, снова уничтожил мужчин из семьи, которая тебя создала, и оставил женщин горевать, и вот уже тридцать лет ты торчишь здесь на берегу, живое несчастье моей семьи, символ нашей вины и позора, тебя видят всякий корабль, что заходит в гавань или выходит, и сколько людей в удачном, столько и мнений о том, почему ты с нами так обошелся, большинство конечно во всем винит нас самих, нас называют слишком алчными, бесшабашными, себелюбивыми и бессердечными, говорят даже и пока ты будешь здесь оставаться, мы не сможем ни забыть, ни простить себя, гораздо лучше будет, если ты отсюда исчезнешь, эти люди хотят тебя забрать, а мы еще больше хотим избавиться от тебя, ее слова казались Альтеи ядом, который разбрызгивался, попадая на всех без исключения, ей было так больно за совершенного, что язык отнялся, она только видела, что у женщины глаза лезли из орбит, и вид был попросту безумный, вот почему совершенный именно таков, каким мы его знаем, подумалось ей, есть в кого, а Эмис продолжала, до того, как у нас появился ты, мы были могущественной семьей, ты должен был стать нашей славой, совершенным венцом наших успехов, а чем кончилось, мы чуть по миру не пошли, расплачивая за тебя, принес же ты нам лишь отчаяние и утраты, ну, почему ж ты не кричишь нет, скажи что-нибудь, о дивный корабль, хотя бы теперь, после всех этих лет, ответь мне, почему, почему ты пошел против нас, почему уничтожил наши мечты, наши надежды, наших мужчин, иссякнув наконец, она замолчала, не в силах отдышаться, так глубоки и так яростны были переполнявшие ее Роника Вестрит стояла с нею рядом, и вид у нее был совершенно больной, но вот что в наибольшей степени притягивало взгляд, так это выражение лица Дава Дорестара, ему явно было несколько не по себе, но в глазах сверкала некая уверенность в своей правоте, «А все дождевая река», проговорил он тихо, «Что хорошего, когда-либо приходило из дождевых чащок, ядовитая магия, незаметно подкрадывающиеся болезни, только это и прекрати», прошипела янтарь, «заткнись и убирайся отсюда, убирайся немедленно», «теперь он знает, вот, вот, возьми, это твое, это все твое, все, что мне принадлежит в обмен на него», «как я и обещала». Она сняла с шеи ключ на кожаном ремешке и швырнула его к ногам Давада. Ключ ударился о камень, издал высокий и чистый звон и упокоился на песке. Давад с трудом нагнулся и поднял его. Альтия узнала тяжелый ключ от дверей лавки на улице дождевых чащоб. Давад положил его в карман. Эмис Ладлаг по ее морщинистым щекам, но она больше не всхлипывала. Она просто смотрела на совершенного, молча сжав губы. Носовое изваяние замерло, с руками скрещенными на груди, высоко подняв голову. Будь у совершенного глаза, он смотрел бы в морскую даль. Он так сжал челюсти, что на скулах буграми выступили желваки. Он был до того неподвижен, что казался статуей, выточенной из самого обыкновенного дерева. Дават взял Эмис Ладлаг под руку и потянул прочь. Пойдем, Эмис, я тебя домой отведу, а потом пойду и переведу твою лавку в твою собственность согласно закону. Сдается мне, ты извлекла из скверной сделки наибольшую выгоду, какая только возможно, как, впрочем, и все мы. Счастливо, Роника, Альтия, и прошу вас запомнить, что переговоры об этой покупке «Начал не я». «Ага», сказала Альтия, «мы запомним». Она не стала провожать их глазами. Она смотрела на корабль, замерший в неподвижности и молчании. Ее снидало чувство вины. С чего это она взяла, что если Эмис Ладлаг явится сюда, то станет уговаривать совершенного по доброй воле отправиться с ними? О способности Ладлагов взрываться приступами злобы в удачном ходили легенды. Вполне можно было предвидеть, что женщина накинется с обвинениями на свой собственный живой корабль, брошенный на берегу. Задуманное предприятие вдруг показалось Альтии полным сумасшествием. Только откровенные недоумки могли отправиться в море на свихнувшемся корабле и с несбыточными надеждами разыскать и вернуть другой пропавший корабль. Человек в здравом рассудке ни на миг не поверил бы, что подобная затея может кончиться хоть каким-то успехом. Совершенный тихо окликнул янтарь. Она ушла, слышишь? Теперь все будет в порядке. Все, что случилось, только к лучшему. Ты будешь с людьми, которые действительно любят тебя, которым не все равно, что с тобой станется. Ты вновь отправишься в море, как и надлежит кораблю. А когда ты вернешься в удачный, тебя встретят как героя. Вот тогда все увидят, чего ты в действительности стоишь, и даже ладлаки. Слышишь? Совершенный. Клев выбрался из-за спины Брэшина. Он подошел к кораблю и робко приложил ладошку к его бортовым доскам. Потом посмотрел на замерзшее изваяние, нависавшее над его головой. Бывает так, проговорил он очень серьезно, что твоя должен быть сам себе семья. Это когда никого другой не остался. Совершенный не ответил. Заплатка оказалась одним из лучших призов, когда-либо достававшихся Кеннету. Пока лебедка переносила капитана на палубу только что взятого корабля, где с костылем наготове его уже ждала Этта, в душе Кеннету царил ни с чем несравнимый восторг. Поистине сегодня госпожа удача аж дважды улыбнулась ему. Во-первых, со времени исцеления от раны это была его первая существенная добыча. А во-вторых, Уинтроу присутствовал при захвате и сам все видел. Кеннет просто кожей чувствовал смятение мальчишки, по пятам следовавши за ним. Что ж, пусть любуется ухоженным славным корабликом, а заодно потихоньку переосмысливает свое мнение о капитане Кеннете. Думал, небось, что одноногий пират был из числа какого-нибудь отребья, годного только потрошить вонючие невольничьи корабли, пусть ка сам оглядится на заплатки, да и поймет, что капитан Кеннет один из лучших морских волков, когда-либо пенивших воды внутреннего прохода. Владевшее им чувство глубокого удовлетворения внешне выразилось в необычайном великодушии по отношению к команде и, в частности, лично к Саркору. Когда тот, еще не оттерев рук от крови, бросился к капитану с рапортом, Кеннет огорошил его полновесным хлопком по плечу и громким возгласом, отличная работа, таких искусных пиратов, как ты, не всякий день встретишь, пленники есть? Саркор расплылся в улыбке, польщенный похвалой капитана, но только начальствующий Кэп. Все оказалось, как ты и предсказывал. У них каждый матрос был еще и отменным бойцом. Ни один не захотел сложить оружие и присоединиться к нам, хотя я их не один раз спрашивал. Сдавайтесь, говорю, не тронем, к себе возьмем. Так ведь не захотели. Вот жалость-то. Очень неплохие рубаки среди них были. Но теперь остались только те, которые со мной сюда пришли. И великан улыбнулся собственной шутке. Значит, начальствующие, Саркор? Ага, заперты внизу. Ихнего старпома пришлось пару раз крепенько огреть по башке, прежде чем он свалился. Ну да ничего, оклемается. А уж добыча, Кэп, будь любезен. И рабы, что надо. Некоторые еще в себя не пришли от испуга, но тоже, я думаю, скоро очухаются. Потери есть? Кеннет бодро стучал костылем, идя вперед по палубе. Улыбка Саркора несколько померкла. Есть, Кэп, и даже больше, чем мы предполагали. Говорю же, с отличными рубаками драться пришлось. Теряли клевто, Марла и Бори. Кимпер вон, глаз лишился, еще кое-кто легко ранен. А Палу всю рожу до зубов расстроили. Парнишка с ума сходит от боли. Я его отправил на Мариету, а то он так кричал. А Пал, призадумался Кеннет, пусть его перенесут на проказницу и пусть им займется Уинтроу. Вот уж у кого по лекарскому делу руки откуда надо растут. Да, Суркор, а что ж ты о своих ранах не упоминаешь? На левом рукаве богатыря вправду расплывалось кровавое пятно. Суркор криво улыбнулся и с презрением махнул рукой. У меня было два клинка, у него один. И он таки умудрился оцарапать меня. Стыдобище. Стыдобище или нет, а перевязать надо. Где там это? Это. Будь хорошей девочкой, посмотри, что там у Суркора с рукой. Уинтроу, ты пойдешь со мной. Давай-ка быстренько глянем, что нам сегодня в руки пришло. Быстренько, однако, не получилось. Кеннет доставил себе удовольствие, провел Уинтроу по всем трюмам, не пропустив ни одного. Он показывал ему дорогие ковры и шпалеры, свернутые и упакованные в холстину для сохранности в путешествии. Показывал бочонки с зернами кофе, сундучки душистого чая, толстые веревки, сплетенные из дурманных трав и свернутые кольцами в запечатанных глиняных сосудах, показывал переливчатые катушки нитей, золотых, алых, пурпурных, и объяснял, все это богатство нажито работорговлей. Слов нет, красивые и дорогие вещицы, но их великолепие оплачено кровью. Так неужели Уинтроу полагал, что Эвери и его подручные по праву владели неправедно нажитым добром, и эту собственность следовало уважать? Пока рабство остается выгодным, будут существовать и люди, склонные на нем наживаться. Их ведет та самая жадность, что заставила твоего отца замарать руки работорговлей. Это-то изгубило его. А я хочу увидеть погибель всех тех, кто торгует людьми. Уинтроу медленно кивал. Кеннет не был убежден, что мальчишка полностью уверовал в его искренность. А, впрочем, может, это было не так уж и важно. Уинтроу все равно вынужден с ним соглашаться, покуда он будет приводить ему праведные предлоги для пиратства и сражений. А это откроет ему скорейший путь к тому, чтобы склонить на свою сторону живой корабль. Кеннет приобнял Уинтроу за плечи и предложил «Давай вернемся на проказницу». «Я хотел, чтобы ты сам все увидел своими глазами и услышал из уст самого Саркора, что этим несчастным дана была возможность остаться в живых. Что еще мы могли для них сделать, а?» Это было великолепное завершение дня. Кеннету следовало бы предвидеть, что его хоть что-нибудь оподпортят, и точно. Как только они с Уинтроу выбрались обратно на палубу, к ним со всех ног кинулись три женщины-рабыни. Но не добежали, на пути у них выросла Этта, и ее рука лежала на рукояти кинжала. Под ее взглядом женщины испуганно отступили, прижимаясь друг к дружке. «С этими какие-то непонятки», сказала Кеннету Этта. «Ни под каким видом не хотят, видишь ли, на свободу. Требуют, чтобы их отпустили за выкуп вместе с капитаном и старпомом». Ну и почему бы это? Спокойно и вежливо осведомился Кеннет, а сам обижал глазами всех троих. Молодые, пригожие женщины. И рабские татуировки у них были крохотные, бледные, при солнечном свете не вдруг разглядишь. Глупые сучки думают, что рабынями оставаться проще, чем самим пробиваться по жизни где-нибудь в Дилипайе. Говорят, привыкли быть любимицами богатых людей. «Я не шлюха, а поэтесса», сердито перебила одна из женщин. «Капитан Эвери нарочно приехал в Джемилию, чтобы купить меня для Сепа Кордера, это состоятельный вельможа, и все знают, что он справедливый хозяин. Если я попаду к нему, он позаботится обо мне и даст мне возможность заниматься искусством. А если я отправлюсь с тобой, как знать, каким образом мне придется добывать пропитание? И даже если я не брошу писать стихи, кому я стану их читать в каком-нибудь зачуханном городишке, ворам и головорезам? — Может, ты предпочтешь петь для морских змеев? — ласково осведомилась Этта, вытащила кинжал и легонько кольнула женщину в живот чуть повыше пупка. Поэтесса не вздрогнула, не отшатнулась, лишь покачала головой. Она смотрела не на Этту, на Кеннета. — А вы двое тоже поэтессы? — спросил тот лениво. Они замотали головами. Ядка шпалеры, хрипло выдавила одна. — А я личная служанка, искусная в массаже и небольших исцелениях, сказала вторая, когда Кеннет остановил на ней взгляд. — Ага, протянул Кеннет. — Дайте-ка угадаю, вы все куплены для этого Сэпа, как бишь его там, богатея с множеством слуг? Жизнерадостный тон капитана породил в глазах Этты ответную искорку. Она слегка нажала клинок, загоняя строптивую поэтессу в ряд к тем двум, ткачиха и массажистка уже согласно кивали. — Ну вот, видишь? И Кеннет отвернулся от невольниц, отпуская их небрежным жестом руки. — Видишь, Уинтроу, что с человеком делает рабство? У мужика есть деньги, и он покупает их вместе с их талантами. Они идут на продажу, даже не догадываясь, что давно уже превратились в настоящих шлюх. Ты заметил, ни у одной не хватило гордости назвать свое имя. Они уже утратили себя, став всего лишь частью своего господина. — Что мне с ними делать? — спросила Эдда Кеннет, уже хромавшего прочь. Он только вздохнул, они хотят остаться рабынями. Ну и пусть сидят с теми, кого будут выкупать. Сэп Кордер их уже однажды купил, так пускай купит еще раз, не обеднеет небось. И тут Кеннета посетила вдохновение. Выкуп, который будет заплачен за них, мы разделим между теми, кто выбрал свободу. Это поможет им начать новую жизнь. Это кивнуло в хмурой задумчивости, переваривая его слова. Потом повела своих подопечных прочь. Кеннет снова повернулся к Уинтру, шедшему с ним рядом. Вот видишь, я никому не навязываю своего образа мыслей. Я не намерен принуждать ни тебя, ни проказницу. Но мне кажется, вы оба уже начинаете понимать, что я не тот злобный пират, каким вам представлялся вначале. Позже, идя к веревочному сиденью, которое должно было перенести его на шлюпку с проказницы, капитан спросил Уинтру. Представлял ты когда-нибудь, каково это быть капитаном своего собственного корабля? Замечательного суденышка, вроде этого, например. Уинтру оглянулся на заплатку, потом ответил, кораблик, правда, замечательный. Вот только сердце у меня к морским странствиям не лежит. Будь я свободен, я бы все-таки в монастырь взвратился. Кеннет умело разыграл изумление. Уинтру какая свобода? Татуировка на твоем лице для меня ничего не значит. Ты что, до сих пор считаешь себя рабом? Нет, татуировка не делает меня рабом, согласился Уинтру и даже крепко зажмурился на мгновение. Это моя кровь привязывает меня к проказнице покрепче всяких цепей. И связь между нами с каждым днем становится все прочнее. Думается, я все же смог бы оставить ее и вновь обрести полноценную жизнь в служении Са, но это было бы слишком себелюбивым деянием. Оно оставило бы в ней вечную, незаживающую пустоту. Как я обрел душевный покой зная, что бросил ее? Кеннет склонил голову на бок. А как по-твоему, не смогла бы она со временем принять меня вместо тебя? Я в любом случае хотел бы устроить так, чтобы вы оба были счастливы. В частности, вернуть тебя в монастырь, если возможно будет это сделать, не изломав душу кораблю. Уинтру медленно покачал головой, не получится. Кто-то кто разделяет семейные узы, связывающие нас с кораблем. Только так, а иначе она в разлуке с ума сойдет. Ясненько, задумчиво протянул Кеннет. Что ж, жизнь вообще сложная штука, и он ободряюще похлопал мальчика по плечу. А все же, может, я и придумаю способ, как сделать, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Морская вода приятно журчала по корпусу двигавшегося корабля. Проказница снова была в пути вместе с Мариэттой, сопровождая заплатку. Кеннет пожелал еликовозможно удалить все три корабля от места засады и нападения. Он даже объяснил эти, что, мол, выкуп уплачивают быстрее, если соответствующему предложению предшествует период тревожной неопределенности. Стало быть, заплатка на время просто исчезнет. Для начала он отведет ее в Дилипай, дабы похвастаться пленниками и добычей, а через месяц-два устроит так, чтобы в Калсиде узнали, пленников и корабль можно выкупить. При этом о Грузии он собирался позаботиться сам. Этта успела уже запустить руку в добычу. Она любовно разглаживала ткань, лежавшая у нее на коленях, восхищаясь про себя искусством ткачей, и заново вставляла нитку в иголку. Корабли шли вперед сквозь темноту ночи. Кеннет сам стоял у штурвала. Этта пыталась заставить себя не волноваться по этому поводу, хоть и считала, что после длительного общения с кораблем ему не помешало бы отдохнуть. День сегодня выдался, что называется, длинный, причем для всех. Она сама зашивала плечо суркору, пока она управлялась с длинным порезом, украсившим его руку. Здоровяк сидел смирно, сцепив зубы и щерезь в болезненной улыбке. Эта работа не доставила эти удовольствия, но суркор хотя бы не кричал и не визжал подобное бедняге упало. Его принесли на проказницу для исцеления. Когда его уложили на палубу и прижали, он принялся рваться с такой силой, словно с него собирались живьем кожу сдирать. Сабельный удар до кости развалил ему щеку и нос, и рану следовало немедля зашить, если со временем он собирался снова есть, как все люди. Уже вечерело, над ним повесили фонарь, бросавший круг желтого света, на заплатке среди рабов отыскался хирург, и Уинтроу настоял, чтобы его прислали ему в помощь. Кеннет исполнен его пожелания, но опал никому не позволял притрагиваться к ране. Когда Уинтроу хотел свести вместе ее края, чтобы хирургу удобнее было зашивать, мальчишка разразился ужасным криком и стал так мотать головой, что в конце концов они отказались от этой затеи. Раб-лекарь предложил пустить ему кровь, чтобы хоть так избавить от боли, и это было сделано. Опал постепенно успокоился, а Кеннет, стоя рядом, объяснял проказнице, что происходило. Страдание необходимо, внушал он носовому изваянию, ибо без него не сможет наступить исцеление. Он даже сравнил его со смертоубийством, которое сам по необходимости совершал, стремясь избавить местные воды от работорговцев. Уинтроу хмурился, слушая его речи, но не выдержал, был слишком занят, собирая кровь опала. Он занимался этим с величайшей заботой, не жалея холстины, лишь бы на палубу проказницы не попало ни капли. Потом хриплые крики опала сменились невнятными вздохами, и они взялись за иголки, заново составляя лицо юноши воедино. Красавчиком, как прежде, ему никогда уже не бывать, но хоть есть без посторонней помощи сможет. Вот чем кончилась для опала первая же вылазка в составе абордажной команды. Злосчастье, иначе не скажешь. Это завязало последний узелок, кончая подрубать край, обкусила нитку, встала и развязала юбку. Юбка упала к ее ногам эдаким озерком ярко-алой материи. Это продела ноги в свое новое творение, подтянула юбку и увязала на талии. Как называлась облюбованная ею ткань, она просто не знала. Материал был в меру жестковат и упоительно похрустывал под руками. Был он цвета зеленых кедровых веток, но при движении слегка переливался в свете лампы. А всего приятнее оказалось его прикосновение к коже. Это заново разгладило новую юбку, поправляя ее на бедрах. Ткань еле слышно потрескивала. Наверное, Кеннету понравится. Он знал толк в чувственных ощущениях, когда позволял себе на них сосредоточиться. К сожалению, в последнее время такие моменты наступали далеко не так часто, как ей того хотелось бы. Эдта заглянула в зеркало на стене каюты и неодобрительно покачала головой своему отражению. Неблагодарная женщина! Давно ли он вообще лежал пластом, да при том еще горел в лихорадке? Твое счастье, что в нем пробудились мужские желания. Эдти приходилось слышать, что некоторые вовсе утрачивали их после увечья. Она взяла щетку и прошлась ею по своим густым волосам. С некоторых пор она взялась их отращивать, так что скоро они должны были достигнуть плеч. Эдта подумала о том, как Кеннет запустит руки в ее волосы, как прижмет ее к постели и кровь быстрее побежала по жилам. В бытность свою потаскухой она никогда даже не думала, что дойдет до такого, что будет тосковать по мужскому прикосновению, а не желать, чтобы он поскорее справился с делом и отстал от нее. А еще она никогда не думала, что однажды станет ревновать к кораблю. Вот это уже была полнейшая глупость. Эдта подняла голову и размазала по шее капельку духов, потом настороженно принюхалась. Это был новый аромат, опять же, почерпнутый непосредственно сегодня на заплатке. пряный, сладкий, очень приятный. То, что надо, подумала Эдта и сказала себе, что надо больше доверять Кеннету. У него ведь и без ее глупой ревности забуд полонрод и вообще нашла соперницу. Это ведь не женщина, это корабль. Она прошлась по каюте, прибираясь за Кеннетом. Сидя здесь, он только и делал, что рисовал или писал что-то. Иногда, если он позволял, она наблюдала за ним, когда он работал, его искусство завораживало ее. Быстрое перо так и летало, оставляя на бумаге точные замечания и наброски. Это рассматривало некоторые свитки, прежде чем аккуратно свернуть их и переложить на стол для карт. И как только он запоминал, что значила та или иная пометка, к чему она относилась, это искусство доступное только мужчинам, подумалось ей. Она услышала, как снаружи на палубе громко командовал брик, а в скорости за борт пошел якорь. Ну и хорошо, значит ночью будет стоянка. Эта выбралась из каюты и отправилась разыскивать Кеннета. Для начала она поднялась на бак. Там лежал, упал, а рядом с ним, скрестив ноги, сидел у Интроу и наблюдал за больным. Эта тоже посмотрела на поколичного Юнгу. Швы, сообща, наложенные лекарями, должным образом стянули края раны, но больше о результате их работы ничего пока сказать было нельзя. Эта присела и пощупала лоб раненого, не забыв про себя отметить, как славно похрустывает новая юбка. Кожа, по-моему, холодная, сообщила она у Интроу. Тот поднял глаза, выглядел он еще бледнее упало. Знаю, сказал он, и плотнее подоткнул одеяло, в которое был закутан Юнга, и добавил, разговаривая скорее не с нею, а сам с собой он очень ослаб. Хирург, я уверен, сделал все наилучшим образом, но лучше бы ночь была потеплее. Почему бы, сказала она, не отнести его вниз, где не так холодно? Я полагаю, здесь ему все-таки лучше, чем было бы внизу. Эта наклонила голову, ты так веришь в целительные силы своего корабля? Она не может вылечить тело, но зато придает сил его духу, а тот уже даст исцеление телу. Эта медленно выпрямилась, продолжая смотреть на лежащего, а я-то думала, этим занимается твой са. Уинтроу согласился, так оно и есть. Она могла бы посмеяться над ним, спросив, зачем ему бог, если рядом такой корабль, но вместо этого сказала, ступай поспи, ты совсем выдохся. Верно, ответил Уинтроу, выдохся, но все-таки я с ним посижу до утра, ни одного же его тут оставлять. А хирург где? Отправился на Мариэтту, там другие раненые есть, здесь он сделал, что мог, теперь все от самого опала зависит. И от твоего корабля не удержалась она. Потом обижал опалубу глазами, Кенни-то не видал? Уинтроу покосился на носовое изваяние, Эдте понадобилось лишнее мгновение, прежде чем она высмотрела там своего капитана. Они с проказницей пребывали в одной тени. А-а-а, протянула Эдта негромко. Она никогда не отрывала его от разговоров с кораблем. Но теперь, когда она вслух назвала его имя, просто взять и уйти было бы несколько неловко. И Эдта попробовала это к ненавязчиво присоединиться к нему возле фальшборта. Встав рядом, она некоторое время молчала. Кеннет облюбовал для стоянки небольшую бухту у берега островка. Заплатка покачивалась невдалеке, а за нею видна была Мариетта. Немногочисленные фонари бросали по воде змеистые блики. Ветер сменился легким бризом, негромко певшим в снастях. С близкого берега пахло молодой зеленью травы и деревьев. Выждав время, Эдта заметила, удачное нападение было сегодня. Кеннет ядовито осведомился, сообщаешь мне, на тот случай, если я сам чего-то не понял. «Ты еще повторишь это?» там, в проливе». «Возможно». Краткость ответа отбила у нее охоту к продолжению разговора. Корабль, по счастью, молчал, но это ощущало присутствие проказницы, как третий лишний, вторгшийся между нею и Кеннетом. Вот бы снова вернуться на Мариетту. Там они с Кеннетом были гораздо ближе друг к другу. Там он обращал на нее больше внимания, а здесь было положительно некуда деться от всевидящего ока всеслышащего уха. Даже в каюте за закрытой дверью это не чувствовало себя с Кеннетом наедине. Она провела ладонью по юбке, утешаясь приятным шуршанием ткани. «Когда нас прервали, мы как раз обсуждали планы на завтра», вдруг подала голос проказница. «Обсуждали». Немедленно смягчился Кеннет, «Как только рассветет, мы идем в Дилипай. Мне необходимо укромное место, где бы подержать заплатку, пока ее не выкупят. Да и рабов с нее я хочу как можно скорее выпустить на сушу. Так что возвращаемся в Дилипай». Эту они словно бы не замечали. Ревность с новой силой закипела в ее душе. Однако она не пожелала уйти и оставить их. «А если», спросила проказница, «мы встретим еще корабли?» Кеннет тихо ответил, «Значит, настанет твой черед себя показать». «Но я не уверена, что я уже готова. Я не знаю вся эта кровь, страдания. Люди так остро чувствуют боль». Кеннет вздохнул. «Видимо, не надо мне было переправлять сюда опало. Я просто волновался за мальчишку и хотел, чтобы он был поближе ко мне. Я как-то не подумал, что это может побеспокоить тебя». «Нисколько не беспокоит», поспешно отозвалась проказница. Кеннет продолжал, словно и не услышав ее, «Мне тоже не по душе наблюдать, как он мучается. Но отворачиваться от страданий это, знаешь ли, не по-мужски. Особенно если учесть, что пострадал-то он, сражаясь за меня. Полных четыре года мой корабль был его единственным домом. Он так хотел нынче драться в абордажной команде, до ужаса жалко, что Суркор не остановил его. Мальчику так хотелось произвести на меня впечатление, у Кеннета перехватило горло, бедный малыш, такой юный и с такой готовностью рискнул жизнью во имя того, во что уверовал. И он продолжал с трудом выговаривая сквозь зубы, боюсь, именно я и стал причиной его несчастья. Не затея я этой войны против рабства. Это ничего не могла с собой поделать. Никогда прежде она не слышала, чтобы он так говорил. Она и предположить не могла, что он таил в себе такую бездну страдания. Она придвинулась ближе и взяла его руку. Ох, Кеннет! Выговорила она тихо, милый, ты не можешь винить себя прямо-таки во всем, не надо. На какое-то мгновение он замер, словно собираясь оскорбиться. носовое извояние оглянулась и зло посмотрела на нее. Но потом, потом Кеннет повернулся навстречу Этти и к ее изумлению склонил голову ей на плечо. Но если не я, то кто, произнес он еле слышно, кто возьмет все на себя, если не я? У нее сердце чуть не разорвалось от нежности к этому сильному мужчине, так внезапно решившему на нее опереться. Ее рука легла ему на затылок. Его волосы под ее ладонью были такими шелковистыми. Все будет хорошо, вот увидишь, прошептала она. Многие любят тебя и охотно идут за тобой. Незачем тебе взваливать всю ношу на свои плечи. Что бы я только делал без этих людей? Его плечи вздрогнули, как если бы он пытался подавить рыдание, но прозвучал только кашель. Капитан Кеннет обескураженно проговорила проказница. Я совсем не хотела сказать, будто не разделяю твоих идеалов. Я только сказала, я не вполне уверена, что уже полностью готовок. Да ладно тебе, все в порядке, перебил Кеннет. В конце концов, мы совсем недавно с тобой познакомились. Наверное, еще рано мне просить тебя связать свою судьбу с моей. Доброй ночи, проказница. И Кеннет испустил долгий медленный вздох. Эд, радость моя, что-то у меня нога совсем разболелась. Не поможешь улечься? Конечно, его просьба беспредельно растрогала Эдту. Конечно, ложись, отдохнешь хоть. Знаешь, на заплатке было благовонное масло, и я немного припасла. Я же знаю, как у тебя плечо и спина от костыля болят. Давай, я нагрею масло и разотру тебя. Он оперся на нее и отошел от фальшборта. Твоя вера в меня придает сил Эдта, сказал он ей. Потом вдруг замер, и она в замешательстве замерла тоже. Кеннет несколько странным, задумчиво медлительным движением взял Эдту за подбородок и повернул ее лицо к своему. Наклонился и не спеша поцеловал девушку. Жаркая волна разбежалась по ее телу не только от теплого прикосновения его губ, объятия его рук, но еще и от того, что он пожелал так открыто выказать свою приязнь. Вот он притянул ее ближе, и ткань юбки хрустко зашуршала под его ладонью. Эдта почувствовала, что его поцелуи у всех на глазах вознесли ее на невозможную высоту. О какой славе можно было еще мечтать? Наконец, он выпустил ее губы, но рук не разжал. Эдта дрожала в его объятиях, словно юная девственница. Уинтроу тихо позвал Кеннет. Эдта повернула голову и увидела подростка, таращившего на них глаза. А Кеннет продолжал, если ночью что-нибудь случится с опалом, придешь сразу ко мне, хорошо? Слушаюсь, Кэп так же шепотом ответил Уинтроу. Он не отрывал от них глаз, в которых было настоящее благоговение и что-то еще, желание. Пойдем это, ляжем в постель, утешь меня. Дай мне увериться, что ты вправду на моей стороне. У нее голова пошла кругом. Такие слова от него, вслух. Я всегда рядом с тобой, заверила она Кеннет и взяла костыль капитана, чтобы ему удобнее было спускаться по трапу на главную палубу. Кеннет окликнула проказница. Я тоже верю в тебя и со временем я буду готова. Конечно, никто тебя не торопит, ответил Кеннет вежливо. Спокойной ночи, кораблик. Этти показалось, прошел целый год, пока они пересекали палубу, а потом еще год, прежде чем наконец-то она закрыла за ними обоими дверь каюты. Так я масло нагрею, предложила она. Но только она устроила сосудик над лампой, как Кеннет хромая подошел к ней, взял неуспевшее согреться масло у нее из руки и отставил в сторону. Какое-то время он смотрел на нее хмуря брови, словно она была причиной некоторого затруднения, и он думал, как его разрешить. Это вопросительно заглядывало ему в глаза. Вот он поудобнее устроил костыль у себя подмышкой и поднял обе ладони к ее шее и прикусил зубами нижнюю губу. Его большие загрубелые руки не сразу справились с тонкой ленточкой завязкой ее рубашки. Это попыталась была сама развязать ее, но Кеннет с неожиданной нежностью отвел ее пальцы. Позволь мне самому, проговорил он тихо. Пока он медленно и последовательно возился с пуговками и завязочками ее одежды, Эту начала бить дрожь. Он снимал с нее одно за другим и откладывал прочь. Никогда еще он не поступал с нею таким образом. Когда же она осталась стоять перед ним совсем обнаженной, он пододвинул к себе сосудик с маслом и окунул в него пальцы. «Хочешь?» спросил он неуверенно. Его пальцы оставили блестящие следы на ее животе и груди. Эта ахнула и задохнулась. В его прикосновении была поистине невыносимая нежность. Он наклонил голову и поцеловал ее в шею, а потом бережно повел в сторону постели. Она пошла с ним охотно, хотя и не переставая изумляться про себя его столь странному поведению. Он лег рядом и коснулся ее. При этом он не сводил глаз ее лица, ловя малейшие изменения в его выражении. Вот он наклонился к ней и прошептал на ухо «Подскажи мне, что сделать, чтобы доставить тебе удовольствие?» Вот когда это испытало настоящее потрясение. Дорогого же стоило в его устах такое признание. Он попросту не умел дать наслаждение женщине. Он даже никогда не пытался, и в этом смысле она оказывалась для него первой. Это совсем перестало дышать. Его мальчишеская неумелость вдруг породила в ней невиданный взлет страсти. Он безропотно позволил ей взять его руки и отправить их в путь по ее телу. Ни разу еще он не позволял ей вот так верховодить. Это пьянило слаще вина. Кеннет оказался не из тех учеников, которые все схватывают на лету. Его прикосновения были робкими и неуклюжими, но от этого еще более сладостными. Эта не могла смотреть на его сосредоточенное лицо, боялась расплакаться от умиления и восторга. Она всем существом отдавалась ему. Она видела, как он учился, следя за ее вздохами, непроизвольными всхлипами и иными негромкими звуками, которых она не могла сдержать. Вот его губы сложились в довольную улыбку, а глаза разгорелись. Он открывал для себя новую истину. Оказывается, умение и способность подарить ей столь полное блаженство тоже были своего рода властью. Чем полнее он это осознавал, тем увереннее становились его движения, не доходя однако до грубости. Когда же наконец их тела слились воедино, они немедленно вознеслись на самую вершину страсти. Тогда-то уэты потоком хлынули слезы, которые она так долго удерживала. Кеннет осушил их поцелуями и продолжил учебу. Это совсем потерял счет времени. Но вот наконец ее тело не смогло более выносить наслаждение, и она тихо взмолилась «Пожалуйста, Кеннет, довольна!» Его черты тронула мягкая улыбка. Он отодвинулся, чтобы разгоряченных тел мог коснуться прохладный воздух. Потом неожиданно вновь потянулся к ней и поддел пальцем крохотный колечки, вдетым в ее пупок. Такие колечки, как известно, предохраняют и от беременности, и от скверной болезни. Это вздрогнуло. «Снимается?» По-деловому спросил Кеннет. «Снять-то можно?» сказала она и поспешно добавила. «Но я стараюсь быть осторожной. Я никогда...» «Значит, ты способна забеременеть?» «У нее снова перехватило дух?» «Да», ответила она, словно осознаваясь в чем-то. «Ну и хорошо». Он вытянулся рядом с ней и спустил вздох удовлетворения. «Быть может, я захочу, чтобы у тебя был ребенок. Если я пожелаю, чтобы ты родила, ты ведь сделаешь это для меня, а?» Горло сжал такой спазм, что эта еле сумела выговорить «Да, да, да». Ночь понемногу катилась к рассвету, когда Кеннет разбудила какое-то царапание в дверь. «Что там еще?» окликнул он хрипло. Эта спавшая рядом с ним даже не пошевелилась. «Это я, Уиндроу, долетела из-за двери. Капитан Кеннет, Кэп, опал, умер, только что, просто взял и умер. Нехорошее известие. Все дело затевалось ради того, чтобы показать. Опал переносит необходимую боль и остается в живых. Так сказать, наглядный урок для проказницы, а вместо этого Кеннет досадливо покачал головой в потемках каюты. «И что прикажете теперь делать? Как выходить из положения?» Капитан Кеннет с отчаянием позвал Уиндроу. «Просто прими это, Уиндроу», в полголоса ответил Кеннет. «Больше ничего мы все равно сделать не можем. Мы ведь всего лишь люди». Он вздохнул, так, чтобы было слышно за дверью, и придал голосу выражение отеческой заботы. «Иди поспи немного, паренек. Настанет утро, тогда и будем скорбеть о новой потере». Помолчал и добавил «Я знаю, Уиндроу, ты пытался, ты сделал что мог. Не кори себя и не думай, будто оплошал передо мной». Кэп и босые ноги мальчика прошлепали по дереву, удаляясь прочь от двери. Кеннет вновь опустился на подушку. «Что бы такое сказать завтра кораблю? Надо придумать что-нибудь этакое о самопожертвовании, что-нибудь гордое и красивое, что сделает опало не просто мертвецом, а безвременно почившим благородным героем, отдавшим жизнь за правое дело». Кеннет знал, надо просто расслабиться и положиться на госпожу удачу, и необходимые слова придут сами собой. Он откинулся на подушку и забросил руки за голову. У него отчаянно болела спина. Откуда ему было знать, насколько неутомимой способна быть женщина? Проказница с ума сходит от ревности. Но ведь именно этого-то и добивался, не так ли? Кеннет слегка повернул голову к талисману у себя на запястье. «Если ты все так здорово знаешь», осведомился он, «то к чему столько вопросов?» «Я просто хочу услышать, как ты сознаешься в собственном скотстве. Ты в действительности хоть что-нибудь чувствуешь, Кетти? Неужели тебе нисколько не стыдно того, что ты делаешь с ней?» «Стыдно?» оскорбился Кеннет. «Да с какой стати?» «Она что, пострадала от моих рук?» «Наоборот, я устроил ей ночь, которую она не скоро забудет». И он потянулся, пытаясь дать облегчение ноющим мышцам, потом капризно добавил, «Вот кому правда пришлось мучиться и страдать, так это мне». «Да уж, представление было высший класс», язвительно хмыкнуло крохотное лицо, изваянное из диводрева. «Ты что, боялся, что корабль ни о чем не догадается, если ты ее не заставишь кричать от восторга? Положись на мое слово, проказница ежечасно ощущает тебя, причем со всей остротой, и сейчас она клокочет не из-за удовольствия полученного этой, а от того, как ты старался ради нее». Кеннет перекатился на бок и спросил потише, «А ты-то сам насколько тонко чувствуешь корабль?» «Она оградилась от меня», неохотно признался талисман, «Хотя и не до конца, она слишком велика и со всех сторон окружает меня, поэтому и не может закрыться от меня полностью». «А Уиндроу?» «Можешь ты чувствовать его при ее посредстве?» «Например, что сейчас у него на душе?» «Что?» «Что тебе еще надо знать?» «Ты же сам слышал его голос, когда он пришел рассказать тебе о смерти опала. Он же сам не свой был от горя». «Да я не про опалы и его смерть», возразил Кеннет досадливо. «Я видел, как он смотрел на нас, когда я целовал Эту возле проказницы. Меня несколько удивил его взгляд. Его что, влечет к моей шлюхе?» «Не смей называть ее так», тихо прорвечал талисман. «Еще раз скажешь такое, и я вообще замолчу». Кеннет выразился аккуратнее. «Так он находит Эту привлекательной?» «Он совершенно неопытен», смягчился талисман, «он восхищается ею». «Насчет плотского влечения сомневаюсь», голосок помедлил. «Та маленькая сценка, которую ты перед ним разыграл, на некоторое время привела его в задумчивость. Он противопоставил увиденное смерти опала». «Вот же неудачное совпадение», пробурчал Кеннет. И замолк, начиная прикидывать, как бы заинтересовать Уинтро женской прелестью Этте. «Надо бы ей больше украшений надевать», решил он наконец. «Мальчишек тянет к блестящему. Пусть Этта выглядит драгоценной игрушкой». Талисман вдруг поинтересовался, «А с какой стати ты ее спрашивал насчет ребенка?» «Да так просто, пришло в голову. Ребенок мог бы пригодиться. Впрочем, все зависит от того, как Уинтро дальше себя поведет». «Не очень понимаю, о чем ты», недоуменно проговорил Талисман. «А впрочем, каков бы ни был твой замысел, он наверняка отвратителен». «Я так не думаю», отозвался Кеннет и устроился поудобнее, собираясь уснуть. Некоторое время спустя Талисман все же спросил, «Так каким образом тебе может пригодиться ребенок». Кеннет не отозвался и Талисман добавил, «Я все равно не дам тебе спать, пока не ответишь». Кеннет устало вздохнул, «Ребенок нужен ради душевного равновесия корабля». «Если Уинтроу сделается вовсе неуправляемым, если он будет вмешиваться в мои отношения с кораблем и препятствовать радостному повиновению проказнице, в таком случае придется его заменить». «Твоим ребенком от Эрты?» Талисман, кажется, не поверил собственным ушам. Кеннет сонно хихикнул, «Да нет же, странный ты какой-то». Он опять потянулся, поворачиваясь к Эте спиной, свернулся калачиком и закрыл глаза. «Отцом ребенка должен будет стать Уинтроу, так, чтобы младенец принадлежал к той же семье». И он удовлетворенно вздохнул, но тут же нахмурился. «Воображаю, сколько хлопот будет на борту с младенцем. Так что лучше бы Уинтроу просто примириться со своей судьбой». «Возможности-то у мальчишки огромные. Он умеет думать. Надо лишь приучить его думать так, как нужно мне. Может, следует свозить его к оракулу иных. Возможно, там он убедится, что именно таково его предназначение». «Давай лучше я с ним переговорю», предложил талисман. «Чего доброго, сумею убедить его перерезать тебе глотку». Кеннет снова хихикнул, по достоинству оценив шутку, и уплыл в сон. Глава двадцать первая «В трудах и заботах». Бриз, тянувший с воды, только и делал работу более-менее терпимой. Летнее солнце изливалось с безоблачного неба волнами жара. Когда Брешину случалось посмотреть на морские волны, блики на воде резали глаза так, что начинала болеть голова. Брешин морщился и хмурился, но все же не так, как при виде своих рабочих, которые двигались шаляй-валяй, не проявляя ни желания, ни воли к труду. Цепко расставив ноги, Брешин стоял на наклонной палубе совершенного. Плотно зажмурившись на некоторое время, он затем снова открыл глаза и попытался взглянуть на дело под иным углом зрения. Корабль, сказал он себе, был вытащен на сушу более двадцати лет назад. Он был покинут здесь и заброшен, так, что природные стихии творили с ним, что хотели. Не будь он сработан из дива древа, на его месте теперь в лучшем случае торчал бы голый скелет, но и так ему пришлось не сладко. Он ведь валялся как раз на границе самых высоких приливов, килим к морю и на протяжении лет оно нанесло под него целые горы песка. Решение, напросившееся само собой, было обманчиво простым. Песок надо убрать лопатами, подсунуть бревна под корпус, чтобы они в дальнейшем послужили салазками, поднять на вершину обломанной мачты тяжелый противовес, еще больше накреняя корабль, а когда в конце месяца раздразится особенно высокий прилив, поставить возле берега на якорь-баржу, протянуть канат совершенного на ее кормовую лебедку, она будет тянуть, работники на берегу действовать рычагами, и корабль соскользнет в воду, противовес же будет поддерживать крен, чтобы лежа почти на боку он сумел всплыть даже в мелкой воде, потом уже на глубине они поставят его на ровный киль, вот и все, ну, то есть не и все, а скорее уж посмотрим, что дальше будет, подумав так, Брешин вздохнул, гладко было на бумаге, в самом деле операцию по спуску на воду совершенного можно было описать буквально в двух словах, а потом вкалывать битую неделю, и после этого обнаружить, что дело ничуть не сдвинулось с места, кругом корабля сновали люди с тачками и лопатами, вчерашний прилив позволил доставить по воде к берегу тяжелые бревна, все еще связанные в плот, они лежали на песке, дожидаясь использования, другой плот составляли круглые лесины, которым предстояло стать катками, если все пойдет как надо, рано или поздно совершенный съедет по ним к воде, чтобы снова закачаться на ней, если все пойдет как надо, иной рассказалось, что на это глупо даже надеяться, очередная смена рабочих сонными мухами ползала по жаре, в горячем воздухе раздавался стук молотков, под слоем песка находилась скала, в некоторых местах ее удавалось раздробить, освобождая место для бревен, подсовываемых под корпус, в других сам корабль пробовали приподнять рычагами, каждое людское усилие причиняло старому кораблю новые шрамы, после стольких лет лежания на боку, хоть какие-то доски и брусья в его деревянном теле, просто обязаны были сдвинуться. Насколько Брешен мог сам убедиться, корпус выглядел не слишком потрепанным, но что-то можно будет утверждать наверняка только после того, как его приподнимут. Вот тогда-то, когда его спустят, и он снова окажется в свободном плавании, а Брешен только молился, чтобы его плавание вправду оказалось свободным, вот тогда-то и начнется основная работа. Весь корпус придется выправлять, потом заново конопатить, затем устанавливать новые мачты. Брешен заставил себя прервать цепь размышлений, не стоит предаваться таким отдаленным мечтам, ни то того и гляди, настоящее покажется уж вовсе невыносимым. Только сегодняшний день и только одно дело насущное в данный момент, с большим его бедная больная голова не в состоянии была совладать. Он рассеянно провел языком изнутри по нижней губе, разыскивая отсутствовавший там кусочек циндина, и, как обычно, в последнее время обнаружил лишь заживающие рубцы от причиненных зельем ожогов. Да, они заживали, даже самые глубокие язвы. Похоже, его тело отвыкало от дурмана гораздо быстрее, чем душа. Тоска по циндину сидела внутри точно нестерпимая жажда. Два дня назад он проявил слабость, отдал серьгу из уха за палочку бодрящей отравы, и теперь весьма об этом жалел. Мало того, что он несколько сдал завоеванные было позиции, так еще и циндин оказался сущее барахло, не столько радовал душу, сколько дразнил. И все же, будь убрешена за этой самой душой хоть одна несчастненькая монетка, он не смог бы противостоять искушению. Но все деньги, находившиеся ныне в его распоряжении, пребывали в мешочке, что доверила ему Роника Вестрит. Прошлой ночью Брешен проснулся, обливаясь ледяным потом, сколотящимся сердцем, и просидел до рассвета, растирая сведенные судорогами кисти рук и ступни, поглядывая на сильно отощавший мешочек и гадая про себя, насколько преступно было бы позаимствовать оттуда несколько монеток на благое дело, на то, чтобы привести себя в порядок. Право же, Цэндин помог бы ему дольше сохранять деятельную энергию, необходимую для работы. На рассвете он развязал мешочек и пересчитал оставшиеся деньги, высыпал их обратно и отправился на камбус, чтобы заварить и выпить еще одну кружку цветочного чая. Янтарь, сидевший там и строгавшая деревяшку, мудро промолчала. Брэшен вообще удивлялся про себя, насколько легко она приспособилась к его присутствию на корабле. Он появлялся, исчезал, приходил, уходил, она все воспринимала как должное. Она по-прежнему обитала в капитанской каюте. Брэшен полагал, что у него будет полно времени, чтобы вселиться туда, когда совершенный вновь окажется на плаву. Пока же он подвесил свой гамак на твиндеке. Примечание твиндек, пространство внутри корпуса судна между двумя палубами. Конец примечания. Жить на постоянно накрененном корабле и так было непросто, а ведь крен с каждым днем еще и увеличивался. Брэшен выдернул из задумчивости вопль янтарь, полный смятения и испуга. Нет, совершенный не надо, и почти сразу раздался жуткий хруст ломающегося бревна. Зазвучали встревоженные голоса. Брэшен чуть не на четвереньках устремился вперед, ибо палуба больше напоминала наклонную крышу, и выскочил на бак как раз вовремя, чтобы услышать еще один звук, звенящий треск, с которым обломок здоровенной лисины врезался в торчавшую паудоль скалу. Работники, окружавшие совершенного, в испуге пятились прочь. Они окликали друг дружку, указывая не только на отлетевшее бревно, но и на глубокую длинную рытвину, которую оно пропахало в своем падении на песок. А сам совершенный преспокойно складывал на груди мускулистые руки. Он так и не выговорил ни единого слова, его лицо оставалось по-прежнему безучастным, незрячий взгляд был устремлен в море. — Да чтоб вас всех разорвало, заорал Брэшин голосом, полным весьма искреннего чувства, и обвел работников свирепым взглядом. Кто позволил ему дотянуться до бревна? Ему ответил пожилой работяга с лицом мучнистый белым от пережитого страха. — Да мы того на место его, значит, устанавливали, а он того взял, нагнулся и только са, значит, ведает, как он вообще догадался, где оно там. Голос старого рабочего дрожал от суеверного ужаса. Брэшин стиснул кулаки. Было бы чему удивляться, окажись это первой вредоносной выходкой корабля. Однако с самого начала работ он тем только и занимался, что совал им палки в колеса. Иногда в самом прямом смысле, вот как теперь. Злонравие, помноженное на чудовищную силу, Брэшину становилось все труднее удерживать работников. Не говоря уж о том, что и разумных речей от совершенного нынче было не добиться. Брэшин перегнулся через фальшборд, успев краем глаза заметить Альтию, только-только подошедшую к месту работ. Она еще не разобралась, что случилось. Немая сцена на берегу озадачила ее. Живо за работу ряфкнул Брэшин на мужиков, которые переглядывались и подталкивали друг дружку локтями. Он указал им на отброшенное бревно. Тащите назад и заталкивайте на место. Только без меня, заявил один из работяг. Утер с лица пот и бросил на песок деревянную колотушку. Он и так уже меня едва не убил. Может, он и не хотел, так он все равно не видит, куда что швыряет. А может, он и нарочно хотел нас прихлопнуть. Откуда мне знать? Все и так знают, что он убивец, каких поискать. Ну так вот, мне моя житуха дороже тех денег, что я тут получаю. Хватит с меня. Расплачивайтесь за сегодня, и я пошел. И я. И я тоже. Брэшин перебрался через фальшборд и легко спрыгнул на песок. При этом его голова отозвалась взрывом боли. Казалось, изнутри в череп ударили разноцветные брызги, но на лице Брэшина это никоим образом не отразилось. Он пошел прямо на толпу рабочих, всем своим видом изображая бешеную ярость, про себя истово молясь, чтобы слова не пришлось подтверждать дело. И наконец встал прямо нос к носу с тем из недовольных, кто заговорил первым. «Хочешь платы за день?» сказал он. «Тогда берись за работу и заканчивай то, что было на сегодня намечено. Уйдешь сейчас, не получишь ни медика». Он обвел их глазами, скалясь в зверской ухмылке и трепетно надеясь, что блеф сработает. «Ибо если эти люди уйдут, где прикажете раздобывать новых?» Брэшина окружали сущие отбросы из портовых таверн друженики из тех, кто берется за работу только тогда, когда иным путем не удается раздобыть денег на выпивку. И ему еще пришлось переплачивать им по сравнению с другими местами, куда они могли бы наняться, иначе они близко не подошли бы к злосчастному кораблю. Люди начали недовольно роптать, и Брэшин гаркнул на них. «Либо работайте, либо катитесь отсюда. Я вас не на полдня нанимал, а стало быть и платить за полдня не намерен. Тащите то бревно, говорю». «Да я бы это и не прочь поработать», проговорил один из людей. «Ну, только там, где он не сможет меня шарахнуть еще какой-нибудь деревяшкой. На такое моего согласия нету». Брэшин с отвращением плюнул на землю. «Ну, тогда валяй, работай у кормы, бесстрашный ты наш. А форштевнем, раз больше ни у кого мужества не хватает, займемся мы с янтарь». Тут на деревянном лице совершенного возникла злобная усмешка. «Кто-то предпочитает быструю смерть, а кто-то медленную», сказал он. «Есть и такие, кому начхать, если у него сыновья родятся безногими и слепыми, как этот проклятый корабль. Валяйте, берите свои колотушки и продолжайте работать. И какая разница, что может случиться на завтра?» Он помолчал и зловеще добавил, «Тем более, как знать, удастся ли до завтра дожить?» Брэшен крутанулся на месте. «Это ты ко мне обращаешься?» Яростно бросил он совершенному. Молчал, молчал целыми днями, а теперь надумал золотое слово из речи. Лицо совершенного на мгновение дрогнуло. Какое именно чувство на нем отразилось, Брэшен не мог бы с уверенностью сказать. Лишь то, что от него сжалось сердце и заледенела душа. Однако мгновение минуло, и лицо статуи вновь замерло в презрительном высокомерии. Совершенный вздохнул и опять погрузился в молчание. И вот тогда терпение Брэшена лопнуло. Казалось, весь жар этого солнечного дня раскаленным комком собрался у него в голове, сделав боль уже совершенно непереносимой. Он подхватил одно из ведерок с питьевой водой, оставленных рабочими возле форштевня, размахнулся, что было силы, и вода полетела совершенному в лицо. Корабль содрогнулся всем корпусом, и носовое изваяние вздревело от гнева и неожиданности. Вода сбегала по груди совершенного, капала с бороды. Стоя внизу, Брэшен отшвырнул пустое ведерко. И не смей притворяться, будто не слышишь меня, заорал он. Я твой капитан, дрянь ты этакая, и я не потерплю никакого неповиновения, в том числе от тебя. Вбей это покрепче, в свою деревянную башку совершенной. Тебе предстоит плавать по морю. Лаской или таской я намерен спихнуть тебя в воду и натянуть паруса на твои поганые кости. Выбирай сам, с собой, я больше не намерен. Валяй, продолжай дуться на весь белый свет. Может и на воде потом хоть задом наперед плавать, а весь флот будет смотреть и обсуждать между собой, в какое корыто ты превратился. А можешь поднять голову повыше и выйти отсюда гордо, так словно тебе совсем наплевать, кто там когда про тебя трепал языком. Мы тебе недоумку, возможность даем всем доказать, как они в тебе всю ту дрянь, которой они столько лет тебя поливали. Ты можешь выйти из гавани, как настоящий живой корабль, родом из удачного, а потом мы поймаем кое-каких пиратов и зададим им хорошую нахлобучку, вот как, слышишь? А не нравится это, что уж оставь меня в дураках, и покажи всем, что они были кругом правы насчет тебя. Спросишь, зачем я вообще все это тебе говорю, а за тем, что только в этом у тебя есть выбор и больше ни в чем. Не тебе выбирать, пойдешь ты в море или останешься здесь, потому что я капитан, и я уже принял решение. Ты корабль, а не горшок для цветов. Ты создан, чтобы в море ходить, и этим тебе предстоит заниматься, хочешь ты этого или нет. Дошло до тебя дубина стайросовая. Совершенный зло сжал челюсти и скрестил на груди руки. Брэша наглянулся и схватил еще ведерко. Зарычал от усилия и снова окатил совершенного водой. Тот вздрогнул и начал отплевываться. Я спросил, дошло до тебя дубина, проревел Брэшин. Отвечай, несчастье деревянное. Работяги взирали на происходившее каменее от страха. По их мнению, Брэшину предстояло немедленно умереть. Альтияжа заметила, каким гневом разгорелись глаза янтарь и схватил резчицу за руку, жестом призывая к молчанию. Только это и не дало янтарь вмешаться в перепалку Брэшина с кораблем. Она сжала кулаки, трудно дыша, но все-таки удержала язык за зубами. Дошло, ответил наконец совершенный. В его голосе не прозвучало ни намека на раскаяние, но все-таки он ответил, и Брэшин двумя руками ухватился за эту крохотную победу. Ну и отлично, проговорил он на удивление спокойно, так что подумай о своем выборе, подумай хорошенько. Я право, думаю, что ты можешь заставить меня гордиться собой. А теперь мне и самому работать пора. Я, видишь ли, желаю, чтобы, когда мы поставим на конец паруса, ты выглядел ничуть не хуже, чем когда тебя только построили. Он помолчал и добавил, может, они еще подавятся теми пакостями, которые и про меня тоже наговорили. И он с улыбкой повернулся к Эльтии и Янтарь, но ни та, ни другая не улыбнулись в ответ. И спустя время его улыбка погасла. Он вздохнул и отрешенно покачал головой, а потом проговорил так тихо, чтобы слышали только они, я делаю для него все, что могу и тем единственным способом, который мне известен. Я собираюсь плавать на нем, и я буду делать и говорить все, что нужно, для того, чтобы спустить его на воду. Женщины продолжали молчать. Их молчание было неодобрительным, и он рассердился, а вам обеим. Похоже, стоит прикинуть, насколько сильно вы хотите того же. Только думать придется, за работой. Мы с вами носовая команда. Может, сегодня к вечеру я и найду еще мужиков, которые не забоятся его, но светлое время дня тереть не годится, и он указал на отброшенное бревно, надо установить его на место, а потом шепнул, уже вовсе еле слышно, если он заподозрит, что вы боитесь его, если сообразит, что может отделаться от нас с помощью такого поведения, вот тогда-то мы все пропали, и он сам в том числе. Таково оказалось начало длинного и весьма тяжелого трудового дня. Бревна были попросту неподъемными. Брешин находил извращенное удовольствие в том, чтобы не щадить ни двоих женщин, ни себя самого. Он работал на таком санцепеке, что мозги готовы были вскипеть у него в голове. Они наполняли тачки песком и откатывали их прочь. Камни, которые им попадались, либо удерживали друг дружку так плотно, что никак не удавалось их расшатать, либо оказывались тяжелее, чем мог сдвинуть один человек. Брешин гонял себя без всякой пощады, наказывая свое тело за непрестанный зуд по циндину. Если бы Альтия или Янтарь запросили передышки, он бы им, конечно, не отказал. Но Альтия была едва ли неупрямее его самого. Янтарь же оказалась на диво жилистой и упорной, так что обе выдерживали заданный им лихорадочный ритм работы. И к тому же, работая под самым носом изваяния, они как бы включали совершенного в свой общий разговор, пропуская его упрямое молчание мимо ушей. И получилось, что усилия двух слабых женщин и явное отсутствие у них страха перед совершенным заставили устыдиться мужиков работяг. Один за другим они начали присоединяться к нему форштевня, а потом из города пришла подруга Янтарь, та самая Ек, Ей было любопытно, чем это они тут занимаются. Она охотно присоединилась к приятельнице, а силой и выносливости ей было не занимать. Клеф появлялся и исчезал, то помогая, то путаясь под ногами. Брэшен не столько похваливал мальчишку, сколько рычал на него. Но жизнь в рабстве сделала Клефа довольно-таки толстокожим. Он усердно работал, и было видно, что силенок у него маловато, зато умение были в нем все задатки доброго моряка. Брэшен начал даже подумывать, а не взять ли его в самом деле с собой в море. Он знал, что это будет неправильно, однако мальчишка был нужен ему. Другие рабочие, сновавшие кругом корабля, из-под тишка следили за ними. Возможно, им было совестно от того, что женщины работали там, куда сами они из страха отказались пойти. Они стали шевелиться все расторопнее. Брэшен даже удивился про себя. Трудно было ждать, чтобы у такого разнесчастного отребья еще сохранилась хоть какая-то гордость. Но, коли так, ему это было лишь на руку. После полудня в утренней комнате воцарилась невозможная духота. Окна были распахнуты настежь, но это не помогало. Снаружи не чувствовалось ни малейшего дуновения воздуха. Малта теребила воротничок платья, пытаясь оттянуть от кожи влажную ткань. А помнишь, как мы здесь чай со льдом попивали с такими маленькими лимонными пирожными, которые пекла ваша кухарка? Кажется, Дейла больше самой Малты переживала о нынешних стесненных обстоятельствах у вестритов. По правде сказать, Малту слегка раздражала, как подмечает ее подружка все нехорошие перемены в их доме. Было да всплыло, устало, проговорила она. Подошла к распахнутому окну и наклонилась через подоконник, глядя на запущенный розовый садик. Разросшиеся кусты цвели, что называется, изо всех сил. Видно, радовались отсутствию садовника с его ножницами. Лед нынче дорог, заметила Малта. Папа вчера два больших куска прикупил, сообщила Дейла небрежно и обмахнулась веером, так что повар сегодня обещал мороженое на десерт. Ах, как здорово! бесцветным голосом отозвалась Малта. Интересно, долго еще собиралась Дейла ей шпильки вставлять? Для начала она объявилась в навехоньком платье со шляпкой и веером в тон. Причем веер был сделан из романтической бумаги и не только овивал, но и распространял приятный запах. Это был в удачном самый последний писк моды. А кроме того, Дейла даже не поинтересовалась, как продвигается работа на корабле и не передавали ли им послание насчет выкупа. Малта предложила «Пошли наружу, в тенек!» «Ой, нет, подожди!» И Дейла обвела комнату таким взглядом, словно пытаясь обнаружить подслушивающих слуг. Малта едва удержалась от тяжелого вздоха. Слуг они более не держали, так что и шпионить за ними при всем желании было некому. А Дейла напустила на себя ужасно таинственный вид и вытащила из-за пояса платья небольшой кошелечек. «Сервин шлет тебе это, чтобы помочь преодолеть нынешние трудные времена», возвестила она заговорщицким шепотом. На какой-то миг Малта готова была разделить восторг Дейлы по поводу театрального драматизма этого момента, но только на миг, а потом все прошло. Когда она впервые узнала о пленении отца, она восприняла случившееся как волнительную и оттого восхитительную трагедию и с упоением принялась извлекать из происходившего все, какие можно, сценические возможности. Но дни шли за днями и постепенно осталась только тревога и напряженное ожидание хороших вестей, которые все не приходили и не приходили, и удачный не поспешил стройными рядами им на выручку. Да, люди высказывали сочувствие, но только как дань вежливости. Некоторые прислали цветы и записки со словами соболезнования, как если бы отец был уже мертв, и Рейн, несмотря на ее мольбы, так и не приехал. В общем, никто не хотел как следует ей помочь. Дни тянулись один за другим в беспросветном и скучном отчаянии. Малта постепенно осознавала, что все происходит на самом деле и что состояние ее семьи очень даже вправду может пойти прахом. Она ночей не спала, размышляя об этом, а когда все-таки засыпало, ее посещали тягостные и беспокойные сны. Нечто преследовало ее, стараясь подчинить своей воле. То немногое, что ей удавалось вспомнить наутро, выглядело как послание от кого-то злого, вознамерившегося похоронить все ее надежды. Например, вчера она проснулась с криком ужаса. Ей приснилось, будто волны выбросили на берег тело отца. А ведь он, может быть, в самом деле уже умер, вдруг сообразила она. Если так, значит, все их нынешние усилия впустую. В тот день она утратила присутствие духа и до сих пор еще не сумела заново обрести цель и надежду. Она взяла у Дейлы кошелечек и села. Недовольное выражение лица подруги говорило о том, что сестра Сервина рассчитывала на большее проявление чувств с ее стороны. Малта притворилась, что внимательно рассматривает кошелек. Это была маленькая вещица из ткани, сплошь покрытая вышивкой и снабженная позолоченными завязками. Вероятно, Сервин купил кошелек нарушно ради этого подарка. Подумав так, Малта заглянула в себя и не обнаружила никакого радостного волнения. Да, мысли о Сервине более не волновали ее, так как когда-то. Он ведь не поцеловал ее. И она так и не оправилась от этого разочарования. Но то, что последовало затем, было еще хуже. Она то думала, дура, что у мужчин есть власть. Так почему же стоило ей попросить употребить эту власть ради нее? Кругом случился облом. Сервин Трелл пообещал ей помочь, но сделал ли он хоть что-нибудь? На том собрании торговцев он только пялился на нее самым неподобающим образом, и половина народа наверняка это заметила. А вот насчет того, чтобы встать и сказать свое слово, когда Альтия просила торговцев о помощи, или папеньку своего локтем пихнуть, чтобы тот безмозглый теленок никто ей не помог и впредь не поможет. Освободи меня, и я тебе помогу, обещаю. Внезапным эхом отдались в ее сознание слова драконицы и сна, что они разделили с Рейном. Малту даже передернула от боли. Ей показалось, будто внутри головы между висками у нее была натянута струна, и эта струна вдруг натянулась и зазвучала. Как хорошо было бы прилечь? Дейла прокашлялась, тем самым напоминая Малте, что она не очень-то вежливым образом сидит с Сиднем и держит в руке сервинов подарок. Малта развязала тесемки и высыпала содержимое кошелечко себе на колени. Немножко монет, несколько колечек. Знаешь, как влетит сервину, если папа дознается, что он отдал эти кольца тебе? Тоном обвинения сообщила Дейла подруге. Вон то маленькое серебряное ему мама за хорошую учебу подарила. И Дейла сложила руки, неодобрительно поглядывая на Малту. Не дознается, безжизненным голосом ответила та, а про себя подумала Дейла, какой же ты еще ребенок. Присланные севином колечки не стоили того, чтобы с ними возиться. Без сомнения, Дейла считала подарок брата просто роскошно, но Малта не в пример ей кое в чем разбиралась. Нынче она все утро просидела над омбарными книгами и отлично понимала, содержимого кошелька едва хватило бы, чтобы на неделю нанять двух толковых работников. Ей даже сделалось любопытно, неужели сервен такой же неуч по хозяйственной и денежной части, как и его сестра. Сама Малта по-прежнему терпеть не могла возиться со счетами, но теперь она гораздо лучше представляла себе цену денег. И хорошо помнила ту горечь, с которой обнаружила, да чего же глупо потратила когда-то деньги, оставленные отцом. Их на самом деле хватило бы на целую дюжину платьев. Те маленькие золотые монетки стоили много больше, чем все содержимое этого кошелька. Вот бы некое чудо вернуло их Малте прямо сейчас. Какое подспорье было бы в деле спуска корабля на воду, а что эта горстка, присланная сервином? Мальчик явно не понимал всей огромности дела, а значит и денежных нужд. Это разочаровывало еще похлеще, чем тот несостоявшийся поцелуй. Почему же он промолчал на собрании? Вслух спросила она. Он ведь знает, чем мы рискуем и знает, что все это для меня значит. И все равно ничего не сделал. Почему? Что значит ничего не сделал? Обиделась Дейла. Очень даже сделал. Все, что мог. Он с папой дома разговаривал. Вот. А папа ответил, что дело очень запутанное и нам встревать в него не с руки. Запутанное? Поинтересовалась Малте. Это еще почему? Мой отец похищен и мы отправляемся его выручать. Для этого нам нужна помощь. Все просто. Дейла скрестила ручки на груди и наклонила голову на бок. Это дело касается только вестритов. Семья Треллов не может за вас с вашими трудностями разбираться. Нам свой торговый интерес потрясена. В ее голосе звучала отнюдь ненаигранная боль. Мы ведь о жизни или смерти моего отца с тобой говорим. О моем отце единственном человеке которому не все равно что будет со мной. Тут не о деньгах или доходах речь идет. Все равно все так или иначе сводится к денежному интересу. Заявила Дейла непреклонно. Потом вдруг смягчилась. По крайней мере, именно так папа Сервину и сказал. Они спорили, Малта, и мне было так страшно. Последний раз я слышала, чтобы мужчины так друг на друга кричали, это еще когда Брэшин дома жил. Они с папой все время цапались, ну, то есть кричал-то папа, а он стоял столбом, ну, я многого не помню, я тогда еще маленькая была, и меня всегда в таких случаях из комнаты отсылали, а потом однажды папа мне просто сказал, что у меня отныне только один брат Сервин, что Брэшин ушел и никогда не вернется домой. Дейла запнулась, ее голос дрогнул, с того дня споры в доме прекратились. Она сглотнула, у нас не такая семья, как у вас, Малта. Вы все вечно орете друг на дружку, говорите жуткие вещи, горой. Никого не выкидывают вон навсегда, даже твою тетю Альтию, а у нас все иначе. Места, что ли, в семье не хватает? Она покачала головой. Так что, если бы Сервин продолжал настаивать на своем, боюсь, уже сегодня у меня вовсе не осталось бы ни одного брата. Она смотрела на Малту, и в ее глазах была откровенная мольба. Пожалуйста, не проси, чтобы мой брат помогал тебе. Так, пожалуйста. Эта неожиданная мольба по-настоящему потрясла Малту. Я не хотела прости, кое-как выговорила она. До сих пор ей и в голову не приходило, что ее маленькие игры с Сервином могут сказаться на ком-либо, кроме него самого. А вот поди ж ты. И если подумать, последнее время буквально все оказывалось гораздо более значительным и влекущим гораздо большие последствия, чем раньше, когда она впервые услышала о пленении отца, она никак не могла взять в толк, что это на самом деле восприняла случившееся просто как повод поупражняться в своей способности разыгрывать трагедию. И она вовсю отыгрывала роль убитой горем дочери, но при этом в глубине души была убеждена, что вот-вот откроется дверь, и папа как ни в чем не бывало войдет. Да какие пираты могли его захватить? Только не его, не красавца и смельчака Кайла Хевена. Однако потом медленно и постепенно все встало на свои места. Сперва появился страх, что он не сможет вовремя вернуться домой, чтобы переменить ее жизнь к лучшему, а теперь пришло осознание того, что он может вообще не вернуться. Малта ссыпала монетки и кольца обратно в кошелек, затянула завязки и отдала кошелек Дейли. Отнеси его, пожалуйста, назад Сервину. Не хочу, чтобы у него были неприятности из-за меня. А кроме того, в кошельке все равно было слишком мало, чтобы хоть как-то помочь, но об этом Малта не стала упоминать. Дейла пришла в ужас, но я не могу. Он сразу поймет, что я наговорила тебе лишнего. Он страшно рассердится на меня. Ну, Малта, пожалуйста, оставь себе, чтобы я могла правдиво сказать ему, я тебе все отдала. Да, а еще он просил, чтобы ты чертнула ему записочку или передала что-нибудь в знак того, что... Малта просто смотрела на нее. В эти дни ей порой казалось, будто все мысли и планы, которых обычно было полным, полно у нее в голове, разом подевались куда-то. Она знала, ей следовало бы встать и задумчиво обойти комнату. Еще она знала, ей следовало произнести нечто вроде «Ах, осталось так немного вещиц, которые я могла бы назвать своими. Я почти все продала, собирая деньги для спасения отца, и это должно было бы выглядеть так изысканно и романтично». В тот самый первый день, когда она вытряхнула на семейный стол свою коробочку с украшениями, она чувствовала себя героиней из сказки. Она выложила свои браслеты, серьги, кольца и ожерелья и рассортировала их на кучке, точно так, как сделали бабушка, тетя Альтия и мать. Это выглядело как какой-то женский ритуал. Они громкие фразы, которыми они перебрасывались, звучали подобно молитвам. Вот золото, вот серебро. Это слегка старомодно, но камни отменные. А еще они вслух вспоминали разные коротенькие истории и без того известные и каждый. Помнится, это было мое самое первое колечко. Папа подарил его мне, а теперь оно даже на мизинец не налезает. Или еще, как приятно они по-прежнему пахнут, отметила бабушка, а тетя Альтия добавила, хорошо помню день, когда папа их для тебя выбирал. Я его спросила, с какой стати он покупает ароматические камни, раз уж он так не любит товары из дождевых чащок, а он ответил, что тебе уж очень хотелось их, и больше для него ничего не имело значения. Вот так они и раскладывали золото, серебро и камушки, ставшие вдруг памятками минувших и гораздо более добрых времен. Однако никто не охал, никто не старался ничего утаить, в том числе слезы. Малта даже хотела принести вещицы, которые подарил ей Рейн, но все в один голос стали уговаривать ее сохранить их, потому что, вздумая она все-таки отклонить его сватовство, все подарки необходимо будет вернуть. В общем-то, утро сияло в ее памяти каким-то суровым величием. Странно, но тогда-то она почувствовала себя взрослой женщиной в большей степени, чем когда-либо прежде. Однако все проходит, и душевный подъем сменился унылым зрелищем пустой шкатулки для украшений, одиноко торчавший на ее туалетном столике. У нее оставалось еще кое-что, что она могла бы носить, ну, разные детские украшения, вроде булавок с эмалью или бус из красивых раковин, а также подарки Рейна. Однако некий внутренний запрет не позволял ей все это надевать, когда остальные женщины в семье ходили без единого перстенька на руке. Поднявшись, наконец, Малта подошла к небольшому письменному столу, разыскала перо, чернила и листок тонкой бумаги и принялась быстро писать, дорогой друг, спасибо огромное за то, что выразил желание позаботиться обо мне в час нужды, с искренней благодарностью, ну, как тут не вспомнить, ужас, какие пристойные, благодарственные записки, которые она недавно помогала составлять, рассылая тем, кто прислал им цветы. Малта подписалась своими инициалами, сложила записку и запечатала капелькой воска. Отдавая листок Дели, Малта невольно подивилась себе самой. Всего неделю назад она с величайшей тщательностью подошла бы к сочинению любой записки для Сервина. Уж пора ставила бы там тонких намеков на толстые обстоятельства, так, чтобы между строчек читалось куда больше, чем в самих строчках. А теперь Малта выдавила грустную улыбку. Там просто несколько ничего не значащих слов, ибо чувства мои таковы, что бумаге доверить их я не осмеливаюсь. Вот так-то, пускай все же надеется. Ни на что другое в этот жаркий день у нее сил уже не осталось. Дейла взяла записку и спрятала в рукаве, потом обижала глазами комнату. Ну, сказала она разочарованно, пойду, верно, сегодня из меня плохая хозяйка, согласилась Малта, я тебя провожу. У двери Дейлу ждала коляска запряженная пони, и при ней кучер. Это было нечто новенькое. Семья Треллов определенно собиралась представить Дейлу взрослому кругу на летнем балу. На том же самом балу собирались представить и Малту. Они с мамой уже потрошили какие-то старые платья, изготовляя ей бальный наряд. Новенькими будут туфельки, шляпка и веер. По крайней мере, она на это надеялась. Надеялась, ибо нынче ни во что твердо верить было нельзя. Еще она заранее представляла, как поедет на этот бал в старой карете Давада-Рестара. Очередное унижение, о котором прямо сейчас не хотелось даже и думать. Дейла обняла ее на пороге и чмокнула в щечку, причем сделала это так, словно лишь недавно обучилась подобному поведению. Может, так оно и есть, с горечью, подумала Малта. Многих юных девушек из лучших семей обучали некоторым тонкостям этикета как раз перед официальным введением во взрослую жизнь. Вот вам и еще одна мелочь, которой она, Малта, окажется непоправимо лишена. Она закрыла дверь, когда Дейла еще махала ей на прощание своим новеньким веером. Мелкая месть, однако некоторым образом ей полегчала. Она отнесла присланный сервином кошелечек к себе в комнату и высыпала монетки и перстеньки на покрывало постели. Их было столько же, сколько и в первый раз. Малта смотрела на них и гадала, как бы привнести этот маленький вклад в обеспечение работ на корабле, не объясняя откуда деньги. Она нахмурилась, неужели она не способна хоть что-нибудь сделать правильно? Малта ссыпала монетки и побрякушки обратно в кошелек и сунула его в свой сундучок для белья. Улеглась на постель и принялась думать. День стоял удушающе жаркий, а работы, между прочим, еще было полно. Надо было пропалывать огород, собирать пряные травы и развешивать их сушиться, связывая в пучки. Да и платье для летнего бала оставалось еще наполовину незавершенным. Что касается этого последнего, то после созерцания очередных обнов Дейлы у Малты попросту опускались руки. Ей казалось, все сразу должны были заметить, что платье перешито из старья, залежавшегося в сундуках. Она поневоле вспомнила, как мечтала о своем появлении на первом в жизни летнем балу. О, она должна была войти в зал, облаченная в совершенно невероятное платье, и непременно под руку с отцом она горестно улыбнулась и закрыла глаза. Уж не проклятие ли какое висело у нее над головой. Все прекрасное, заманчивое и волшебное, что она когда-либо себе воображала, неизменно уплывало у нее из рук. Уже сонно она принялась перечислять про себя свои последние разочарования ни тебе дивного платья, ни своей кареты для балла, ни великолепного отца капитана, чтобы сопровождать дочь, а сервен. Как он оплошал перед ней. Не мог даже сообразить, олух, в какой момент следует поцеловать девушку. И Рейн не подумал откликнуться на ее отчаянный зов. Зачем спрашивается нужна такая жизнь? Куда ни кинь, всюду клин. Она обречена на жалкое существование, которого не в силах изменить. И день такой жаркий. Она точно задохнется сегодня. Она уже задыхалась, как душно. Она хотела повернуться на бок, но не смогла. Места не было. Недоумевая, она попыталась сесть, но и этого не получилось. Голова стукнулась о преграду. Она зашарила вокруг, но под руки попадалось только влажное изодранное в клочья дерево. Тут до нее дошло, что сырость происходила от ее собственного дыхания. Она открыла глаза, кругом была чернота. Она заперта здесь, заперта, и никому не было до нее дела. Она забилась, пытаясь вырваться из ловушки. Помогите мне, помогите хоть кто-нибудь, выпустите меня. Руками, ногами, локтями, коленями она колотила и толкала стенки своей тюрьмы. Ничто не поддавалось, зато пространство, в котором она была заключена, сразу стало казаться еще теснее. И воздух, которым приходилось дышать, успел уже неоднократно побывать в ее легких, и оттого был влажным и теплым. Малта попробовала завопить, но чуть не задохнулась. «Это сон», сказала она и принудила себя к полной неподвижности. «Это сон. На самом деле я лежу в собственной постели, и мне ничто не грозит, а все, что требуется, это взять и проснуться. Прямо теперь взять и проснуться». Она изо всех сил задвигала глазными мышцами, пытаясь поднять веки. Это оказалось невозможно, а поднести руки к лицу недоставало места. Ее дыхание участилось от страха. Она начала всхлипывать. «Вот теперь ты понимаешь, почему он должен меня выпустить? Помоги же мне. Заставь его меня выпустить, и я тоже тебе помогу. Я верну тебе и твоего отца, и корабль. Все, что от тебя требуется, это убедить его выпустить меня». Малта узнала голос. Тот самый голос, чье эхо отдавалось во всех ее снах со времени той сновидческой встречи с Рейном. «Отпусти меня», взмолилась она к драконице, «дай мне проснуться». «А ты сделаешь так, чтобы он помог мне?» «Он говорит, что не может». Малте едва хватало дыхания, чтобы произнести это. «Я думаю, он охотно сделал бы это, если бы мог». «Заставь его найти способ». «Я не могу», Малта задыхалась. К ней подбиралась темнота еще черней той первоначальной. Она теряла сознание. Сейчас она так и задохнется прямо во сне. «Можно ли упасть в обморок, если спишь?» «Отпусти меня из последних сил», слабенько закричала она. «Пожалуйста! У меня все равно нет никакой власти над Рейном. Я не могу ни к чему принудить его». Драконица рассмеялась глубоким раскатистым смехом. «Не глупи. Он всего лишь самец, а мы с тобой королевы. Мы рождены для того, чтобы подчинять себе наших самцов. На том зиждется равновесие мира. Подумай об этом. Ты отлично знаешь, как добиться того, чего тебе хочется. Тогда бейся, освободи меня!» На этом Малту внезапно вышвырнула из тесного узилища в черную пустоту. Стены подевались неизвестно куда. Она замахала руками в поисках опоры, но ухватиться было не за что. Так она и падала какое-то время сквозь непроглядное нигде, только ревел в ушах стремительный ветер, а потом неожиданно свалилась на мягкую податливую поверхность и открыла глаза в собственной спальне. По-прежнему стоял жаркий день, и яркий свет вливался в распахнутое окно. «Помни!» произнес кто-то невидимый прямо ей в ухо. Малта явственно расслышала голос, вот только рядом с ней никого не было. К вечеру выяснилось, что в этот день они сделали больше, чем за предыдущие два. Брэшен, однако, по-прежнему беспокоился, сколько из числа сегодняшних рабочих вернется сюда на завтра. Винить их было, собственно, не в чем. Он сам толком уже не понимал, чего ради он-то здесь торчит. Речь ведь шла не о спасении его, Брэшена, корабля или его племянника. Когда он в очередной раз задавался вопросом, так на кой хрен я в это ввязался? Ответ на ум приходил только один, причем не особенно утешительный, а что лучшего я мог бы для себя придумать? В самом деле, канун весны тихо свалил из гавани прочь на другую ночь, после того, как Брэшен оттуда сбежал. Уж, наверное, Финни сообразил пахнуть жареным и на всякий случай быстренько рванул когти. А значит, у Брэшена теперь все пути к отступлению в ту прежнюю жизнь были отрезаны. Он редко и неохотно сознавался себе самому, что нынешнее время препровождения было еще и способом для него быть поближе к Альтии. Гордость мешала ему откровенно заявить об этом даже себе. Альтия уделяла ему гораздо меньше внимания, чем, например, Клефу. Тому она по крайней мере улыбалась. Брэшену кратко и посмотрел на Альтию. Взмокшие волосы облепили ее голову. Она была одета в свободные белые штаны и просторную рубаху из того же материала. Песок налип на ее одежду и мокрую кожу. Вот она подошла к ведеркам с питьевой водой, промочила горло, потом поплескала себе в лицо и на шею. Брэшену так захотелось немедленно обнять ее, что сперло дыхание. Он строго напомнил себе, что они с Грейгом Тенирой были без малого просватаны. Что ж, Тенира был славный моряк, а когда-нибудь станет еще и состоятельным человеком. Брэшен попробовал порадоваться за Альтию. Могла бы она распорядиться своей жизнью похуже, например, выбрав себе в спутнике одного такого лишенного наследства сына торговца. Брэшен тряхнул головой и бросил на песок колотушку. Хватит на сегодня, объявил он коротко. Так или иначе, день все равно уже угасал, наступали сумерки. Альтия с Янтарь удалились на камбус, а Брэшен стал расплачиваться с работягами. Когда все они разошлись, он еще посидел над учетной книгой, подбивая цифры, и мрачно хмурясь при виде получившегося результата. Роника Вистрит отдала деньги, собранные на восстановление совершенного в его полное распоряжение. Альтия, помнится, еще удивлялась, выяснив, что его познание в кораблестроении гораздо более обширное, чем вроде бы полагалось бывшему старпому. Его подогрело и порадовало ее изумление. Вот только предстоявшая ему задача от этого ничуть не сделалась легче. Очень часто ему приходилось мучительно выбирать, покупать самые качественные материалы или приглашать наиболее продвинутых мастеров. А если он выбирал мастеров, те, бывало, еще и отказывались работать. Благо, репутация совершенного была общеизвестна, и нынешнее поведение корабля лишь подтверждало ее. При этом большинство корабелов утверждали, что сами-то они, дескать, вовсе не суеверны. Но вот как бы заказчики не разбежались от них, прознав, на каком судне они поработали. Впрочем, их отговорки имели для Брэшина очень мало значения, а вот непрестанные задержки очень большие. Ибо время работало против них. С каждым днем вероятность выследить проказницу, начиная с того места, где Брэшин последний раз видел ее, становилась все более расплывчатой. А кроме того, сроки работы задавал еще и прилив. Тот самый необыкновенно высокий прилив, что ожидался под конец месяца. Брэшин крепко надеялся, у этого прилива должно было хватить силы, чтобы подхватить совершенного. Но всего более тяготило, что та часть работы, которую они могли выполнить своими руками, должна была осуществляться никак не раньше завершения основных работ, требовавших большого количества людей. Каждое последующее дело зависело от предыдущего, к сожалению. Когда Брэшин наконец отложил амбарную книгу и отправился разыскивать женщин, на камбузе их уже не было. Он пошел на голоса и обнаружил их сидящими на накрененной корме корабля. Они сидели рядом, свесив вниз ноги, издали их можно было бы посчитать юнгами, улучившими передышку. Янтарь повадилась увязывать волосы в медового цвета косу. Новая прическа не слишком ей шла, чересчур резкие линии носа и скул никак не подчеркивали ее женственности. Зато Альтия даже пятнышко грязной смолы, размазанной по щеке, заставило его сердце гулко подпрыгнуть. И это при том, что ее женственность никто не назвал бы мягкой и кроткой. Напротив, она скорее смахивала на кошку, столь же опасную, сколь привлекательную, и ко всему прочему сама том отнюдь не догадывалась. Брэшен смотрел на нее, страстно желая обратить время вспять и устроить так, чтобы ему никогда не довелось к ней прикоснуться. Некоторым образом, он тогда умудрился все настолько испортить, что она теперь даже в глаза ему смотреть не желала. Но самое скверное, он сам не мог смотреть на нее без того, чтобы не вспоминать вкус ее кожи и откровение ее тела. Он даже крепко-накрепко зажмурился на мгновение. Потом вновь открыл глаза и продолжил свой путь на корму. И Альтия, и Янтарь держали в руках дымящиеся кружки с чаем. Между ними стоял круглый керамический чайник, и третья кружка при нем. Брэшен налил себе, прикинул, а не сесть ли между ними, но передумал, и остался стоять. Янтарь смотрела в море, Альтия водила пальцем по ободку кружки и рассматривала волны. Их разговор угас при его появлении. Янтарь первый почувствовала неловкость, она подняла на него глаза. Значит, завтра с утра пораньше? Нет. Сухо ответствовал Брэшен, отхлебнул чаю и добавил, то есть не думаю, что получится. Скорее все утро буду отлавливать новых «Ох», простонала Альтия, «только не это. Тут, похоже, что-то случилось, как раз когда я подошла. Брэшен хотел рассказать, но передумал, закрыл рот и только мотнул головой. Альтия потерла виски и с надеждой обратилась к Янтарь. Значит, он, по крайней мере, снова стал с вами разговаривать? Не с нами, вздохнула Янтарь. Он у нас теперь на работников переключился. Сперва просто гадости нашептывал. Потом начал повествовать, что у них дети родятся без ног и без глаз, потому как папаши работали кругом проклятого корабля. И добавила с невеселым восхищением слова-то какие нашел. Ну, что ж, это хоть что-то, по крайней мере, больше бревнами не швырялся. А может, он на завтра силы копит, заметил Брэшин. Они обескураженно помолчали. Потом Янтарь печально спросила, ну так что, значит, сдаемся? Пока еще не совсем. Вот допью эту кружку, и тогда уж сделаю окончательный вывод, насколько безнадежны наши дела, ответил Брэшин. И, нахмурившись, обратился к Альтие. Кстати, где ты сегодня пропадала все утро? Она ответила холодно, и, не глядя на него, не то, чтобы я должна была отчитываться перед тобой, но скажу. Я ходила повидать Грейга. А я думал, Тюнира еще прячется, удивился Брэшин. За его голову награда назначена, ну и все такое. Он постарался ничем не выдать своего особого интереса. Он прихлебывал чай, старательно глядя вдаль, так он и прячется. Просто он сумел передать невесточку, вот я к нему и сходила. Брэшин повел плечом, ну, стало быть, хоть одним затруднением меньше. Вот кончатся деньги, сразу пойдем и сдадим его сатрабским чиновникам, получим награду, еще рабочих наймем. И Брэшин улыбнулся, показав зубы. Альтия пропустила его слова мимо ушей. Грэг сказал, сообщила она янтарь, что рад был бы мне всемирно помочь. Но у него самого дела совсем не блестяще. Их семья сумела выручить лишь малую талику от стоимости груза Афелия. И к тому же они приняли решение не торговать ни в Джамиле и ни в удачном, пока сатраб не отменит несправедливые поборы. Брэшин спросил, ну, разве Афелия не вышла из гавани несколько дней назад? Альтия кивнула именно так. Томми счел за лучшее убрать ее из порта, пока не налетели новые галеры. Таможенники сатраба и так уже грозились наложить на нее лапу. Они теперь уже заявляют, будто сатраб собирается определять, где живым кораблям торговать, а где нет, и что товары из дождевых чащок могут продаваться либо у нас, либо в столице, а больше нигде. Лично я сомневаюсь, чтобы они сумели настоять на своем силой, но Томми решил не нарываться на новые неприятности. Семейство Тенира будет продолжать противостояние, но впутывать в это Офелию он не хочет, да и правильно делает. Будь я на его месте, проговорил Брэшин задумчиво, я увел бы ее вверх по дождевой реке. Туда за ним никто, кроме другого живого корабля, все равно не смог бы последовать. И Грейга небось тайком посадят на другой живой корабль, и там-то они встретятся. Ну, я прав. Альтия покосилась на него и пожала плечами. Брэшин изобразил смертельную обиду. Значит, не доверяешь. Она по-прежнему смотрела на воду. Я обещала молчать. Ну, а я, конечно, сейчас же побегу всем докладывать. Теперь он по-настоящему возмутился. Да за кого в самом деле она его держит? Неужели думать, что в своем соперничестве с Грейгом он унизится до предательства? Брэшин. У нее, похоже, стремительно иссякало терпение. Нет никакой речи о недоверии к тебе. Просто я слово дала, что никому ничего не скажу. И я намерен это слово сдержать. Ясненько. Ну, наконец-то она, по крайней мере, прямо обратилась к нему. Его снидал один жгучий вопрос, и он проклял себя, но все равно не смог промолчать. Он просил тебя с ним уехать? Альтия помедлила. Он знает, что я должна оставаться здесь. Он даже понимает, что мне необходимо будет отправиться в плавание на совершенном. Альтия почесала подбородок, потом принялась скрести смоляное пятно на щеке. и раздраженно добавила, вот бы еще моя сестрица Кефрия это уразумела, а то только знайк вохчит, неприлично, да не подобает, все уши уже матери прожужжала. Она даже не одобряет, что я сюда-то хожу помогать. Я для этого, видите ли, не так одеваюсь. Интересно, как я должна себя вести, чтобы она меня похвалила? Наверное, сидеть дома и ломать руки в отчаянии? Брэшин знал, что она пыталась сменить тему разговора. Он не пожелал пойти у нее на поводу. Конечно, Грейг понимает, что ты должна отправиться за проказницей, но ведь он все же попросил тебя с ним уехать, не так ли? Он ведь хотел этого. И, может, так тебе и стоило бы поступить, примириться с потерями и сделать ставку на победителя. Никто из торговцев всерьез не верит, что у нас хоть что-то получится. Вот почему ни один из них не предложил помощи. Они думают, что мы тут деньги и время попусту тратим. Спорю на что угодно, Грейг тебе тысячу веских причин привел, уговаривая нас бросить, и в том числе, что мы никогда не вытащим эту развалину из песка. И Брэшин, что было мочи, грохнул кулаком по корпусу корабля. Внезапный и плохо объяснимый приступ гнева овладел им. Не смей называть его развалиной, прикрикнула янтарь. И прекрати ныть, зловредно добавила Альтия. Брэшин свирепо уставился на нее, а потом заорал развалина, как есть развалина, кусок мусора, валяющийся на берегу. Слышишь, Совершенный, про тебя разговор. Его вопли эхом отдались в утесах, высевшихся позади. Совершенный не ответил. Янтарь зло смотрела на Брэшина, молча пыхтела, потом справилась с собой и выговорила этим, ты ничему не поможешь. Чем со всеми и каждым ссоры затевать? Может, пошел бы, поклянчил у кого-нибудь жвачку цинь-динчика, осведомилась Альтия ядовито. Мы-то знаем, чего тебе на самом деле не достает. Вот как? Брэшин поставил кружку, а я знаю, чего на самом деле не хватает тебе. Голос Альтии прозвучал тихо и зловеще. Знаешь, стало быть, ну, валяй, выкладывай, чтобы все слышали. Он наклонился, нависая над ней. Вот что с тобой произошло. Прошлой зимой ты, наконец, обнаружила, кто ты такая есть, и с тех пор каждодневно и ежечасно пытаешься это опровергнуть. Ты до такой степени перепугалась собственного открытия, что аж домой сбежала, чтобы попытаться забыть. Его слова настолько не имели ничего общего с тем, что она ожидала услышать, что Альтия на некоторое время попросту потеряла дар дечи. Брэшина даже развеселила выражение ее лица. Он чуть не улыбнулся. Она смотрела на него, приоткрыв рот. Хочу привнести полную ясность, сказал он чуточку мягче. Я тут говорю совсем не о том, что некогда между нами случилось. То, что произошло, имело место между тобой и тобой же. Брэшин Трелл, я не знаю и знать не хочу, о чем ты тут толкуешь, проговорила Альтия торопливо. Да прямо, Брэшин все-таки улыбнулся. Вот янтарь, она знает. Это также верно, что уса есть и яйца, и титьки. И я понял, что она знает, в тот самый миг, когда вернулся в удачный и увидел у нее на лице все было написано, когда она на меня посмотрела. Забавно, верно? С ней ты почему-то могла об этом рассуждать, а со мной не желаешь. Да не в том суть. Ты отправилась в самостоятельное плавание. И тут-то тебе открылось, что ты вовсе не дочка торговца. Нет-нет, ты, конечно, урожденная дочь Ефрона Вестрита, тут нет никакого сомнения. Просто ты привязана к этому растреклятому городу и его замшелым традициям ничуть не в большей степени, чем твой отец. Вот как он действовал. Не понравилось ему, какой ценой приходится платить за выгоды торговли с обитателями чищок. Он взял и прекратил эту торговлю. Во имя са он отправился в другие места, установил новые связи, принялся иные товары возить. Вот в этом ты плоть от плоти твой папа. Если кто-то хочет в тебе это искоренить, так он опоздал. Уплыл кораблик. И если ты сама вдруг вздумаешь перемениться, у тебя тоже ничего не получится. Так что лучше прекрати притворяться. Я уж молчу о том, что ты ни под каким видом не сумеешь, как они говорят, остепениться и стать благоверной половиной Грейга Тейниры. Вы оба на этом себе только души сломаете. Чтобы ты сидела дома и рожала ему детей, пока он будет в море ходить, ой, режьте меня, не поверю. Болтай сколько угодно, про семью, про долг и традиции. Но сказать тебе, чего ради ты стремишься за проказницей, а просто хочешь заполучить назад свой несчастный корабль, и ты вправду намерена разыскать его и отобрать у кого угодно, если, конечно, кишка не окажется тонка, снова покинуть удачный. Вот так, вот он и выговорился. Ему понадобилось время, чтобы отдышаться после стремительной речи. Альтия по-прежнему молча смотрела на него снизу вверх. Как же хотелось ему сгробастать ее и заключить в объятия прямо здесь и сейчас, как он целовал бы ее, ну и что, если бы в итоге она ему челюсть на сторону свернула? Она наконец придумала, что ответить. Вот уж сказанул, так сказанул. В жизни больше чепухи не слыхала, заявила она. Однако особенной убежденности в ее голосе не было. Янтарь склонилась над кружкой, пряча улыбку. Альтия уставилась на нее, как на предательницу, но она лишь пожала плечами. Брэшуна вдруг стало ужасно неловко. Забыв про веревочный шторм-трап, свисавший через фальшборд, он просто выпрыгнул на песок и, не оглядываясь, молча направился к носу корабля. Клев уже развел небольшой костерок. Одной из его обязанностей было приготовление ужина. Это помимо возни на корабле, весь день на ногах. В частности, ему пришлось натаскать в ведерках пресной воды для работников, после того, как Брэшен выплеснул их питье в физиономию совершенному. Еще он точил инструменты, бегал туда-сюда с разными поручениями, а под вечер притаскивал из дома Вестритов съестные припасы и готовил ужин на четверых. Роника Вестрит всех приглашала к семейному столу, но Янтарь вежливо отклонила ее приглашение, сказав, что предпочитает не оставлять совершенного в одиночестве. Брэшен с радостью воспользовался тем же предлогом. Он знал, что высиживать за чинным столом было бы превыше его духовных сил, как бы не натворить дел. Ох, са пресветлый, как же не хватало ему хоть малымальской крошечки циндина, чтобы сунуть на зуб, чтобы хоть мурашки по коже бегать перестали от неутоленного вожделения. Ну, и что у нас сегодня на ужин? спросил он мальчишку. Клев посмотрел на него глазами мороженого судака и ничего не ответил. Не доставай меня, парень, предупредил Брэшен. Долготерпения у него вправду оставалось немного. Рыбный суп, Кэп, Клев хмуро помешивал в котелке, потрескавшейся деревянной ложкой. А потом, не поднимая глаз упрямо, пробормотал. «Твоя как хочешь, а только он не развалено, не мусор. Так вот, значит, в чем дело». «Конечно, совершенный не мусор», проговорил он спокойно. «Вот и пускай прекращает вести себя точно кусок дерьма». И он покосился туда, где в сгущающейся темноте над ними молча высилось носовое изваяние. Брэшен продолжал, обращаясь больше к совершенному, нежели к Клефу. «Вообще-то он преотличнейший парусный корабль, прах его побери. И уж я позабочусь, чтобы он вспомнил об этом, как и все прочие в удачном». Клеф почесал нос и опять взялся за ложку. Его просто невезучий. «Он невезучий», устало поправил Брэшен, «хотя нет». «Не то, чтобы он сам был невезучий, просто ему крепко не повезло, причем с самого начала. Бывает, знаешь ли, так, что судьба подставит тебе подножку, потом еще сам ошибок наворотишь, и начинает казаться, что никогда уже и не выберешься из этой дыры». Он невесело рассмеялся. «Я это по собственному опыту знаю». «Твоя тоже злополучие?» Брэшен нахмурился. «Учись правильно говорить, парень». «Хочешь плавать со мной, выражайся так, чтобы сразу было понятно». Клеф фыркнул. «Твоя... тебе тоже не повезло?» Брэшен пожал плечами. «Иным приходилось и похуже, чем мне, однако немногим. А ты возьми свою рубашку и выверни наизнанку». «Мой батя, он бывало мне говори, не везет, надо рубашку перемени». Брэшен невольно улыбнулся. «Да, уж, сказал он, только и осталось, что наизнанку ее вывернуть. Благо, она у меня единственная». «Чем не свидетельство моей несравненной удачливости, а?» Альтия резким движением поднялась на ноги и выплеснула остатки чая за борт на прибрежный песок. «Я пошла домой», сказала она. «Счастливо», сдержанно отозвалась янтарь. Альтия ударила ладонью по кормовым поручням. «Так я и знала, что однажды он вот так сунет мне это под нос. Так я и знала с самого начала. Этого-то я и боялась». Янтарь озадаченно смотрела на нее, сунет под нос. «Что?» Альтия невольно понизила голос, хотя здесь на корабле просто некому было услышать, что я с ним однажды переспала. Он знает, что это позволит ему меня в грязь втоптать. Надо просто похвастать перед кем надо, или наоборот перед кем не надо. В глазах янтарь зародился лукавый блеск. Я не раз слышала, какую чушь несут люди от испуга или обиды. Но это право же глупость поистине выдающаяся. Альтия, неужели ты вправду полагаешь, будто этот человек станет использовать случившееся между вами как оружие против тебя? Разве он похож на никчемного холстунишку? Да и в то, что он способен намеренно причинить тебе боль? Как хочешь, не верю. Воцарилось неловкое молчание. Ты должно быть права, осозналась Альтия наконец. Иногда я просто ищу причину, чтобы на него разозлиться. И она сложила руки на груди. Ну скажи, зачем он мне сейчас глупостей наговорил? Зачем задавал такие вопросы? Янтарь не стала торопиться с ответом, а потом спросила сама, ну а что тебе до него? Почему каждое его слово тебя из душевного равновесия выбивает? Альтия тряхнула головой. Да будто у нас вправду что-то получится, он приходит и ведь хорошо же потрудились сегодня, верно, Янтарь? Да ну его в самом деле. Работали, что было сил, причем работали все вместе, точно в старые добрые времена. Я тоже знаю, как он работает и что у него на уме. Это все равно, как танцевать с хорошим партнером. И вот едва я успеваю решить, что мы снова сработались и у нас все в порядке, тут-то ему и приспичивает Альтия замолчала, приспичивает что? спросила Янтарь. Ну задать какой-нибудь гадкий вопрос или что-нибудь ляпнуть. То есть сказать что-нибудь, кроме подержи-ка бревно или давай сюда колотушку. Так ведь, мило улыбнулась Янтарь. Альтия усмехнулась, но вид у нее был самый несчастный. Вот именно, сказала она. Что-нибудь такое, что заставляет меня вспоминать, как мы разговаривали, когда были друзьями. И мне этого так не хватает, вот бы все вернуть. А что тебе мешает? Как-то это будет неправильно, нахмурилась Альтия. И потом, теперь у меня есть Грейг, и вообще, и вообще, и вообще это могло бы нас слишком далеко завести. А и не завело бы, Грейгу все равно не понравится. Грейгу не понравится, что у тебя есть друзья? Да ну тебя, рассердилась Альтия, отлично ты знаешь, о чем я говорю. Не друзья вообще, а моя дружба с Брэшеном, ему не понравилось бы. Я ведь не о такой дружбе говорю, когда вежливо раскланиваются, я о том, как у нас раньше с ним было, когда просто и удобно друг с другом, знаешь, по кружечке пивка и ноги на стол. Янтарь тихо рассмеялась, Альтия, сказала она. Очень скоро мы все вместе отправимся в плавание на этом корабле. Ты что, серьезно собираешься поддерживать светские отношения с человеком, с которым тебе каждый день придется бок о бок вкалывать? А когда мы выйдем в море, он больше не будет просто Брэшеном. Он будет его величеством капитаном. Я уже получила от него в этом смысле поносу. Сама знаешь, никто не бывает с капитаном за панибрата. Янтарь склонила голову на бок и посмотрела на Альтию в сгущавшейся темноте. Тогда о чем тебе вообще волноваться, сказала она. Время лечит, вот и весь сказ. А может быть, я не хочу излечиваться, ответила Альтия очень тихо. Уж по крайней мере не так. Она рассматривала в потемках своей ладони. Может мне дружбу Брэшена дороже, чем одобрение Грейга? Янтарь повела плечиком. В таком случае, почему бы тебе не начать опять с ним разговаривать по-простому? Ну, в смысле, что-нибудь кроме как «держи колотушку», а? Глава двадцать вторая. Сметение чувств. Проказница так и кипела. В ее присутствии у Интроу казалось, будто он приблизился к локочущему котлу, который того и гляди хлынет через край и ошпарит всех, кто окажется поблизости. И самое скверное, он ничего не мог сделать, чтобы успокоить ее. Она не просто отказывалась утихомириться, она яростно отвергала любые попытки утешения. И продолжалось это вот уже целый месяц. у Интроу чувствовал в ней мстительность ребенка, которому заявили, будто он еще не дорос до чего-то очень для него важного. И проказница была преисполнена решимости себя утвердить. Причем не только в глазах Кеннета. Дело касалось и у Интроу. С того самого дня, когда на ее палубе умер-упал, ее отчаянная решимость только росла и крепла. Она была намерена стать настоящим пиратским кораблем и все тут. Уинтроу пробовал отговорить ее, но тем самым только подогревал ее упрямство. В особенности же его беспокоило, что с каждым днем она духовно все более от него отдалялась. Зато Кеннету тянулось с такой силой и страстью, что Уинтроу чувствовал себя заброшенным и забытым. Причем Кеннет прекрасно знал, какую бурю породил в ее сердце. Он отлично понимал, какие чувства ему удалось в ней расшевелить. О нет, он отнюдь не перестал с ней общаться. Он подолгу разговаривал с ней и вообще вел себя безукоризненно, вот только больше не ухаживал за ней, как в начале. Вместо этого он обратил, так сказать, свой солнечный лик в сторону Этты, и, согретая лучами его внимание, женщина самым удивительным образом расцвела. Кеннет зажег ее, как искра зажигает сухой труд. Теперь она разгуливала по палубам точно тигрицы, вышедшие на охоту, и все головы неизменно поворачивались ей вслед. На борту корабля были еще другие женщины, потому что Кеннет позволил остаться некоторым из освобожденных рабынь. Однако в присутствии Этты их женственность попросту сходила на нет. Самым загадочным для Уинтроу было то, что он за перемены с ней произошли. Одевалась она так же, как и всегда. Кеннет предоставил ей полную свободу в выборе драгоценностей, но она редко надевала какие-либо украшения, кроме малюсенькой сережки с рубином. Нет, дело скорее выглядело так, словно кто-то смел серую золу, и под нею стали видны пылающие угли. При этом она вовсе не прекратила помогать в матросских работах. Когда была на дом, чалась вверх по снастям с быстротой и ловкостью пантеры, она болтала и смеялась в кругу моряков, проворно орудуя блестящей парусной иглой. Она была по-прежнему остраной язык, ее шутки все так же разили наповал, однако стоило ей взглянуть на Кеннета, хотя бы он и стоял на другом конце палубы, как жизнь в ее глазах пребывала стократно. А капитан Кеннет внимания он не мог пройти мимо это, чтобы не прикоснуться к ней. Прямодушный грубиян Суркор и тот чуть не краснел, глядя, как они обнимаются прямо на палубе. Уинтро уже следил за их нежностями с завистью и изумлением и не мог понять, почему, ловя его взгляд, Кеннет значительно приподнимал бровь или подмигивал ему. Команда естественно взирала на происходившее очень неравнодушно. Уинтро ждал, пожалуй, проявление ревности и недовольства при виде капитана, милующегося со своей дамой. Однако происходило прямо противоположное. Люди прямо-таки раздувались от гордости, как будто зрелище его мужественности, его обладание желанной женщиной было также и их заслугой. Дисциплина и нравственность на корабле в одночасье достигли небывалых высот. Во всяком случае, Уинтро в жизни своей ничего похожего не видал. Новые члены команды безболезненно уживались со стариками. Все недовольство и какое-либо брожение среди бывших рабов испарилось, как по волшебству. Зачем требовать себе корабль, если можно быть членами команды Кеннета? Если можно плавать на его корабле? После смерти опала проказнице пришлось быть свидетельницей еще трех пиратских нападений. Все три судна были небольшими торговыми кораблями, не имевшими отношения к торговле рабами. Уинтроу успел разобраться в боевой тактике пиратов. Кеннет и Суркор облюбовали пролив, изумительно подходивший для засад. Суркор обычно держался южнее. Он намечал жертву и пускался в погоню. Проказница та у выхода из пролива. Ее задачей было загонять преследуемое судно на скалы. Как только несчастный корабль напарывался на мель, с мреты высаживались пираты и обдирали побежденных как липку. Команды на небольших судах были немногочисленны. Бойцы из моряков были аховые. Тут надо отдать Кеннету справедливость, истреблением пленных он не занимался. Да и захват это производились весьма малой кровью. Сидя на мели, очень трудно набраться мужества для решительного отпора. Кеннет даже не брал заложников ради выкупа. Он просто забирал себе из корабельных трюмов самое лучшее и ценное и отпускал пленных, напутствуя их суровым предупреждением, дескать, Кеннет с пиратских островов не намерен терпеть в своих водах невольничьих кораблей. Королем при этом он себя не именовал, еще не время. Так что все три корабля после встречи с ним уползли прочь по добру по здорову. Он знал, его послание разлетится широко и очень быстро. Проказница, которую по-прежнему не допускали к драке, пыхтела и обижалась. С ней обращались как с ребенком, попытавшимся встревать во взрослые разговоры. Кеннет больше не обсуждал с ней ни политику, ни пиратские дела, и вообще большей частью проводил вечера на Мариетте с этой и Саркором. Именно там они обдумывали новые подвиги и праздновали победы. Когда же капитан со спутницей поздно ночью возвращались на борт, это неизменно бывало украшено обновками подарками Кеннета. В приподнятом настроении от выпитого вина они всякий раз немедленно удалялись к себе. Уинтроу крепко подозревал, что у него на глазах разворачивался целый спектакль, призванный разбудить у проказницы любопытство и ревность. Однако ей он не мог этого сказать. Он знал от него, она подобных слов не потерпит. В промежутках между боевыми столкновениями пираты вели жизнь, можно сказать, почти праздную. То есть без дела сидеть Кеннет в своей команде по-прежнему не давал, но богатая добыча, взятая на торговых кораблях, по крайней мере позволяла всем есть досыта, и капитан следил, чтобы у людей было время для песен и развлечений. Что касается развлечений, Кеннет нередко вызывал Уинтроу к себе в каюту. Нет, конечно, такими простыми забавами, как кости или карточные сражения, Кеннет не увлекался. Он предпочитал вовлекать Уинтроу в игры, где дело зависело не от случайной удачи, а от стратегических способностей игрока. Уинтроу всякий раз делалось не по себе, он чувствовал, что пират его оценивал. Бывало и так, что фишки лежали позабытыми на столе между ними, в то время, как капитан насмешливо экзаменовал его в философских тонкостях учения Са. Дело в том, что второй из ограбленных кораблей вез, помимо прочего, неплохой запас книг. Кеннет сам оказался заядлым книгачаем и рад был поделиться своими сокровищами с Уинтроу. Разговоры о прочитанном доставляли подростку немалое удовольствие. Глупо было бы это отрицать. Иногда Эдта не просто наблюдала за их игрой или философскими разговорами, но и сама принимала участие. Скоро Уинтроу стал отдавать должное ее живому уму. Она была по меньшей мере не глупее Кеннета, хотя и не получила. Пока речь шла об общих вопросах, она не давала спуску ни тому ни другому и потерянно замолкала только когда они принимались разбирать конкретные взгляды того или иного мыслителя. Однажды вечером Уинтроу решил наконец разобраться от чего так и убедился в ее элементарной неосведомленности. Тогда он попытался подсунуть ей книгу, которую они как раз обсуждали, но Эта не взяла ее. Я все равно не умею читать, так что оставь, сердито проговорила она. Она сидела на скамье за спиной Кеннета, ласковыми пальцами разминая ему плечи, но, сказав так, поднялась и направилась к выходу из каюты. Она уже протянула руку к двери, когда голос Кеннета остановил ее. «Вернись, вернись, Эта». Она оглянулась и впервые за все время их знакомства Уинтроу рассмотрел в ее взгляде, устремленном на Кеннета, некое подобие вызова. «Зачем?» спросила она. «Чтобы потыкать меня носом в мою неосведомленность». По лицу Кеннета пробежала тень гнева. Уинтроу видел, как пират усилием воли заставил свои черты разгладиться. Потом протянул женщине руку. «За тем, что так хочу», проговорил он почти ласково. Она подошла, продолжая коситься на книгу в его руках, словно та была ненавистной соперницей. «А Кеннет подал ей книгу. Ты должна это прочесть». «Я не могу». «А я хочу, чтобы ты прочитала». «Но я не умею читать сквозь зубы», с тихой яростью ответила Эта. «Я никогда ничему не училась. У меня не было наставников, если только не считать таковыми мужиков, обучавших меня моему ремеслу, когда я еще совсем девчонкой была. Я ведь не как ты, Кеннет, я цыц». Рявкнул он и снова протянул ей книгу. «Возьми». Это был прямой приказ, и она покорилась. Схватила книгу и держала ее, словно мешок дерьма, которым она опасалась запачкаться. Кеннет же повернулся к Уинтроу. Легкая улыбка играла у него на устах. «Уинтроу научит тебя читать». «А если не сможет, то сам ее тебе прочитает». И вновь посмотрел на эту. «И пока он не завершит данного поручения, другими делами по кораблю его не занимать, вне зависимости от того, сколько времени на это понадобится». «Меня команда засмеет», взмолилась Эдта. Глаза Кеннета сузились. «Долго смеяться никто не будет», сказал он. «Потому что трудно, знаешь ли, смеяться с отрезанным языком». И он вновь улыбнулся. «Но если ты так уж желаешь, чтобы никто не подглядывал за вами во время уроков, пожалуйста, занимайтесь прямо в этой каюте, а я прослежу, чтобы никто вас не беспокоил, пока не управитесь». И он обвел жестом книжные богатства, там и сям разложенные в каюте. «Сколь многое ты можешь отсюда почерпнуть Эдта? Всю поэзию и историю, не говоря уже о философии». Слегка наклонившись вперед, Кеннет завладел рукой Эдте, притянул женщину к себе и погладил ее волосы, отводя их с лица. «Не упрямься». «Я хочу, чтобы учение порадовало тебя». И он украдкой глянул на Уинтроу. Странный это был взгляд. Капитан как будто желал убедиться, что мальчик наблюдает за ними. «Надеюсь, вы оба найдете, чему научиться. И это будет радостное постижение». И он мазнул губами по ее лицу. Эдта при его прикосновении закрыла глаза. Но Кеннет в отличие от нее глаз не закрыл, продолжая смотреть на Уинтроу. Тому сделалось очень не по себе. Ему даже показалось, будто некоторым неестественным образом его вовлекли в это объятие и поцелуй. «Простите, пробромотал он, поспешно поднимаясь из-за стола. Я вас оставлю». Голос Кеннета застиг его возле двери. «Ты ведь поучишь Эдту? Не так ли, Уинтроу?» Собственно, он не спрашивал. Он продолжал держать женщину в объятиях, глядя на Уинтроу поверх ее головы. Мальчик прокашлялся. «Конечно, Кэп. Ну и хорошо. Только смотри, не затягивай с началом занятий. Приступай прямо сегодня». Уинтроу как раз открывал рот для ответа, когда снаружи послушался крик, ставший в последнее время таким привычным. «Парус!» Уинтроу непонятно почему испытал величайшее облегчение. По всему кораблю раскатилось эхо несущихся ног. «На палубу ряфнул Кеннет». Уинтроу незамедлительно повиновался, вылетел в дверь и исчез из виду еще прежде, чем пиратский капитан успел нашарить костыль. «Вон он! Вон он!» указывая рукой, кричала проказница. Собственно, указывать особой нужды не было. Уинтроу выскочивший на бак без труда унюхал мерзейшую вонь, принесенную ветром. Вид корабля, как раз показавшегося впереди, вполне соответствовал запаху. Это было самое поганое и замызганное корыто, какое когда-либо видел Уинтроу. Корпус так и блестел от слизи в тех местах, где за борт выплескивали дерьмо и помои. Корабль низко сидел в воде, он явно был перегружен. В кривь и в кость заштопанные паруса тужились на ветру. Из толстого брезентового рукава толчками выливалась вода, похоже, внутри работали трюмные помпы и качали их, по всей видимости, рабы. Уинтроу не удержался от мысли, что корабль, похоже, еще и тек, как решето, и это был единственный способ удержать его на плаву. А за кормой судна, характерным треугольником, плыл почетный караул морских змеев. Причем гнусные создания явно чувствовали панику на борту, то один, то другой высовывал из воды громадную гребастую голову и поглядывал назад на мариэту, преследовавшую работорговца. Тварей было много, никак не меньше дюжины. Чешуйчатые тела блестели и переливались на солнце. От их вида Уинтроу, что называется, поплохело. Проказница же подалась вперед, словно пытаясь увлечь за собой весь корабль. «Удирают! Удирают!» кричала она. Руки со скрюченными как когти пальцами тянулись вслед за врагом. Команда уже мчалась на мачты, добавляя парусов для преследования. «Это невольничий корабль!» В полголоса напомнил ей Уинтроу. «Если ты поможешь Кенету поймать его, вся команда будет убита». Она оглянулась через плечо, «А если я не помогу, сколько рабов ежедневно будет умирать на борту?» «Не подсчитывал?» спросила она. Вновь уставилась на добычу и голос стал жестким. «Не все люди достойны жизни» Уинтроу. «И вообще так мы по крайней мере спасем большинство. Если же дать им уйти, будет поистине чудом, если под конец плавания там выживет хоть один раб». Но Уинтроу почти не слышал ее. Он смотрел плохо веря своим глазам, как невольничий корабль начал постепенно отдаляться от Мариэтты. Она отставала. Промежуток между ними все увеличивался и, конечно, на работорговом судне тотчас заметили и открывшуюся возможность спастись и новую угрозу, которую являла собой проказница. Перегруженная корыта устремилась на середину пролива. Мариэтта безнадежно отставала, опаздывая перехватить его. Можно ли взять добычу в клеще, если от клещей осталась лишь половинка, происходила невероятная. Работорговец уходил у пиратов из рук. По носовой палубе стукнула деревянная нога Кеннета. Капитан неловко забрался на бат и встал там, опершись на костыль. Это нигде не было видно. Кеннет в одиночку проковылял к поручням и встал рядом с проказницей и Уинтроу. Посмотрел вперед и разочарованно покачал головой. Бедолаги. Похоже, невольниче судно уходит, а значит, еще сколько-то несчастных окажется обречено. Зато убивать сегодня никого не будут. С невольным облегчением подумал Уинтроу. И в это время проказница закричала. Это был жуткий вопль страсти, не находящей удовлетворения. Одновременно скорость корабля начала возрастать. Каждая досочка корпуса вытянулась в струнку, каждый парус повернулся таким образом, чтобы идеально ловить ветер. В улюлюканье и криках команды зазвучало яростное торжество. Расстояние между проказницей и рыботорговцем быстро начало уменьшаться. Уинтроу всем существом чувствовал свирепый азарт корабля. «Госпожа моя, повелительница морей!» «Благоговейно!» пробормотал Кеннет. Прозвучало это как благословение. Проказница так и засветилась от счастья. Ее чувство показалось Уинтроу волной жара. Позади них звенели извлекаемые клинки, слышались шуточки пиратов, готовившихся идти в бой и убивать, убивать. Члены абордажной команды подзадоривали друг дружку, заключали пари, кто-то уже вытаскивал абордажные крючья, стрелки из луков занимали места на снастях. Проказница ни на что не обращала внимания. Это была ее погоня, ее добыча. Собственную команду она, похоже, просто не замечала. Уинтроу смутно, словно издалека ощущал свое тело. Пальцы, когтившие носовой поручень, волосы, хлещущие по лицу. Освобожденная энергия проказница поглотила и увлекла его личность, как горная река щепку. Точно во сне видел он, как растет впереди невольничий корабль. Вонь делалась гуще. Уже можно было различить перекошенные от ужаса лица мечущихся людей. Вот пираты возбужденно завопили, в воздух взметнулись абордажные крючья и сразу же ударили стрелы. Крики умирающих, невнятный рев перепуганных рабов, запертых в трюме, все звуки смешались для Уинтроу в бессвязный гомон, словно доносящаяся издали перекличка береговых птиц. А вот так это Мариэтту, неожиданно вновь обретшую былую прыть, она тоже настигала работорговца. Она собиралась перехватить у проказницы добычу, и проказница этого не потерпела. Канаты уже натягивались, и она тянулась вперед, пытаясь сгробастать невольниче судно. Ее руки хватали пустоту, но выражение лица наводило ужас на противников. «Бей их! Бей их!» кричала она в упоении, пропуская мимо ушей команды, которой пытался отдавать Кеннет, снидавшая ее жажда крови, оказалась заразной. Как только до вражеского корабля оказалось возможно допрыгнуть, абордажная команда посыпалась через борт. «Она сделала это! Сделала! Ах ты, наша красавица! Проказница! Радость моя! А я не подозревал, что ты у нас такая умелая допроворная!» не скупился на похвалы Кеннет. И Уинтроу ощутил, как омывает его волна чистейшего восхищения Кеннетом. Могучее переживание корабля начисто поглотило и смыло его собственный страх перед тем, что сейчас должно было произойти на вражеской палубе. Носовое изваяние как могло извернулось и посмотрело в глаза Кеннету. Их восторг был сродни взаимному восхищению двух хищников, признающих силу друг друга. «Мы с тобой здорово поохотимся вместе», сказала проказница. «Непременно», ответствовал Кеннет. Уинтроу почувствовал себя листком, бесцельно кружащимся по воде. Он был духовно связан с обоими, но они не замечали его. Он был лишним. Он не имел никакого значения по сравнению с тем главным, что они сейчас открыли друг в друге. Он ощутил, как формируется и крепнет между ними совсем особая связь, основанная на глубочайших, поистине первоосновных душевных позывах. И что такого они могли почуять один в другом, подумал он смутно. Во всяком случае, что бы это ни было, в его собственной душе никакого отклика не рождалось. А за полоской воды не шире сожжения начиналась другая палуба и там шло сражение не на жизнь, а насмерть. Там лилась кровь. Примечание сожжения здесь морская сожжение старинная единица измерения расстояний и глубин. Существовали шестифутовая 1,829 метра и семифутовая 2,14 метра морские сожжения. Конец примечания. Но то, что перетекало здесь между пиратом и его живым кораблем, было субстанцией даже более основополагающей, чем кровь. Уинтроу! Уинтроу! Точно из другого мира донеслось до его слуха. Он повернул голову и увидел белозубую улыбку Кеннета. Тот указывал рукой на вражеский корабль. За мной, малыш! В каком-то душевном оцепенении Уинтроу последовал за ним через борт на чужую палубу, где кричали, матерились и дрались люди. Рядом с ними, точно из ниоткуда, материализовалось Этто. В руке у нее был обнаженный клинок, она озиралась, точно пантера, готовая немедленно заметить врага. Ее черные волосы так и горели на солнце. Кеннет тоже выдернул из ножен длинное лезвие, и только Уинтроу был безоружен. Широко раскрыв глаза, смотрел проказница и ее диводрево остались позади, и в голове у него сразу начало проясняться, однако хаос, в который погрузил его Кеннет, сбивал с толку нисколько не меньше. Сам капитан шагал сквозь сражение без малейшего страха. Это держалось от него по правую руку со стороны костыля. Они пересекали палубу и без того грязную, а теперь еще и залитую кровью. Они проходили мимо мужчин, сцепившихся в смертельной схватке, они обошли человека, свернувшегося на досках в луже собственной крови. Его тело пробило стрела, но еще хуже покалечило его падение со снастей. Его лицо уродовало гримаса боли, жутко похожая на улыбку. Глаза вроде бы весело щурились, но из уха текла кровь и исчезала в нечесанной бороде. Соркор заметил их атаковало работорговца с другой стороны, таким образом не оставляя его команде ни малейших надежд. С меча в руке Соркора густо капала кровь, татуированное лицо сияло свирепым восторгом. — Почти закончили, Кэп, радостно сообщил он Кеннету вместо приветствия. На полуюте еще кое-кто держится, но хороших бойцов среди них нет. Как бы в подтверждении его слов раздался пронзительный крик, потом громкий всплеск из-за борта. Одни меньше, заметил Соркор жизнерадостно. Мои люди уже открывают трюмные люки. Ох, Кэп, и разит же оттуда. Там, по-моему, мертвецов приковано не меньше, чем живых. А кто жив, тех надо поскорее вытаскивать. Эта калуша протекает, точно матрос налакавшийся пиво. А поместятся у нас все Соркор. Могучий пират пожал плечами, ну, то есть на обоих наших кораблях повернуться будет негде. Ну, вот уже соединимся с Заплаткой и с Багрим туда кое-кого, хотя право слова и тогда свободней не станет. Ага, Кеннет кивнул, вид у него был почти рассеянный, встретимся с Заплаткой и сразу в деле пай. К тому времени там уже будут знать, какое славное дельце мы провернули. А то Соркор расплылся в улыбке. В это время к ним подбежал пират с головы до ног заляпанной кровью. Прошу прощения, Кэп, Соркор, там корабельный кок заперса на камбузе и в плен сдаться хочет. Убить бросил Кеннет раздраженно. Еще раз прошу прощения, Кэп, но он говорит, будто знает нечто важное. Дескать, мы не пожалеем, если оставим ему жизнь. Он якобы ядовито осведомилась. Если он знает, где спрятано сокровище, почему же он не отправился его искать? А нанялся на это вонючее корыто. Понятия не имею, госпожа, оправдывался пират. Он, ты понимаешь, из стариков. Руки нет, и одного глаза тоже. Твердит, будто плавал когда-то с Игротом храбрецом. Вот тут мы и призадумались. Все же знают, что Игрот однажды взял корабль «Я схожу, посмотрю, Кэп». Вызвался Суркор и повернулся к матросу. «Где камбус? Показывай». «Погоди-ка, Суркор», остановил его Кеннет. В его голосе звучали подозрительность и интерес. «Дай сперва я с этим коком переговорю». Молодому пирату явно сделалось не по себе. Он вон там, на камбузе, Кэп. Мы наполовину своротили дверь, но там у него целая пропасть всяких тесаков и ножей. И он здорово насобачился метать их, особенно для одноглазого старика. От Уинтроу не укрылось, как изменилось выражение лица Кеннета. «Я поговорю с ним», сказал он, «наедине». «А вы давайте вытаскивайте из трюмов рабов. Корабль уже кренится». Суркор привык без промедления выполнять полученные приказы. Он не призадумался, не усомнился, лишь кивнул тут Уинтроу впервые заметил рабов. Они беспомощными кучками торчали на палубе и жались друг к дружке, моргая на солнечный свет, невероятно замызганные, трясущиеся от холодного свежего ветра, потрясенные неожиданной переменой, ничего ровным счетом не понимающие. Этот запах, это зрелище множества ошарашенных лиц неожиданно вернули Уинтроу в ту далекую ночь, когда из трюмов проказницы хлынули наружу освободившиеся рабы. Острая жалость охватила его. Иные из них так ослабели, что едва могли держаться на ногах. Им помогали выбираться наружу. Уинтроу смотрел на них, всем существом понимая великую праведность дела, которое совершил нынче Кеннет. Подобное обращение с людьми вне всякого сомнения должно было быть пресечено. Правда, способы, которыми Кеннет этого достигал. Уинтроу в голосе Этты прозвенело раздражение. Оказывается, он торчал столбом посреди палубы и пялился в одну точку, в то время как Кеннет быстро и целенаправленно ковылял прочь. Крен корабля становился заметнее с каждой минутой. Нельзя было терять времени, Уинтроу поспешил следом за капитаном. Перебегая палубу, он услышал рев морских змеев, перемежаемый всплесками. Жадным тварям швыряли тела мертвецов. Пираты перешептывались и смеялись, с удовольствием наблюдая, как чудовище спорит из-за добычи. Поглазели и хватит, достиг его ушей рык суркора. Они и без вас очень скоро доберутся до всех мертвецов. Валяйте, вытаскивайте из трюмов рабов и тащите их на наши корабли. Живо, живо, пошевеливайтесь. Надо скорее рубить канаты и избавляться от этой дырявой посудины. Камбус оказался расположен в невысокой палубной настройке. Кучка пиратов толплась возле двери с клинками наголо. Они не сразу заметили приближение капитана. Вот кто-то из них пнул дверь, за которой притаился неуступчивый кок. Изнутри донеслись отборные мотюги, потом в трещину высунулось лезвие. Кто войдет первым зарежу? Где спрашиваю ваш капитан? Я только ему сдамся и больше никому. Пираты сгрудились плотнее, отвечая насмешками. Они показались у интроуста и собак, загнавшие на дерево шипящего плющегося кота. Здесь капитан, громко объявил Кеннет. Смеющиеся, хмыкающие молодцы мигом посерьезнели и шарахнулись прочь от двери, освобождая ему дорогу. За дело, велел им Кеннет. Здесь я сам разберусь. Они тотчас разбежались в разные стороны, беспрекословно, хотя и весьма неохотно. Самый темный слух о любом кладе был уже интересен, но сокровище и грота это было уже нечто попросту легендарное. Уж конечно все они рады были бы остаться и послушать на что именно старый кок собирался выменить свою жизнь. Кеннет даже не стал провожать глазами своих людей. Подняв костыль, он стукнул им в дверь, выходи. Ты что капитан будешь? Да, открывай. И за дверью показалась половина лица и один глаз. И человек поспешно шарахнулся назад в темноту. У меня есть чем выкупить свою жизнь, донеслось изнутри. Оставь меня в живых, и я тебе расскажу, где и грот храбрец припрятал награбленное. И не только то, что взял на корабле сокровищниц, а вообще все, вообще все, что урвал. Где и грот спрятал сокровища, неизвестно никому, уверенно ответствовал Кеннет. Он и его команда потонули все вместе, выживших не было. А если бы кто и остался, клад давно уже выкопали бы. Говоря так, Кеннет с беззвучной ловкостью, вроде бы немыслимой «Ну так вот тебе выживший, это я», сказал Кок. «Долгие годы я ждал случая вернуться туда и все откопать. Вот только случай, понимаешь, все не подворачивался. Кому бывало не скажу, все только и норовят ножичек в спину всадить, да и не всякому дано за тем кладом отправиться. Тут особый корабль надобен, такой, какой теперь у тебя, в точности, как тот, которым и грот когда-то владел. Понимаешь, небось, о чем я говорю? Есть такие места, куда только живой корабль и доберется, а другим туда хода нет. Вот и весь мой тебе сказ. Оставишь мне жизнь, и я тебя туда проведу. Только пощаду мне дай. Кеннет не ответил. Он не двигался и молчал, застыв по другую сторону двери. Уинтроу глянул на Этту. Она замерла в точности, как Кеннет, «Эй! Эй, Кэп, ну что скажешь? Договорились, что ли? Там столько добра, что жизни не хватит пересчитать. Целые горы сокровищ, и при том половина, всякие волшебные штучки из удачного. И взять проще простого, просто подходи и запускай руки по локоть. Сразу станешь первым богатеем на свете. И всего-то надо оставить мне жизнь! С торжеством прокричал кок. Что, справедливая сделка, а? Корабль теперь уже не просто кренился, а заваливался на один борт. Уинтро услышал, как Суркор и его подручные орали во все горло, подгоняя рабов. Вот ясвенно донесся чей-то крик. Он уже мертв, женщина, и ничего тут не поделаешь, оставь его! Следом раздался вопль, вернее вой, женщины, полной невыносимого отвечал Коку. Эй! Не выдержал тот. Эй, Кэп, куда ты там подевался? Глаза Кеннета сузились в задумчивости. Его губы дрогнули, это было похоже на улыбку, но не совсем. Уинтро вдруг заколотила нервная дрожь. Пора было кончать с этим и удирать с обреченного корабля. Трюмы быстро наполнялись водой, судно ощутимо тяжелело. Скоро море но это сейчас же ткнуло его кулаком в ребра. А потом все случилось одновременно и сразу. Уинтро так и не успел ни в чем разобраться. Что пошевелилось первым? Рука Кеннета с ножом или голова Кока, решившего таки выглянуть наружу? Заметил его Кеннет или действовал по наитию? Голова и лезвие сошлись с отточенной четкостью хлопка в ладоши. Клинок Кеннета глубоко вошел в единственный глаз Кока и сразу высвободился. Мертвое тело завалилось назад в темноту камбуза и пропало из виду. Никто не выжил из команды Игрота, проговорил Кеннет. Однако, когда он вобрал в себя воздух, его дыхание оказалось неровным и, оглянувшись, он моргал точно с просонок. Хватит в бирюльке играть! Воскликнул раздраженно. Это корыто сейчас на дно пойдет! и двинулся назад к проказнице, неся в руке окровавленный нож. Это шло почти что плечом к плечу с ним. Похоже, случившееся даже ее отчасти выбило из колеи. Уинтро тот и вовсе бессловесно тащился следом за ними. И как могло так быть, чтобы смерть приключалась настолько стремительно? Чтобы один единственный миг непоправимо обращал в нуль все сложное уравнение человеческой жизни? Короткое движение руки пирата и вот она смерть. Причем тот, кому принадлежала рука, вовсе ничего не почувствовал. Еще одна отметина на душе, которую причинила Уинтро его связь с этим человеком. Как ему сейчас недоставало проказницы, она помогла бы ему все обдумать как следует. Она сказала бы, что он чувствует себя безвины виноватым, что у него нет причины корить себя за эту смерть. Единственный сапог Кеннета едва успел коснуться палубы, когда корабль окликнул его. Кеннет! Капитан Кеннет! Голос проказницы прозвучал на редкость повелительно. Были в нем некие нотки, которых Уинтроу доселе ни разу не слышал. Кеннет улыбнулся с видом мрачноватого удовлетворения. Устройте рабов и рубите канаты, распорядился он коротко. Потом глянул на Уинтроу и эту. Вы проследите, чтобы их по возможности чисто отмыли и держите их на корме подальше отсюда. Хочет побыть с нею наедине, пробормотала Этта. Она вроде бы просто вслух отмечала очевидное, но в глазах ее полыхала ревность. Уинтроу смотрел себе под ноги на палубу, иначе она увидела бы в его глазах точно такое же выражение, а он этого не хотел. А ты для гонимого и разыскиваемого неплохо устроился, улыбнулась Альтия. Грейг тоже улыбнулся, весьма довольный собой, и откинулся на стульчике, поставив его на две задние ножки. Над головой у него на ветке дерева висел фонарь в жестяном корпусе. Грейг шлепнул по нему ладонью, и фонарь закачался. На что и жизнь, если не устраиваться с удобствами, отозвался он с важностью, и оба весело расхохотались. Качающийся фонарь заставлял тени дергаться и метаться. Отблески света дрожали в темных глазах Грейга, рубашка на нем тоже была темная, распахнутая в вороте и свободные белые штаны. Когда он поворачивал голову, в мочке уха вспыхивала золотая сережка. Летнее солнце сделало бронзовой его кожу, он казался плоть от плоти этого вечера в лесу. И в особенности, когда белые зубы сверкали в улыбке, он поистине вновь становился тем беспечным молодым моряком, с которым когда-то в ринстине свела ее судьба. Грейг оглядел полянку перед небольшим домиком и глубоко вздохнул. Кругом было так покойно и мирно. Сколько лет, сказал он, я здесь не был. Когда я был совсем маленьким, еще не начал плавать с отцом. Мама, помнится, обычно привозила нас сюда наверх, чтобы переждать самые жаркие дни лета. Альтия обвела глазами маленький садик. Постройка выглядела почти игрушечной, лес плотно обступал ее, начинаясь чуть не от самого крыльца. Летом здесь в самом деле прохладнее? спросила она. Да, хотя и ненамного. Главное в другом, ты же знаешь, какая в удачном иногда бывает летом вонище. Мы, кстати, были здесь и в тот год, когда впервые разразился кровавый мор, и никто из нас не подхватил его. Мама до сих пор верит, это от того, что мы избегли зараженных воздухов, метавших в городе тем летом. И после, хоть трава не расти, каждое лето непременно везла нас сюда. Оба замолчали на некоторое время и стали прислушиваться. Альтия пыталась представить, каким оживленным был этот лесной уголок, когда здесь обитала женщина с детьми. Она в который раз спрашивала себя, как повернулась бы ее жизнь, если бы кровавый мор не унес ее братьев. Стал бы тогда отец брать ее с собой на корабль? Или теперь она сама была бы уже замужем и своих детей родила? О чем думаешь? — ласково спросил Грейг. Поставил стул на все четыре ножки и оперся локтями на стол. Опустил на руки подбородок и стал смотреть на нее. Глаза у него были добрые и влюбленные. На столе перед ним стояла початая бутылка вина, два стакана и тарелки с остатками холодного ужина. Всю еду Альтия привезла с собой. Нынче к ним в дом передали записку. Мать Грейга обращалась к матери Альтии. Нарья страшно извинялась и спрашивала, не могла бы Альтия выполнить для семьи Тенира одно тайное поручение. Кифрия, прочитав, высоко подняла брови, однако мать, похоже, решила, что Альтия могла не опасаться за свое доброе имя, ввиду полного отсутствия такового. Во всяком случае, ее ответная записка выражала согласие. Дальше все было обставлено очень таинственно. В одной из конюшен удачного Альтия взяла лошадь и поехала вон из города, сама толком не зная, куда держит путь. У порога какой-то зачуханной таверны на окраине удачного ее окликнул некий пьянчушка и сунул в руку еще одну записку. Та, в свою очередь, привела ее на постоялый двор. Альтия думала, что там-то и найдет Грейга. Ничуть не бывало, ей дали свежую лошадь и снабдили мужским плащом с капюшоном. К седлу ее лошади уже были приторочены набитые переметные сумы и опять же записка. Выслеживание Грейга выглядело с одной стороны занятным и таинственным приключением, однако Альтия ни на минуту не забывала, что на самом деле все очень серьезно. С того дня, когда Офелия и ее команда в открытую выступили против сатрабских таможенников с их разбойничьими замашками, Удачный все более разделялся на два лагеря. Кстати, то, что живой корабль быстренько убрали из гавани, оказалось поистине мудрым решением, ибо в скорости в Удачный пожаловали еще три колсидийские сторожевые галеры. Их незамедлительное прибытие породило вполне закономерное подозрение. Уж не имел ли главный таможенный чиновник тесных сношений с колсидой гораздо более тесных, чем о том догадывались в Джамилие. Очень скоро невыясненный злоумышленник проник в дом чиновника и безжалостно перебил на голубятню всех голубей. И таможенные склады, уцелевшие в памятную ночь после собрания торговцев, с тех пор поджигали уже дважды. В общем, теперь подле дома таможенного чиновника день и ночь бдели наемники колсидийцы, а их корабли стерегли гавань и сопредельные воды. Соответственно, многие старинные семейства, ратовавшие поначалу за сохранение прежнего порядка вещей, теперь все внимательнее прислушивались к тем, кто поговаривал о независимости от Джамилии. И так случилось, что главным действующим лицом в ссоре сатрапского таможенника с удачным стал именно Грейг Тенира. За его голову была назначена награда и немалая. Шуточка Брэшена насчет того, чтобы выдать Грейга и тем самым полностью окупить спуск на воду совершенного отнюдь не несла в себе преувеличения. Пожалуй, следовало ему уезжать от греха подальше и притом побыстрее, чтобы не вводить в искушение даже тех, кто был ему предан. Вот потому-то Альтия, сидя здесь на летнем ветерке и поглядывая на него через стол, не могла отделаться от недобрых предчувствий. Грейгу никак нельзя было здесь засиживаться. Она и раньше говорила с ним об этом, не утерпела и теперь. Не пойму все же, зачем ты отираешься совсем рядом с удачным? Взял бы да уехал на любом живом корабле. И как только ищеки сатрапа до сих пор не сообразили, где ты находишься. Ни для кого не секрет, что в Сен-Герском лесу у твоей семьи есть хижина. Ага, не секрет. А они тут уже дважды были, дважды все обшаривали. Может, еще явятся. Ну и что? Стоит себе домик, заброшенный, совершенно пустой. Альтия удивилась. Это как? Грейг рассмеялся, хотя и не очень весело. Мой двоюродный дедушка, сказал он, был не самым высоконравственным человеком. Семейное предание гласит, что он очень любил назначать здесь свидание. Поэтому, на самом деле, этот домик очень хитро устроен. Там не просто есть винный погреб, упрятанный за раздвижной стеной главного подвала. Его очень непросто найти, но и он, в свою очередь, снабжен двойным дном. За ним есть еще тайная комнатка. А кроме того, дед разорился даже на симпатический колокольчик. Он отзывается, если кто-то пройдет по пешеходному мостику, который ты миновала, и потревожит его близнеца. Очень дорогое устройство. Но я ничего не слышала, проходя по мосту. И не должна была. Колокольчик-близнец крохотный и тихий, но очень чувствительный. Когда его стронули твои шаги по мосту, у меня здесь зазвенела ответная часть устройства. Возблагодарим же Са, создавшего магию дождевых чищеб. Он поднял стакан, произнося тост за побратимов, обитающих в чищебах, и Альтия выпила с ним вместе. Потом поставила стакан и продолжила разговор. Значит, ты так и намерен здесь оставаться? Он покачал головой. Нет, конечно. Здесь меня рано или поздно поймают. Сюда надо все привозить. Да и народ в окрестностях знает, что я тут обитаю. Многие из числа здешних жителей происходят с трех кораблей. Славный народ, но совсем не богатый. Кто-нибудь да непременно возьмет грех на душу. Я уеду, и очень скоро. Потому то я и попросил маму устроить твою поездку суда. Я так боялся, что твоя семья не позволит в самом деле отпустить тебя сюда одну, да при нынешних обстоятельствах, ну, правда, в отчаянном положении, по неволе и меры отчаянные принимать начинаешь. Его извиняющийся вид рассмешил Альтию, и она фыркнула. Вот уж не думаю, что моя мама в такой ужас пришла. Боюсь, моя детская репутация мальчишки в юбке, во взрослой жизни только усугубилась. Что для моей сестры совершенно немыслимое поведение, то для меня повседневная жизнь. Грейк потянулся через стол и накрыл ее руку своей, тепло и крепко пожал и завладел ею. Могу ли я, сказал он, заявить, не обидев тебя, что по мне, но даже и к лучшему? В ином случае я не смог бы так хорошо узнать тебя, а значит и полюбить бы не смог. Столь откровенное высказывание застало ее врасплох. Она попыталась заставить себя выговорить ответные слова о любви, но не смогла. Ложь попросту не пошла наружу. Вот ведь что странно. Она и подозревала, что это было бы ложью, пока не попробовала произнести вслух. Альтия собралась было сказать ему нечто правдивое о том, что и он стал очень ей дорог, что его признание для нее великой честь, но Грейк покачал головой, призывая ее к молчанию. Не говори ничего, сказал он. Не говори этого, Альтия. Я же знаю, ты не любишь меня. Пока. Твое сердце во многих отношениях даже осторожнее моего. Я это с самого начала понял. А если бы у меня самого ума не хватило... Знаешь, до чего подробно Офелия мне втолковывала, как над собой. Собственно, я у нее совета не спрашивал, но ты же знаешь ее. Да и мне она до некоторой степени вторая мать, а потому и не дожидается, пока я за советом к ней обращусь. Альтия благодарно улыбнулась ему. Славный ты парень, Грейк, сказала она. Знаешь, жизнь у меня в последнее время такая, что ни думать о себе, ни мечтать времени не остается. семья наша нынче в дыре, и все это на меня. Мужчин то в доме, почитай, нет, так что спрос весь с меня. Вот и за проказницей некому больше отправиться. Да, ты уже говорила, вздохнул Грейк, и его голос не выражал полнейшего одобрения. То бишь с надеждой увезти тебя, я уже благополучно расстался. Подозреваю опять же, что даже в нынешние смутные времена на столь поспешную свадьбу все равно посмотрели бы косо. Он перевернул ее руку в своей и большим пальцем пощекотал ладонь. По руке до самого плеча разбежалась дрожь удовольствия. Но что будет потом? Глядя на ее ладонь, продолжал Грейк, настанут лучшие времена. Он прислушался к собственным словам и невесело рассмеялся, а может еще худшие. Мне хотелось бы думать, что когда-нибудь ты все же встанешь рядом со мной и войдешь в мою семью Альтия. Ты пойдешь за меня замуж? Она зажмурилась, ей было больно. Грейк был действительно удивительно славным парнем, добрым, честным, красивым, привлекательным, состоятельным наконец. Не знаю, ответила она тихо. Я пытаюсь заглянуть в будущее, вообразить время, когда смогу сама распоряжаться своей жизнью и устраивать ее так, как мне будет угодно. Но не могу этого вообразить. Если все пойдет хорошо, и мы вернем домой проказницу, я ведь не отступлюсь, и по-прежнему стану оспаривать ее у Кайла. Если мне удастся ее отстоять, я буду плавать на ней. Она честна и прямо смотрела Грейгу в глаза. Мы уже говорили об этом с тобой. Я знаю, ты никогда не оставишь Офелию, а я проказницу, если только смогу снова завладеть ею. Ну и что нам со всем этим делать? Он криво улыбнулся, трудновато мне будет желать тебе удачи, ведь в случае твоего успеха я-то сразу все потеряю. Потеряю тебя. Она не успела толком нахмуриться, когда он рассмеялся, но я все равно пожелаю тебе победы, и ты это знаешь. Ну а если ничего не получится, я буду тебя ждать вместе с Офелией. Она опустила глаза и кивнула, но в сердце затаился холодок, поражение. Что будет означать для нее поражение? Жизнь до старости без своего корабля. Проказница навсегда будет потеряна для нее. Она станет женой Грейга, пассажиркой на его корабле, будет следить, чтобы дети, которых она ему нарожает, не падали за борт, а потом сыновья будут взрослеть и отправляться в море вместе с отцом, а она сидеть дома, вести хозяйство, выдавать замуж дочерей. Такая будущность внезапно показалась ей сетью, готовой опутать и задушить ее. Альтия безуспешно попыталась найти воздуха для дыхания, попробовала убедить себя, ну нет, конечно же, ее замужняя жизнь была бы совсем не такой, ведь Грейг хорошо знал ее, ему было известно, что ее сердце навсегда принадлежало морю, а не домашней рутине, но, как нынче он признавал и уважал ее долг перед семьей, точно так же после их брака он потребует от нее исполнения долга перед ним, мужем, ибо зачем еще жениться мореплавателю, как не за тем, чтобы в его отсутствии кто-то присматривал за домом и поднимал на ноги детей. Я не могу быть твоей женой. Оказывается, она выговорила это вслух, она заставила себя посмотреть ему прямо в глаза, это-то на самом деле и мешает мне вправду полюбить тебя, Грейг. Мысль о цене, которую мне пришлось бы заплатить. Любить тебя, пожалуйста, но жить в твоей тени нет никогда. В моей тени, спросил он недоуменно, Альтия, я, похоже, чего-то не понимаю. Ты будешь моей супругой, тебя станет уважать моя семья, ты будешь матерью нашего наследника. В его голосе звучала истерняя обида, он изо всех сил пытался найти нужное слово. Что еще я могу тебе предложить? Нет более ничего, что я мог бы подарить женщине, на которой собираюсь жениться. Это еще себя самого. Его голос упал до шепота. Я надеялся, этого хватит, чтобы завоевать тебя. И он медленно разжал пальцы. Не дать не взять, отпускал птицу на волю. И Альтия неохотно убрала руку из его ладони. Грейк, ни один мужчина не мог бы предложить мне большего лучшего. лучшего. Он вдруг грубо спросил, и даже Брэшен Трелл, его голос охрип, когда он произносил это имя. Альтию же охватила ледяная жуть. Так он знал, знал, что некогда она переспала с Треллом. Как хорошо, что она сидела, а значит, не надо было думать, как устоять на ногах. Она постаралась, чтобы ее лицо осталось спокойным, а заодно попыталась унять бешеный шум в ушах. Воимеса, уж не в обморок ли она собиралась упасть? Глупость какая. И почему, собственно, такое содеялось нею от его слов? Он вдруг поднялся на ноги и отошел на несколько шагов от стола. Он незряче смотрел в темноту ночного леса. Итак, сказал он, стало быть, ты любишь его. Это прозвучало почти как обвинение. От стыда и чувство вины у нее пересохло во рту. Не знаю. Тоже хрипло выговорила она. Она попыталась прокашляться. Это просто случилось. Мы были в таверне, а пиво оказалось отравленное. Да знаю я. Грейг отмахнулся. Он по-прежнему не смотрел на нее. Офелия рассказывала. Она пыталась предупредить меня, а я не захотел ей поверить. Альтия зарылась лицом в ладони, как Офелия предупреждала его. Альтия ощутила опустошающее чувство потери. Это было как удар под ребра. Она вдруг усомнилась, что Офелия вправду хорошо к ней относилась. И давно ты все узнал, кое-как выговорила она. Он тяжело перевел дух. Помнишь вечер, когда она подначила меня поцеловать тебя? И я поцеловал. Так вот, в ту же ночь попозже она мне и рассказала. Я думаю, она чувствовала себя виноватой, что ли. Она думала, что если я слишком влюблюсь в тебя, это причинит мне боль, когда я выясню, что ты не такова, как я ожидаю. И почему ты только сейчас об этом заговорил? Альтия подняла голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как он каким-то косым движением пожимает плечами. Я думал, это не будет иметь никакого значения. Хотя в душе, конечно, я беспокоился. Мне задушить хотелось Супина сына. Из всех низостей, которые можно совершить, он Но потом Эфелия сказала мне, что у тебя, может, сохранились к нему какие-то чувства, что ты, может, по-прежнему немножко в него влюблена. Это прозвучало почти как вопрос. Не думаю, ответила она. Но ее слова не несли в себе яростного отрицания. Они были скорее равнодушны. И это удивило ее. Везет же ублюдку, заметил Грейг с горечью. Насчет «Я очень давно знаю его, неуклюжа», проговорила она. «Она очень хотела сказать, что не любит Брешина. Но можно ли всю жизнь знать человека, много лет дружить с ним и хотя бы на некоторой степени не полюбить? Взять к примеру Хайдавада Растара. То, что он творил как торговец, вызывало у нее отвращение. А поги ж ты, образ добродушного дядюшки, сидел в душе по-прежнему крепко. Много лет Трелл был членом команды и моим другом», продолжала она. «И что бы ни произошло между нами, эти годы никуда не исчезли. Я все-таки не понимаю», перебил Грейг. В его голосе звучал глубоко запрятанный гнев. «Он же обесчестил тебя, Альтия. Он тебя скомпрометировал. Когда я все выяснил, я был в ярости. Я вызов ему бросить хотел. Я думал, ты ненавидишь его. А значит, подлец достоин был смерти. И я был уверен, после того, что сотворил, он никогда больше не посмеет вернуться в удачный. А когда он все же вернулся, я чуть не убил его прямо на месте. Только две вещи удержали меня. Я не мог оторвать ему голову, не объявив во всеуслышание о причине, по которой вызываю его. А я не хотел срамить тебя. Потом я узнал, что он посетил ваш дом. Я подумал, что он, может быть, предлагает покрыть грех. Но если он предлагал, а ты ему отказала, скажи, он тебе предлагал, если только в этом все дело, ты, может быть, чувствуешь какие-то изо всех сил пытался понять. Альтия поднялась из-за стола и подошла к нему. И тоже стала смотреть в лесную чащу, окутанную темнотой. Тени ветвей, сучьев и стволов переплетались, сливаясь. Он меня не насиловал, сказала она. Уж в этом-то я должна сознаться тебе. Да, мы с ним сделали глупость, но насилия не было. Так что я виновата нисколько не меньше, чем Брэшен. Но он же мужчина, бескомпромиссно выговорил Грейг. Он стоял, сложив на груди руки. Значит, виноват он. Он должен был всемерно защищать тебя, а не слабостью твоей пользоваться. Мужчина обязан держать в узде свою похоть. Ему положено быть сильней. Вот тут Альтия попросту онемела. Так вот, значит, какой он ее видел. Беспомощным слабым созданием, мужчины, которому случится быть с нею рядом. Сперва Альтия явственно ощутила пролегшую между ними трещину. Потом пришел гнев. Ей захотелось разразиться страстной обвинительной речью. Он должен был увидеть своей жизнью. Она распоряжалась сама. Но гнев улегся так же быстро, как и возник. Дело было безнадежное. Она то видела свою мимолетную связь с Брэшеном как некое событие личной жизни, касавшееся только их двоих. Грейгу же мерещилось нечто, что было над нею сотворено, нечто, что изломало всю ее дальнейшую жизнь, нечто, что противоречило его понятию об общественных устоях. Ее чувство вины и стыда проистекало не из сознания преступности собственного поступка. Она больше боялась последствий для своей семьи в случае, если все обнаружится. А значит, взгляды, которых они с Грейгом придерживались, были прямо противоположными. В этот момент Альтия поняла со всей определенностью, вместе они ничего не смогут построить. Даже если она навсегда распрощается с мечтами о собственном корабле, даже если решит вдруг, что ей жизненно необходим дом и куча детей, этот его образ слабой и беззащитной женщины всю ее унижать. Поеду, пожалуй, проговорила она. Темно совсем, сполошился он. Куда ты поедешь? Гостиница недалеко, надо только мост переехать. Я поеду медленно, не волнуйся. Да и лошадка, похоже, не из пугливых. Он наконец повернулся и снова посмотрел на нее. Его глаза были широко распахнуты, на лице выражение мольбы останься. Пожалуйста, мы поговорим еще, все можно решить. Нет, Грейг, не думаю, что это возможно. Какой-нибудь час назад она непременно дотронулась бы до его руки, по крайней мере, поцеловала бы его на прощание. Но теперь она знала, что преград, выросших между ними, им не преодолеть никогда. Ты хороший человек, Грейг, сказала она. Ты еще встретишь женщину, которая тебе подойдет. А когда вновь увидишь Офелию, передай ей, пожалуйста, мои самые теплые пожелания. Он последовал за нею в пляшущий круг света, отбрасываемый жестяным фонарем. Альтия взяла со стола свой стакан с вином и допила последний глоток, огляделась и поняла, что больше ей здесь нечего делать, пора ехать назад. Альтия. Голос у него был совершенно несчастный. Она оглянулась, и Грейг фишкой. Он смело посмотрел ей в глаза, не пытаясь скрыть свою боль. Он сказал, мое предложение остается в силе. Я буду ждать, чтобы ты вернулась ко мне. Будь моей женой, Альтия. Мне безразлично, что там было у тебя в прошлом, я тебя люблю. Она попыталась найти какие-то слова истины, которые может сказать ему, и наконец выговорила, доброе у тебя сердце, Грейг Тенира. Прощай. Глава двадцать третья. Последствия. Серила так ни разу и не покидала капитанской каюты с тех самых пор, как ее сюда притащили. Она провела руками по волосам, пребывавшим в полнейшем беспорядке, и попробовала сообразить, сколько же минуло времени. Она попыталась вспомнить все, что было, по порядку, но воспоминания ни под каким видом не желали выстраиваться в правильный ряд. Они неслись беспорядочным роем, накладываясь одно на другое, и каждое мгновение боли и ужаса смущало ее разум, хотя она и запрещала себе заново углубляться в переживания. Она пыталась сопротивляться матросу, присланному за ней в каюту сатрапа. Серила думала, что пойдет сама, причем сохраняя достоинство, но это оказалось свыше ее сил. Она пятилась и упиралась, и в конце концов он поволок ее силой. Она попробовала ударить его, и тогда матрос попросту вскинул ее на здоровенное плечо и понес как куль. От него воняло. Ее попытки легаться только забавляли и его, и других членов команды, видевших ее унижение. Она звала на помощь, но тщетно, никто не обращал внимания. Вельможи, спутники сатрапа, не ударили палец о палец. Они прятались обратно за двери кают, из которых было выглянули на шум, а если не могли спрятаться, то стирали с лит всякое выражение и делали вид, будто не замечали ее бедственного положения. Но вот что решительно невозможно было забыть, так это лица Казго и Кикки, когда Серилу волокли прочь. Сатрап улыбался с самодовольным видом победителя, а Кикки даже очнулась от дурманного ступора и завороженно следила за происходящим, рука ее при этом лежала у Казго на бедре. Матрос тем временем приволок ее в такую часть корабля, где она ни разу еще не бывала. Впихнул ее в темноту капитанской каюты и запер дверь с той стороны. Серила до сих пор не знала, долго ли ей пришлось дожидаться. Казалось, многие часы, но кого в подобных обстоятельствах не подведет ощущение времени? Ее охватывала то ярость, то отчаяние, то ужас и так по кругу. И все время разъедал душу страх. К тому времени, когда вправду появился капитан, Серила уже выбилась из сил, устав тщетно плакать, кричать и колотить в дверь, как только он протянул руку и коснулся ее, она просто рухнула на пол, едва не лишившись чувств. Ни ученые занятия, ни жизнь искушенного царедворца ни к чему подобному ее не подготовили. Он едва ли заметил, как она пыталась его оттолкнуть, по сравнению с ним она была вроде отбивающегося котенка. Капитан изнасиловал ее, без лишней впрочем жестокости, так по-деловому, обнаружив препятствие девственности, он издал удивленное восклицание, потом выругался на своем языке, но даже и не подумал остановиться. Сколько дней назад все это произошло, она не знала. Она ни разу не выходила из каюты. Ее время делилось на неравные периоды присутствия или отсутствия капитана. Иногда он использовал Серилу, иногда просто не обращал на нее никакого внимания. его обращение с нею не несло в себе ничего личного, еще и в том смысле, что ее личность для него не существовала. Он не испытывал к ней ни малейшей привязанности и не делал попыток понравиться ей. Она была вещью для пользования, чем-то вроде плевательницы или ночного горшка. Понадобилась вынь да положь. Если она создавала какие-то неудобства сопротивлением или мольбами, капитан ее бил. Причем бил даже не в четверть силы, по его меркам это были скорее шлепки, но Серила понимала, на что он был способен, если бы как следует разозлился. От одного такого шлепка у нее зашатались два зуба и в левом ухе потом несколько часов стоял звон. Это-то отсутствие злобы и было, пожалуй, страшнее всего. Ему было попросту безразлично, искалечит он ее или нет. Поначалу она задумывалась о возмездии. Она перерыла всю каюту, разыскивая хоть что-нибудь, что могло бы послужить ей оружием, но она попалась не какому-нибудь доверчивому простачку. Все сундуки и шкафы были заперты и откупорить их ей так и не удалось. Однако на столе у него она нашла документы, которые укрепили ее прежние подозрения. К примеру, там был подробный чертеж гавани удачного и карта земель вокруг устья дождевой как и все когда-либо виденные ею карты, они изобиловали крупными белыми пятнами. Еще на столе были письма, но читать по-классидийски Серила не умела, она только разобрала, что в некоторых случаях речь шла о деньгах. И еще упоминались две фамилии из числа высших джемилийских вельмож. Возможно, письма содержали сведения о взятках, но, быть может, это были просто счета за перевезенные грузы. Она все уложила назад в прежнем порядке, но, похоже, что-то все-таки упустила. В тот вечер капитан здорово поколотил ее. Впрочем, неизвестно, за что именно. Может, ему просто что-то не понравилось. Как бы то ни было, она похоронила последние мысли и о сопротивлении, и о мщении. Она больше не думала даже о том, как бы остаться в живых. Ее разум спрятался в некую скорлупу, оставив тело, само заботиться о своих нуждах. Спустя время она выучилась питаться объедками старелок капитана. Он не так уж часто ел у себя, но никакой иной еды или питья на долю Серила не оставалось. Не было у нее и никакой свежей или хотя бы целой одежды, поэтому большую часть времени она проводила, съежившись в уголке его постели. Она больше не думала, старалась не думать, потому что с какой стороны ни посмотри, возможности перед нею открывались одна мрачнее другой. Страх прочно поселился в ее душе, от него не было избавления. Вот возьмет и убьет ее прямо сегодня. Или до гробовой доски будет держать здесь в этой каюте. Или что пожалуй было бы еще хуже, вернет ее сатрапу как сломанную игрушку, переставшую его забавлять. И уж в любом случае она рано или поздно понесет от него. И тогда спрашивается что? Мучительное настоящее, которое приходилось терпеть, непоправимо перечеркнуло все виды на будущее, которые у нее когда-либо имелись. Нет, уж лучше не думать. Иногда она смотрела в иллюминатор. Смотреть, правда, было особо не на что. Вода, острова вдали, птицы летают, корабли сопровождения качаются на волнах. Иногда эти корабли исчезали из виду, чтобы снова показаться на другой день. Порой в таких случаях было сразу заметно, что они побывали в переделке. Следы огня на бортах, порванные паруса, закованные в цепи люди на палубах. Они нападали на мелкие незаконные поселения на островах внутреннего прохода, захватывая пленников и добычу. И получалось у них это, похоже, очень неплохо. Эта мысль была для Серилы поистине лучом света во тьме. Если бы в удачном ей удалось сбежать с корабля и добраться до берега, она сумела бы скрыть, кто она такая была раньше и что с ней случилось. Это было необыкновенно важно для нее. Ее отвращала сама мысль о том, чтобы продолжать прежнюю жизнь. Она больше не желала быть Серилой. Той прежней Серилы, мягкотелым кабинетным ученым, привыкшим к вежливому обращению и видевшим жизнь в основном из окошка дворца, придворным, оратором и мыслителем. Нет, ту Серилу она теперь презирала. Она оказалась слишком слаба, чтобы противостоять этому мужчине. Слишком по-глупому гордой, чтобы лечь под сатрапа и не оказаться таким образом в руках колсидийца. И слишком трусливой, чтобы изловчиться и убить капитана, да что там, даже убить себя самоё. И даже теперь отлично зная, что удачной, её последняя жизненная надежда, она не могла собраться с мыслями и придумать план побега. Некая жизненно важная часть её существа, нет, не то чтобы умерла, скорее замерла. Та, что сидела в каюте, как могла отстранялась от Серилы, презирая её вместе со всем остальным миром. Заточение кончилось так же внезапно, как и началось. Настал день, когда пришёл какой-то матрос, отпер дверь и жестом велел ей следовать за собой. Она скорчилась на капитанской кровати, вцепившись в одеяло и, заранее приготовившись к затрещине, всё же отважилась спросить, куда ты ведёшь меня? Сатрап был односложный ответ. То ли он всего лишь настолько владел языком её родины, то ли решил, что одного слова достаточно и вновь мотнул головой в сторону двери. Она знала, необходимо повиноваться. Когда Серила поднялась, кутаясь в одеяло, матрос не стал его отнимать. Она ощутила такую благодарность, что слёзы подступили к глазам. Уверившись, что пленница следует за ним, колсидеец двинулся вперёд. Серила шла опасливо и осторожно, точно выходя в новый неведомый мир, крепко держа обеими руками одеяло, она шагнула через порог. Она торопилась за матросом, не поднимая глаз. Серила хотела было зайти в свою прежнюю каюту, но окрик провожатого заставил её вздрогнуть и съёжиться. Она вновь засеменила прямо за ним, и он привёл её в покое сатрапа. Серила ждала, что матрос по крайней мере постучит в дверь, это дало бы ей хоть несколько мгновений, чтобы приготовиться. Ничуть не бывало. Колсидеец попросту распахнул дверь и нетерпеливым жестом велел ей входить. В лицо ударила волна перегретого воздуха, погода стояла тёплая, отчего неизбежно усиливались все корабельные запахи, но здесь смердела ещё и болезнью и человеческим потом. Серила даже попятилась, но матрос не ведал пощады. Он схватил её за плечо и впихнул в каюту. Сатрап повторил он и захлопнул дверь. Серила прошла в удушающе жаркий чертог. Там было тихо и темновато. Похоже, там даже наводили порядок, но весьма небрежно. Брошенная одежда, прежде валявшаяся на полу, теперь висела по спинкам кресел. Курильницы, в которых жгли для сатрапа травы, были вытряхнуты, но не вычищены, запах виднелись круглые пятна, оставленные липкими донышками. Из-за тяжелых занавесей, прикрывавших огромное окно, доносилось гудение одинокой мухи, упорно старавшейся расшибить лоб остекло. Сатрапский чертог выглядел таким знакомым, и это было неправильно. Серила медленно моргнула. Она точно пробуждалась от очень скверного сна. Какое право имело эта каюта с ее обжитым беспорядком, оставаться прежней после того, через что прошла она сама. Она огляделась, затуманенное состояние понемногу проходило. Пока ее держали в заперти и насиловали в нескольких шагах от этого места, для Сатрапа и его пристных жизнь шла своим чередом. Ее отсутствие не внесло в их жизнь никаких перемен. Они жрали от пуза и напивались, слушали музыку и резались в азартные игры, словом, с жиру бесились. Серила вдруг взбесила, неряшливая защищенность их жизни. Яростная сила переполнила все ее существо еще немного, и она начала бы крушить стулья, стены, расколошматила бы столиком огромное цветное окно и принялась бы швырять в море вазы, статуи и картины. Она ничего этого не сделала. Она просто стояла, наслаждаясь собственной яростью, впитывая ее как живительный бальзам. Это была не настоящая сила, но ничего, хватит, чтобы продержаться. Сперва ей показалось, будто в огромной каюте совсем никого не было. Но нет, из недр выпотрошенной кровати раздался жалобный стон. Серила плотнее закуталась в одеяло и подошла. Среди смятого белья на постели распростерся сатрап. Его лицо было очень бледно, волосы прилипли к лбу, от него пахло тяжким нездоровьем. Одеяло, валявшееся на полу подле постели, провоняло блевотиной и желчью. Он почувствовал взгляд Серила и открыл глаза. Моргнул слипшимися ресницами, потом увидел ее. Серила прошептал он, ты вернулась, благодарение са, а я, боюсь, умираю. Очень надеюсь, что так оно и есть. Серила выговорила это очень раздельно, глядя на него в упор, он сжался под ее взглядом, глаза у него глубоко запали, белки сплошь в кровавых прожилках, руки, цеплявшиеся за край покрывала, зримо дрожали. Столько дней прожить в страхе, подумалось ей, и вдруг обнаружить, что человек, отдавший меня на расправу, лежит пластом, больной и изможденный. Какая ирония! Зрелище вправду было не из приятных. И самое скверное, что в исхудавшем лице молодого сатрапа наконец-то проявилось явственное сходство с покойным отцом. Мучительно было видеть это сходство, но некоторым образом оно еще больше укрепило дух Серилы. Нет, она не станет тем, во что Казго намеревался ее превратить. Не получится. Она отшвырнула одеяло, которым прикрывала наготу, подошла к шкафу с одеждой и Настя распахнула его створки. Сатрап, кажется, смотрел на нее, ну и пусть смотрит. Отныне ей было все равно. И в этом заключалась еще одна сторона ее мести. Она принялась вытаскивать и бросать на пол его одежду, разыскивая, что-нибудь более-менее чистое, во что она могла бы облачиться. Большинство нарядов неистребимо провоняло дурманными курениями и притерными духами, ну, наконец, Серила откопала пару свободных белых панталон и красную шелковую рубашку. Штаны оказались широковатые, и она перепоясала их тончайшим черным шарфом, потом взяла одну из его щеток для ухода за волосами, с отвращением вычистила из нее волосы Казго и принялась так усердно расчесывать и приглаживать свои каштановые пряди, как будто тем самым стирала с них следы прикосновения колсидийца. Казго наблюдал за ней с тупым недоумением на лице. Я послал за тобой, заметил он наконец, после того, как Кикки слегла, и никого не осталось, чтобы за мной поухаживать. Мы тут так славно веселились, и вдруг это хвороба. Все разболелись, да так внезапно. Вельможа Дарден просто взял, да и помер как-то вечером, прям за картами. А потом и остальные свалились. Он понизил голос, подозреваю, нас отравили. Никто из команды не заболел, только я и мои верные спутники. И к тому же капитану похоже плевать. Они присылают сюда слуг, чтобы ухаживали, но те либо сами больные, либо просто дураки. Я перепробовал все лекарства, но ни одно мне не помогло. Пожалуйста, Серила, не оставляй меня здесь одного умирать. Не хочу, чтобы меня выкинули за борт, как Дардена. Серила как раз заплетала волосы в косу, чтобы они не лезли в глаза. Потом повернулась туда и сюда, разглядывая свое отражение в зеркале. Ее кожу покрывала желтоватая бледность, на одной щеке были еще видны не до конца рассосавшиеся синяки. Возле ноздри запеклась кровь. Она подняла с пола одну из рубашек Казго и высморкалась в нее. Потом встретилась глазами со своим отражением и с трудом узнала себя. У нее был взгляд запуганного, но при том и обозленного зверя. Я стала опасной, подумалась ей. Вот в чем вся разница. Она повернулась к Сатрапу, а мне-то какое до тебя дело? усмехнулась она. Ты отдал меня ему, бросил как собаке косточку. А теперь хочешь, чтобы я заботилась о тебе? Она посмотрела ему прямо в глаза. Всей душой надеюсь, что ты так и подохнешь. Ей очень хотелось, чтобы до него дошло каждое ее слово, и чтобы он со всей очевидностью понял, насколько она была далека от того, чтобы шутить. — Да как ты можешь так говорить, заныл он? Я же Сатрап. Если я умру, не оставив наследника, Джамилия не звергнется в хаос. Жемчужный трон никогда не оставался незанятым ни разу в течение семнадцати поколений. Она улыбнулась в ответ. Трон уже пуст. На нем никого нет уже сейчас. Не знаю, как там управляются твои придворные, но все то же самое они будут делать и после твоей смерти. Быть может, они даже и не заметят ее. Она вновь пересекла каюту, направляясь туда, где стояли его шкатулки и сундучки с драгоценностями. Все лучшее решила она наверняка лежит в тех из них, что крепче всего заперты. Небрежным движением она подхватила шкатулку, покрытую изысканной резьбой, подняла ее над головой Серила не стала унижаться, делая вторую попытку. Ладно, она удовольствуется и простым серебром золотишком. Она взялась за один из незапертых сундучков и наугад прошлась по его выдвижным ящичкам, выбрала себе серьги и ожерелья. Казго выставил ее вон, точно принадлежавшую ему шлюху, которой он имел право распоряжаться. Теперь он мог и должен был расплатиться с ней за это, причем множеством а кроме того, то, чем она сейчас завладеет, станет, быть может, ее единственным богатством, после того, как она покинет его в удачном. Серила унизала свои пальцы дорогими перстнями, обвела себе лодыжку толстой золотой цепью. Ей никогда не нравились подобные украшения, но теперь она ощущала их, как некое подобие доспеха. Раньше она считала своей броней и богатством совсем другие ценности. Ум, ученость, положение при дворе, теперь все то, чего она стоила, было на ее теле. От этого ее гнев только возрастал. «Чего ты от меня хочешь?» спросил он, пытаясь изобразить властность. Он даже приподнялся, но тут же с астоном рухнул обратно на постель. И захныкал уже не в силах приказывать, «За что ты так меня ненавидишь?» Кажется, он искренне не понимал, что произошло. Это так поразило Серилу, что она решила ответить. «Ты отдал меня грубому скоту, который без конца бил меня и насиловал. Ты сделал это намеренно. Ты знал, какие мучения я терплю, но и пальцем не пошевелил ради меня. Пока тебя самого как следует не припекло, ты и не вспоминал обо мне, не задумывался, что же со мной сталось. Тебя, похоже, что ты так уж сильно пострадала. Ты ходишь и разговариваешь, как ни в чем не бывало. И жестоко ко мне, в точности, как и раньше, вы, бабы, вечно такой шум поднимаете из-за пустяков, как будто не то же самое. Мужчины по самой природе своей все время делают женщинами. Ты мне отказывала в том, для чего на свет появилась. Он капризно мял одеяло. Насилие это чушь, которую придумали женщины. Вам нравится притворяться, будто мужчина украл у вас нечто такое, чего на самом деле у вас бездонный запас. Ничего с тобой не случилось. Верно, шутка вышла чуточку грубоватая. Ладно, признаю, но я не заслужил, чтобы из-за нее умирать. И Казго отвернулся к переборке. Вот умру, сказал он с каким-то детским удовлетворением, и тогда-то тебе вправду достанется. В этот миг Серила не задушила его своими руками, только потому, что доля истины в его последних словах все же имелась. Она ощутила беспредельное презрение к этому человеку. Он не только не имел ни малейшего понятия о том, что сделал с ней. Хуже, он вообще не был способен этого постичь. И это родной сын мудрого некогда сделавшего ее своей сердечной подругой немыслимо. Однако делать нечего. Серила задумалась о том, что следует предпринять, дабы упрочить свое положение. Ныне и в будущем, как остаться в живых, а может быть, и освободиться. Сам того не желая, Сатрап подсказал ей ответ. Наверное, сказал он и жалобно шмыгнул носом, я должен сделать тебе подарки и всякие почетные пожалования, и тогда ты позаботишься обо мне, так? Вот именно, холодно отвечала она, а про себя подумала, раз ты сделал меня шлюхой, получи же самую дорогостоящую шлюху, какие только бывают. Она подошла к письменному столу, надежно приделанному к переборке, сбросила в него грязную одежду и тарелку с заплесневелыми деликатесами, разыскала лист пергамента, перо и чернила, положила их на стол, подтащила стул и уселась. Перемена позы породила в измученном теле новую боль. Серила помедлила хмуре брови, потом подошла к двери и резко распахнула ее. Торчавший снаружи матрос вопросительно посмотрел на нее. Сатрапу необходимо принять горячую ванну, сказала она непререкаемым тоном, пусть сюда принесут лохань, чистые полотенца и несколько ведер горячей воды, быстро. И она захлопнула дверь, прежде чем матрос успел что-либо сказать. Потом вернулась к писемному столу и взялась за перо. Не нужна мне горячая ванна, снова заныл казгу. Я слишком устал. Может прямо здесь на постели меня как-нибудь оботрешь? Может и оботру, когда сама мыться закончу. Помолчи, я думать пытаюсь, сказала она вслух, и с пером на готове принялась приводить спросил Сатрап. Сочиняю документ, который ты немедля подпишешь. Помолчи. Нужные формулировки не сразу являлись на ум. Не так-то просто в одночасье изобрести новую должность, причем для себя лично. Сатрапу предстояло назначить ее в удачной своим постоянным послом, соответствующим жалованием, с домом и слугами, достойными ее высокого положения. Серила прикинула денежное выражение и остановилась на щедрой, но не чрезмерной сумме. Теперь, что касается полномочий, послушное перо так и летало над пергаментом, выплетая каллиграфическую вязь. Пить, хрипло, прошептал Казго. Потерпишь, ответила она. Вот докончу, подпишешь, тогда и воды дам. Честно говоря, таким уж опасно больным он ей не казался. Ну, то есть присутствовало некое нездоровье, но в основном поработала простая морская болезнь, усугубленная дурманными травками и вином. Добавить к этому отсутствие слуг и обожательниц, раньше неизменно находившихся при его особе, и он вправду поверил, будто умирает. Ну и отлично, и пускай себе верит, это ей только на руку. Перо Серилы ненадолго прервало свой стремительный бег, она склонила голову к плечу и задумалась. Среди лекарских припасов, взятых в путешествии имелось и рвотное, и слабительное. Следовательно, ухаживая в кавычках за ним, она вполне может позаботиться, чтобы он подольше не выздоравливал, а в остальном пусть живет, пока. После удачного он уже не будет ей нужен. Наконец, документ был составлен, и она отложила перо. Пожалуй, сказала она, пойду лекарства тебе приготовлю. Часть третья Разгар Лета Глава двадцать четвертая Корабль Золотые Сережки Молкин, похоже, радовался и гордился, глядя на то, как разросся его клубок. Шривер испытывала более сложные чувства. Численность змей, ныне путешествовавших с ними вместе, сулила более надежную защиту от любого врага. Но она означала также и то, что раздобытым съестным надо было делиться. Еще Шривер предпочла бы, чтобы побольше змеев были разумны. Увы, слишком многие исследовавших за клубком были всего лишь безмозглыми пожирателями пищи. Они тянулись к собратьям лишь потому, что так велел им инстинкт. Молкин же во время переходов и совместной охоты внимательно приглядывался к неразумным. Любого, кто подавал хоть какие-то надежды, хватали в объятия, как только клубок останавливался на отдых. Дело обычно происходило так. Келару с Сесурией ловили, выбранного вожаком, тащили его на дно и предоставляли ему извиваться и биться в их могучих кольцах, пока он не начинал задыхаться. Тогда к ним присоединялся Молкин. Он выпускал яд, явился в юном в танце воспоминаний, пока они громко требовали от новичка, чтобы он вспомнил и вслух назвал свое имя. Иногда они добивались успеха, иногда нет. Не каждый из тех, у кого всплывало в памяти собственное имя, надолго удерживал качество личности. Кто-то так и оставался полуразумным простачком, кто-то ко времени следующего прилива вновь скатывался в животное состояние. Однако иные полностью приходили в себя и крепко держались за вновь обретенную способность к мышлению. Были и такие, кто по нескольку дней бесцельно тащился за клубком, а потом вдруг заново обретал и забытое имя, и привычку к достойному обхождению, так что разумная сердцевина клубка со временем разрослась до двадцати трех змеев. Еще два раза постолька, если не больше, клубилась поодаль. Это было крупное сообщество. Даже самый щедрый податель не мог досыто накормить всех. Каждый раз, сворачиваясь для отдыха, они размышляли о будущем. Ответы Моулкина их не удовлетворяли. Он выражался со всей доступной ему ясностью, но его слова только смущали умы. Шривер чувствовала за пророчествами Моулкина недоумение и растерянность самого прорицателя, и всю ее переполняло сочувствие к вожаку. Иногда она даже боялась, как бы остальные не накинулись на него, вымещая разочарование и поневоле тосковала о минувших днях, когда их было всего-то трое, она сама досисурия с Моулкином. Однажды вечером она шепнула об этом вожаку, но тот в ответ упрекнул ее. Наш народ сделался малочислен, к тому же обстоятельства нашей жизни таковы, что по неволе приводят в смятение. Если мы вообще намерены выжить, надо нам собирать к себе всех, кого только можно. Это первейший закон доброловища. Нужно породить множество, чтобы дать возможность выжить хоть горстки. породить. Порождение новых жизней есть перерождение прежних. Это и есть тот зов, которому мы теперь внимаем. Минул срок нам быть змеями. Мы должны найти ту, кто помнит, и она поведет нас туда, где мы возродимся в обличии новых существ. От его слов по всей длине ее тела пробежал озноб, но был он вызван предвкушением или ужасом, она сама не взялась бы сказать. Другие змеи придвинулись ближе, слушая Моулкина. Вопросы пошли густым косяком. Какие такие новые существа? Переродиться это как? А почему наш срок миновал? И кто кто даст воспоминания? Громадные глаза Моулкина налились медью и медленно замерцали. Чешуя засияла яркими красками. Он боролся, Шри замерцем это по-хлеще, чем целый день спешного плавания. Еще Шри Ривер понимала, что собственные невнятные ответы его самого удовлетворяют столь же мало, как и слушателей. Мы станем такими же, сказал он наконец, какими были когда-то. Оттуда наши воспоминания, которых мы сами не можем понять, и пугающие сновидения. Не пытайтесь отделаться от них, не гоните их, а размышляйте над ними. Старайтесь вытащить их на поверхность и разделить с ближними. Он помолчал, а потом продолжал несколько медленнее и менее уверенно. Мы опаздываем с перерождением. Так сильно опаздываем, что я уже боюсь, что-то пошло не так. Но все же придет кто-то, кто вернет нам память. Придут те, кто поведет и защитит нас, и мы сразу узнаем их, а они нас. Та серебристая подательница тихо напомнился Суре, и мы последовали было за ней, но она нас не узнала. Силик осторожно вплелся в самую сердцевину отдыхающего клубка. Серебро, серебристо-серое, прошипел он, помнишь, Келару, как секрис разыскал то громадное серебристо-серое существо и пригласил его с нами? Плох помню. Негромко протрубил Келару, открыл и закрыл круглые глаза, отливавшие серебром. Они вспыхивали изменчивыми радужными цветами, разве что как сон, очень скверный сон. Мы собрались кругом него, а оно напало на нас, оно стало метать в нас такие длинные зубы. Силик свернулся узлом, потом узел стал перемещаться по его телу, пока не достиг глубокого шрама. Чешуи на месте старой раны были толстые и неровные. Вот сюда он меня укусил, хрипло прошептал красный змей. Укусил, но есть не стал. И он глубоко заглянул Келару в глаза, словно ища подтверждение. Помнишь, как ты вытащил из моего тела тот зуб? А то он застрял и рана начала загнивать. Келару опустил веки? Не помню, проговорил он с сожалением. По чешуям молкина волной прокатилась рябь. Золотые глазчатые пятна сверкнули ярче, чем доводилось в течение очень долгого времени. Что? Спросил он, не в силах поверить. Серебряное создание напало на вас? Напало! В голосе вожака зазвучал гнев. Да как такое возможно, чтобы тот, кто источает аромат воспоминаний, напал на тех, кто к нему обратился за помощью? Он мотал громадной головой туда и сюда, грива налилась ядами и поднялась дыбом. Не понимаю, вдруг вздревел он. О подобном не сохранилось не то, что памяти, даже запаха памяти. Да как могло такое произойти? Где же та, кто помнит? Может, серебряные тоже все позабыли? Мрачно пошутил Телар, зеленый певец. Его разум не обрел особой силы с того времени, когда он сумел вспомнить свое имя. Все, что удавалось Телару, это удерживать свою личность. И никто не мог рассказать, каким он был до того, как утратил память. теперь это был всего лишь тонкий как хлыст змей, склонный к черному юмору и колким замечаниям. И при всем том, что он сумел вспомнить себя, пел он нечасто. Молкин крутанулся к Телару. Его грива жестко торчала во все стороны, чешуя блистала яркими красками. Забыли? Проревел он с возмущением и изумлением. Это ты увидел в памяти о сне? Или песня какая-нибудь рассказывает о временах, когда все все позабудут? Телар прижал гриву к шее, подчеркивая тем самым свою малость и незначительность. Я всего лишь пошутил о великий. Прости мрачному менестрелю злую шутку, вожак. Прости меня. Однако было в твоей шутке и зерно истины, смягчился Молкин. Слишком многие из нас утратили память. Неужели случилось так, что и те, кто должен бы помнить наши хранители памяти, что и они оплошали? Унылое молчание сопроводило его слова. Если все действительно обстояло именно так, это значило, что они были покинуты. А стало быть, у них не было будущего. Лишь бесцельные скитания, в то время как одна за другой будут гаснуть присущие им искра сознания, пока последнюю не поглотит мрак. Змеи невольно переплелись теснее, прижимаясь друг к другу, словно это могло помочь им подольше не расставаться с надеждой, сколь бы призрачной она ни была. Молкин неожиданно высвободился из недр клубка, очертил громадный круг возле них и заплясал, свиваясь медленными петлями. Думайте, призвал он своих спутников, давайте думать все вместе, давайте предположим, что это воистину, так и поразмыслим, что из этого следует. Получается, что можно многое объяснить. Мы с Ашривер из Сесурии видели серебряное существо, и оно пахло, как та, кто помнит, но оно не обратило на нас никакого внимания. Келаро с Селиком видели кого-то серо-серебряного, но когда Аксикрис, предводитель их клубка, попробовал достучаться до его памяти, серо-серебряный на них напал. Молкин извернулся, поворачиваясь к остальным. А разве не так вели себя вы сами, когда утратили память. Вы отворачивались друг от дружки и не отвечали, когда я вас спрашивал. И вы даже нападали на собратья в споре с ними из-за добычи. Он выгнулся назад, показывая белое подбрюшье, и стремительно пронесся мимо. «Вот теперь все ясно», протрубил он. «Наш Менестрель провидел истину. Они забыли. Значит, мы должны заставить их вспомнить нас». Клубок молчал, благоговея и ужасаясь, и даже неразумные, собравшиеся для отдыха в разрозненные клубки, расцепляли свои петли, чтобы понаблюдать за торжествующим танцем Молкина. Ожидание чуда, светившееся во множестве глаз, заставило Шривер устыдиться собственных сомнений, но отделаться от них она все равно не могла. «Каким образом?» спросила она. «Каким образом мы заставим их вспомнить нас?» Молкин внезапно понесся прямо на нее, обвил кольцами, крепко стиснул и выдернул из клубка, вовлекая в свой танец. Она двигалась вместе с ним, дыша его ядами. Они были напоены сумасшедшей, освобождающей радостью, да так же, как мы пробудили своих соплеменников. Мы найдем кого-нибудь из серебристых, загородим ему путь и потребуем, чтобы он назвал свое имя. Как легко было поверить, танцуя вместе с Молкином, что такое вправду возможно. Да, они разыщут серебряное создание, источающее запах воспоминаний, заставят его вспомнить свое предназначение и поделиться с ними памятью, и тогда они будут спасены. Неведомо как, но спасены. И вот она смотрела на тень, скользившую между ними и светом из пустоплеса, и недоумевала. Вот уже много дней они разыскивали серебристого. Потом, наконец, они уловили запах, и Молкин погнал их вперед, редко, редко позволяя остановиться на отдых. Отчаянная погоня довела некоторых из них почти до полного истощения. Стройный телар утратил яркость окраски и совсем отощал. Многие из неразумных и вовсе отстали, не умея или не желая выдерживать заданную Молкином скорость. Может, они догонят их позже, а может, так и затеряются позади. Так или иначе, пока мест Шривер была способна думать только о большом существе, которое двигалось над ними, словно стремясь к какой-то цели. Клубок неприметно двигался в отбрасываемой им тени. Теперь, когда все сбылось и они догнали серебристого, казалось, даже, Молкина стала смущать предстоявшие им деяния. Хотя бы уже потому, что толщиной своей это создание превосходило всех змеев клубка вместе взятых, а по длине равнялось даже великану Келару. Ну и что нам теперь делать? Напрямик спросил Келар. Обвить такое существо и утащить его вниз нам не под силу. Это все равно, что с китом драться. Вообще-то кита одолеть дело не такое уж и невозможное, заметил Келару с уверенностью происходившей от осознания своих размеров и силы. Его грива начала подниматься. Драка конечно была бы еще та, но нас же много. Какой кит уйдет от клубка? Не стоит начинать с нападения, проговорил Моулкин. Шривер смотрела на него и видела, как он собирается с силами. Эти силы были не телесного свойства. Даже наоборот, чем ярче разгорался его дух, тем слабее делалась плоть. Иногда ей хотелось убедить его поберечь себя хоть немного, но она знала, что подобный спор не стоило и затевать. Вот их провидец вытянулся во всю длину, его чешуя вздыбилась и опала, ложные глаза на боках вспыхнули золотом, грива начала дыбиться, и вот наконец каждый шип предельно напрягся, полный жгучего яда. Медные глаза целеустремленно сверкнули «Ждите, пока не позову», предупредил он собратьев. Они повиновались ему, он же устремился наверх, навстречу огромной серебряной тени. Это существо не было подателем, от него не разило застарелой кровью и дерьмом, как от тех, кто снабжал их съедобной мертвичиной, да и двигалось оно гораздо быстрее подателей, хотя аж Ривер сколько не смотрела, так и не смогла обнаружить у него ни половников, ни хвоста. В задней части округлого брюха имелся, правда, какой-то плоский отросток, но серебряный не пользовался им при движении. Он без усилия скользил по поверхности доброловища, грея спину под солнцем пустоплеса. Казалось, у него нет ни гривы, ни чешуи, и тем не менее Молкин окликнул его. Клубок Молкина приветствует тебя, собрат. Мы явились того, кто помнит. Не тебя ли нам случилось искать? Серебряный не подал ни малейшего знака, что вообще слышал Молкина. Его скорость ни на йоту не переменилась. Он вел себя так, словно попросту не замечал присутствия змея. Молкин некоторое время держался с ним вровень, терпеливо дожидаясь ответа. Потом снова окликнул его. Все понапрасну. Тогда Молкин рывком устремился вперед, обгоняя Серебряного и мощно тряхнул гривой, высвобождая ошеломляющее облако ядов. Существо прошло сквозь это облако, так, словно его там не было вовсе. Оно даже не замедлило хода. Яд совсем не подействовал на него. Лишь когда Серебряный оставил облако позади, Шривер сумела кое-что уловить. Легкую дрожь блестящего тела, как если бы незнакомцу стала самую малость не по себе. Это был отклик настолько слабый, что его откликом-то грешно было называть. Но все же Шривер воспрянула духом. Пусть сколько угодно притворяется, будто ему нет до нас дела, сказала она себе. Он все же заметил нас. И это уже что-то. Молкин, видимо, почувствовал то же, что и она. Еще бросок, и он перекрыл Серебряному дорогу. Теперь тому оставалось либо столкнуться с ним, либо придержать свой бег. Я Молкин, вожак клубка Молкина. Я требую, чтобы ты назвал свое имя. Серебряный ударил Молкина и прошел по нему так, словно ему на пути встретилось скопище водорослей. Но Молкин был далеко не водорослью. От него оказалось не так-то легко отмахнуться. Назови свое имя, проревел он. И со всего маху бросился на Серебряного и клубок последовал за вожаком. Обвить Серебряного они так и не смогли, сколько не пробовали. Оставалось бить его и толкать. Темно-синий Келару даже с разгона протаранил его, нанеся удар, от которого сам чуть не лишился сознания. Сесурия же, знай, хватал существо за его единственный плавник. При этом каждый испускал свои самые сильные яды, так что все успели надышаться ими с избытком. Их нападение замедлило ход Серебряного существа и, похоже, сбило его с толку. Шривер услышала тонкий пронзительный крик. Неужели Серебряный пел в пустоплесе при солнечном то свете? Она успела вдохнуть столько бестолково намешанных ядов, что у нее самой голова шла кругом. Но все же она подняла эту самую голову и высунула ее в пустоплес. Именно там, к ее искреннему удивлению, оказалось и лицо существа, и все его плавники, да к тому же такие, каких ей еще не приходилось видеть, у него отсутствовала грива, зато имелись громадные белые крылья, развернутые как у чайки, надумавшей сесть на лик доброловища. А еще тело Серебряного кишело какими-то паразитами. Они-то и издавали пронзительный писк, подпрыгивая и цепляясь заверх его тела и за крылья, при виде шривер, они заметались пуще прежнего. Осмелев, она высунулась в пустоплес так высоко, как только смогла, сунулась прямо в нос Серебряному и, что было мочи, тряхнула своей относительно небольшой грифкой, трубя во весь голос «Кто ты?» Грифа отчаянно хлистала его, ядовитые железы истекали жалящей влагой «Шривер из клубка молкина требует, чтоб ты отдал ей память!» Он вскрикнул облитый ее ядом, вскинул к лицу свои странные плавнички и стал тереть ими голову. Паразиты носились туда и сюда, по его спине вереща тоненькими голосами. Серебряный вдруг резко накренился. Шривер уже решила было, что он надумал нырнуть, спасаясь от нее, но потом увидела, что он сделал движение не по своей воле. Оказывается, мол, Кин сумел объединить усилия всего клубка, и они сообща потеснили Серебряного, заставив его повалиться на бок. Его белое крыло коснулось воды, и оттуда в доброловище списком упал паразит. Один из неразумных немедленно высунулся и подхватил его. Пример оказался заразительным, вся стая неразумных кинулась вперед. Они набросились на Серебряного с яростной силой, которая уж точно не входила в намерение мулкина. Серебряный отчаянно закричал и принялся размахивать плавничками в попытке отбиться, но это только раззадорило неразумных, их яды бессмысленно изливались, затуманивая и без того отравленное доброловище. Вещества, предназначенные глушить рыбу для еды, мешались с теми, что обычно отпугивали акул, и этакой-то жгучей смесью приходилось дышать. Теперь Серебряного толкали и колотили в основном неразумные. Мулкин же и его клубок носились поблизости кругами, вновь и вновь требуя, чтобы существо произнесло свое имя. Паразиты падали в воду один за другим, бешено хлопали белые крылья, раз за разом погружаясь в доброловище то с одной стороны, то с другой. И вот, наконец, им удалось почти совсем уложить его на бок. Гигант Келару прыжком выметнулся в пустоплес и всей тяжестью обрушился на незащищенный бок существа. За ним без промедления последовали и другие змеи, как разумные, так и безмозглые. Они выпрыгивали из воды, хватая твердые, торчащие кости и трепещущие крылья Серебряного. Он изо всех сил старался выпрямиться, но их было слишком много. У него просто не хватало силы отбиться. Навалившаяся тяжесть постепенно увлекла его вниз, прочь от пустоплеса в глубину доброловища. Когда он погружался, с него начали прыгать в воду последние оставшиеся паразиты, но тщетно повсюду их ждали жадно распахнутые зубастые пасти. Твое имя требовал Моулкин все время, пока они тащили его вниз. Скажи нам свое имя. Существо ревело и яростно отбивалось, но не произносило ни слова. Моулкин рванулся к нему и обхватил как мог переднюю часть его тела и затряс гривы прямо перед лицом Серебряного, окутывая его плотным облаком ядов. Говори, приказал он, вспоминай за себя и за нас, дай нам свое имя, как тебя называли. Серебряный все еще боролся. Крохотная головка и ручки судорожно дергались в могучей хватке Моулкина, в то время как несообразно раздутое тело оставалось неподатливо жестким. Его крылья намокли и отяжелели, часть хрупких косточек сломалась в бою, но он все еще силился вынырнуть назад в пустоплес. Совместных усилий змеев только-только хватало на то, чтобы удерживать его ниже поверхности. О погружении ко дну и речи не шло. Говори, властно требовал Моулкин, скажи всего одно слово, скажи лишь свое имя и мы отпустим тебя. Разыщи свое имя, вытащи его наружу, потому что ты помнишь его, мы знаем, ты помнишь, мы чуем запах твоей памяти. Серебряный продолжал калашматить пророка. Его рот раскрывался в крике и крик был похоже осмысленным. Только вот понять ничего не удавалось, а потом он вдруг замер, малюсенькие карие глазки распахнулись широко-широко, вот он раскрыл рот и беззвучно закрыл его и обмяк в кольцах Моулкина. Шривер поневоле зажмурилась. И так Серебряный умер. Мы убили его, ни за что, ни про что. И чего мы этим добились? Она ошиблась. Серебряный неожиданно заговорил. Шривер немедленно раскрыла глаза. Его голос был очень тонок и казался бесплотным, а тщедушные ручки пытались заключить Моулкина в объятия. Я был драквием, но больше я не драквием. Я мертвое создание, глаголище устами своих воспоминаний. Он силился трубить, но это был жалкий, пескливый, едва слышный звук. Весь клубок придвинулся ближе и замер, благоговейно прислушиваясь. Это произошло в одни перемены, продолжал драквием. Мы поднялись вверх по реке, туда, где ил памяти был очень хорош и лежал густо. Мы соорудили себе коконы, оплетя свои тела нитями воспоминаний. Наши родители омывали нас илом памяти, давая нам имена и делясь воспоминаниями. Они с любовью наблюдали за нами, наши старые друзья. Под синими небесами они праздновали нашу перемену. Они громко приветствовали нас, когда наконец мы вышли на берег и жар и солнечный свет стал сушить наши панцири, а мы сами в это время менялись. Слой за слоем окутывали нас воспоминания и ил памяти. Это было время радости. Наши родители расцвечивали небеса яркостью своей окраски и наполняли его звуками своих песен. Нам предстояло отдыхать, пережидая холодную пору, чтобы проснуться и выйти из коконов, когда дни снова станут долгими и жаркими. Серебряный закрыл глаза, словно испытывая сильную боль. Он прижимался к Молкину, будто был его собратом по клубку. А потом, продолжал он, весь мир внезапно сошел с ума. Земля разламывалась и тряслась. Горы лопались, извергая горячую алую кровь. Солнце померкло. Даже внутри своих коконов мы ощущали, как омрачилось все вокруг. Налетели жаркие ветры, и мы услышали страшные крики своих друзей. Воздух изменился, и они не могли больше дышать. Но даже задыхаясь и падая на земь, они не бросили нас. Они оттащили нас в убежище. Это было много жизней назад. Они не могли спасти многих, но они пытались, о, они пытались. Они сказали нам, что это только на время. Только до тех пор, пока сверху не перестанет сыпаться пыль, пока небо снова не засверкает синевой, а земля не успокоится и не прекратится дрогаться, но сумасшествие мира все продолжалось. Земля корчилась под нами, горы полыхали огнем, леса горели, пепел и зола покрывали землю, удушая все живое, вода в реке стала гуще свернувшейся крови, воздух сделался непрозрачным, мы кричали из коконов, призывая своих друзей, но они один за другим перестали нам отвечать, а мы без солнечного света не могли вылупиться, мы лежали во тьме, окутанные коконами воспоминаний и ждали. Собратья по клубку слушали молча, молчали и неразумные, они пребывали в неподвижности, как прежде, обмотав тело серебряного и торчащие костлявые крылья, Молкин слегка дохнул ядом ему в лицо, продолжай, приказал он ласково, мы не понимаем о чем ты, но мы слушаем тебя. Не понимаете? То, что звался когда-то Драквием, тоненько рассмеялся, я и сам хотел бы что-то понять. Миновало долгое, очень долгое время, и появился какой-то новый народ. Эти создания были и похожи, и не вполне похожи на тех, кто пытался спасти нас. Мы радостно окликали их, будучи совершенно уверены, что они пришли наконец-то вытащить нас из темноты, но они нас не слышали. Наши бестелесные голоса казались им наваждением, от которого проще всего отмахнуться, а потом они стали нас убивать. Шривер ощутила, как пробуждается в душе надежда. Я слышал крики «Террия», говорил между тем Серебряный. Я не мог сообразить, что же произошло. Только что она была среди нас, и вдруг ее не стало. Прошло время, потом напали на меня. Их орудия пронзили и раскололи мой кокон, мою толстую и плотную скорлупу, свитую из воспоминаний. Потом он примолк, с трудом подбирая слова, потом они взяли мою душу и выбросили ее на холодные камни, и там она умерла. Но память осталась, ведь она была заключена в коконе. Они распилили меня на доски и создали из них новое тело. Они придали мне свой собственный облик, подпиливая и подтачивая, пока не извояли лицо и тело вроде тех, что присущим самим. А еще они напитывали меня своими собственными воспоминаниями. Пока в один прекрасный день я не пробудился, будучи уже не собой, они назвали меня золотые сережки, я стал их живым кораблем, их рабом. Он замолк. Сделалось очень тихо. Рассказывая, он уснащал свою речь словами, которых Шривер не понимала. Он говорил о понятиях и событиях, которых она не могла представить себе. Вот когда ей стало по-настоящему жутко. Она знала, это была повесть о разрушении одной из первоснов мира, о погублении всего ее рода, хотя почему так она не могла бы ответить. И она почти радовалась тому, что не может вполне постичь случившуюся трагедию. Молкин, еще сжимавший серебряного в своих объятиях, прикрыл глаза веками. Его телесные цвета потускнели, как от тяжелой болезни. «Я буду скорбеть по тебе, Драквий», сказал он затем. «Твое имя вызвало в моей душе эхо смутных воспоминаний. Мне даже кажется, мы с тобой когда-то знали друг друга. А теперь вот расстаемся, как незнакомцы, так и не сумевшие вспомнить, где и когда виделись. Мы отпустим тебя». «Нет, пожалуйста, не выпускай меня». Бывший Драквий, что было сил, схватился за Молкина, «Не выпускай». «Ты произносишь мое имя, и оно звенит в моем сердце, точно зов рассветного дракона». Я так долго не помнил себя самого. Они всегда держали меня при себе, ни под каким видом не оставляя в одиночестве, не позволяя моим истинным воспоминаниям всплыть на поверхность. Они слой за слоем накладывали на меня свои крохотные жизни, пока я не поверил, будто я сам один из них. Если ты отпустишь меня, они снова мной завладеют. Все начнется сначала, и, быть может, не кончится никогда. «Но что мы можем для тебя сделать?» Горестно вопросил Молкин. «Мы сами себе-то не умеем помочь, и ты, боюсь, только что поведал нам окончание истории всего нашего племени. Расчлените меня», умоляюще прозвучал тоненький голосок корабля, «Я всего лишь память дракве. Если бы он выжил, он сегодня стал бы одним из ваших провожатых, одним из тех, кто помогал бы вам счастливо добраться домой, но дракве больше нет. Я все, что осталось, несчастная скорлупа несостоявшейся жизни. Я всего лишь память, о, молкин, вожак клубка молкина. Я сказка, которую уже никто не расскажет. Так возьмите же мою память и сделайте ее своей. Если бы дракве пережил свое превращение, он пожрал бы собственный кокон и таким образом вернул себе воспоминания. Он не сделал этого и уже не сделает. Так возьмите же их, сохраните эти воспоминания, вместо того, кто умер, так и не выкрикнув свое имя в небесную синеву. Запомните дракве. Веки молкина снова сползли на горящий медь глаз. Мы не самое надежное хранилище драквей. Откуда нам знать, долго ли еще мы сможем оставаться в живых? Так возьмите же мою жизнь, и пусть она наделит вас силой и стремлением к цели. Корабль отпустил молкина и решительно скрестил тонюсенькие ручки на узкой груди. Освободите меня! В конце концов они сделали то, о чем он их просил. Растерзали его на мелкие кусочки. Да еще и с удивлением обнаружили, что некоторая часть его плоти состояла из мертвых растений. Эти частицы были им не нужны, но серебряные кусочки, источавшие аромат воспоминаний, они подобрали и съели все до единого. Молкин взял себе ту его часть, что имела форму головы и торса. Шривер не показалось, чтобы дракове при этом испытывал страдания, во всяком случае, он ни разу не вскрикнул. Молкин же настоял на том, чтобы воспоминаний причастился каждый, без исключения собрат по клубку, и даже с неразумными поделились, хотя те сперва и уклонялись от дележки. Серебряные нити воспоминаний успели давным-давно высохнуть и стать жесткими и прямыми волокнами, но когда Шривер ухватила доставшийся ей кусок, то с удивлением обнаружила, как он размягчается и тает во рту, а стоило проглотить, и в сознании засияли яркие и четкие образы, ей показалось, будто она преодолела густое облако мути и выплыла в чистую прозрачную воду. Туманные поблегшие картины иных времен и иной жизни обрели живой цвет и внятные подробности. Шривер в восторге прикрыла глаза и принялась то ли вспоминать, то ли мечтать о ветре, несущем на себе ее крылья. Глава двадцать пятая Спуск совершенного Наивысочайший прилив ожидался непосредственно на рассвете, и потому работу заканчивали судорожными темпами, светя себе фонарями. Брэшин всю ночь не смыкал глаз, метался кругом корабля, отдавал распоряжение и ругался, на чем свет стоит. Совершенный был завален на один борт и пододвинут к воде настолько, насколько это было возможно, без того, чтобы не перенапрячь деревянные части. Корпус корабля, всемерно укрепленный изнутри распорками, и так скрипел и стонал, его даже начали конопатить, но не сильно с этим продвинулись. Брэшин хотел, чтобы каждая доска сама встала в удобное положение, когда вода приподнимет корабль. К тому же, чтобы наилучшим образом противостоять ударам волн и напору воды, корпус должен сохранять эластичность, а значит, совершенному надо будет дать некоторое время на то, чтобы дерево и вода сумели договориться без вмешательства человека. Весь его киль сейчас был обнажен. Брэшин тщательно простучал его молоточком, похоже, здесь все было в порядке. Да еще бы не быть, это же диво-древо, серебристо-серое и твердое точно камень. Тем не менее, Брэшин ни на какое еще бы полагаться не собирался. Он достаточно долго возился с кораблями, чтобы усвоить, все, что может сломаться, непременно сломается. Все, что не может сломаться, тоже сломается. Вообще, в том, что касается спуска на воду старого корабля, его снидало тысячи и одно беспокойство. Так, например, он заранее был готов к тому, что совершенный будет течь, как решето, пока его доски заново не разбухнут и не перекроют все щели. А балки и брусья, столько лет пролежавшие в одном положении, того и гляди, треснут или лопнут отставших непривычными напряжений. В общем, случиться могло все, что угодно. А что никому не угодно, в особенности. Как хотелось бы брешено, чтобы в их распоряжении было побольше деньжат, а значит, имелась возможность нанять для предстоявшего дела по-настоящему опытных мастеров кораблестроителей и хороших рабочих. Увы, ныне в его распоряжении был лишь собственный опыт, накопленный годами плавания по морю, и труд людей, которые в это время суток обычно дрыхли, пьяные в зюзю. Вот такие обнадеживающие перспективы. Но все бы ничего, если бы не отношение к происходившему самого совершенного. Увы, в этом плане по ходу работы мало что изменилось. Корабль, хоть и стал с ними разговаривать, но настроение у него менялось слишком бурно и непредсказуемо. Да и то почти всегда в худшую сторону. Все радостные чувства были давно и прочно забыты. Он сердился, был мрачен, жалобно ныл или бормотал точно умалишенный, а в промежутках предавался молчаливой жалости к себе, бедному и несчастному. Получалось это у него до того здорово, что Брешан не единожды тихо жалел, был бы ты на самом деле мальчишкой, я бы дурь-то из тебя быстренько вместе с пылью повытрес. Он крепко подозревал, что умением владеть собою его корабль вообще был не сильно обременен. Его этому просто не научили. Брешан объяснил Альтии и Янтарь, что в том-то и крылся корень всех бед совершенного. Никакой самодисциплины. Значит, надо привнести дисциплину внешнюю и поддерживать ее неукоснительно, пока совершенные не обучатся самообладанию. Спрашивается, однако, каким образом сделать должное внушение кораблю. Все втроем они обсуждали этот жгучий вопрос за кружечкой пива несколькими сутками ранее. Тот вечер выдался удушливым и влажным. Клев приволок им пива из города, конечно, самого дешевого, какой только нашел, и все равно они еле-еле могли его себе позволить. День, однако, выдался до нельзы утомительно, да еще и совершенный, пребывал в необычайно, даже по его меркам, пакостном расположении духа. Они уселись в тени, которую отбрасывала корма. Сегодня совершенный, не дать не взять, полностью впал в детство. Обзывался, швырялся песком. Это последнее давалось ему особенно просто, поскольку лежал он теперь почти совсем на боку и свободно дотягивался рукой до земли. На него кричали, его бронили, все без толку. Кончилось тем, что Брэшин попросту сгорбился в три погибели и продолжал работать, делая вид, будто не обращает внимания на град песка, который обрушил на него совершенный. А что ты можешь сделать, сказала помнится Альтия, у нее в волосах было полно пыли и грязи, выпороть его? Так он для этого малость великоват. И в кровать его раньше времени не уложишь, как капризного ребенка, и без ужина не оставишь. Не думаю права, чтобы у нас был какой-то действенный способ призвать паршивца к порядку. Наверное, придется его скорее задабривать. Янтарь отставила недопитое пиво. Ты говоришь о наказаниях. А мы начали с того, как бы научить его дисциплине. Альтия призадумалась, потом сказала, начинаю подозревать, что это две разные вещи. Вот только как ты отделяешь одно от другого, не очень пойму. Я-то рад попробовать что угодно, лишь бы это научило его должному поведению. Вообразите только, что за удовольствие будет плавать на корабле, который ведет себя, как он сейчас. Брррр, если мы не сумеем сделать его по-настоящему управляемым, причем скоро, вся наша нынешняя работа неименуемо прахом пойдет, высказал Брешин свое главное и глубочайшее опасение. Как бы он еще вовсе против нас не обратился. Допустим, разразится шторм, или пираты насядут, возьмет, да всех нас попросту поубивает. И, понизив голос, все-таки добавил, ему ведь уже доводилось. Все мы знаем, что он на это способен. Сказав так, он затронул очень больную тему, настолько больную, что даже между собой они ни разу вслух не обсуждали ее. Бывало, они подбирались к ней то с одной стороны, то с другой, но чтобы вот так напрямую никогда. Даже и теперь слова Брррр, она сопроводила напряженная тишина. Чего все-таки он хочет? Спросила Янтарь, обращаясь сразу ко всем. Самодисциплина, это, знаете ли, нечто такое, что должно идти изнутри. Он должен желать помогать нам. А это желание может произрасти только из его собственных устремлений. В идеальном случае он должен бы мечтать о чем-то таком, что в нашей власти было бы предоставить ему. Или отказать ему в этом, смотря по его поведению. И она нехотя добавила, выходит, как ни крути, а придется ему усвоить, плохое поведение может повлечь неприятности. Брэшен криво улыбнулся. Это тебе самой встанет дороже, чем ему. Я же знаю, стоит ему накупситься, и ты уже сама не своя. И как бы он весь день не паскудничал, вечером ты непременно идешь к нему, разговариваешь с ним, что-то рассказываешь, песни поешь. Янтарь виновата потупилась, перебирая пальцы толстых рабочих перчаток. Я чувствую, как ему больно. Созналась она наконец. Ему столько зла причинили. Его судьба столько раз в угол загоняла, никакого выбора не оставляя. И теперь он попросту в полнейшем смятении. Надеяться на лучшее он не отваживается. Сколько раз в прошлом он позволял себе понадеяться, и неизменно у него отнимали всю радость. Вот он и вбил себе в голову, что всякий человек, что бы он ни говорил и ни делал, по определению его враг. И он взял за правило бить первым, не дожидаясь, пока ударит его самого. Сущая стена, которую мы взялись проломить. Оно понятно. Ну, а делать-то что будем? Янтарь зажмурилась плотно, точно от боли. Потом вновь открыла глаза. Будем делать то, что всего труднее. И надеяться, что выбрали правильный путь. Поднявшись, она у корабля до самого носа, и когда она заговорила с носовым изваянием, Брэшан с Эльтией хорошо слышали ее голос, ясный и чистый, совершенный, сказала она. Сегодня ты вел себя просто и безобразно, а по всему я не буду в этот раз тебе ничего рассказывать. Мне жаль, что так получается. Если завтра ты будешь лучше следить за собой, обещаю вечером посидеть с тобой и поговорить. Совершенный молчал очень недолго. А не пошла бы ты со своими сказками, ответил он янтарь. Они все равно скучные и глупые. Из чего ты вообще взяла, будто мне нравится их слушать? Оставь меня в покое. Чхать мне на тебя. И всегда было чхать. Вот. Жаль мне, что ты так говоришь. А я еще раз повторю, чхать мне на тебя, глупая сука. Плохо расслышала? Чхать мне на тебя. Ненавижу. Всех вас ненавижу. Янтарь вернулась к Альтии с Брэшеном, ступая медленно и тяжело и молча уселась на бревно, с которого встала. Дело сдвинулось с мертвой точки, сухо заметила Альтия. Не успеем мы глазом моргнуть, как он станет паинькой. И вот теперь эти слова у Брэшена, в тысячный раз обходившего корабль и рабочих. Все было вроде сделано, все было наготове, оставалось только ждать, пока поднимется вода. Тяжелый противовес, насаженный на остатки сломанной мачты, должен был не дать кораблю слишком быстро выпрямиться, когда он всплывет. Брэшен еще раз посмотрел на баржу, стоявшую на якоре поудаля от берега. Туда он поставил неплохого работника, одного из немногих во вроде бы сложившейся бригаде, кому он действительно доверял. Звали мужика Хаф, он станет следить за отмашкой флажка в руках Брэшена и командовать работниками на Кабистане, что потянет совершенного к воде. Примечание. Кабистан — шпиль, вертикально расположенный ворот с ручным приводом, служивший для подъема якоря на парусных кораблях. На крупных судах, несших очень тяжелые якоря, Кабистан бывал даже многоэтажным, его ось проходила через несколько палуб, имея на каждые по шесть-восемь горизонтальных рычагов вымбовок. Кабистан мог быть использован и для подтягивания самого судна, например, против течения. Конец примечания. Внутри корабля в это время будут находиться другие рабочие, чтобы сразу привести в действие помпы для откачки трюмной воды, ведь та наверняка не замедлит появиться. Больше всего Брешин страшился за тот бог совершенного, который все эти годы сидел в песке, терся о камне и пребывал в распоряжении насекомых. Все, что можно было сделать изнутри, Брешин уже обеспечил. Еще был приготовлен подгруженный парусиновый пластырь, чтобы тотчас прикрыть этот борт, когда корабль окажется в воде и начнет выпрямляться. Если откроется сильная течь, напор воды сам прижмет парусину к доскам и плотная ткань до некоторой степени перекроет щели. Может даже потребуется снова вытащить совершенного на берег бывшим нижним бортом наверх для углубленного ремонта иконопачения. Этого Брешину до смерти не хотелось бы, но если уж на то пошло, он готов был на все, чтобы сделать упрямый корабль снова годным плаванию по морю. Он услышал легкие шаги за спиной и, обернувшись, увидел Альтию, тоже щурившуюся в направлении баржи. Вот она рассмотрела там Вахтинова и удовлетворенно кивнула, а потом вдруг похлопала Брешина по плечу. Это произошло до того неожиданно, что он даже вздрогнул. Да не изводись ты так, Бреш, сказала она, все как-нибудь образуется. А может и не образоваться, буркнул он мрачно. Его привело в замешательство и это прикосновение, и ее поддержка, и приятельская Бреш, вместо обычного Брешин. Неужели за последнее время они вправду вернулись к той дружеской фамильярности, что на одном корабле? Во всяком случае, теперь, разговаривая с ним, она смотрела ему прямо в глаза. Благодаря этому сразу многое упростилось. Наверное, Альтия, как и сам он, поняла, что в путешествии им так или иначе придется работать бок о бок, да, но вряд ли более. Брешин решительно загасил пробудившуюся было искорку надежды и не стал отвлекаться от обсуждения корабля. Где ты хочешь быть, пока будем спускать его? Спросил он ее. Что касается янтарь, то они уже договорились. Во время спуска на воду она будет находиться рядом с совершенным, ободряя его разговорами. Из них троих только у нее могло хватить на это терпение. Альтия смиренно спросила, а где я буду нужнее? Он задумался, прикусив губу, потом сказал, пожалуй, на нижних палубах. Ты ведь знаешь, каков вид и голос беды, когда она начинает превращаться в катастрофу. Тебе, верно, скорее хотелось бы понаблюдать сверху, но мне пригодился бы там внизу кто-то, кому я могу доверять. Мужики, которых я поставил к помпам, здоровенные и выносливые, но морского опыта у них никакого. Впрочем, как и мозгов. Еще там будут несколько работников с паклей и колотушками. Будешь ставить их туда, где обнаружится течь. Они, похоже, дело свое знают, но ты все-таки проследи, а то прозевают чего. Хорошо бы ты там постоянно все обходила, смотрела, прислушивалась и давала мне знать, что к чему. Делается. Негромко заверила она его и повернулась идти. Айтия позвал он неожиданно для себя самого. Она тотчас оглянулась. Еще что-нибудь? Он принялся судорожно соображать, чтобы такого умного сказать ей. Между тем, как на язык просилась единственная, не передумала ли она насчет него, в конце концов он неуклюже выговорил «Удачи тебе». Всем нам удачи не помешает. Отозвалась она очень серьезно и ушла. Вот по песку прокатилась очередная волна и белая пена омочила корпус корабля. Вот оно. Брэшен набрал полную грудь воздуха еще несколько часов и станет окончательно видно, что у них получилось и получилось ли вообще что-нибудь. Все по местам рявкнуло на отрывисто и, повернув голову, глянул на утесы, нависшие над берегом. Оттуда ему кивнул клев, дескать, все вижу и прибываю на чеку. Мальчишка держал на готове два флага. Просигналим, пусть начинают выбирать слабину, скомандовал Брэшен, только понемногу. Вскоре набаржа заскрипел и начал поворачиваться к Абистан. Кто-то затянул неторопливую размеренную песню. Низкие мужские голоса далеко разносились над водой. И, несмотря на все сомнения, по-прежнему одолевавшие Брэшена, его лицо озарилось улыбкой угрюмого торжества. «Назад в море совершенной с нами поехали!» Каждая набегающая волна все ближе подбиралась к нему. Он это отчетливо слышал и даже обонял запах близящейся воды. Они спихнули его как только могли ниже, прицепили груз, и вот теперь волны должны были его поглотить. Ну да, они неоднократно хвастались, что намерены снова спустить его и плавать по морю, вот только он им не верил. Он знал, вот оно его наказание. Теперь оно все-таки совершится. Его нагрузят камнями или чем там еще, загонят под воду, и там его рано или поздно обнаружат морские змеи. Что ж, именно этого он и заслужил. Семья Ладлаков долго ждала своего часа, но сегодня наконец-то совершится их месть. Они отправят его кости на дно, так же, как он когда-то отправил их родственников. Значит, и ты тоже умрешь, проговорил он с удовольствием. Янтарь, точно птица на насесте, устроилась на его наклоненном фальшборте. Она несчетное число раз повторила ему, что останется с ним, пока все будет происходить, что она ни почем не бросит его, что все пройдет как нельзя лучше. Вот и пускай сама посмотрит, как все будет прекрасно и замечательно. Когда вода захлестнет их, и она отправится с ним вместе на дно, тут она и поймет, как ошибалась. Да поздно будет. Ты сказал что-то совершенное, вежливо осведомилась она. Нет. Он скрестил руки на груди и плотно прижал их к телу. Вода уже касалась его корпуса по всей длине. Волны подмывали под ним песок. Казалось, там трудится, роет норки множество крохотных насекомых. Это океан подсовывал под него свои жадные пальцы чуть-чуть дальше с каждой новой волной. Он чувствовал, как натягивается канат, протянутый от его мачты к той барже. Вот Брэшин что-то прокричал и натяжение каната перестало расти. Прекратился и размеренный напев людских голосов изнутри отчетливо прозвучал голос Альтии «Пока все в порядке». А вода все подбиралась под него. Его сотрясла внезапная дрожь. Следующая волна вполне могла приподнять его но нет она накатилась и отхлынула а он остался лежать. И еще волна опять нет и еще волна следовала за волной но ничего не происходило. Он невыносимо страдал от страха и несбыточного предвкушения и какие бы черные мысли не переполняли его когда все же его корпус приподнялся пусть даже буквально на волосок и по доскам зашуршал песок совершенный заорал от неожиданности и потрясения он ощутил как янтарь отчаянно вцепилась в фальшборд совершенный окликнула она всревоженно что с тобой у тебя все в порядке но ему вдруг стало не до ее беспокойства держись крепче предупредил он ее вот вот оно однако волна за волной целовали его а Брэшен Брэшен почему-то ничего не предпринимал совершенный чувствовал как расползается под ним подмытый морем песок расползается и обнажает здоровенный валун Брэшен завопил он во все горло давай Брэшен я готов пусть тянут да как следует так что пупки затрещали его слуха достигло тяжелое шлепанье Брэшен вброд подбежал к нему вода верно доходила ему уже до бедер погоди совершенный сказал он мелковато еще да пошел ты нахрен мелковато я что по-твоему совсем поглупел и не чувствую что всплываю каждая волна меня хоть чуточку а приподнимает зато там внизу торчит большущая скала и она очень скоро в боку у меня будет если меня отсюда не стащат ага слушай ты только не волнуйся всплывай стал быть ладно поверю эй клев отмахни им чтоб начинали да полегоньку там я тебе дам полегоньку взвыл совершенный да где ты там мать твою клев заревел он когда ему никто не ответил вот холера лучше бы слушали что говорю сколько можно со мной как с детем малым обращаться тут привязанный к мачте канат натянулся так внезапно что у него вырвалось восклицание навались скомандовал брешен работникам на рычагах и те налегли корабль качнулся но недостаточно предполагалось что единожды сдвинувшись он перевалится на катки загодя вставленные под корпус однако не получилось а вытащить было уже нельзя и каток превратился в мешающий клин навались завопил брешен подгадав свой приказ к прохождению следующей волны совершенного его приподняло и неожиданно он оказался как раз на катках тяните совершенный почувствовал как брешен подтягивается и лезет на борт а его корпус задвигался и заскользил заскользил прямо в воду на глубину после многих лет на суше да на санцепеке вода показалась ему жутко холодной он ахнул и задохнулся тихо тихо все будет хорошо только не волнуйся как только окажешься подальше от берега груз снимут и ты выровняешься держись все будет хорошо альтия позвала изнутри есть течь но мы похоже справляемся эй ты ну-ка за помпу живо-живо нечего ждать где-то застучали колотушки работники набивали паклей разошедшийся стык альтия зная покрикивала видно они шевелились недостаточно проворно и все это время он скользил скользил лежа на боку в воду все глубже и глубже и покачивался с каждой волной надоевший противовес на мачте все не давал ему выпрямиться как то следовало бы согласно его инстинкту и самой природе вещей да снимите же этот груз на ровный киль не встать закричал он сердито погоди парень рановато еще погоди чуточку я там буй поставил как его пройдем значит под килим будет чисто а пока полегче полегче снимите его повторил совершенный и на сей раз ему не удалось полностью скрыть страх сейчас снимем доверься мне парень еще чуть-чуть годы на берегу почти приучили его к слепоте но оказалось что одно дело просто лежать неподвижно и при этом ничего не видеть и совсем другое снова оказаться в движении на волнующейся ладони непредсказуемого океана и понятия не иметь где находишься и что тут рядом может прямо сейчас в него врежется какой-нибудь опасный топляк или пропорить дно скала которую он не сможет заметить он только и осознает опасность когда она уже разразится но почему они наконец не снимут этот растреклятый груз готово сбрасывай неожиданно закричал Брешин крепление противовеса было немедля развязано корабль начал выпрямляться сперва медленно а потом словно подброшенный следующей волной внезапно оказался на ровном киле янтарь так и ахнуло но удержалось и вот холодная вода уже омывала оба его борта первый раз за тридцать чем-то лет он выпрямился действительно выпрямился совершенный широко раскинул руки из его груди вырвался торжествующий рев янтарь отозвалась раскатом дикарского смеха а вот альтия изнутри предостерегающе закричала качайте да качайте же Брешин живо давай пластырь на борт совершенный услышал дружный топот торопливых ног и громкие крики но все это не имело значения тонуть он не собирался что и понимал с полной отчетливостью он как следует расправил руки спину и плечи вода несла и поднимала его и впервые за долгое время он как бы заново во всей полноте осознавал свое тело внутреннее чувство немедленно начало подсказывать ему как и что должно обстоять с каждой его балкой с каждой доской совершенный вздохнул поглубже и попытался привести себя в порядок его неожиданно качнуло на правый борт тотчас послышался изумленный вскрик янтарь потом гневный вопль брешина совершенный прижал ладони к вискам крепко стиснул ну вот опять как всегда что-то у меня внутри не того он вновь шевельнулся стараясь не обращать внимания на скрипы и стоны трущегося дерева и начал постепенно выравниваться он смутно чувствовал бурную деятельность у себя в трюме люди отчаянно качали помпы сражаясь с водой поступавшей сквозь лопнувшие швы и разошедшиеся щели потом к бортовым доскам прижался парусиновый пластырь альтия внутри срывала голос требуя качать качать поживее и быстренько быстренько загонять на место эту хренову паклю совершенный чувствовал как понемногу начинает набухать его древесина тут он внезапно ткнулся во что-то и брешан закричал призывая какого-то незаконно рожденного недоумка скорее бросать конец докрепить крепить его понадежней он зашарил руками нащупывая препятствия его ушей достиг голос янтарь объяснявший это баржа совершенный мы подошли к рабочей барже теперь тебя к ней швартуют здесь безопасно ему бы ее уверенность он между прочим по-прежнему набирал воду и постепенно оседал сколько здесь до дна спросил он чувствуя себя весьма неуютно брешан судя по тому откуда донесся его торжествующий голос стоял рядом с янтарь достаточно глубоко чтоб ты уже не сел на мель парень а если все же нахлебаешься и потонешь то не пропадешь навсегда вытащим вот только булькнуть вниз мы тебе ни почем не дадим а на бережок может и вытащим чтоб хорошенько подлатать левый бочок ты пока ни о чем не волнуйся все в наших руках правда сказав только он умчался со скоростью несколько противоречившей его утверждению некоторое время совершенный молча прислушивался к происходившему вокруг на палубе и внутри его звучали громкие голоса разносился топот бегущих туда-сюда ног рядом на барже работники поздравляли один другого с удачным спуском и прикидывали много ли потребуется починки спасенному кораблю но не к этому прислушивался совершенный его внимание было отдано плеску волн шлепавших по обшивке по скрипыванию усаживающегося дерева шороху корпуса окранцы вывешенные с борта баржи примечание кранцы кранец устройства для смягчения неизбежного трения и ударов при швартовке на небольших судах кранцы могут быть пухлыми плетенками из старых канатов в современном обиходе часто используются отработанные автомобильные шины кранцы для крупных судов сложные многокамерные устройства различной конструкции конец примечания все было так странно и жутковато знакомо и незнакомо здесь на воде каждый запах ощущался сильнее чем на берегу и даже крики чаек были пронзительнее и громче совершенный размеренно вздымался и оседал на волнах плавное покачивание одновременно и убаюкивало и навевало воспоминания о его самых скверных ночных кошмарах ну вот негромко проговорил он вслух я снова плаваю полагаю это делает меня из береговой развалины опять кораблем я тоже так полагаю согласно отозвалась янтарь она не двигалась и стояла так тихо что он успел почти позабыть о ней в отличие от других людей с которыми ему доводилось знакомиться временами она становилась неосезаемой для его чувств ему в частности не надо было долго раздумывать чтобы сразу определить где находились альтия либо брешен чуточку сосредоточения и он был способен засечь любого безымянного работягу у себя на палубе или в трюмах а вот янтарь янтарь была совершенно другой гораздо более скажем так сокровенной в том что касалось доступности для постороннего глаза или иного органа восприятия иногда совершенный подозревал что она была такой какой сама пожелала быть что она делилась с собой только тогда когда сама хотела но и тогда далеко не до конца в отличие от меня подумалось ему эта мысль заставила его нахмуриться что-то не так тотчас спросила она пока еще нет ответил он хмуро она весело рассмеялась словно он изрек очень остроумную шутку вот как ну и что нравится тебе снова чувствовать себя кораблем а какая разница сказал он радуюсь я или печалюсь вы все равно поступите со мной так как сочтете нужным и до моих чувств никому особого дела не будет он помолчал что верно то верно я не верил тебе сознаюсь я не думал что опять поплыву но не то чтобы мне особо этого хотелось совершенной твои чувства очень даже имеют значение очень даже имеют и что бы ты мне не вкручивал ни за что не поверю что ты вправду хотел навсегда остаться на берегу помнишь когда-то ты разозлился на меня и принялся кричать что ты корабль а корабль должен ходить по морю вот я и подумала что может быть поначалу возвращение в море тебя не слишком обрадует но все равно пойдет тебе на пользу всем живым существам надо расти а ты заброшенный там больше не рос наоборот ты готов был сдаться и посчитать себя сущей неудачей она говорила с любовью и заботой выносить которые ему вдруг стало решительно невмоготу они что полагают будто могут принудить меня к чему-то а потом объявить что это было сделано для моего же блага он грубо хрипло расхохотался а вот и неверно напротив я кругом преуспел я поубивал их всех всех кто пытался противиться мне только одни вы и отказываетесь признать что я из удачников удачник если бы не это у вас была бы хорошая причина бояться меня янтарь некоторое время молчала вероятно от ужаса потом она отпустила поручни и выпрямилась стоя на палубе вот что совершенный сказала она тошно тебя слушать когда ты такое несешь угадать по голосу что она на самом деле думала было попросту невозможно ага ясно проговорил он ехидно что поджилки трясутся но она уже повернулась и шла прочь она не хотела ему отвечать ну и не надо я похоже тебя в лучших чувствах обидел и что с того о моих чувствах кто-нибудь когда-нибудь думал о том чего я хочу или не хочу почему ты такой прозвучал голосок это был клев для совершенного не было неожиданности его появления он знал что мальчишка перебрался на баржу вместе с береговой командой носовое изваяние не вздрогнуло и некоторое время не удостаивало его ответа клев настырно повторил почему ты такой какой в конце концов раздраженно спросил совершенный да твоя сам знай говнистый вот какой придурочный чуть что в драку и всем на ровном месте гадости говоришь а каким я по-твоему должен быть хмыкнул совершенный может от радости прыгать что меня в воду стащили должен сломя голову рваться с ними в это их спасально-выручальное плавание действительно кстати придурочное мальчишка пожал плечами он это почувствовал а что и мог бы мог бы насмешливо передразнил совершенный каким это образом интересно да просто реши и смоги вот так взять и решить быть счастливым забыть все что со мной сделали и радоваться жизни траляля траляля так что ли и так тоже слышно было как клев поскреб пятерней затылок твоя возьми хоть меня я тоже могу их всех ненавить а я реши быть счастливой и мне хорошо я бери что можно и делай из этого жизнь он помолчал и добавил другая жизнь у меня все равно нет надо из это которое есть что-то путное делай совершенный отрезал мне бы твои заботы твоя все равно моги не сдавался мальчишка так уж всяко не труднее чем быть все время говнистой и он зашагал прочь адак в развалочку шурша босыми пятками по палубе и добавил уже через плечо только так оно куда веселей чем все время говниться по внутренней стороне обшивки совершенного ручейками бежала вода по счастью парусиновый пластырь должным образом присосался к щелям и течь по крайней мере замедлилась конопатчики усердно трудились являя не только проворство но и гораздо большую сноровку нежели Альтия поначалу от них ожидала вот кто ее беспокоил так это работники качавшие помпы они начинали попросту выбиваться из сил делать нечего Альтия отправилась за брешеном просить для них замену она натолкнулась на него он уже спускался по трапу за ним следовало несколько здоровяков рабочих с баржи Альтия не успел рта раскрыть когда он оглянулся на них и мотнул головой вот сменщики для твоих помповых это из береговой команды они как раз перебрались на баржу ну как тут наши дела ты знаешь очень даже неплохо вода в трюме перестала подниматься даже убывает понемножку обычная древесина хорошо набухает но вот дива древа будь это любой другой живой корабль он мог бы постараться помочь нам и сам перекрыл бы половину протечек но что касается совершенного я его боюсь даже просить она перевела дух дождалась пока работники больше не могли их услышать и очень тихо добавила ибо почти уверена что он сделает прямо противоположное как он там вообще Брэшин задумчиво поскреб бороду ох не знаю когда стаскивали его в воду он знай выкрикивал советы и даже команды как будто ему до смерти не терпелось скорее оказаться на плаву но я как и ты уже боюсь принимать что-нибудь за данность иной раз для того чтобы он стал мрачнее тучи бывает достаточно даже предположения что у него хорошее настроение знаю знаю видала Альтия сочувственно заглянула ему в глаза слушай Брэшин во что мы вообще вляпались пока он валялся на берегу он казался нашей единственной надеждой а план самым что ни на есть жизненным но вот теперь снова в море ты хоть понимаешь до какой степени все мы оказываемся в его власти он можно сказать все наши жизни в горсти держит на какой-то миг молодой моряк показался ей до предела уставшим он опустил голову его плечи поникли и все-таки он сказал ей не переставай верить в него Альтия не то действительно пропадем не показывай ему ни малейшего намека на неуверенность или страх помни что внутренне он не столько взрослый зрелый мужчина сколько мальчишка когда я отдаю приказание к Лефу мне не надо потом приглядывать за ним и смотреть повинуется ли он я в жизни не позволю ему заподозрить что у него больше власти надо мной чем у меня над ним это нечто такое с чем не совладать мальчишескому уму мальчишка всегда будет проверять до какой степени он может сесть тебе на шею пока опытным путем не выяснят эти пределы и только тогда он будет чувствовать себя в безопасности и знать что все хорошо Альтия попробовала выдавить улыбку это ты из собственного опыта говоришь он улыбнулся в ответ хотя и до нельзя криво к тому времени когда я выяснил пределы дозволенного я успел вывалиться за край мира потому и не желаю чтобы с совершенным произошло то же он молча постоял рядом некоторое время и она стала ждать что он ей скажет еще но Брэшен лишь пожал плечами повернулся и пошел присмотреть за работниками качавшими помпы это напомнило ей что и у нее был непочатый край работы быстрым шагом двинулась она сквозь корабельные недра проверяя как идет дело у конопатчиков в основном они поправляли и уплотняли швы сделанные еще во время лежания на берегу кое-где пахлю приходилось наоборот вытаскивать позволяя набухшим доскам перекрыть щель как и большинство кораблей сработанных в дождевых чищобах совершенный был выстроен на совесть исключительно плотно и прочно чтобы противостоять и кипящим водам дождевой реки и всем каверзам океанских волн мастерство старинных плотников позволило ему вынести даже более чем тридцатилетнее пребывание на берегу в полном небрежении казалось серебристые доски вытесанные из дива древа вспоминали каким образом их когда-то подогнали одно к другой альтия даже позволила себе понадеяться что может быть совершенный все-таки решил им помочь ведь живой корабль мог очень даже неплохо сам о себе позаботиться если конечно он того хотел альтия шла по нижним палубам испытывая довольно странные чувства сколько лет она знала совершенного сколько раз бывало у него на борту и внутри и только сегодня впервые палубы у нее под ногами были ровными без постоянного крена деятельность работников не вызвала у нее нареканий и она посетила знакомые уголки корабля на камбузе царил форменный кавардак печка отвалилась от трубы и переползла на другой конец маленького помещения оставив за собой жирный след сажи придется чинить а то и вовсе менять капитанская каюта пострадала нисколько не меньше сундуки янтаря прокинулись некоторые открылись и вещи из них высыпались при этом видимо раздавился флакончик духов так что в каюте не продохнуть было от запаха сирени альтия оглядела каюту очень скоро янтарь придется забирать отсюда пожитки и переселяться в гораздо более скромное помещение как и полагается корабельному плотнику а здесь будет жить брэшен альтия пусть нехотя но смирилась с тем что капитаном должен быть именно он правда ни один из его доводов не показался ей убедительным и уступила она ему скорее по личным причинам ведь когда они разыщут проказницу и отобьют ее у пиратов альтия должна будет перейти на нее и принять над нею командование будь она к тому времени капитаном совершенного это в немалой степени вывело бы из равновесия корабль и без того не отличавшаяся нескрушимостью духа нет уж капитан совершенного должен был оставаться таковым в течение всего путешествия значит пускай им командует брэшен и все-таки она с определенным сожалению прикрыла за собой дверь капитанской каюты совершенный был выстроен в старом стиле это в частности значило что покои капитана были намного роскошнее любой другой каюты на корабле да еще и янтарь приложила немало труда любовно восстанавливая богатую резьбу стенных шкафчиков и обрамлений иллюминаторов злополучный люк который она проделала для соединения с трюмом был стыдливо прикрыт ковриком цветные стекла иллюминаторов местами потрескались кое-где недоставало кусочков но это были уже мелочи ими займутся в последнюю очередь а пока деньги будут вложены в такие восстановительные работы от которых зависела жизнеспособность и мореходность корабля после капитанской каюты Альтия заглянула в жилище Старпома здесь предстояло обитать ей самой эта каюта далеко уступала предназначенной для капитана но по сравнению с помещениями для команды была конечно сущим дворцом здесь по крайней мере имелась неподвижно установленная койка складной стол и два шкафчика для вещей третья каюта размером чуть поболее не очень тесного чулана послужит жилищем второму помощнику а для команды был отведен носовой кубрик крючки по стенам на которые матросы повесят свои гамаки и более почти ничего строители прежних живых кораблей всего менее думали об удобстве команды побольше места для груза вот была их главная цель выбравшись на верхнюю палубу альтия увидела брешина беспокойно ходившего туда и сюда он однако не просто беспокоился но еще и торжествовал заметив альтию он сразу повернулся ей навстречу а ведь держимся вода еще поступает но совсем немного двое на помпе отлично с ней справляются думаю даже что к завтрашнему утру течь должна совсем прекратиться есть и некоторый крен но уложим хороший балласт и все выправится его лицо было озарено внутренним светом которого альтия за ним не замечала со времен плавания на проказнице под началом Ефрона Вистрита он расхаживал по палубе широким и пружинистым шагом подумай только ничто не треснуло никакие дерева не сломались примечание дерева дерева деревянной части конструкции судна конец примечания кругом такое везение что аж страшно поверить ну то есть я знал что живые корабли очень крепкие но такое тридцать лет на берегу да от обычного судна несчастная гнилушка бы осталась его ликование оказалось очень заразным Альтия последовала за ним и тоже стала покачивать руками поручни проверяя сильно ли расшатались открывать и закрывать крышки люков плотно ли прилегают работая на совершенном оставалось еще поистине выше крыши но все надо было просто приводить в порядок а не переделывать заново пока остаемся около баржи сказал Брешин пусть его обшивка как следует пропитается и разбухнет потом перешвартуем его к западному молу для окончательных доделок туда где другие живые корабли спросила Альтия ее радость немного померкла эта мысль не радовала Брешин почти с вызовом повернулся к ней лицом а куда еще он живой корабль и все тут она ответила столь же откровенно я тоже боюсь того что они могут наговорить ему хватит одного дурацкого замечания чтобы он опять впал в неистовство Альтия этого не избежать сказал он а значит чем раньше мы начнем над этим работать тем и лучше он шагнул к ней и ей показалось что вот сейчас он возьмет ее за руку но он лишь жестом пригласил ее с собой и направился к носовому изваянию думаю проговорил он на ходу как мы взяли да и плюхнули его в воду так же надо взять и плюхнуть его сразу в обычную жизнь будем обращаться с ним как обращались бы с любым самым обычным живым кораблем и посмотрим как он к этому отнесется а то чем больше мы тут вокруг него на цыпочках бегаем тем больше он будет нам на голову садиться ты в самом деле думаешь будто все произойдет так просто начать поступать с ним по обычному и он сразу поведет себя как положено приличному кораблю брешен улыбнулся углом рта нет конечно не думаю но надо же с чего-то начать начать и надеяться на лучшее альтия помимо воли расплылась в ответ на ухмылке что-то в ней отзывалось ему что-то столь глубинное что разум отказывался постичь влечение которое она испытывала к этому человеку никакими рациональными понятиями объяснить было нельзя равно как и отменить она просто наслаждалась видя что он двигается и разговаривает точно как прежде и все циничный обиженный на весь свет проходимец которого сообща сотворили Кайл Хевен и Торг подевался неизвестно куда перед ней снова был тот человек что ходил у ее отца старшим помощником они вместе поднялись на бак и подошли к поручням Брэшен свесился вниз эй совершенный у нас все получилось дружище ты опять на плаву и пусть все кому интересно придержат рукой челюсти покуда не потеряли носовое изваяние не пожелало ответить Брэшен слегка передернул плечами и покосился на Альтию выгнув бровь похоже даже и это его пронять не могло он прислонился спиной к поручням и стал смотреть на густой лес мачт которым издали казалось гавань удачного потом на его лице возникло какое-то далекое выражение и он вдруг спросил ты за это меня ненавидишь в первый миг она готова была решить что он снова разговаривал с кораблем однако потом перехватило его вопросительный взгляд она даже растерялась за что он повернулся прямо к ней и заговорил с грубоватой честностью которую она так хорошо помнила за то что стою тут на что я признаться даже и не рассчитывал что стою на палубе своего корабля и именую себя капитаном Брэшеном треллом с живого корабля совершенной что занял место от которого ты сама бы не отказалась он пытался говорить совершенно серьезно но лицо само так и растягивалось в улыбке и было что-то в этой улыбке отчего у нее слезы так и подступили к глазам она поспешно отвернулась пока он ничего не заметил как он жаждал этого момента как давно он его жаждал нет у меня к тебе никакой ненависти тихо ответила она и сама поняла что сказала правду а самое удивительное что она не чувствовала в душе ни единой царапающей занозы именуемой ревностью напротив она всем сердцем разделяла его торжество она плотно обхватила рукой поручни совершенного здесь ты на своем месте Брэшен и он тоже впервые за столько лет он угодил в хорошие руки и после этого я должна ревновать она украдкой посмотрела на Брэшена ветер шевелил его темные волосы а лицо показалось ей таким скульптурно красивым что право он сам мог бы быть носовым изваянием корабля полагаю сказала она мой отец сейчас от души хлопнул бы тебя по спине и сердечно поздравил а также предупредил со всей откровенностью как только подо мной окажется моя дорогая проказница ты только и увидишь что буксир с нашей кормы примечание буксир с нашей кормы имеется ввиду жест шутливого вызова показывание с кормы буксирного троса судно которое обгоняет более быстроходный корабль дескать не взять ли вас на буксир тихоходы конец примечания и она улыбнулась ему широко искренне и открыто совершенность слышал как они подходили слышал как они разговаривали он знал они перемывали ему косточки слухи сплетни кривотолки все они одинаковы они предпочитали говорить о нем но не с ним они держали его за дурака они не видели смысла в том чтобы с ним о чем-нибудь побеседовать поэтому он слушал их разговоры и не чувствовал себя так будто подслушивает теперь когда его днище купалось в соленой воде он гораздо острее ощущал их присутствие и воспринимал не только слова которые ветер доносил до его слуха но и сами их чувства сам он сперва ощущал раздражение но оно быстро исчезло смытое любопытством и чуть ли не благоговением да теперь он чувствовал их со всей ясностью почти так же как чувствовал бы члены своей собственной семьи и он потянулся к ним навстречу очень очень осторожно он не хотел чтобы они в свою очередь заметили его духовное присутствие для этого еще не настало время они так и лучились сильными переживаниями Брэшен был просто пьян от восторга и Альтия ликовала с ним вместе но было еще что-то нечто клубившееся и перетекавшее между ними он никак не мог определить это для себя подобрать нужное слово самым близким было ощущение соленой морской воды впитывавшейся в его доски отчего каждая постепенно занимала свое должное место все линии так или иначе искаженные постепенно выправлялись и выпрямлялись примерно так же и между Альтией и Брэшеном что-то становилось на место и даже напряжение витавшее извиневшее между ними они признавали и принимали оно было вроде противовеса воцарившейся легкости ну как бы еще выразиться да вроде ветра в парусах не будет силы приложенной к полотнищам парусов и с места не сдвинешься такого напряжения не избегать надо а всячески стремиться к нему а они избегали или стремились только когда Брэшен нагнулся через поручни и заговорил с ним совершенный сообразил до какой степени они стали близки он до того тонко ощущал их обоих что даже не заметил как сократилось физическое расстояние тем не менее отвечать ему все равно не захотелось но потом и Альтия наклонилась через фальшборд и его окончательно захлестнула волна сопереживания от Брэшена к Альтии от Альтии к Брэшену не минуя и его самого он был включен в их круг капитан Брэшен Трэл с живого корабля совершенной долетел голос полный ненаигранной гордости и его эхо странным образом пустилось гулять по всему кораблю ибо Брэшен говорил не только с гордостью но и с любовью а еще был в его голосе восторг обладания Брэшен вправду давно хотел назвать его своим не просто ради того чтобы спустить на воду и не потому что он был доступен и дешев нет он хотел быть именно его капитаном капитаном совершенного с некоторым недоумением корабль ощутил что и Альтия испытывает такое же чувство они оба в самом деле верили что отныне он на своем месте и глубоко в душе совершенного вдруг распахнулась некая дверца давным-давно стоявшая запертой в непроглядной темноте загорелась крохотная звездочка самоуважения буксир с кормы только об заклад смотри не бейся вестрит проговорил он негромко и ухмыльнулся почувствовав как они оба вздрогнули и одновременно перегнулись через поручни силить рассмотреть его лицо его руки оставались скрещенными но лицо он спрятал не без некоторого самодовольства уткнувшись в грудь бородой ты думаешь вы с проказницей так легко нас уделаете только ведь и у нас с треллом есть кое-какие штучки в запасе не говори гоп ты еще и половина не видела глава двадцать шестая компромиссы по-моему все в точности как надо с нескрываемым удовлетворением проговорила кефрия сидит просто бесподобно прочувствованно отозвалась рейдж пожалуйста повернись еще раз кругом и чуть побыстрее чтобы юбки немножко приподнялись от движения я хочу проверить что край подрублен ровно по всей длине и тогда уже все пришлю накрепко малта осторожно подняла руки чтобы не уколоться об улавке и повернулась на ногах у нее не было туфелек только чулки кругом на полу в беспорядке валялись клочки и куски ткани изготовление бального платья было в самом разгаре от старинных нарядов отпарывали кружева а яркие вставки красовавшиеся в разрезах роскошных рукавов составляли некогда юбки давно отложенных платьев ах прямо как водяная лилия когда ее качает легкий летний ветерок торжествовал рейч и быть бы красивей да некуда улыбнется тогда и станет красивее негромко заметил сельден он сидел в уголке на полу и вместо того чтобы задачки решать строил из счетных палочек замки малта пристально наблюдала за ним однако пребывала в слишком скверном настроении чтобы наябедничать матери дескать бездельничать а твой братик прав малта сказала кефрия никакое платье не украсит тебя так как простая улыбка но скажи что не так ты все еще дуешься что мы шьем сами а они поручили твое платье модной портнихе дуешься и как только мать могла слово это такое употребить когда они с Дейлой годами годами обсуждали свой первый летний бал и как они пойдут туда уже не девочками но юными дамами они заранее рисовали немыслимое платье обсуждали украшения туфельки и конечно портних ибо им предстояло удостоиться со стороны удачного такого внимания которое потом не повторится уже никогда ну и что ж в итоге в этот звездный час ее жизни все увидят ее в платье сшитом руками домашних и в бальных с позволения сказать туфельках переделанных из старья лето шло своим чередом и не было такого мгновения чтобы она не мечтала о чуде и это при том что она не могла даже вслух высказать свои чувства чтобы мать снова расплакалась а бабка принялась объяснять как она должна гордиться жертвами которые принесла спасибочки она же понимает что лучшего они для нее все равно сделать не могут ну и какой смысл обсуждать разочарование выпавшее на ее долю трудно нынче улыбаться маменька только и сказала она я всегда мечтала войти на свой первый летний бал под руку с папой и я мечтала о том же негромко ответила кефрия вестрит у меня сердце разрывается когда я думаю как скверно все получилось я ведь тоже помню свой первый взрослый бал когда обо мне объявили я так распереживалась что думала вот сейчас упаду и тогда папа взял мою руку и положил на свой локоть так мы с ним и вошли он очень мною гордился кефрия вдруг задохнулась и быстро сморгнула где бы ни был твой папа родная моя я уверена он тоже все время о тебе думает иногда мне кажется что это неправильно мечтать о летнем бале и всяких вечеринках беспокоиться о плачьях шляпках и веерах пока он сидит в плену на пиратских островах сказала малта может отложим мое представление еще на год к тому времени он уже наверное вернется теперь уже поздно думать об этом подала голос бабушка она сидела в кресле у окна где было светлее всего и пыталась смастерить веер из оставшейся ткани ведь я здорово умела когда-то это делать сердито пробормотала она должно быть пальцы стали уже не так ловки как в молодости думаю родная твоя бабушка права мать возилась с кружевами на рукавах все уже ждут что ты будешь представлена и потом если отложить дело наши отношения с семьей хупрусов станут еще более двусмысленными а рейн мне все равно перестал нравиться если бы я была ему вправду не безразлично он обязательно еще приехал бы меня повидать малта повернулась к кифрии тем самым мешая рейдж должным образом примерить на нее шляпку его мать больше никаких писем не присылала рейдж взяла ее за подбородок поворачивая голову как надо и стала шпильками прикалывать к волосам шляпку кифрия присмотревшись нахмурилась шляпка получилась великовата не по лицу надо сделать ее поизящней снимай в другой раз попробуем рейдж принялась вытаскивать шпильки и кифрия спросила а что еще она могла нам написать она очень сочувствует нашему горе и все они молятся чтобы твой отец счастливо вернулся домой а рейн с нетерпением ожидает летнего балла тут кифрия вздохнула и добавила еще она намекнула со всей мыслимой деликатностью что недели через две после балла следовало бы обсудить вопросы дальнейшей выплаты нашего долга что в переводе означает она желает посмотреть как у нашей девочки с рейном все пойдет на балу хмуро высказалась бабушка она щурясь разглядывала примиленький веер который все же сумела соорудить им как и нам тоже приходится считаться с внешней стороной приличий малта если рейн примется слишком часто навещать тебя еще прежде чем ты будешь представлена взрослому кругу люди в этом смотрят стало часто ясно ясно сны сны были разные от просто беспокоящих до кошмарных иногда драконица говорила о рейне она сказала в частности как глупо было со стороны малты дожидаться его он все равно не придет и не поможет а значит у малты осталась единственная надежда самой отправиться туда где пребывала драконица и освободить ее малта вновь и вновь пыталась объяснить ей это невозможно когда ты так говоришь однажды высмеяла ее драконица на самом деле ты рассуждаешь о невозможности выручить твоего отца ты вправду так думаешь помнится услышав этот вопрос она просто утратила дар речи однако она не сдалась нет она не сдалась за последнее время она очень очень многое узнала о мужчинах и оказалось что именно тогда когда ей более всего нужна была их сила или власть они тихо линяли и сервин и рейн попросту испарились стоило ей попросить одного и другого о чем-то большем нежели побрякушки или горсток конфет а коли так пришлось ей пускай и с величайшей неохотой признать следующую посылку ее собственный папа как раз когда его сила и власть были ей нужнее всего он взял да и уплыл из ее жизни и пропал где-то да да конечно она понимала не по своей вине только что от этого менялось малта уже сделала вывод нельзя рассчитывать на мужчин даже на облеченных в заправдошней властью даже на тех кто тебя действительно любит чтобы спасти отца ей самой придется обзавестить властью и применить ее так как она сочтет нужным а применив она удержит ее она свою власть никому не отдаст тут ее осенила еще одна мысль и она спросила мама но если папы здесь не будет и он не сможет повезти меня на летний бал тогда кто ну кифрия даже поежилась дават рестар предлагал свои услуги конечно сказал что почтет за честь мне сдается он полагает будто мы ему до некоторой степени обязаны ведь он устроил покупку совершенного она замолчала вид у нее был извиняющийся рейч фыркнула едва слышно но с отчетливым презрением и принялась разрывать непрочные швы шляпки так будто рвала на части ненавистную физиономию торговца рестара ничем мы ему не обязаны твердо заявила роника вестрит подняла глаза от шитья и посмотрела на внучку так что и у тебя малта нет перед ним никаких обязательств никаких ну тогда если нет папы тогда я хотела бы войти туда одна деточка моя забеспокоилась кефрия по-моему это будет не вполне хорошо хорошо или нет но к нашему случаю очень даже подходит сказала роника пусть делает так как сочтет нужно малта в изумлении уставилась на бабку роника почти с вызовом смотрела перед собой удачный оставил нас пропадать или выживать в одиночестве продолжала роника пусть видит что мы еще держимся на ногах все вплоть до нашей наследницы они с малтой встретились глазами и нечто вроде понимания блеснуло у обеих в зрачках роника негромко добавила и пусть в дождевых чищобах тоже это увидят альтия шла по причалам восточной стены гавани и постоянно спотыкалась путаясь в юбках на некоторое время она придерживала шаг но потом забывалась и опять чуть не падала пока возились с совершенным на берегу она слишком привыкла к роскоши свободных штанов но теперь когда он стоял как порядочный корабль у причала ей приходилось в большей степени считаться с общественным мнением вот только взаимоприемлемого компромисса так и не получилось она облачилась в юбку из грубого хлопка предназначенную для работы эта юбка приводила кефрию в ужас альтии же казалось слишком сковывающее движение как хотелось ей поскорее назад в море там хоть одеваться можно будет как душа пожелает альтия прогудел кендри она тотчас остановилась улыбаясь живому кораблю доброе утро и она помахала ему рукой сейчас он высоко сидел в воде но к вечеру ему предстояло осесть под тяжестью груза который он затем повезет вверх по реке уже сейчас пока они разговаривали на борт кендри по широкому трапу полными тачками закатывали дыни на берегах дождевой реки было слишком мало земли пригодное для земледелия поэтому и съестное было в основном привозным вот кендри и занимался тем что поставлял в верховье реки пищевые продукты а обратно привозил то чем богаты были чищобы и тебе милое доброго утра носовое извояние уперлось кулаками в борта корабля точно это были его бедра кендри кендри смотрел на нее сверху вниз с шутливым осуждением ты так похожа на девку поломойку что я тебя аж прям не сразу признал добродушная подначка заставила ее улыбнуться шире но кому знать как не тебе отозвалась она много надо девок поломойк чтобы держать в чистоте замарашек вроде вас живых кораблей а если по правде так я к вечеру знаешь какая буду от масла и смолы бьюсь об заклад вот тогда-то ты меня мигом узнаешь воятель создавший кендри придал ему облик очень симпатичного юноши доброжелательная улыбка и большие голубые глаза сделали его всеобщим любимцем на здешних причалах с Эльтией он давно держался за панибрата и она к этому привыкла он сказал ей смотри всю кожу с себя не сдери когда будешь отмываться ради летнего бала вот это уже не было поводом для веселья ей пришлось немало поспорить с матерью и сестрой но все-таки она настояла на своем я не пойду на летний бал кендри потому что надеюсь до тех пор мы уже отчалим и потом даже если бы я пошла кто же согласится танцевать с поломойкой она таки попыталась обратить все в шутку а кендри огляделся и медленно со значением подмигнул а я знаю одного моряка которого вовсе не приведет в трепет подобная мысль сообщил он ей таинственным шепотом так что если захочешь передать в трехок записочку я с радостью ее отвезу вот значит как стало быть Грег Тенира все еще прятался в городе дождевых чищок Альтия чуть не покачала головой но в последний момент передумала может и вправду напишу ему если ты не вытражаешь передать всегда рад услужить другу и указав движением головы на дальнюю часть причала он доверительно поинтересовался а как твой второй друг поживает Альтия подавила раздражение даже лучше чем ожидалось сказала она конечно переживает всякие трудности ты же знаешь он очень долго был совсем один и совершенно заброшен а теперь новая оснастка новая команда не говоря уже о том что ни души кровных родственников на борту Кендри пожал широкими ногами плечами ну если бы он в свое время не поубивал столько родни может нашелся бы какой-нибудь ладлак чтобы плавать на нем Альтия нахмурилась и он рассмеялся я просто говорю тебе девочка как это с моей точки зрения выглядит так что можешь рожи мне не корчить нет ни единого корабля в этой гавани который бы не считал что большинство своих несчастий он сам на себя накликал это впрочем не значит будто мы добра и удачи ему не желаем я например ничего так не хочу как увидеть что он берется за ум и наконец-то превращается в достойный корабль но тут Кендри со значением поднял палец полагаю все же не стоит он того чтобы молодая дама так собой рисковала вот мой тебе совет если ко времени его отплытия будут хоть какие-то сомнения относительно его поведения пускай плывет без тебя и он откинулся к форштебню своего корабля точно мальчишка к нагретой солнцем стене а еще лучше может вверх по реке со мной отправишься спорим я уговорю своего капитана чтобы с тебя и денег не взял не буду спорить и так знаю что ты его уговоришь и спасибо тебе за это предложение но когда совершенный отчалит я буду там на борту мы же в конце-то концов мой семейный корабль отправляемся отбивать а кроме того я верю что он будет вести себя как надо и Альтия посмотрела на солнце надо мне торопиться Кендри береги себя это ты себя береги маленькая и помни что пообещала не тяни с записочкой а то я завтра еще до полудня от пристани отвалю Альтия весело помахала ему на прощание и продолжила путь она про себя называла их доброжелателями всех тех кто желал ей удачи и тут же спешил предостеречь насчет совершенного и даже трел иногда ей требовалось усилий чтобы внушить себе они были доброжелателями в самом прямом смысле этого слова работа на корабле между тем продвигались успешнее чем кто бы то ни было ожидал денег было по прежнему мало но вместо них работало таинственное влияние янтарь дошло до того что помогать им добровольно вызвался парусный мастер да не кто-нибудь а сам великий Ноул Флейт Альтияне могла взять в толк что такого знала янтарь о Ноуле Флейте что помогло заставить зловредного старикашку столь щедро уделить им свое драгоценное время уж верно пообещала разгласить какой-нибудь грязненький секрет касавшийся его прошлого и это был не единственный случай не далее как вчера им привезли двадцать бочек корабельных галет причем даритель категорически пожелал остаться неизвестным опять рука янтарь Альтияне знала наверняка но крепко подозревала но всех полезнее оказались добровольцы рабы которые по наущению резчицы тихо проникали на борт под покровом ночной темноты и яростно вкалывали почти до рассвета а потом исчезали так же тихо и незаметно как появлялись люди с татуированными лицами очень мало говорили и очень много делали Альтияне не думать о том на какой риск они шли сбегая от своих хозяев каждую ночь она впрочем немало не сомневалась что в момент отплытия основная часть команды будет прятаться под палубами при том что они официально наберут полный комплект воинов и моряков как все это будет организовано на деле Альтияне знала да и знать не хотела однажды вечером Брэшен попытался вовлечь ее в ряды заговорщиков она в ответ плотно зажала уши руками и напомнила ему тайна которую знают двое уже не тайна и тем кстати порадовала его Альтия улыбнулась вспомнив тот случай и покачала головой сама себе в укоризну да с какой стати ее будет волновать доволен он ею или недоволен сам то он предпринял очень мало усилий чтобы порадовать ее этим своим последним постановлением ах какой великолепный спор мог бы у них получиться но Брэш поганец взял и настоял на своих привилегиях капитана спасибо и на том что хоть вызвал ее в свои корабельные апартаменты и там уже сообщил ей великолепную новость там хоть никто не видел ее перекошенного гневом лица правда выбитое окошко так пока и стояло незаделанным то есть всякий мимохожий человек мог слышать их повышенные голоса Брэшен помнится так беззаботно устроился за столиком для карт и разглядывал исчерканные обрывки парусины вытащенные из сумки я осуществил свое право капитана заявил он ей нанял себе старпома и так склонил голову на бок глядя на нее что ей немедленно захотелось запустить в него чем-нибудь тяжелым а ты бы на моем месте сделала по-другому нет прошипела она но я бы тебя гада и наняла потому что думала мы договорились ни о чем мы не договаривались ответил он задумчиво разложил на столе очередной клочок некоторое время разглядывал его и наконец решил что набросок лежал вверх ногами не договаривались мы с тобой об этом речь шла только о том что ты идешь со мной в плавание в смысле на совершенном и ни о чем более если припоминаешь я был даже против того чтобы ты работала вместе с мужчинами учитывая что за типов мне приходится нанимать она возмущенно хмыкнула мужчины кое-кто из них определенно не заслуживал подобного титула она открыла рот чтобы это высказать но он остановил ее подняв руку на любом другом корабле с любой иной командой старпома лучше тебя я бы и впрямь не нашел да что говорить ты сама знаешь но этому кораблю и негодяям на нем понадобится железная рука и в ней кнут народ будет все такой который разумными словами не урезонишь а вот угрозой физической расправы пожалуй я могу за себя постоять в отчаянии соврала она Брешин только помотал головой у тебя просто силенок не хватит они не зауважают тебя пока в открытую не бросят тебе вызов и не останутся с наметыми холками но даже если бы ты сумела победить в схватке это означало бы большее насилие на борту совершенного чем я отваживаюсь допустить если же проиграешь он не стал продолжать вот потому-то я нанял здоровяка которого никому и в голову не придет проверить на прочность а кому все же придет те не обрадуются его зовут лавой он порядочная зверюга причем это еще мягко сказано и к тому же превосходный моряк так что если бы не дурной нрав он уже много лет назад начал командовать людьми я пригласил его на совершенного сказав что даю ему шанс если уж он здесь сумеет себя зарекомендовать весь удачный будет знать лавой может быть старпомом вообще где угодно и он очень ухватился за эту возможность Альтия он и прельстился ею а не деньгами я не мог предложить ему больше чем он получал бы в качестве помощника держи морды на любом другом корабле он хочет поставить себя но я боюсь что кое-каких качеств ему не достает вот тут ты и сыграешь свою роль я капитан он первый помощник ты будешь вторым вдвоем мы и будем придерживать его властность не ограничивать просто чуточку смягчать понимаешь о чем я да вроде нехотя согласилась она логика его рассуждений была в самом деле понятна но легче от этого как-то не становилось Альтия потерла подбородок значит вторым помощником есть еще кое-что и тоже боюсь тебе не слишком понравится предупредил Брешин ну и Янтарь скажем прямо купила право находиться с нами на борту она вложила в наше предприятие больше денег чем кто-либо другой и мы с тобой в том числе не знаю уж какой из нее получится мореплаватель сама она как-то сказала мне что не любит путешествовать на корабле я вписал ее в судовую роль как корабельного плотника потому что мастер она в самом деле отменный как по крупной работе так и по малой короче жить она будет с тобой примечание судовая роль список экипажа с указанием в частности имен должностей и специальностей конец примечания альтия только застонала без слов и с ней ейк безжалостно продолжал брэшин ейк выразила желание плыть с нами она как-никак прибыла сюда морем из своих шести герцогств и нанялась к нам задешево по ее словам больше ради приключения ты сама видела как ейк лазает по снастям она ловка и совершенно бесстрашна глупо было бы отказать ей и лишиться такого матроса еще глупее было бы поселить ее вместе с тем портовым отребьем из которого состоит наша команда по крайней мере один из них был уже заклемен как насильник и есть такие к кому даже я сам не стал бы спиной поворачиваться он пожал плечами в общем поселитесь в каюте втроем она ты и янтарь я поставлю вас в разные вахты чтобы спать было не тесно видела я эту каюту вырвалась у нее селедки в бочке и то простор не себя чувствует янтарь довольна таким положением дел ничуть не больше твоего она говорит что ей жизненно необходимо каждый день проводить некоторое время в одиночестве я ей ответил что разрешаю пользоваться моей каютой когда меня там нет это же относится и к тебе команда начнет болтать Брэшсон невесело улыбнулся давай будем надеяться сказал он что это послужит наиболее безобидной пищей для их болтовни да уж альтияя и сама всей душой хотела бы на это надеяться даже и теперь идя к кораблю по залитому солнцем причалу она только молилась пусть нынче будет спокойный день без каких-либо выдающихся происшествий пусть совершенный не будет без конца плакать зарывшись в ладони лицом или наоборот не начнет раз за разом читать какой-нибудь похабный стишок а то дошло уже до того что стоило ей прийти и услышать от него самое обыкновенное здравствуй это воспринималось как сущее благословение са вчера например когда она пришла на причал совершенный держал в руках дохлую камбалу которую сунул ему какой-то шедший мимо бездельник снулое рыбино явно расстраивало его но отдать ее он отказывался и сам не выбрасывал в конце концов янтарь уговорила его с нее расстаться иногда только она и могла кое-как с ним управляться вся команда была полностью нанята уже несколько дней назад полностью но увы не окончательно то и дело повторялась одна и та же история Брэшен находил моряков убеждал их поработать у него на корабле они записывались вселялись и чуть не на другой день списывались обратно на берег причем дело заключалось даже не в странных выходках совершенного похоже было его безумие пропитывало самый воздух на корабле ощущаясь так же явственно как ощущается запах страха и те у кого хватало тонкости восприятия даже не ведая о причине либо мучились ночными кошмарами либо особенно при работе в трюмах испытывали приступы необъяснимого ужаса ни Брэшен ни Альтия не пытались принудить остаться никого из тех кто решил уйти Альтия знала лучше потерять этих людей прямо сейчас чем отправиться в море с издерганными и напуганными матросами и тем не менее их команда в глазах всего порта понемногу становилась посмешищем такие матросы как у них по меркам удачного были оторви и выбрось то есть уже неплохо само по себе да еще и бегут с корабля точно крысы распространяя жуткие слухи дескать на борту неладное происходит сегодня совершенный казался довольно таки спокойным по крайней мере не бредил и не нес чепухи и насколько она разглядела приближаясь к кораблю на причале перед ним не творилось ничего необычного привет совершенный поздоровалась альтия проходя мимо носового изваяния к трапу и тебе привет отозвался он вполне дружелюбно янтарь сидела на носовых поручнях и болтала ногами в воздухе распущенные волосы летели по ветру в последнее время она взяла достаточно странные обычаи одеваться широкие свободные штаны и блуза с жилеткой впрочем она была в удачном приезжей а значит никому не было особого дела до того как она одевается как альтия ей в этом завидовала слышно что-нибудь про золотые сережки спросил совершенный когда она уже собиралась его миновать я ничего не знаю отозвалась она а что такое ходят слухи что он задерживается с прибытием в удачной и корабли которым полагалось бы встретиться с ним в пути не видали его у альтии альтия неслышно вдохнула наступал самый неприятный и тягостный миг второй помощник прибыл господин мой доложила она он посмотрел на нее рыбьими глазами вернее сказать окинул взглядом с головы до ног его губы пренебрежительно скривились вижу сказал он погодя сегодня нам подвозят припасы возьми шестерых и ступай вниз принимай то что будут грузить и устраивай в трюме тебе известно как это делается интонация последней фразы содержала лишь едва заметный намек на вопрос так точно ответила альтия она всяко не собиралась перечислять ему свои рекомендации тем более что ярлычок полученный на афеле красовался на виду у нее на ремне кому угодно другому в удачнинском порту этого было бы более чем достаточно альтия окинула палубу взглядом и стала выбирать себе бригаду порой тыкая пальцем хав як сайпрос еще ты ты и ты за мной она так и не успела запомнить все имена до единого да и не просто было их упомнить ибо как уже говорилось матросы нанятые накануне случалось на другой же день исчезали спускаясь в трюм альтия не то чтобы предвкушала начало работы лавой сегодня будет командовать грузчиками на берегу те станут таскать на борт грузы и передавать ее бригаде ей предстояло все с толком размещать и крепко найтовить примечание найтовить закреплять предметы оборудования и снабжения детали судовых устройств а также грузы состоящие из отдельных предметов в трюмах и на палубах корабля для этого используются специальные натяжные тросы найтовы найтовы оснащаются особыми устройствами для выбора слабины и быстрой отдачи снятия крепления после того как в нем отпала необходимость конец примечания и она предвидела что лавой сразу начнет гонять подчиненных в три шеи просто чтобы посмотреть справится ли она выдержит ли со своими людьми его темп что поделаешь на большинстве судов между помощниками капитана само собой возникало соревнование и соперничество иногда оно бывало вполне доброжелательным и дружеским здесь определенно был не тот случай после спуска на воду совершенный успел показать себя кораблем достаточно валки брэшен с величайшей тщательностью подошел к устройству балласта и все равно корабль качался намного сильнее чем альтии того бы хотелось поэтому очень многое зависело от того как именно будет распределен груз в его трюмах точнее от того как она альтия распределит его надо было заранее прикинуть как поведет себя корабль под всеми парусами да на хорошем ветру мысленно альтия пребывала на распутье с одной стороны ей совсем не хотелось нести ответственность за устойчивость совершенного и в то же время она никому другому не доверила эту работу может разве что самому брешину ее отец всегда уделял величайшее внимание размещению груза не иначе такой подход передался ей по наследству внизу было душно от жары и корабельных запахов застоявшихся в трюме даже при открытых палубных люках воздух оставался несвежим и неподвижным хорошо хоть покамест здесь витали только испарение вновь положенной смолы пакли и лака по ходу плавания к уже имевшимся ароматам неминуемо должны были добавиться запахи застоявшейся трюмной воды человеческого пота и протухшей стрепни пока что совершенный пожалуй пах так как пахнут совсем новенькие корабли вот только новеньким он отнюдь не был то тут то там можно было отыскать мелкие но узнаваемые следы многолетнего использования инициалы вырезанные на переборке старые крючки на которые вешали гамаки или мешки с вещами некоторые следы были весьма зловещими например вереница кровавых отпечатков рук кто-то полз здесь истекая кровью в другом месте веером разлетелись темные брызги порожденные тяжелым ударом Дива Древа помнила все и Альтия подозревала что в некоторый момент на борту корабля разразилась самая настоящая бойня это плохо согласовалось с заявлениями совершенного что он где поубивал все свои прежние команды но расспросить его на сей счет не удавалось стоило хоть отдаленно завести с ним речь о тех давних событиях как он опять впадал в истерику так что похоже было всей правды о страшных испытаниях выпавших на его долю им так никогда и не узнать Альтия не ошиблась в своих предположениях о том как поведет работу лавой тюки и бочонки потекли к ним в трюм таким потоком в котором ее маленькой команде впору было захлебнуться любой дурак может быстренько затащить или закатить что-нибудь с причала на борт твердила она себе чтобы правильно распределить все это в трюме надо и мозги иметь и моряцкое чутье она и сама не покладая рук вкалывала наравне со своими людьми как впрочем и полагалось второму помощнику и похоже это обстоятельство было частью компромисса который предложил ей Брэшин она по-прежнему верила что может завоевать уважение команды трудясь вместе с матросами и вот теперь ей предоставлялся великолепный шанс себя показать что ж она не отдыхала сама и не давала передохнуть Ек решив заодно проверить действительно ли эта женщина такая крутая на деле как на словах Ек испытывала от необходимости работать вместе с мужчинами гораздо меньше неудобств чем мужчины от ее общества но этого только и следовало ожидать так уж было принято у них там в шести герцогствах Ек отлично тянула лямку да еще и помогала делу добродушным подтруниванием из нее решила Альтия должен был получиться отменный матрос второго помощника лишь беспокоила не стала бы она как бы это выразиться слишком уж дружна с моряками мужчинами ибо Ек отнюдь не чуралась плотских радостей и нисколько не пыталась скрыть это не начались бы потом в команде из-за нее распри и свары что ж подумала Альтия недовольно если что случится доложу Брашину он капитан в конце концов вот и пусть разбирается свет из палубных люков широкими квадратами падал в обшитые толстым деревом трюмы сюда спускались бочки ящики и кадушки и далее по местам их перемещала только физическая сила людей Альтия была меньше всех ростом и это давало ей определенное преимущество когда она лазила поверху и кругом грузов упаковочные клети и корзины плыли вниз шестеро грузчиков подхватывали их на руки либо цепляли крючьями потом запихивали на место подпирали или расклинивали чтобы ничто не сдвинулось при качке бочка спускалась за бочкой и Альтия без устали напоминала себе очень скоро им покажется что в трюмах не только нет лишнего но наоборот могло бы быть всего и побольше поскольку команда на совершенном будет многочисленнее чем обычно им понадобятся не только матросы но и бойцы и совместить эти обязанности будет нельзя а еще у них не окажется ни порта назначения ни возможности пополнить припасы значит надо набивать корабль под завязку пока они могут себе это позволить слишком большой запас всяко лучше чем недостача работая в поте лица Альтия еще и наблюдала за подчиненными приглядываясь кто старался изо всех сил а кто напротив филонил как мог Сайпрос и Керт вкалывали добросовестно но нуждались в постоянном руководстве Ек оказалась незаменимым работником не только трудилась в полную силу но еще и думала прикидывала что к чему чтобы предвидеть последующие затруднения и избежать их Симой немолодой обладатель красного от пьянства носа уже жаловался что он надсадил плечо и должен его поберечь пожалуй нечего ему делать на борту когда они будут отчаливать что касается двух других Хаф был довольно самонадеянным юнцом в открытую нежелавшим признавать авторитет Альтии и выполнять ее приказы а Лоб тщедушный мужичок средних лет проявлял в работе рвения но был глуп Альтии его глупость казалась милее своего Леихафа с этим последним ей пожалуй скоро придется схлестнуться малоприятная перспектива он был гораздо крупнее ее и весьма мускулист Альтия сказала себе что при правильном поведении с ее стороны дело совсем не обязательно должно было дойти до рукопашной и стала молиться са чтобы получилось воистину так в течение утра Лавой дважды спускался к ним вниз проверял как работают оба раза он говорил что они оставляют слишком узкие проходы Альтия скрипела зубами и переставляла груз согласно его приказу он старпом напоминала она себе если я возьмусь спорить или просто не выполню его распоряжение это подорвет в глазах команды его авторитет когда Лавой спустился по трапу в четвертый раз Альтии захотелось повеситься но он лишь огляделся и кивнул неохотно одобряя результаты ее трудов валяйте дальше в таком духе вот и все что он сказал но для Альтии это прозвучало как самый большой комплимент стало быть он ей устраивал проверку на вшивость ну и хорошо ни теперь ни в дальнейшем она не будет ни работать спустя рукава ни нарушать субординацию об этом они договорились с Брешаном и слово своего она не нарушит тем не менее день оказался ужасно длинным и утомительным когда завершилась ее вахта и она выбралась обратно на палубу воздух под послеполуденным небом показался ей вкусным и свежим до невозможности она кое-как отлепила от тела насквозь пропотевшую рубаху а заплетенную косу от взмыленной шеи и отправилась в носовую часть в поисках янтарь корабельная плотничка о чем-то оживленно беседовала с капитаном руками в рабочих перчатках она держала концы двух бухт троса альтия молча следила как янтарь неловко пытается соорудить бромшкотовый узел вот брешен забрал у нее концы покачал головой все развязал и вернул ей еще раз добейся чтобы с закрытыми глазами сразу завязывать если нас когда-нибудь припрет до такой степени что придется вывешивать тебя за борт то скорее всего это случится в весьма плохую погоду вдохновляет негромко пробормотала янтарь однако сделала как он велел альтия только диво давалось как быстро приспособилась эта женщина к изменившимся условиям жизни и отношениям между людьми брешен без лишних слов вживался в роль капитана и со всеми без исключения вел себя соответствующим образом альтия давно привыкла к подобному сколько раз на проказнице она наблюдала как простой матрос бывало получал повышение и неожиданно оказывался перед лицом необходимости пересмотреть свои прежние отношения с товарищами и вот тут приключалось всякое даже кровь проливалась хотя на корабле капитана Вестрита до подобного не доходило ни разу что касается брешена она сама рада была и оказывать ему должное уважение и дистанцию держать как положено с капитаном им с ним обоим может от этого будет даже и легче господин капитан самым почтительным тоном обратилась она к брешену меня беспокоит кое-что касающейся команды что именно альтия набрала полную грудь воздуха и точно с обрыва кинулась ек очень уж ласково с другими матросами это может привести к нехорошим последствиям здесь в порту одно дело однако в море ситуация переменится он кивнул я знаю я тоже думал об этом большинство этих мужчин ни разу не видели на корабле женщину ну разве что жену капитана я намерен собрать всю команду и поговорить с мужиками на чистоту пусть они усвоят я подобного на борту не потерплю янтарь слушала их разговор недоуменно подняв брови и тут впервые подал голос совершенный чего это ты на борту не потерпишь спросил он с любопытством альтии как-то удалось спрятать улыбку брешен же отнесся к вопросу серьезно и ответил ему я не потерплю отношений среди членов команды могущих повлиять на готовность к плаванию этого корабля пока они разговаривали к ним подошла ег прислушавшись она подняла бровь но ничего не говорила пока брешен не обратился к ней ег у тебя что-то случилось она слышала о чем они говорили и не стала притворяться ничего не случилось кэп и не случится мне доводилось плавать в том числе и на кораблях со смешанными командами и с твоего позволения скажу я себя ни в коем случае в обиду не дам наверное одна только альтия и рассмотрела какого усилия брешен стоило не улыбнуться я нисколько не сомневаюсь в этом як проговорил он меня больше заботят мужчины не умеющие с собой совладать як продолжала по-прежнему серьезно а не скоро научатся этому кэп а совершенный ко всеобщему удивлению добавил и будем надеяться что этот урок ни для кого не окажется слишком болезненным он этим все последние три дня занимался я только пытаюсь сказать если там нечто ценное он уже должен был бы это понять а если нет полным полно других мест где я хотел бы его к делу представить мест на мой взгляд гораздо более много обещающих чем этот маленький закоулок бендер вынул изо рта трубку и с вызовом повторил вот и все что я пытаюсь сказать вам и посмотрел на младшего брата сидевшего по другую сторону полированного деревянного стола с таким видом дескать сил моих больше нет рейн выглядел взъерошенным и бледным его рубашка была измята словно он спал в ней примерно так же ты говорил и в те времена когда я бился над загадкой кристаллов огня возразил он если бы ты тогда соблаговолил послушать меня гораздо больше кристаллов попало бы к нам в руки неповрежденными есть вещи бендер которые за один день не делаются твое взросление например буркнул бендер себе под нос он разглядывал чашечку своей трубки там оказывается все погасло он отложил трубку рубашка у него была вышитая волосы опрятно причесаны поразительный контраст с тем как выглядел младший бендер бендер тотчас осадила Янни Хупрус своего старшего сына ты не справедлив Рейн говорит ведь как ему трудно сосредоточиться на этой работе мы должны проявить понимание а не осуждать его помнится ты и сам не блистал сосредоточением когда ухаживал за Рореллой и она с любовью улыбнулась своему младшему он бы отвлекался гораздо меньше если бы выбрал правильную и разумную женщину вроде Рореллы а не какую-то избалованную девчонку из удачного которая сама не знает чего хочет вотразил бендер посмотри только на него бледный точно поганка как все на стены не натыкается с тех самых пор как он взялся уламывать эту малту она только и делает что мучит его если она в самом скором времени ни на что не решится нам следует Рейн скачал на ноги заткнись ты зарычал он на ты ни малейшего понятия не имеешь каково ей сейчас приходится так что закрой рот он сгреб со стола пачку старинных пергаментов думать не думая об их хрупкой дряхлости и свирепо направился к двери я неукоризненно глянула на бендера потом догнала Рейна и удержала его за руку пожалуйста сынок вернись и сядь за стол давай поговорим я же понимаю в каком напряжении ты находишься я глубоко ценю твое сочувствие Малти горюющее о пропавшем отце не говоря уже о нашем живом корабле так же пропавшем в полголоса проворчал бендер тихое замечание впрочем предназначалось для ушей Рейна и тот немедля проглотил наживку во всяком случае он тотчас повернулся к брату давая отпор тебя то самого ведь только это и заботят так сказал он выгодная сделка нажива на мои чувства к Малти тебе наплевать ты даже не захотел отпустить меня из города и помочь добраться в удачный месяц назад когда она только-только получила страшные вести ты весь в этом бендер деньги 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 теперь вот я нашел эти пергаменты а значит мне требуется время чтобы хоть как-то расшифровать их неужели непонятно как это нелегко от старшей расы осталось так мало письменных документов а потому поди-ка сразу переведи а я хочу разобраться во всем что они могут нам сообщить может с их помощью мы поймем и то почему почти не сохранились записи ведь раз у них имелась письменность значит где-то должны быть сокровищницы свитков и книг но где а тебе и дела никакого нет до великой тайны которая может быть даст нам ключ ко всему этому городу для тебя мои документы имеют только один смысл можно ли извлечь непосредственную выгоду и давай-ка иди раскапывай что-нибудь более ценное и как бы в насмешку над бендеровым подходом к делу он небрежно швырнул пергамента на стол между собой и братом я не так и вздрогнула когда они шлепнулись на столешницу для того чтобы рассыпаться в прах древним свиткам вправду требовалось немного прошу вас сказала она резко сядьте вы оба нам нужно многое обсудить они нехотя вернулись за стол я не уселась во главе нарочно за тем чтобы подчеркнуть свою власть а то что-то бендер последнее время стал больно уж заноситься в своем отношении к младшему брату настала пора чуточку сбить с него спесь с другой стороны я не отнюдь не собиралась и поощрять мрачную меланхолию рейна что-то редко он стал бывать в ином настроении ей по крайней мере и она начала без предисловий наставив на бендера вытянутый палец ты ревнуешь брата из-за того что он влюблен и ухаживает и подобному поведению нет оправданий когда в свое время ты сам потерял голову из-за Рурелла вся семья с пониманием терпела твои тогдашние выходки помнишь как малейшую свободную минуту проводила ее порога лично я даже припоминаю как ты потребовал ради нее сменить убранство в целом крыле петушиного замка и все там перекрасить в разные оттенки зеленого сказав будто это ее любимый цвет ты даже не позволил мне спросить у нее самой чего бы ей вправду хотелось ну и что помнишь как она восприняла твой милый сюрприз бендер надулся и ответил злым взглядом рейнджа усмехнулся я не уже так давно не видела улыбки у него на лице она бы очень хотела чтобы улыбка задержалась подольше однако следовало ковать железо пока горячо а ты рейн давай-ка прекращай вести себя точно влюбленный подросток ты же мужчина я бы на все закрыла глаза будь тебе лет четырнадцать но тебе ведь уже перевалило за двадцать пора уже научиться не показывать всем и каждому что делается у тебя в сердце а что до поездки в удачной в которой тебе отказали ты же хотел сорваться туда немедля не предупредив о себе да и нас-то чуть не в последний миг поставив известность разве так поступает и кстати мрачность в которую ты с тех пор погрузился весьма тебе не идет ты же всяко вот-вот отправишься вниз по реке и поведешь даму своего сердца на ее первый летний бал чего еще ты можешь от нас потребовать в глазах рейна зажглись искры гнева это было хорошо если оба как следует на нее обозляться значит есть вероятность что общий враг сблизит их так неизменно происходило когда они были мальчишками чего еще я могу потребовать спросил рейн я мог попросить вас попробовать хоть отдаленно представить каково ей пришлось я и хотел отправиться к ней чтобы предложить ей и ее семье какую-никакую поддержку ведь они переживают очень трудные времена а что вы мне позволили сделать да ничего сами отправляли им вежливое выражение соболезнований говоря при этом что мне писать непосредственно Малти было бы опрометчиво мама я же собираюсь жениться на ней что же опрометчивого в том чтобы попросить мою семью помочь будущим родственникам ты не вправе распоряжаться семейными средствами рейн пора тебе уже это понять если дать тебе волю твой пыл может очень далеко нас завести да да я знаю что речь идет об отце Малты и об их семейном живом корабле у меня у самой сердце кровью обливается как подумаю помимо прочего этот корабль представляет крупное вложение наших денег которые мы возможно уже потеряли безотратно рейн мы не можем как говорится швырять добрые деньги в догонку беспутным нет не смей уходить выслушай до конца ибо то что кажется тебе жестокостью на самом деле не более чем здравый смысл неужели я должна позволить вам с Малтой пойти по миру в попытке выиграть давно проигранную игру все мы премного наслышаны об этом как его Кеннити а вот Кайла Хевена отвлекаясь от того что он отец Малты я оцениваю не слишком высоко учтите то что я скажу предназначено Токмо и единственно для ваших ушей так вот он сам накликал на себя все что с ним случилось нет я не говорю что он заслужил свою долю он просто очень здорово подставил и себя и свою семью и корабль я не перевела дух и продолжала а уж всего менее могу я одобрить поползновение вестритов снарядить так называемую спасательную экспедицию думаете зря ли никто не пожелал им помочь даже их ближайшие друзья и соседи да просто потому что там все сошлось ну прям один к одному взять хоть Альтию с ее волей доходящие до глупого упрямства или их капитана этого сына торговца лишенного наследства да при них еще какая-то чужеземка с деньгами я молчу уж про то что кораблю который они надумали использовать никогда и ни под каким видом не следовало бы покидать берег совершенный всегда был и навеки останется всем нам укором если начать разбираться кто виноват нам только и останется заявить мы же не знали правда кто знал тогда что нельзя строить из досок взятых от разных стволов так что основное бремя вины всяко ложится на ладлаков навалили ему на палубу целую гору тяжелого груза еще поставили все паруса чтобы шел побыстрее еще бы ему не перевернуться наша жадность привела к тому что его слишком быстро построили а их жадность лишила его рассудка на всех нас та или иная степень вины за то во что он превратился так что вытащить его на песок и оставить там было самым мудрым решением которое когда-либо принималось в отношении совершенного а спустить в воду и заново оснастить нет худшую глупость придумать при всем желании трудно как будто у вестритов был выбор негромко проговорил Рейн денег у них кот наплакал они нам откровенно сообщили об этом вот они пытаются предпринять что можно используя последние оставшиеся гроши и то что им удается выпросить или занять могли бы и подождать заявила Янни времени еще не так уж много прошло все знают Кеннет любит заставлять родственников своих жертв подолгу дожидаться предложений о выкупе он пришлет письмо я нисколько не сомневаюсь не пришлет сказал Рейн известно было что этот человек мечтал заполучить себе живой корабль вот он и заполучил его а теперь прошел слух будто и золотые сережки тоже пропал ты понимаешь мама что это означает для нас чего доброго пираты отправятся вверх по дождевой реке а мы окажемся совершенно к этому не готовы потому что никогда не предвидели такого рода беду придут пираты и нам совершенно нечем будет остановить их поэтому я считаю что вестриты предпринимают единственно возможные разумные действия их живой корабль надо любой ценой позволять и они пытаются это сделать рискуя жизнями родственников и остатками семейного благополучия причем в конечном итоге это есть попытка защитить нас ну а мы что предпринимаем а мы спокойно наблюдаем со стороны ну и что по-твоему мы должны были бы сделать устало поинтересовался бендер рейн так и ухватился за померещившуюся возможность для начала простить им долг за проказницу потом выделить деньги и помочь снабдить их экспедицию всем необходимым и пойти наконец наперекор сатрапу который развел тут рабство расплодил пиратов и тем самым создал предпосылки для нынешнего положения дел значит ты предлагаешь нам не только пойти на серьезный денежный риск вступив в долю квистрита но и в политический водоворот нас хочешь втянуть тотчас возмутился бендер это все уже обсуждалось в кругу торговцев дождевых чищоб и было решено что пока удачно не встал с нами плечом к плечу бросать вызов сатрапу было бы преждевременно мне не меньше чем тебе надоело чувствовать у себя на шее его сапог но ты готов его терпеть пока не шищется кто-то кто окажется готов рискнуть первым сердито подхватил Рейн примерно так же как удачный сейчас сидит и смотрит как вестриты в одиночку идут против пиратов а семью Тенира никто не поддержал в том деле о таможенных поборах я не никак не предвидела что разговор забредет в подобные сферы однако не пожелала упускать подвернувшийся шанс вот тут я должна согласиться с Рейном сказала она с тех пор как я последний раз выступала в удачном на совете торговцев дело с мертвой точки так и не сдвинулось правда умонастроения постепенно меняются если верить тому что нам рассказывают о погроме на таможне следует предположить что если семья хупрусов однажды упрется насмерть за нами последуют и другие а упираться как мне представляется нужно отстаивая идею полной независимости от жемелия воцарилась глубокая тишина потом Рейн проговорил очень тихо что там что там насчет того что я один готов рискнуть семейным достатком больше потеряем если будем продолжать бездействовать заявила Янни пора нам уже собирать единомышленников будь они из удачного или чищоп вроде Грейга Тениры спросил Рейн а я кстати не думаю что он бежал именно сюда по простому стечению обстоятельств тем более его приютил не кто-нибудь а семья Грове у которой с семейством Тенира давние и прочные связи и уйма сочувствия ко всякому кто готов пойти против Сатрапа добавил Рейн задумчиво с каких это пор мой меньшой братец так заинтересовался политикой удивился Бендер мне это казалось мы чуть не силой выпихнули тебя на то собрание в удачном ну и хорошо что выпихнули у меня с тех пор на многое открылись глаза спокойно ответил Рейн потом обратился к матери и предложил почему бы нам не пригласить Грейга Тениру на ужин и всех Грови конечно по-моему мудрая мысль я не посмотрела на старшего сына и когда тот согласно кивнул мать тайком вздохнула с большим облегчением она ведь не сможет жить вечно а значит чем скорее ее сыновья научатся сообща работать тем и лучше и она решила переменить тему и так Рейн удалось ли тебе извлечь нечто осмысленное из этих старых бумаг и она кивнула на древние свитки лежавшие забытыми на столе кое-что Рейн нахмурился и придвинул их поближе к себе там встречается куча незнакомых слов но то что я разобрал одновременно обнадеживает и разочаровывает насколько я понял упоминается еще один город расположенный гораздо ближе к верховьям он потер чешуйчатые пятнышко на щеке если я правильно понял этот город находится довольно далеко почти на границе мест которые кое-кто называет горным королевством если такой город действительно существует и удалось бы обнаружить его это стало бы величайшей находкой со времени основания Трихога бредни отмахнулся Бендер были же поездки вверх по реке и никто ничего не нашел так что если и есть где другой город то уж верно засыпан он еще основательный Трихога почем знать не сдавался Рейн говорю тебе из того что мне удалось перевести следует что он гораздо ближе к верховьям может он вообще разрушения избежал он задумался я даже не исключаю что там мог уцелеть кто-нибудь из старших вообрази только чему они могли бы нас научить он не заметил обеспокоенных взглядов которыми обменялись его мать и брат я думаю здесь еще нужно исследовать и исследовать а еще я хочу обратиться к драконице и послушать что она скажет нет произнес Бендер тоном прямого и окончательного отказа я думал Рейн уж тут-то никаких неясностей нет тебе запрещено входить в палату коронованного петуха очень уж большую власть приобрело над тобой это бревно это не бревно там драконица ее необходимо выпустить Яне и Бендер уже не прятали своего беспокойства надо было давным-давно распилить проклятое бревно как только я заподозрил насколько ты подвержен его влиянию почти зло сказал Бендер вот только время еще не пришло это последнее бревно диводрево причем самое крупное а значит и корабль который мы из него выстроим будет нашим последним живым кораблем если только ты не окажешься прав в отношении второго города может там найдется еще запас диводрева без меня тебе его не найти негромко заметил Рейн а если ты убьешь драконицу я ни почем не стану тебе помогать Бендер скрестил на груди руки я не очень хорошо знал этот жест Бендер гневался на младшего брата но старался сдержаться Рейн ученый и мечтатель слишком часто выводил из себя деловитого и земного Бендера до сих пор я не надеялась что со временем братья начнут дополнять качества друг друга теперь она страшилась что они всегда будут на ножах никакой драконицы не существует медленно и окончательно проговорил Бендер то что заключено в бревне умерло много столетий назад а перед тем как умереть скорее всего еще и свихнулось все что сохранилось от него это память заключенная в Деводреве настоящей жизни тут не больше чем в живых кораблях Деводрево впитывает воспоминания и хранит их вот и все если бы дело обстояло иначе мы никогда не смогли бы потрошить эти бревна и предоставлять жителям удачного набивать их новыми воспоминаниями всякие кто говорит с живым кораблем на самом деле беседуют с собою самим да еще с фамильными воспоминаниями заключенными в Деводреве и все Рейн когда ты разговариваешь в кавычках со своим бревном ты слышишь отзвуки своих собственных мыслей преломленных безумной памятью какого-то несчастного создания умершего задолго до того как мы открыли этот город и Бендер добавил почти умоляюще право Рейн не позволяй мертворожденной памяти говорить твоими устами не поддавайся на лице Рейна в самом деле отразилась некая неуверенность но потом его черты снова отвердило упрямство все очень легко опровергнуть или доказать проговорил он помогите мне вытащить бревно на свежий воздух на солнечный свет если ничего не произойдет обещаю раскаяться в своей нынешней глупости ничего себе легкое доказательство сплеснул руками Бендер да оно же громадное всю макушку холма пришлось бы срывать или пытаться пробиться сбоку к бывшему входу рискуя всю постройку обрушить ты видел трещины в стене над воротами даже если бы мы разгадали замок и открыли створки стена немедленно рухнет Рейн это даже не смешно драконица существует и она жива упрямо повторил Рейн и она говорит что с радостью поможет Малти и ее семье подумайте об этом подумайте какого могучего союзника мы могли бы приобрести или неимоверно могучего врага сердито возразила Яни Рейн неужели надо в тысячный раз одно и то же тебе повторять даже если внутри бревна вправду таится нечто живое мы не можем его выпустить а если бы и могли это было бы величайшим безумием ну все хватит об этом разговору конец ты понял меня мы это больше обсуждать не будем я запрещаю Рейн приоткрыл рот его челюсть ходила ходуном нижняя губа дрожала прям как когда-то в детстве когда он собирался истошным ревом объявить о нанесенной ему обиде но Рейн больше не был ребенком он закрыл рот лязгнув зубами а потом молча поднялся и направился прочь от стола мы еще не кончили говорить предостерегла Янни а я кончил нет ты не кончил немедленно вернись за стол и расскажи нам что именно ты вычитал в пергаментах на сегодняшний день я требую он повернулся к ним лицом его глаза налились ледяной тьмой требуешь спросил он но тогда и я кое-чего потребую а то как бы у меня желание не пропало всем этим заниматься если так уж не хотите отдать мне драконицу отсыпьте немножко ваших драгоценных денежек потому что я так или иначе все равно помогу той которую полюбил я не собираюсь отправиться в удачный набал взять ее за ручку потанцевать с ней разок-другой и потом оставить ее как была без денег и без надежды не дождетесь с каких это пор ты уже перестал быть членом этой семьи прорвала бендера тебя что задамривать надо чтобы ты свой долг исполнял мы еще платить должны за то что ты отдал нам частицу того что от нас же и получил да чтоб я сдох не получится ну и сдохни холодно ответствовал рейн 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 я не старалась не поддаваться чувствам давай говорить прямо чего именно ты от нас добиваешься что мы можем тебе предложить чтобы ты похоронил эту бредовую драконию мечту мам я отказываюсь начал было бендер тихо сын перебила она выслушай прежде чем говорить нет а про себя сотворила молитву чтобы по этому намеку они не разгадали ее истинный план пускай рейн поверит будто все совершилось по его собственной воле так чего ты просишь сынок рейн облизал пересохшие губы теперь когда нужно было вслух выговорить давно приготовленные слова он почувствовал себя беспомощным и загнанным в угол он прокашлялся во первых простите вестритам их долг за проказницу это в любом случае просто формальность ведь мы уже объявили что остаток долга станет моим свадебным подарком Малти сделайте же это прямо теперь когда они бьются в нужде я не хочу чтобы она думала будто мы готовы выжить из ее семьи последние гроши несмотря на все их несчастья пусть она не боится тут его голос заметно охрип пусть она не боится что ей придется выйти за меня ради денег хочет она того или нет я не хочу чтобы она таким способом мне досталась пусть не опасается что мы хотим применить право золота либо крови со временем она обязательно полюбит тебя рейн не сомневайся сколько невест с большой неохотой ехавших нам в Чищоба со временем я не хочу чтобы она таким способом мне досталась упрямо повторил рейн значит будем считать что мы забыли об этом пункте контракта заверила его мать ладно договорились вмешался бендер считай долговую расписку мы уже разорвали и выкинули так что все-таки ты вычитал в тех свитках его голос чуть не срывался от сдерживаемой ярости но рейн был неумолим еще кое-что да чего же тебе еще не хватает ядовито осведомился бендер желаешь чтобы тебя провозгласили с отрапом Чищоб нет всего лишь господином над своей собственной жизнью я хочу чтобы у меня была возможность ездить к ней и видеть ее когда я пожелаю пока мы наконец не поженимся и она не переедет сюда для этого мне нужно определенное денежное содержание которое я смогу тратить сам ни с кем не советуюсь и никому не давая отчета короче я хочу чтобы со мной обращались как со взрослым мужчиной у тебя имелся свой кошелек когда ты был младше меня только потому что я уже был женат вот женишься и будет у тебя свой доход зачем тебе сейчас собственные деньги незачем слушай рейн я никогда с тобой не скупердяйничал да и мама как баловала тебя так и до сих пор балует сверх всякой меры тебе видно чем больше даешь тем больше ты требуешь пусть будет так как ты хочешь перебила сына Яни бендер сперва не поверил своим ушам потом впал в ярость зачем я вообще здесь сижу воздев руки спросил он обращаясь к потолку моего мнения все равно не спрашивают ты здесь для того чтобы засвидетельствовать как твой брат даст мне слово итак Рейн мы просим тебя прекратить мечтать о драконах и более не посещать бревно ты не будешь принимать участие в определении его участи ты будешь исполнять свой долг перед семьей применяя по нашему требованию свои знания и умения ты не будешь ходить в город иначе как с разрешением моего или твоего брата и работать там только с нашего одобрения взамен мы разрываем контракт на живой корабль проказница выделяем тебе независимое содержание как взрослому мужчине и позволяем тебе ездить к возлюбленной когда только ты пожелаешь согласен ли ты с такими условиями пусть устное это соглашение было составлено по всем официальным правилам глядя на сына Яне Хупрус воочию и видела как он ее выучка мысленно повторяет фразу за фразой взвешивая оценивая и запоминая вот он посмотрел на брата его дыхание участилось он потер виски не дать не взять борясь с собой самим условия были уж что говорить нелегкими для обеих сторон Яне многое предложила ему надеясь что это окупится он слишком долго молчал и она даже испугалась как бы он не ответил отказом но потом он выговорил торопливо как будто слова причиняли ему боль да я согласен Яне с наслаждением выдохнула и так ей все удалось Рейн понятия о том не имея забрел прямо в ловушку и ловушка захлопнулась Яне понадобилось усилие чтобы побороть дурноту ведь она сделала такое со своим собственным сыном но это необходимо сказала она себе необходимо а значит оправдано Рейн будет держать слово он всегда держал его и будет и впредь ибо что такое старинный торговец у которого нет честного слова как носящее звание торговца в этой семье я твое согласие принимаю свидетельствуешь ли ты об этом Бендер свидетельствую отозвал сон хмуро в глаза и он не смотрел она задумалась быть может он понял что она только что сотворила и испытывал отвращение или его просто приводили в ужас условия сделки тогда стало быть и хватит на сегодня об этом Рейн посиди пожалуйста еще денек над пергаментами и составь для нас по возможности полный письменный перевод всего что тебе удалось разобрать попрошу тебя указать в нем все новые символы которые здесь встретились и подписать что они по твоему могут означать только не сиди сегодня ночью очень тебя прошу сегодня всем нам надо как следует выспаться только не мне горько пошутил Рейн я боюсь не заснул вернее как раз боюсь что засну и увижу такое нет уж я начну перевод прямо сейчас мама может к утру уже будет что показать смотри не переработайся забеспокоилась она но он уже подхватил свои пергаменты и нес их к двери я не дождалась покуда он вышел и поспешно загородила путь бендеру тоже устремившемуся к двери погоди велела она он мрачно осведомился зачем за тем что Рейн больше не может нас слышать со всей прямотой сказала она это привлекло его внимание бендер в изумлении уставился на нее сверху вниз я не хупрус долго молчала потом набрала полную грудь воздуха и начала говорить драконье бревно бендер надо нам избавиться от него и как можно скорее взломай его хоть может ты прав и пора уже хупрусом обзаводиться своим собственным кораблем или во всяком случае пускай оно хранится уже распилен на брусьи и доски и главное уничтожь тварь которая в нем заключена а иначе как бы нам не потерять твоего брата бендер бревно анимал то вот корень всех его бед оно прямо таки пожирает его разум она перевела дух я боюсь как бы он не утонул в чуждых воспоминаниях он и так уже идет по узенькой тропинке над пропастью надо любым способом держать его подальше от города бендер озабоченно нахмурился и уяне отлегло от сердца бендер не притворялся судьба младшего брата действительно была далеко небезразлична ему до такой степени небезразлична явствовало из его следующего вопроса взломать бревно прямо сейчас еще прежде чем он уедет в удачный на этот их летний бал ох мама нехорошо же получится мало ли что он согласился не принимать никакого участия в судьбе бревна у него сейчас можно сказать самое счастливое время в жизни наступает и что все ему отравить заставить мучиться и думать правильно ли он поступил ты прав сынок хорошо дождемся пока он благополучно уедет он наверное проведет в удачном уж никак не меньше недели вот тогда ты и займешься бревном и пусть когда он вернется дело будет уже сделано ничего не отменить и не исправить да так будет лучше всего он же меня будет во всем винить по лицу бендера пробежала темная тень вряд ли наше отношение от этого сильно улучшится нет винить он будет меня заверила его мать я уж постараюсь чтобы так оно и случилось над гаванью удачного нависла темная ночь совершенный чувствовал это ветер переменил направление теперь обоняние изваяние улавливало запахи города совершенный поднял руку и потрогал нос очень осторожно его рука поползла выше начала ощупывать колючие месивы щепок где раньше были глаза больно тихо спросила янтарь он немедленно отнял руки от лица мы не знаем такой боли как люди заверил он ее и немного погодя попросил расскажи мне о городе что ты видишь отсюда ну он слышал как она завозилась на носовой палубе прежде она лежала на спине подремовая а может глядя на звезды теперь перекатилась на живот его доски ощущали тепло ее тело она стала рассказывать повсюду кругом нас сплошной лес мачт как черная щетина на фоне звезд на некоторых кораблях горят крохотные огоньки но не на многих зато в городе очень много огней они отражаются в воде и хотел бы я их увидеть пожаловал сон тихо и чуть громче добавил я так хотел бы что-нибудь увидеть хоть что-нибудь но вокруг меня только тьма янтарь достаточно скверно было валяться слепым там на берегу но со временем я вроде как приспособился а вот здесь на воде я не вижу ни людей что проходит мимо меня по причалам ни кораблей которые становятся рядом на пристани мог бы разразиться пожар а я и не знал бы ни о чем пока не стало бы слишком поздно тоже мало радости но мы ведь скоро отправимся в море и вы ждете от меня что я вслепую ринусь в этот простор я же хочу чтобы все прошло хорошо я правда хочу но я очень боюсь что у меня ничего не получится просто доверься нам сказала она но он расслышал беспомощность в ее голосе мы станем твоими глазами совершенной если нас будет ждать впереди опасность клянусь я встану здесь рядом с тобой и расскажу тебе обо всем что нам встретится слабое утешение помолчав ответствовал совершенной боюсь это слабое утешение я понимаю но это все что я могу тебе предложить он замолчал и прислушался волны легонько шлепали по его корпусу поскрипывали канаты вот прозвучали шаги кто-то прошел мимо вечерние звуки удачного достигали его слуха он стал гадать про себя сильно ли изменился город с тех пор когда он последний раз видел его а ведь перед ним лежала будущность полная все той же непроницаемой тьмы янтарь окликнул он негромко очень трудно оказалось поправить руки Офелия насколько сильно они пострадали но ожоги оказались неглубокими разве что лишь в нескольких местах моим главным затруднением было сохранить пропорции ладони и пальцев поэтому мне пришлось не просто счистить горелое но попросту переделать обе ее руки и при этом снять некоторое количество дивы-древа совсем не пострадавшего от огня по-моему самым трудным для нее было сохранять неподвижность пока я работала а для меня сосредоточиться на том что я делала и не думать что возможно причиняю ей боль так ей было больно как знать сама она говорила что нет как и ты она все внушала мне дескать живые корабли ощущают боль не так как мы и люди и тем не менее я полагаю что доставила ей массу неприятных минут она рассказывала что снятие стружки вызывает у нее чувство потери это была одна из причин по которой я вернула ей все что могла в качестве украшения еще она сказала что после того как я все закончила ее руки казались неправильными янтарь помолчала помнится я ужасно расстроилась ведь я сделала для нее все что смогла однако потом когда я навестила ее перед отплытием она утешила меня сказав что привыкла к новому виду своих рук и очень ими довольна еще она очень хотела чтобы я изменила ей волосы но капитан ты не разопретил он сказал они не могли так долго задерживаться в порту правда тебе сказать я даже обрадовалась понимаешь диво-древо но с ним очень трудно работать я даже сквозь перчатки все время чувствовала как оно пытается меня затянуть ее последних слов он попросту не расслышал он вдруг воскликнул ты могла бы срезать мне бороду что она вскочила на ноги одним слитным движением словно потревоженная и взлетающая птица о чем ты совершенный ты могла бы срезать мою бороду переделать ее и приколотить на место в качестве нового лица и я бы снова стал видеть по-моему это безумная мысль сказала янтарь правильно безумная мысль сумасшедшего корабля нет янтарь все должно получиться смотри сколько тут дерева и подняв руки он собрал в горсть свою действительно пышную бороду уж на новые это глаза наверняка хватит и ты точно могла бы это сделать я не посмею ответила она почему а что скажет альтия с брэшиным одно дело чуть-чуть подправить руки офелии и совсем другое дело полная переделка твоего лица он скрестил руки на груди а какая разница кто там что скажет я что принадлежу им я их раб нет но он пропустил это но мимо ушей когда ты покупала меня разве ты не говорила что это просто формальность для посторонних уступка принятым правилам ты утверждала что я сам себе хозяин всегда дескать был и всегда буду и потому мне сдается что мне тут и решать может и так но соглашаться или нет зависит уже от меня а с какой стати тебе отказываться ты хочешь чтобы я так и оставался слепым он почувствовал как внутри зашевелился гнев зашевелился и запросился наружу совершенный проглотил его точно подступившую горлу желчь он знал злиться на янтарь бесполезно она просто повернется и уйдет конечно нет я ни в коем случае не желаю этого но я очень боюсь и разочаровать тебя совершенный дело в том что я никак не могу понять Дива Древа руки говорят не одно а сердце другое мне было очень трудно работать с Афелией помнишь она сказала что чувствует неправильность а я чувствовала нечто более тонкое и очень смахивавшее на святотатство последнее слово она произнесла совсем тихо совершенный отчетливо ощущал смятение рещицы для Афелии ты это сделала сказал он а для меня не хочешь есть большая разница совершенный работая с Афелией я удаляла поврежденное дерево а ты говоришь о том чтобы наоборот приделать кусочки Дива Древа сделав из них новые глаза я же как ты уже знаешь не могу понять природу Дива Древа станут ли приделанные части единым целым с тобой оживут ли они или так и останутся приколоченными деревяшками тогда сделай со мной то же что и с ней помолчав проговорил совершенный ты же можешь стесать мое нынешнее лицо и вырезать вместо него новое янтарь на это выдохнуло несколько слов на непонятном ему языке совершенный понятия не имел молилась она или ругалась он чувствовал только в какой ужас привело ее это предложение ты понимаешь хоть что говоришь сказала она мне придется переделывать не только все твое лицо но и все тело чтобы соблести должные пропорции ты представляешь что это за работа я же просто резчица совершенно я не скульптор она вздохнула ее прямо таки передернула подумай во что я могу тебя превратить я же могу навеки уничтожить твою красоту и как прикажешь мне после этого жить он поднес руку к лицу и процарапал скрюченными пальцами по бывшим глазам и рассмеялся горько и дерзко янтарь сказал он пойми ты кое-что по мне лучше быть каким угодно уродом но зрячим а сейчас я и урод и слепец что вообще ты боишься испортить вот именно это я и хотела бы постичь ловко вывернулась она потом мне охотно добавила я подумаю я буду думать совершенный дай мне время и сам не торопись лучше хорошенько все взвесь он заметил время мое единственное богатство но его зато столько глава двадцать седьмая основание королевства сегодня проказница низко сидела в воде ее трюмы были заполнены коллекциями кеннета приятно было нести такой груз наверное люди похоже чувствуют себя после обильной и вкусной еды сонно думал корабль проказница почему-то была очень довольна собой хотя с ее-то усилиями этот груз был связан всего менее сокровище было обретено благодаря уму кеннета нет даже не так не просто уму его мудрости поправилась она ум изворотливость этим жил любой второстепенный пират кеннет в такие рамки не вписывался это был человек с будущим человек мудрый и прозорливый проказница гордилась что стала его кораблем последнее плавание живо напоминало ей мирные дни под командованием ефрона вестрита для начала они причалили в дели паи и там были высажены на берег рабы потом состоялось свидание причем да нельзя таинственно обставленное с неким кораблем шедшим на север с этим кораблем кеннет передал послание владельцам заплатки и семье капитана эвери предлагая договориться о выкупе затем кеннет принялся планомерно объезжать островные гавани при которых состояли подчиненные ему корабли так называемые долевые с ними шла и мариэта в каждом порту где они останавливались кеннет и суркор отправлялись на берег иногда с ними ездили Этто и Уинтроу проказнице нравилось когда кеннет брал Уинтроу с собой возвращаясь юноша рассказывал ей обо всем и это было почти так как если бы она сама там побывала уинтроу давно давно миновали те дни когда она больше всего боялась разлучиться с Уинтроу даже на несколько часов сама она полагала это от того что ее собственная личность как бы упрочилась ведь с момента ее пробуждения минуло уже время а может просто ей настолько хотелось участвовать в каждом мгновении жизни кеннета что даже насущная потребность в обществе Уинтроу как бы отходила на второй план она попросила было кеннета вести свои дела прямо у нее на борту чтобы она могла за всем наблюдать но он отказал ей ты моя сказал он ей не без ревности вот я и приберегаю твою красоту и твое волшебство только для себя одного госпожа моя повелительница Марий мне нравится когда другие смотрят на тебя с благоговением и опаской как на недоступное чудо я не хочу чтобы твоя тайна оказалась нарушена пусть любуются и завидуют издалека еще не хватало чтобы люди приходили прямо сюда и чего доброго пытались забрать тебя у меня силой или колдовством ты моя крепость проказница ты моя твердыня и никаким чужакам здесь не место она запомнила не только каждое его слово но и интонацию она впитывала его речи как хлеб впитывает мед она улыбалась сама себе понимая что происходит он взялся ухаживать за ней и победил он завоевал ее с некоторых пор она даже не пыталась взвешивать его слова выискивая в них несообразие и не задумывалась об истинности его намерений ибо это более не имело никакого значения он ведь не выискивал у нее недостатки и упущения так с какой стати ей вести счет его порокам сейчас она стояла в жалком подобии гавани кому вообще и с какой стати пришло в голову тут поселиться проказница никак не могла взять в толк в дальнем конце бухты понемногу оседал в грязь скелет давно разрушенного корабля проказница с некоторым усилием припомнила название этого местечка кривохожий да кажется так ну что ж очень подходящее имечко покосившийся причал продуваемые всеми ветрами домишки на берегу действительно все какое-то кривоватое правда похоже в самое последнее время кое-что начало меняться к лучшему по сторонам улиц появились мостки из свежих желтеньких досочек иные из расшатанных лачук казались вновь выкрашенными кто-то даже высадил несколько рядов деревьев для защиты от ветра за ними виднелись молодые плодовые деревца мальчишка пастух отгонял от нежной коры саженцев вверенных ему коз а у причала среди скопища всевозможных лачонок выделялся крупный корабль счастливчик провозглашала гордая надпись на мачте рейл флаг ворона и даже издали было видно как сияла надраенная медяшка так что пожалуй было похоже что зачуханное городишко в самом скором времени из-за холустной дыры превратится во вполне осмысленное селение сонливость разом слетела с нее когда из самого большого городского строения вышла группа людей и направилась к причалу среди этих людей наверное был и кеннет проказница в самом деле скоро разглядела его он шел первым местные желавшие ему доброго пути двигались по сторонам или сзади в зависимости от своего ранга соркор держался рядом с капитаном это высокая и худая следовала за ним как тень и с ней уинтроу на какое-то время все столпились на причале потом после множества поклонов и приветственных жестов кеннету окончательно пожелали счастливой дороги пока он со своими спутниками спускался по лесенке в гичку звучали добрые напутствия горожан это повторялось в каждом порту который они посещали как же все любили ее капитана проказница внимательно наблюдала за шлюпкой скользивший к ней по спокойной глади портовой воды кеннет принарядился для визита на берег черные перья на его шляпе покачивал ветерок он заметил ее взгляд и приветственно поднял руку так что серебряные пуговицы на манжете сверкнули на солнце он до последней нитки выглядел процветающим морским разбойником и сидел на носу гички точно король на троне они и обращаются с ним уже как с королем поделился с ней уинтроу после предыдущего подобного визита отдают ему его долю добытого без малейшего намека на недовольство но дело не только в том что они признают его право на часть того что им приносит пиратство они представляют на его суд свои внутренние расприи жалобы я видел как он судил всевозможные дела начиная от похищения кур и кончая супружескими изменами он рисовал планы оборонительных сооружений для городов я сам слышал как он указывал что им следует построить а что снести он здравомыслящий и рассудительный человек ответила проказница так что ничего удивительного уинтроу помнится фыркнул рассудительный но лишь постольку поскольку это может способствовать всеобщей к нему любви я стоял позади него слушая как они высказывают свои жалобы он слушает хмурится задает вопросы а потом выносит решение соответствующее общественному мнению даже если ежу ясно что оно несправедливо он на самом деле не судит проказница он лишь придает весомость их собственным суждениям и дарит им сознание собственной правоты а потом наведя такую вот справедливость в кавычках он обходит город глядя вправо и влево вам нужен колодец говорит он а то вода у вас скверная или разберите вон ту развалюху пока она сама не сгорела и пол города не подпалила исправьте причал а еще вон той вдове хорошо бы крышу в доме перекрыть вы уж ей обеспечьте сам при этом сорит деньгами оплачивая все что сам предложил и получается что это его щедроты а не возврат части того что он сам только что у них забрал в итоге все от него в восторге все готовы его следы целовать а по-моему и правильно готовы тебя послушать он немало добра им делает ну делать то делает неохотно согласился Уинтроу он дает им деньги чтобы им проще было быть добрыми к бедным старым и слабым он заставляет их повыше поднимать головы и видеть что может быть в том предыдущем городке он велел выстроить такое здание где их дети могли бы собираться вместе и учиться благо нашелся человек хорошо умеющий читать и считать Кеннет оставил немалую сумму чтобы заплатить ему за уроки и что что-то предосудительного не понимаю суть не в том что он делает творит то он все добрые дела даже благородные но вот цель о которой я крепко подозреваю проказница он хочет стать королем поэтому он так всех и балует он берет деньги которые они ему откладывают из добычи и покупает им то что они могли бы сами себе купить и делает так не потому что это правильно и хорошо а просто чтобы они хорошо думали о нем да и о себе тоже чтобы связали это ощущение гордости с его приездами к ним она тогда покачала головой все-таки не вижу что в там плохого а вот хорошего наоборот масса уинтроу ну почему ты такой подозрительный не приходило тебе в голову что может быть он хочет стать королем пиратских островов как раз для того чтобы легче было добрые дела совершать он спросил а ты сама-то вполне в этом уверена ему она соврать не могла все еще не могла не знаю честно ответила она но я очень надеюсь что так оно и есть тем более что в любом случае результат один и тот же пока действительно сказал уинтроу и мрачно предрек но это только пока как-то еще все обернется со временем будущее покажет теперь она раздумывала об этих словах глядя на быстро приближающуюся гичку нет все же ее юный родственник был слишком уж подозрителен некая не лучшая часть его души не могла принять Кеннета как силу приверженную добру вот и все шлюпка подошла к борту с которого уже свисал веревочный штурмтрап то что сейчас должно было последовать причиняло проказнице настоящую боль последнее время Кеннет наотрез отказывался от лебедки и сам лазил по трапу на борт каждый раз на такой подъем по крайней мере для проказницы уходила целая вечность каждая очередная ступенька заставляла ее бояться что вот сейчас он поскользнется и упадет да еще и сломает себе что-нибудь ударившись о лодку внизу или того хуже свалится в воду и либо потонет либо угодит в пасть морским змеем благо змеев в этом году была прям таки напасть проказница не припоминала чтобы когда либо раньше они были так многочисленны или так смелы жуть какая-то да и только так или иначе скоро его деревянная нога бодро простучала по ее палубе проказница облегченно вздохнула и стала с нетерпением ждать чтобы он к ней подошел всегда возвращаясь на корабль он первым долгом шел к ней поздороваться иногда в сопровождении Уинтру раньше приходило и Этта но она в последнее время стала избегать носовой палубы проказница про себя находила это решение очень мудры на сей раз повернувшись ему навстречу она увидела что он был один ее улыбка так и засияла теплотой как она любила эти минуты когда они разговаривали наедине и Уинтру не мешало ни заковыристыми вопросами ни взглядами полными сомнений Кеннет ответил на ее улыбку самодовольной усмешкой ну госпожа моя спросил он готова принять на борт еще немножко сокровищ я договорился что после полудня нам еще кое-что привезут а что именно поинтересовалась она хорошо зная как любит он перечислять новые приобретения ну протянул он смакуя немножко великолепнейшего вина в таких знаешь маленьких бочонках пачки чая серебро в слитках немножко шерстяных ковров совершенно невиданных расцветок и узоров подборочку книг в самых изысканных переплетах поэзии знаешь ли а также иллюстрированная естественная история и несколько журналов путевых заметок я их пожалуй оставлю себе ну хотя и это суинтро их конечно прочтут а еще будет съестное мешки с мукой катки масла бочки рома ну и деньги немалое доложу тебе количество причем самой разной чеканки рафу на счастливчике очень неплохо поработал я очень доволен тем как приободрился кривохожий внимание проказницы привлекло упоминание о книгах она заметила погрустнев это значит что уинтроу по-прежнему будет проводить все свое свободное время в заперти с этой кеннет улыбнулся перегнувшись через поручни он дотянулся и погладил ее волосы и сказал перебирая пальцами густые тяжелые пряди верно он по-прежнему будет отвлекать эту а она занимать его представляешь сколько времени будет у нас с тобой чтобы обсуждать наши интересы и планы на будущее от его прикосновения по ее плечам пробежала легкая дрожь она испытала смятение но это было восхитительное смятение так значит ты нарочно их свел чтобы мы могли побольше быть наедине а зачем бы еще он взял в руку еще одну прядь изваянную из дива древа но такую живую она покосилась на него через плечо его бледно-голубые глаза были сожмурены в щелке необычайно красивый мужчина подумалось сей такая такая жестокая красота а он продолжал ты ведь не вытражаешь надеюсь эта бедняжка совершенно неграмотна в публичном доме ведь получают не слишком широкое образование у интро уже терпеливый наставник гораздо терпеливее чем мог бы быть я и он в некотором смысле вручит ей орудие самоусовершенствования дабы когда она оставит корабль ей более не пришлось возвращаться к своему низкому ремеслу так это покинет нас задохнулась проказница ну конечно я же в свое время взял ее с собой на мариету только для того чтобы уберечь от опасности у нас с ней слишком мало общего она была добра и очень помогла мне пока я выздоравливал после ранения но мне трудно закрыть глаза на то что она по сути и явилась причиной моего увечья и он одарил проказницу кривоватой улыбкой уинтро удаст ей начатки образования и вернувшись на берег она будет годиться на больше чем только ложиться и раздвигать ноги тут его лоб прорезала задумчивая морщина мне представляется мой долг прежде чем расставаться с людьми делать их чуть лучше чем они были до нашего знакомства как тебе кажется а когда это с нами расстанется спросила проказница еле еле удержавшись чтобы не показать охватившего ее нетерпения ну наша следующая стоянка будет в делепае там раньше был ее дом и кенет улыбнулся собственным мыслям никто правда не может загоди сказать как пойдет дело я конечно силой выставлять ее не буду конечно отозвалась проказница он гладил и свивал толстую прядь ее черных волос и их кончики щекотали ее ногой и плечо кенет держал под мышкой пакет нечто завернутое в грубую толстую мешковину какие дивные у тебя волосы проговорил он негромко когда я увидел этот то сразу подумал о тебе он развернул с одного конца свой пакет запустил туда руку и потащил наружу нечто красное встряхнул и это оказалось алая ткань большой отрез алой ткани невероятно тонкой и легкой он протянул ее проказнице я подумал ты могла бы повязать этим волосы она ужасно разволновалась какой подарок мне никто ничего подобного не дарил ты вправду уверен что хочешь мне это отдать тут же ветер морская сырость они могут испортить между тем говоря так она уже встряхивала и разглаживала прекрасную ткань потом свернула ее и приладила себе на лоб Кеннет взял концы и связал их у нее на затылке он сказал испортится значит придется новую тебе подарить склонил голову к плечу и восхищенно улыбнулся негромко добавив какая же ты красавица моя пиратская королева Уинтроу осторожно расстегнул замочек скреплявшей створки деревянного книжного переплета осторожно раскрыл и почти сразу благоговейно ахнул невероятно вскочил и отнес раскрытый том поближе к иллюминатору подставив свету богато декорированную страницу какие детали какая изысканность эта медленно подошла и заглянула в книгу поверх его плеча что это спросила она это травник то есть книга о травах и всяких растениях с рисунками описаниями и указаниями что как применять только такого роскошного я до сих пор еще не видал и Уинтроу бережно перевернул страницу явив свету еще бездну красоты даже у нас в монастырской библиотеке ничего подобного нет это должно быть неправдоподобно ценная книга он чуть коснулся пальцем бумаги обводя контур нарисованного листка это перечная мята видишь все морщинки обозначены все крохотные волоски на листке вот это я понимаю художник они находились в маленькой каюте которую когда-то давным-давно Уинтроу делил со своим отцом все приметы тех недобрых времен давно исчезли отсюда да не сами собой а были тщательно искоренены теперь здесь была лишь опрятно засланная койка маленький складной письменный стол да ящик с манускриптами свитками книгами Уинтроу начал было давать эти уроки в капитанской каюте но Кеннет в скорости заявил что они слишком шумно возятся со своими книжками перьями и бумагой и выгнал их заниматься в каюту Уинтроу Уинтроу не возражал никогда прежде у него не было столь обширного и свободного доступа к письменному слову уж во всяком случае он точно никогда даже издали не видел столь великолепные книги как та что была теперь у него в руках ну и что тут написано поинтересовалась эта неохотно теперь ты можешь прочесть сама воодушевил ученицу Уинтроу попробуй все буквы какие-то почерк непонятный пожаловалась она но все же приняла книгу которую Уинтроу осторожно положил ей на ладони это нахмурило брови всматриваясь ну и что что почерк сказал Уинтроу тот кто писал просто старался украсить каждую буковку вот некоторые и состоят почти из одних завитушек а ты старайся выделить основное и не обращай внимания на украшение ну попробуй ее палец медленно пополз по странице нанизывая слово за словом ее губы задвигались она решала головоломку Уинтроу прикусил язык не позволяя себе помочь ей спустя некоторое время это решительно набрала полную грудь воздуха и начала трава сия есть поистине королева среди всех известных нам благодетельных трав напиток заваренный из свежих листьев ее есть наилучшее средство при простуженной голове она вдруг умолкла и осторожно закрыла книгу Уинтроу в растерянности вскинул на нее глаза и увидел что это крепко зажмурилось а из-под ресниц у нее текут слезы теперь ты умеешь читать заверил он ее тихо он стоял буквально не дыша боясь говорить что-то еще путь к нынешнему свершению был долг и весьма тернист это оказалось непростой ученицей ума у нее скажем прямо хватало однако его усилия научить ее чтению почему-то пробуждали в ней некий глубинный гнев поначалу он был совершенно уверен что сердится она на него а то на кого же она без конца дулась отказывалась от помощи а потом заявляла что он не хочет ей помочь потому что желает выставить ее дурой а нрав у нее был такой что в сердцах могла и ценную книгу через всю каюту швырнуть и дорогую бумагу в мелкие клочки изорвать сколько раз она просто отбрасывала его когда он наклонялся поправить ее ошибку однажды он повысил на нее голос в пятый раз объясняя что она пишет такую-то букву шиворот на выворот в ответ она ударила его и не просто пощечину залепила а хорошенько вмазала кулаком по скуле едва не сбив с ног а потом вышла вон из каюты извиняться за это она впоследствии даже не подумала и лишь после многих дней занятий до Уинтру постепенно дошло что причиной гнева это был вовсе не он а ее собственное зубодробительное невежество ей было стыдно что она столь многого не знает ее унижало что приходилось к нему обращаться за помощью а если он предлагал ей попробовать что-нибудь самостоятельно она это понимала как дразнящий намек на свою глупость если же учесть ее склонность вымещать свой гнев на наставнике это делало ее не только трудной ученицей но и опасной причем хвалить ее было едва ли не опаснее чем порицать в какой-то момент Уинтру даже попытался отделаться от нее он пришел к Кеннету со слезной просьбой освободить его от учительства он ждал что Кеннет в приказном порядке велит ему вернуться к занятиям однако пиратский капитан лишь склонил голову на бок и кротко поинтересовался действительно ли он верит что именно такова воля са отказать эти в помощи а пока Уинтру стоял и молчал переваривая неожиданный вопрос выражение лица Кеннета вдруг изменилось это потому что она была шлюхой спросил он угрюмо ты полагаешь она недостаточно хороша чтобы извлечь изучение пользу она тебе отвратительна не так ли его лицо при этом дышало таким пониманием и добротой но было полно такого горя что палуба прям таки закачалась под ногами Уинтру неужели он в самом деле взирал на Этто с этаким превосходством неужели у него вправду таилось в душе гнусное ощущение собственного превосходства чувство которое в любом другом человеке он бы решительно порицал нет нет поспешно выдавил он и воскликнул я ни в коем случае не считаю Этто ниже себя она потрясающая женщина я просто боюсь что Кеннет снисходительно улыбнулся кажется я догадываюсь чего ты боишься тебе не по себе от того что она так привлекательна ну и что то скверного Уинтроу любому здоровому молодому мужчине вовсе не грех пасть к ногам такой чувственной женщины как Этто не то чтобы она старалась всех кругом заорканить просто ее бедняжку с самого детства приучали вести себя именно так совращение мужчин настолько же в ее природе как у рыбы плавания заранее хочу предупредить тебя прежде чем отвергать ее хорошенько подумай как это сделать помягче иначе сам того не желает и можешь очень ранить ее да я совсем не о том я бы никогда не кое-как промямлил Уинтроу и замолчал разом утратив способность подбирать правильные слова ситуация была тем более унизительной что по крайней мере отчасти Кеннид попал в точку это действительно в немалой степени занимало его мысли прежде ему никогда не случалось проводить время в обществе зрелой женщины не говоря уж о том чтобы находиться с ней наедине можно без преувеличения сказать что он воспринимал эту сразу всеми органами чувств когда она уходила из каюты там оставался запах ее духов когда она говорила он слышал не только ее хрепловатый голос но и шуршание роскошных тканей в которые она одевалась когда она поворачивала голову свет вдруг принимался играть на ее блестящих гладких волосах конечно она волновала его даже снилось ему иногда он собирался принимать это как должное а вот снисходительная улыбка Кеннито застала его врасплох все в порядке парень сказал ему капитан говоришь никогда а вот у меня бы никогда язык не повернулся тебя осудить если ты увлекся правда ты сильно упадешь в моих глазах если позволишь своему увлечению помешать тому что как мы оба понимаем необходимо ей не пробиться к лучшей жизни без грамотности Уинтроу ты знаешь это и я знаю так что приложи все усилия и ни в коем случае не отчаивайся я ни почем не позволю ни одному из вас сдаться особенно теперь когда вы так близки к успеху последующие дни уроков превратились для Уинтроу форменную пытку сказанное капитаном привело к тому что он стал думать об Эдте как о женщине не меньше прежнего а наоборот больше соприкосновение рук над разбираемой книгой которые раньше он воспринимал как случайное теперь стало ему казаться умышленным а почему она использовала именно такие духи конечно потому что старалась обольстить его а эти прямые взгляды в глаза тоже орудие совращения и настал момент когда Уинтроу сам понял что увлекся если раньше он с ужасом думал что вот она опять придет и надо будет сидеть с нею наедине то теперь он только и жил ожиданием этих часов он был уверен что его не осуждают за это ну почти уверен на самом деле ничто не имело значения она принадлежала Кеннету и точка зато все трагично романтические баллады которые он когда-либо слышал все сказания о злополучных любовниках прежде казавшиеся ему такими безвкусными в их сопливой чувствительности о теперь-то он понимал какую великую правду они в себе содержали и вот сейчас созерцая ее лицо в миг наслаждения долгожданной победой Уинтроу вдруг понял Кеннет был прав пыточное искушение через которое ему пришлось пройти полностью искупалось этой минутой теперь она умела читать а он и помыслить не мог что ему оказывается дана была способность кому-то доставить подобную радость поэтому его восторг поистине превосходил все что могла дать империя плоских чувств и вот тот дар что он ей вручил некоторым образом приближал его самого к совершенству а она все стояла прижимая изысканный том груди как ребенка лицо с плотно зажмуренными глазами было обращено к маленькому иллюминатору освещавшему его каюту луч света падал как раз на нее золотя бронзовую кожу сверкая в каплях слез и играя на волосах она показалась Уинтроу цветком подсолнуха что вечно тянется к солнцу ему доводилось видеть как она веселится смеется с Кеннетом или шутит в кругу пиратов но теперь она испытывала радость поистине преображающую сравнивать одно с другим было попросту непристойно и вот долгий вздох всколыхнул ее грудь она открыла глаза и улыбнулась ему Уинтроу тихо сказала она и покачала головой между тем как ее улыбка делалась все шире какая же умница Кеннет верно я ведь сперва тебя не в грош не ставила потом с ума сходила от ревности видя как он с тобой носится я же тебя ненавидела да ты сам знаешь а теперь я тебя я тебя она помедлила и наконец негромко созналась я думала только Кеннет может заставить мое сердце биться так как смог ты эти простые слова буквально пригвоздили Уинтроу к месту юноше пришлось сурово сказать себе она ведь не заявила что любит меня просто я заставил биться ее сердце и все мои собственные учителя тоже пробуждали во мне чувства да какие только это она имеет ввиду даже если нечто большее я был бы полным дураком если бы позволил себе отозваться полным дураком пожалуйста тихо попросила она и протянула ему руку помоги мне подобрать книгу может быть ту из числа новых ты еще говорил там стихи и можно я попрактикую с тобой я хотела бы почитать Кеннету сегодня вечером и она покачала головой радуясь и ужасаясь даже представить не могу что я в самом деле умею а все он мой да я понимаю это ты научил меня читать но ведь именно он сделал это возможным воображаешь что я сейчас испытываю и что такого видит во мне Кеннет Уинтру что он вообще нашел во мне как мне быть достойной подобного мужчины когда он впервые увидел меня я была тощей маленькой шлюшкой из заведения Беттель я сама в себе никогда ничего большего не подозревала а он каким образом разглядел ее темные глаза всматривались в самую душу Уинтру ища ответа и юноша не смог не ответить ты ты сияешь сказал он негромко ты лучишься светишься даже для меня даже когда я сам тебя впервые увидел даже когда я отлично знал что ты меня ненавидишь есть в тебе что-то такое это нечто неугасимое что-то чего не изведешь ни мерзостями жизни ни жестоким обращением твоя душа светится как серебро из-под грязи это только справедливо что Кеннет тебя полюбил всякий мужчина на его месте полюбил бы тебя от таких слов у нее округлились глаза она отвернулась и не чудо ли обветренные щеки тронула краска я принадлежу Кеннету напомнила она ему прозвучало это гордо я знаю ответил Уинтру и тихо очень тихо почти про себя добавил как же я ему завидую нынче у Кеннета выдался длинный и утомительный день хотя утомление было очень даже приятным кривохожий был последним портом перед возвращением в Дилипай они с Соркором посетили пристанище всех пиратских кораблей которые они создали из бывших работорговых снабдив их командами из освобожденных невольников не у всех вновь назначенных капитанов дела шли одинаково хорошо но в каждом городишке Кеннета встречали бурным восторгом и даже Соркор наконец-то поверил в осуществимость его плана это было видно даже по походке грубого головореза а мясистое лицо так и светилось гордостью когда стоя за плечом Кеннета он выслушивал очередной перечень добытых богатств и проказница и Мариетта были тяжело нагружены драгоценным добром особенно порадовала Кеннета последнее приобретение молодой Рафу если правдой было то что о нем рассказывали гонял своего счастливчика в хвост и в гриву умудряясь взять едва ли не каждый корабль за которым пускался в погоню пиратские удачи принесли кривохожему и уйму денег и массу спасенных рабов увеличивших его население смекалистая женщина возглавлявшая городок помогала молодому капитану вести учет доходов и расходов они предъявили Кеннету свои счетные палочки с гордостью которая сделала бы честь иному домоправителю он терпеливо выслушал полный до гроша отчет о затратах на строительную древесину на фруктовые саженцы на стадо коз они даже разыскали и наняли несколько художников согласившихся жить в крепохожем Рафо в свою очередь отложил долю Кеннета в ту часть добычи что показалось ему самой ценной редкостной и удивительной они не просто выделили ему его долю они всерьез позаботились чтобы доставить ему удовольствие он понял это и всячески подчеркнул свой восторг тем самым внушив им большое желание порадовать его снова Кеннет пообещал им еще корабль следующий который ему достанется а почему бы собственно и нет они вполне этого заслужили может он предоставит им заплатку если ее владельцы промедлят со сбором денег на выкуп но оказывается и от сплошных удовольствий можно устать да и с грузом что был теперь у них на борту обращаться следовало не как с селедочными бочками Кеннет самолично и очень тщательно следил за тем как все упаковывалось самые сливки сокровищ маленькие особо ценные предметы по его приказу были отправлены непосредственно к нему в каюту и вот теперь открывая дверь он не бестрепет думал о восхитительной возне с расстановкой новых сокровищ чтобы они не мешали работе может сначала лечь поспать а этим заняться с утра когда оба корабля будут уже на пути в Дилипай он шагнул внутрь и оказался в золотом сиянии светильников его каюта благоухала ароматическими курениями о нет только не это застонал он про себя неужели ее страсть впрямь не имеет границ Кеннет огляделся уверенный что увидит эту как-нибудь особенно изысканно изготовившейся для любовной битвы в постели отнюдь отнюдь она сидела в одном из двух кресел приставленных близко друг дружке круг яркого света заливал ее и раскрытую книгу у нее на коленях это была облачена в ночную рубашку скорее очень скромную нежели соблазнительную она даже походила пожалуй на девушку из приличной семьи быстрый взгляд показал раздраженному капитану что она уже убрала все его сокровища первым его чувством по этому поводу была вспышка праведного негодования да как смело она вообще трогать его вещи однако потом накатила волна отрешенного облегчения убрала ну и хорошо по крайней мере ничто не мешало ему скорее добраться до постели он прохромал прямо туда и уселся на краешек обшитая кожей выемка деревянной ноги куда он вставлял свой обрубок немилосердно намяло культю подбивку снова пора было менять я хочу показать тебе кое-что чему я научилась тихо произнесла это он только вздохнул неужели эта женщина не способна была думать ни о чем ином кроме своих собственных удовольствий это я очень устал сегодня ответил он ей помоги лучше сапог снять она послушно отложила книгу и подошла стащила с него сапог и стала бережно растирать ногу он закрыл глаза принеси ночную рубашку она проворно исполнила и это он стал раздеваться это брала вещи у него из рук одну за другой встряхивала опрятно складывала и убирала в сундук для одежды отстегнув деревянную ногу Кеннет показал ей натертое место можешь ты выслать эту штуковину помягче чтобы было удобнее она повертела деревяшку в руках все что угодно протрется если двигаться столько сколько ты попробуй на сей раз использовать шелк он хотя и мягкий зато не скоро износится вот и отлично управься к утру встав на здоровую ногу он откинул с постели покрывало и сел на чистые простыни они были замечательно свежими и прохладными а подушка тонко благоухала лавандой кенет закрыл глаза ее негромкий ясный голос проник в его сознание уже начинавшее уплывать наши души любили уже тысячу раз путями которых нам теперь уже не припомнить вели нас прежние жизни я слишком хорошо знаю тебя и слишком сильно люблю годами одного века этого не объяснить как река протачивает себе русло в долине так твоя душа отметила мою своим прикосновением живя в иных телах мы постигали завершенность которой никогда мне никогда не нравилась сиринийская поэтическая школа устала перебил кенет ее представители все говорят прямо в лоб поэзия должна быть поэзией а не простым вершеплетством если собираешься заучить стишок наизусть лучше выбери что-нибудь из юпиля или вергаха и он глубже зарылся в одеяло издал блаженный стон и приготовился окончательно отойти ко сну я не заучивала наизусть сказала это я прочитала по книге я теперь умею читать кенет я умею читать она ждала что он по крайней мере удивиться но он слишком устал хорошо проговорил он я рад что Уинтрул сумел тебя научить теперь может быть ему удастся объяснить тебе что следует читать а что нет она отложила книгу и задула светильник каюта погрузилась в темноту кенет услышал шорох ног по полу она подошла и забралась к нему под одеяло надо будет подыскать ей другое спальное место к примеру повесить гамак и тем разгонять сон он все-таки перекатился на бок лицом Кэти может и способно но зачем так сразу отказываться от его помощи я же знаю как нравилось тебе проводить с ним время да и он насколько мне известно только рад был наставлять такую способную ученицу он со всей откровенностью сознавался мне какое удовольствие он получал от твоего общества и он ухитрился даже испустить добродушный смешок ты знаешь бедный парнишка просто влюблен в тебя да и только к его изумлению она даже не попыталась отнекиваться я знаю просто сказала она он очень славный мальчик учтивый такой теперь я понимаю почему ты так привязался к нему а мне он преподнес дар который останется со мной до самого смертного часа и отлично надеюсь ты должным образом отблагодарила его кеннет смертельно хотел спать только спать и в то же время не желал прекращать завязавшийся разговор ибо кажется наклевывалась таки вероятность что его хитроумная интрига со временем принесет задуманные плоды она назвала Уинтру очень славным мальчиком так кажется а он сам видел как Уинтру провожал ее глазами по палубе вот бы знать случилось ли им уже плотским образом засвидетельствовать друг другу свою взаимную склонность вдруг это уже носит наследника для его живого корабля он провел ладонь по ее руке как бы лаская потом опустил ладонь ей на живот колечко с крохотным черепом все еще торчало у нее в пупке нельзя торопиться подавил он всколыхнувшиеся разочарования подобные вещи требуют времени запереть их вдвоем на достаточно долгое время и никуда не денутся сойдутся как миленькие по крайней мере так всегда происходило и с голубями и с козами и со свиньями когда он был маленьким и жил дома честно говоря произнесла это задумчиво даже и не знаю как бы его отблагодарить у Кенета очень чесался язык подсказать ей самый лучший ответ на этот вопрос но он воздержался оглашать его напрямик он выразился иначе мне кажется парнишке одиноко так покажи ему что ценишь его дружбу и дорожишь его обществом ему это понравится подумай о своих знаниях и умениях может что-то окажется полезно ему возьми и научи его по-моему это будет достойный отдарок более прозрачного намека кажется придумать было нельзя неужели не догадается но я так мало знаю пробормотала она погодя чему может у такой как я научиться Уинтроу Кеннет вздохнул и попробовал зайти с другой стороны только осторожно напомнил он себе осторожно ты всяко повидала в жизни гораздо больше чем он не забывай мальчик провел большую часть жизни в стенах монастыря но он может быть искушен в словесности и искусстве но по части более мирских познаний он увы сущи невежда а твои жизненные обстоятельства можно назвать прямо противоположными так поделись с ним тем чем у тебя научила жизнь научи мальчика быть мужчиной лучшей наставницы у него точно не будет и он провел рукой по ее телу она помолчала он прям таки слышал как трудился ее разум потом она проговорила я хотела бы ему кенет ты не очень будешь возражать если я дам ему кое-что из твоего имущества в смысле нечто из нашего груза он собственно совсем не это имел ввиду но и на том спасибо по крайней мере делался первый шаг в правильном направлении начнется с малого с подарочков а чем кончится тот и оно конечно выбирай что хочешь сказал он ей я ведь тоже люблю мальчишку сама знаешь и с удовольствием поделюсь с ним те что принадлежит мне мне не жалко Уинтроу проснулся от того что открылась дверь в его каюту кто-то молча вошел внутрь и тихо тихо притворил за собой дверь в первый миг подростка парализовал страх с тех пор как не стало Саадара он стал спать гораздо спокойнее до сих пор побаивался как бы иные из бывших рабов не придумали обвинять его в гибели своего вожака он затаил дыхание потом попробовал бесшумно переместиться в постели может нападающий промахнется с первым ударом и тем самым даст ему возможность спастись вошедший тем временем подошел к столику то есть лучше лучше всего по ночам он зашарил в поисках свечки потом высунулся в коридор и зажег ее отгоревшего там небольшого светильника вернулся в каюту закрыл дверь и сунул свечу в подсвечник когда же он повернулся к Этти то челюсть у него буквально упала и было отчего на ней были облегающие кожаные штаны и такой же короткий комзол сидевший плотнее собственной кожи никогда еще Уинтру не видел женского тела в одежде которая не скрадывала а наоборот подчеркивала его формы это не обратило никакого внимания на его взгляд наоборот она весьма деловито обошла его кругом разглядывая и явно оценивая его собственное тело ее взгляд был таким откровенным что у него жарко вспыхнули щеки потом она недовольно хмыкнула все ясно видно что ты усердно трудился но работа была не слишком тяжелой тем не менее ты гибкий и шустрый я и раньше это за тобой замечала и это может оказаться полезнее для нашей игры чем даже могучие мышцы Уинтру заморгал ресницами я все-таки не возьму в толк о чем ты Кеннет предложил ответила она я сказала ему что чувствую за собой должок ты ведь как-никак читать меня выучил он и подсказал мне что я могу в ответ научить тебя чему-то такому что сама хорошо знаю кое-чему из моих более мирских познаний так он выразился вот я и решила этим заняться снимай карубаху он повиновался точно во сне всячески запрещая себе думать и о том что делает он сам и о ее возможных намерениях она хмуро улыбнулась при виде его обнаженного торса ишь весь гладенький точно маленькая девочка даже на груди ни волоска еще не выросла надо бы конечно мышц побольше но ничего со временем нарастут она вернулась к его столику и щелкнула замочком стоявшей там длинной плоской коробки и повторила открывая крышку да кое-чему лучше учиться без посторонних глаз в том числе и умением необходимым мужчине если бы нас за этим увидели команда бы тебя как есть засмеяла а так будешь притворяться будто всегда это знал и умел она вновь повернулась к Уинтру лицом и он увидел в каждой ее руке по кинжалу это для тебя Кеннет сказал я могу их тебе подарить начнешь носить какой-нибудь из них на поясе всякий раз когда мы будем останавливаться в порту притом не только в порту а вообще все время будешь ложиться спать клади под подушку но первонаперво научись как следует ими владеть и без всякого предупреждения она бросила один из кинжалов ему ему не в него кинжал полетел рукояткой вперед Уинтру успел поймать его хотя и не очень ловко слегка порезав большой палец он крякнул от неожиданности а это рассмеялось вот я и пустила тебе первую кровь тут в ее глазах зажегся угрожающий огонек ну-ка бери его как следует и будь наготове я научу тебя драться да не хочу я учиться драться испугался Уинтру и отступил прочь еще порежу тебя она весело улыбалась а вот и не порежешь меньше всего думай об этом она уже стояла в стойке опытного бойца на ножах и лезвие ее кинжала смотрела прямо на Уинтру это грациозно раскачивалось а кинжал летал из одной руки в другую так быстро что глаз не успевал проследить потом она двинулась на Уинтру опасная как тигрица казалось все тело просто следовало за порхающим клинком лучше сосредоточься на том как не дать мне порезать тебя сказала она все с этого начинают глава двадцать восьмая отплытие совершенного вот 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 нам побольше времени для ходовых испытаний янтарь устало посмотрела на Альтию ни времени ни денег у нас нет да при том после каждого выхода в море с корабля сбегает по два три матроса еще несколько таких испытаний Альтия и команда у нас вообще не останется она снова глянула на Альтию и склонила голову к плечу который раз уж мы с тобой об этом говорим пятый или шестой согласно моим подсчетам двадцать седьмой вмешался подошедший Брешин женщины подались в стороны освобождая ему место у кромовых поручней все трое смотрели в открытое море видневшееся за выходом из удачницкой гавани привыкай янтарь хмыкнул Брешин матросы без конца болтают об одном и том же а любимые темы скверная жратва тупой капитан зверюга помощник ты еще забыл гнусную погоду и сволочной корабль добавила альтия янтарь пожала плечами я уже поняла что мне очень ко многому придется привыкнуть сколько лет прошло с тех пор как я последний раз предпринимала длительные путешествия по морю причем даже в юности моряк из меня был никудышный одна надежда может жизнь на борту в условиях гавани хоть как-то приучит мой живот качке альтия и брешен одновременно расплылись в ухмылках не надейся попусту предупредил брешен ясное дело в первые дни плавания я постараюсь не требовать от тебя слишком многого однако если необходимость возникнет так уж возникнет и тогда тебе ничего не останется как ползать хоть на четвереньках но делать свое дело в перерывах между метанием харчей за борт спасибо утешил поблагодарил янтарь они замолчали шутки шутками а по поводу грядущего отплытия каждого одолевали сомнения и очень серьезные корабль стоял полностью загруженный и снаряженный почти вся команда была на борту вдобавок на нижних палубах таились даже от наемных матросов семеро невольников решившихся на побег к лучшей доле о них альтия старалась даже не думать эти люди ведь рисковали не только собой если кто-нибудь обнаружит их до отплытия как знать чем кончится дело а как отнесется к новым товарищам нанятая команда оставалось надеяться что обрадуется все лишние руки в помощь уж конечно не миновать ссор из-за порядка подчиненности и мест в кубрике но такое приключается на любом корабле альтия упрямо твердила себе что все будет хорошо а еще она всей душой за тех семерых притаившихся в тесном закоулке внизу им-то тягостное ожидание давалось тяжелее чем кому бы то ни было они собирались отплыть с первыми лучами рассвета альтии пожалуй хотелось бы взять и отправиться в море прямо сейчас вот только это потихоньку ускользнуть в темноту считалось скверным началом всякого плавания уж лучше подождать и должным образом вытерпеть все слова прощания и добрые пожелания от тех кто придет проводить их не говоря уже о преимуществах солнечного света и свежего утреннего бриза но как он глядя вдаль негромко спросил Брэшин волнуется очень возбужден рвется в путь а сам боится до смерти его слепота знаю перебил Брэшин он однако ослеп не вчера и к тому же как-то добрался назад в удачное из своего последнего плавания не только ослепленный но еще и кверху килем так что сейчас всякое не время для рискованных экспериментов с диводревом янтарь придется ему довериться нам по крайней мере я не рискну менять в нем что-либо прямо сейчас ну допустим ты сделаешь попытку и ничего не получится Брэшин затряс головой короче лучше отплыть как есть он давно привык к слепоте пусть и дальше справляется только с ней а не с еще новым разочарованием привык но не примирился очень серьезно начала янтарь он сорок два подняла палец альтия я тоже веду счет мы принимаемся обсуждать это уже в сорок второй раз янтарь покаянно кивнула и сменила предмет разговора лавой Брэшин застонал потом рассмеялся на эту последнюю ночь сказал он я отпустил его в город ручаюсь к назначенному часу он будет на палубе разумеется с превеликого будуна и разумеется примется срывать зло на матросах это знаешь левиковая традиция так что люди все примут как должное он станет гонять их в три шеи а они будут на него злиться и это тоже освещено традицией к тому же лучшего старпома для наших орлов нам все равно не найти альтия решительно прикусила язык ибо счет их с Брэшином спором об этом был потерян давным-давно и к тому же если заново поднять сейчас эту тему как бы он не заставил ее признать что лавой оказался отнюдь не настолько плохо как она вначале считала у мужика все же оказалась в душе справедливая струнка звучала она далеко не всегда но если уж подавала голос то тут лавой вставал насмерть да он будет сущим тираном альтия знал это и Брэшин знал но если лавой не станет слишком уж перегибать палку все будет путем такой команде как у них как раз и требовался тиран ходовые испытания уже обнаружили все слабые стороны их матросов теперь альтия доподлинно знала кто ленится при работе а кто отстает просто по неспособности одни слишком привыкли все делать шалей-валяй другие были туповаты а третьи наоборот изворачивались и хитрили в любых обстоятельствах стараясь не перетрудиться альтия пришла к выводу что ее отец подобную публику выгнал бы с корабля поганой метлой она пожаловалась брешину пожалуйста сказал ей молодой капитан выгоняй кого считаешь нужным и заменяй другими получше дело стало за малым разыскать достойных матросов и попытаться нанять их за ту плату которую им могли предложить на том собственно и кончился их разговор как бы я хотел уже оказаться там в море негромко проговорил брешин и я откликнулась альтия хотеть то она хотела но и боялась до ужаса ибо пробные выходы в море обнаружили не только недостатки команды по ходу дела альтия поняла насколько в действительности уязвим был совершенный гораздо уязвимее чем ей думалось раньше да он был прочным хорошо выстроенным кораблем а когда брешин распределил и наилучшим возможным образом устроил балласт он стал показывать очень даже неплохой ход хотя ходил он совсем не так как вроде бы положено живому кораблю но альтия и с этим готова была примириться лишь бы он не восставал против людей трудившихся на его палубах и у штурвала гораздо хуже было то что плавание под парусами было для него мучением столь же явным сколь и не шуточным всякий раз стоило брешину отдать приказ об изменении курса носовое изваяние болезненно вздрагивало совершенный мгновенно расплетал руки обычно скрещенные на груди и вытягивал их перед собой было видно как они дрожали очень быстро он вновь складывал их на груди и крепко стискивал он крепко сжимал челюсти ничем вроде бы не выдавая себя но его страх незримо распространялся по всему кораблю альтия очень хорошо видела как отзывались на этот страх матросы они все время оглядывались друг на дружку на паруса над головой на водную даль все пытались смекнуть почему же им так не по себе они еще не успели привыкнуть к своему кораблю и не могли уразуметь что это действовал на них его страх альтия понимала сказать им о причине значило вызвать настоящую панику они непременно узнают обещала она себе со временем карету торговца Рестара давно отремонтировали и конечно добротно вычистили всю внутреннюю обивку опять же и дверцы стали открываться и закрываться как полагается в отличие от прежнего пружины не заскрипели тревожище и противно когда малта забиралась в карету а когда лошади взяли с места не последовало толчка от которого когда-то приходилось лязгать зубами внутри все выглядело очень чисто пока карета пробиралась запруженными улочками удачного в окошко задувал свежий бриз и все равно мало тебе с концами рещилось будто в карете пованивает дохлой свиньей так что на всякий случай она то и дело подносила к лицу надушенный платочек с тобой все в порядке милочка в десятый наверное раз спросила мать все в порядке я просто ночью плохо спала отозвалась малта и глядя в окно стала ждать следующую реплику матери естественно ведь ты так волнуешься сегодня наш корабль отправляется в плавание ты добавила всего восемь дней вот именно все естественно от души согласился дават рестар и наградил всех своих спутниц улыбкой вот увидишь душечка это будет поворотный пункт начиная с которого наши дела пойдут резко в гору я уверена что так и будет согласилась роника малте впрочем показалось что бабушка не столько высказывала уверенность сколько молилась чтобы так оно и вышло приехали выпалил дават таким тоном словно полагал будто без его объявления этого никто не заметил карета плавно остановилась нет нет сидите сидите воскликнул он когда кефрия потянулась к дверце кучер откроет невольник выседавший на козлах в самом деле спрыгнул вниз подошел к дверце открыл ее и всем помог выбраться наружу когда спервороника а потом и кефрия поблагодарили его за помощь рабу явно стало не по себе он даже покосился на давата ожидая что хозяин выругает его но торговец был слишком занят оправлял свой камзол малта удивленно нахмурилась либо дават за последнее время внезапно разбогател либо просто начал щедреть тратить деньги приведенная в порядок карета вышкаленный кучер новая одежда положительно дават к чему-то готовился мысленно малта приказала себе не спускать глаз со старого торговца с людьми дават общаться не умел это уж точно но чутье на доходные делишки у него было безошибочное а коли так то не подвернется ли возможность и ее семье извлечь кое-какую выгоду из того в чем собирался поучаствовать рестар он подал руку ее бабушке ироника вестрит пошла с ним все включая ее были одеты в свои лучшие летние платья на этом настояла бабушка мы не можем себе позволить выглядеть в такой день поберушками не без некоторой даже свирепости заявила она а потому дом снова превратился в партняжную мастерскую старые платья стирались гладились перелицовывались речь прямо на глазах превращалась в истинную волшебницу иголки и нитки даже малта признавала что она превосходно подмечает и воплощает в тканях все новейшие веяния моды какие только можно заметить на удачницких улицах так что сегодня бабушка и мать и сама малта были одеты почти по последнему писку если не принимать во внимание прошлогодние зонтики даже сельдан и тот хорошо выглядел в белой рубашечке и синих штанишках он все пытался распутить ворот малта грозно свела брови и сделала ему замечание настоящие мальчики из старинных семей не дергают ворот он тотчас опустил руку но посмотрел на сестру из-под лобья я по-твоему задохнуться должен чтобы быть настоящим маленьким торговцем спросил он капризно привыкай посоветовала она и взяла его за руку день стоял теплый дул свежий бриз и на причалах удачного царила обычная суета мать следовала за бабушкой а малта шла по пятам за матерью вместе с младшим братишкой моряки оборачивались им вслед малта не сходила до того чтобы это замечать но все равно было приятно кое-кто отпускал восхищенные хотя и не вполне приличное замечание малта шла ровным шагом высоко неся голову и на те праве на беззаботность. На подходах к западному молу бабушка замедлила шаг, а потом стала здороваться с каждым живым кораблем, называя его по имени. Каждый без исключения отзывался на ее приветствие и по-доброму напутствовал уходившего в плавание совершенного. Иные держались строго официально, но мало ли казалось, что она улавливала искреннюю теплоту, исходившую от большинства. Роника Вестрит благодарила каждый корабль и шла дальше. Когда, наконец, они добрались до совершенного, Малту обуяли такие сильные чувства, которых она сама от себя никак не ждала. Так вот он, слепой корабль, безумный корабль, который ее семья буквально подняла из праха и пыталась вновь вывести в море. Он легко покачивался у причала. Медяшка сверкала, сияло отполированное дерево, совсем как новенький. Носовое изваяние высилось с гордо поднятой головой, могучие руки были скрещены на мускулистой груди, вместо глаз топорщились колючие щепки, но челюсти были крепко сжаты, а подбородок выставлен вперед. Ничего общего со старой развалиной, которую она видела когда-то на песке у подножия утесов. Маленькая рука Сельдена стиснула ее ладонь. Бабушка остановилась, глядя на статую. Потом возвысила голос «Добрый день, совершенный! Славное начало для путешествия!» «И тебе добрый день, госпожа Вестрит!» Неожиданная улыбка раздвинула его густую бороду. «Я, знаешь ли, слепой, но не глухой, кричать незачем!» «Совершенный!» — укорил его Брешен, появившийся на баке. Альтия уже спешила к ним по причалу. «Все в порядке, капитан Трелл. Корабль прав, ничуть не обидевшись, ответил Роника Вестрит. Тем не менее, я повторю, в славный день начинается ваше славное путешествие!» И пошел обмен любезностями между бабушкой, Брешеном и кораблем. Малта не особо прислушивалась. Она была рада, что совершенный, по крайней мере, не хныкал и не буйствовал в приступе бреда. Она очень боялась, что сегодня на него накатит безумие, он начнет орать и швыряться, чем под руку попадет. Она видела, как это происходит, когда однажды пробралась к берегу посмотреть, как продвигаются работы. Зрелище его безумия так напугало ее, что она мигом повернулась и удрала домой. Слушая в полуха, она в основном наблюдала за тетей Альтией и Брешеном Треллом. Она все еще подозревала, что между этими двоими что-то есть. Вот только сегодня никаких признаков этого не замечалось. Брешен был не просто Брешен, а, ни прибавить, ни убавить, самый настоящий капитан Трелл. Одет очень аккуратно и чисто, белая рубаха и темно-синие штаны тщательно выглажены, темно-синий камзол придавал достоинство облику. Все это были прежние дедушкины вещи, перекроенные по его мерке. Малта только гадала, знает ли он откуда что взялось, и если да, то как он себя чувствует в обносках старого капитана. Что до Альтии сегодня она была одета необыкновенно прилично, белая блуза, широкая юбка, разделявшаяся на штанины и жилетка в тон. С ума сойти! Она даже надела башмаки. Малта готова была спорить на что угодно, что теткин наряд был только для вида. Второй помощник, или кто она там у них, а только при первой же возможности наверняка снова переоденется мальчишкой. Нет, у тетки Альтии точно все было не как у людей. А ее подруга Янтарь, как видно, решила, коли все равно люди будут глазеть, так дадим уж им повод для разговоров. Она вышла одетая в самую обычную матросскую робу. Вот только каждая пуговка на штанах и рубахе была не просто пуговкой, а деревянной бусиной, выточенной вручную. Янтарь не слишком льстила такая одежда. Она подчеркивала костлявую фигуру речицы, плоскую грудь, узковатые бедра. На плотно зашнурованной жилетке Янтарь были вышитые веселые пестрые бабочки. Единственное, что, по мнению Малты, в ней было привлекательного, так это, скажем так, масть, которой ее одарила природа. Кожа и волосы у нее были точно изваяны из бледно-медового дерева, да и глаза казались примерно такими же. Она зачесала длинные волосы назад, заплела их в косу и заколола на голове. Одно слово, чужестранка. Даже серьги у нее и то были разные. — Добро пожаловать на борт, — сказал Брэшин, и все стали подниматься по трапу наверх. Он подошел их приветствовать и подал Малте руку, помогая взойти на корабль. Совсем недавно у нее, наверное, голова кругом пошла бы. Молодой мужчина, далеко не урод, в меру лихой, в меру нахальный. Вот только страхи и тревожные сны последних месяцев, похоже, успели начисто выжечь эту часть ее существа. Когда все оказались на борту, Альтия сразу повела гостей кругом корабля, по ходу дела рассказывая, где и что было сделано за последнее время. Большая часть из того, о чем она говорила, оставалась для Малты пустым звуком, хотя она и сохраняла на лице выражение вежливого интереса. Матросы, занимавшиеся последними неотложными работами по подготовке к отплытию, торопливо убирались с дороги, но сразу же принимались глазеть Малте вслед. И ничего лесного в их внимании она, пожалуй, уже не находила, поскольку взгляды были слишком смелыми и откровенными, а манеры матросов очень уж грубыми. И как только тетя Альтия собиралась жить в плавании несколько долгих месяцев среди этих людей? А может, ей это нравится? Не без некоторого содрогания, подумала Малта, и постаралась даже мысленно удалиться от команды, обходя вслед за бабкой и матерью верхнюю палубу. Брешин стоял на мостике, там, куда уже начали собираться и все остальные, кто пришел пожелать им счастливого плавания. Оставалось радоваться, что торговцы удачного оказали им хотя бы такую поддержку. Поистине понять их положение могли только семьи, где были свои корабли и моряки. Кое-кто явно принарядился ради того, чтобы проводить их и пожелать удачи. Остальные были капитанами и членами команд других живых кораблей, стоявших поблизости у причала. А немало народа все-таки собралось, подумала Малта. Иные даже останавливались перекинуться словечком с Давадом. Тот предусмотрительно занял позицию непосредственно рядом с Брешином. Понятно, что взошедшие на борт никак не могли не поздороваться с капитаном, а стало быть, им волей-неволей приходилось приветствовать и его. Понаблюдав, Малта пришла к выводу, что он даже до некоторой степени восстановил в глазах других торговцев свое доброе имя тем, что выступил как посредник и устроил им покупку этого корабля. Тем не менее, приветствия, которых он удостаивался, были сугубо официальными и притом очень краткими. Давад, правда, сиял так, словно его прямо осыпали похвалами. Если предоставлялся малейший к тому повод, заводил явно хорошо отрепетированную и ужасно многословную речь о том, как и почему нынешнее событие не состоялось бы без его деятельного участия, Малта изо всех сил старалась держаться подальше, чтобы не слушать его излияния и ни в коем случае не встречаться с ним глазами. Про себя она именовала его не иначе, как с жабой. — Идем, Малта? — с улыбкой пригласила ее тетя Альтия. Судя по ее жесту, им предстояло покинуть верхнюю палубу и отправиться вниз. Но у Малты не было ни малейшего желания осматривать трюмы или матросские кубрики, наверняка душные и вонючие. — Я лучше тут побуду, — проговорила она. — Слишком хороший денек, даже не хочется с палубы уходить. — А я пойду, — храбро заявил Сельдан и выдернул ручонку у нее из ладони. На какой-то момент Альтия явно усомнилась, стоит ли оставлять племянницу в одиночестве. Даже покосилась в сторону матросов, возившихся неподалеку. Кажется, она сочла их общество малоподходящим для Малты. Но потом что-то успокоило ее, и она сказала, «Хорошо, конечно, оставайся, если хочешь». Малта покосилась через плечо. Там, позади нее, стояла янтарь. Стояла, опершись на поручни, около носового изваяния. Они с Альтией, кажется, без слов обменялись каким-то знаком, и янтарь дала Альтии понять, что с Малтой все будет в порядке. Интересно. А еще интереснее была перспектива провести некоторое время в обществе такой таинственной и порождающей скандалы особо, как эта резчица-чужеземка. «Веди себя хорошо, Малта», — на всякий случай предупредила дочь Кефрия, однако позволила Альтии увести себя прочь следом за бабушкой. Как только они скрылись из виду, Малта устремила все свое внимание на янтарь, изобразила вежливую улыбку и протянула женщине руку «Наилучшие пожелания вам в этом плавании, госпожа янтарь». Ту, похоже, слегка позабавила ее учтивость и тебе спасибо, госпожа Хеван. Она лишь чуть кивнула головой, но движение было каким-то таким, что стоило любого реверанса. Янтарь коснулась руки Малты кончиками пальцев в перчатке, однако по руке Малты отчего-то разбежались мурашки. Какой странной она была эта женщина! Вот она отвела глаза и стала смотреть в море. Малта задумалась, не старается ли она таким образом отделаться от дальнейшего разговора. «Ну уж нет, так не пойдет», — решила она. «Похоже, погода вполне благоприятствует вашему начинанию». «Да, действительно». В голосе янтарь звучала холодная вежливость. «И корабль, по-видимому, в отменном состоянии». «И с этим отважусь согласиться». «А команда готова к любым испытаниям». Капитан Трейл сумел обучить их настолько хорошо, насколько позволила наша стесненность во времени. Таким образом, со всех сторон все получается замечательно и хорошо. Малте надоели бесплодные попытки разговорить рещицу, и она спросила напрямик, «Как тебе кажется? Есть хоть малейшая вероятность, что у вас правда получится». Ей необходимо было знать, было ли все происходившее просто игрой, затеянной, чтобы изобразить бурную заботу о делах семьи? Или они в самом деле надеялись вызволить ее папу? «Что ни возьми, всегда есть некоторая вероятность, что она сбудется», — ответила янтарь. Ее тон вдруг стал предельно серьезным. Она вновь повернулась к Малте, и ту буквально обожгло сочувствие и сострадание, которое излучал рещица. «А уж если кто-то еще и предпринимает усилия, чтобы это сбылось, вероятность неминуемо увеличивается», — продолжала она. «Много людей потрудилось ради того, чтобы выручить ваш корабль и твоего брата Малта». Когда янтарь произнесла ее имя, Малте ничего другого не оставалось. Как только прямо взглянуть ей в глаза, у янтарь были очень странные глаза, и дело было не только в их цвете. Цвет некоторым образом не играл никакой роли, потому что в глазах была душа, и эта душа тянулась к ней, к Малте. «У нас нет иной цели, кроме как попытаться спасти их», — сказал янтарь. «Я не могу пообещать тебе, что мы непременно вернемся с победой, но то, что мы будем честно пытаться, пусть никакому сомнению не подлежит». «Не знаю даже», — проговорила Малта, помолчав, «лучше или хуже стало мне от твоих слов». «Я тебе просто пытаюсь сказать, что вы, твоя семья, сделали все от вас зависевшее и даже сверх того. Так удовлетворись же этим. У тебя пылкое юное сердце, Малта. Сейчас оно бьется, как птица, угодившая в тесную клетку. Ты только крылья себе переломаешь, если будешь биться и дальше. Имей терпение, жди. Еще настанет твое время лететь. И когда оно придет, лучше, если ты будешь свежей и сильной, а не до полусмерти измученной в бесплодной борьбе. Тут глаза янтарь неожиданно расширились. «Берегись той», — сказала она, — «что попробует отнять и присвоить твои крылья. Берегись тех, кто попробует подорвать твою веру в собственные силы. Твое недовольство коренится в твоем предназначении, Малта. Тихая жизнь никогда не удовлетворит тебя». Малта обхватила себя руками и даже попятилась на шажок. И тряхнула головой. «Ты говоришь, прям как рыночная гадалка», — заявила она. И хотела засмеяться, но смешок вышел ненастоящим. «Ой, как же у меня от твоих слов сердце заколотилось!» Она снова попыталась засмеяться, сводя весь разговор к шутке. «Так уж иногда у меня получается», — согласилась Янтарь. Настал ее черед отвести взгляд, ей кажется, было неловко. «Да, так уж получается. К сожалению, предсказать судьбу не значит повлиять на нее, ибо на самом деле каждый из нас сам определяет свою дальнейшую участь». «Это как?» Малте показалось, будто так или иначе она завладела инициативой в их разговоре. Но когда Янтарь опять к ней повернулась, Малта быстренько рассталась со своим заблуждением. «Ты зарабатываешь себе будущность», — Малта вистрит. И резчица наклонила голову. «Ибо если подумать, чем обязан тебе завтрашний день?» «Завтрашний день?» «Обязан мне?» — переспросила Малта в замешательстве. «Завтрашний день воздаст тебе по сумме дней вчерашних». И не более. Янтарь снова стала смотреть на море. «Но и не менее. Иные из людей, знаешь, даже желали бы, чтобы завтрашний день не расплачивался с ними так уж сполна». Малте вдруг очень захотелось переменить предмет разговора. Она подошла к фальшборту и посмотрела вниз на Совершенного. «Наш корабль сегодня необыкновенно красив». Бесстрашно отпустила она ему комплимент. «Ты просто сверкаешь весь Совершенный». И небось ужасно волнуешься. Он извернул шею с быстротой прыгающей змеи. Так оборачивается, чтобы посмотреть. Но на Малту воздрилась лишь уродливая мешанина щепок, что щетинились у него между носом и лбом. Все остальное лицо имело цвет обычной, человеческой плоти. Но эти щепки вновь обрели серебристый оттенок неоживленного диводрева. У Малты буквально язык примерз к небу. Она ухватилась за поручни, чтобы устоять на ногах. Между тем Совершенный заулыбался, широко и белозубо. «Так вот она какая, судорожная гримаса безумия». «Слишком поздно для нее», — прошептал он. И Малта не знала, к ней или о ней были его слова. «Слишком поздно для нее». Широкие крылья распростерлись и нависли над ней. Она как мышка, съежившаяся при приближении филина. Ее крохотное сердечко бьется так, что разорваться готово. Видишь, как она дрожит? Но поздно, слишком поздно. «Она уже видит ее, и она знает меня». Он закинул голову и оглушительно расхохотался. «Я был королем». Его торжество не поддавалось никакому описанию. «Я был повелителем трех царств, а вы сделали из меня это, пустую оболочку, игрушку, раба». И Малту как будто поразила молния, грянувшая непосредственно с ясного сенего неба. Она провалилась в черную ревущую бездну. Она падала, не в силах издать ни звука, сквозь глубины бесконечные и непроглядные. А потом, откуда ни возьмись, мелькнула золотая вспышка. Пронеслось нечто слишком громадное, чтобы Малта могла обозреть это целиком. К тому же оно подоспело слишком близко, чтобы она успела присмотреться издали. Гигантские когти ухватили ее, обняв поперек тела так плотно, что сделалось невозможно дышать. Малта пыталась отбиться, ударить их, поцарапать, но лапы были одеты в чешую прочнее любого металла. Она не могла сдвинуть их ни на волос, а стало быть и вздохнуть. Но еще страшнее было бы продолжить падение. И умереть уже наверняка, если бы когти вдруг разжались. Выбери себе смерть, прошептал дракон. Вот и все, что тебе нынче осталось, маленькая красотка. Выбери смерть ту либо другую. Не смей, вмешался другой голос. Она моя. Моя. Пусти ее. Добыча принадлежит тому, кто ее первому хватит. Но ты мертв. А у меня еще есть шанс пожить, и я не позволю тебе отнять ее у меня. Стремительно мелькнуло радужное серебро и сшиблась с золотой тенью. Малте показалось, что за право обладания ею дрались две горы. Когти сжались сильнее, грозя рассечь ее надвое. Ты ее не получишь. Прежде я с ней покончу. Малта закричала бы. Но дыхания не было. От нее и так почти ничего уже не осталось. Эти двое были так громадны. В их мире для нее просто не было места. Ее жизнь была крохотной искрой, готовой вот-вот погаснуть. Кто-то заговорил вместо нее. Малта реально. Малта существует. Вот она, Малта. И ее смотали заново, словно клубок ниток, один за другим. Возвращая на место планы и уровни ее существа, кто-то выхватил ее из водоворота гигантских сил, схлестнувшихся из-за нее и едва не разодравших свою добычу на части. Она чувствовала себя так, словно ее поддержали и укрыли две большие теплые ладони. Она свернулась клубочком, крепко ухватившись за них. А потом и сама подала голос. Я Малта. Ну, конечно, ты Малта. А то кто же еще? Кифрия пыталась говорить рассудительно и спокойно, хотя на самом деле была близка к панике. И еще бы ей не быть. Ее дочь лежала смертельно бледная, а в щелках полураскрытых век виднелись только белки. Когда все они услышали на палубе какой-то тарарам и побежали наверх, кто мог подумать, что это все из-за Малты? Та, оказывается, упала в обморок и теперь лежала на коленях у рещицы. Янтарь одной рукой поддерживала ее голову. Корабль же так и ходил ходуном. Он сильно раскачивался, а причиной тому было носовое изваяние. Совершенный плакал, зарывшись в ладони лицом. Я не хотел. Я не хотел. Простите меня, повторял он снова и снова. «Тихо ты!» — прикрикнула на него Янтарь. И Кефрия услышала в ее голосе раздражение. «Ничего ты ей не сделал. Просто успокойся и помолчи». И когда встревоженные родственники пробились сквозь кольцо сбежавшихся матросов, Кефрия увидела, как Янтарь подняла голову и обратилась к льти. «Помоги мне унести ее с корабля. Немедленно». И было нечто такое в голосе чужестранки, что в зародыше похоронила самую мысль о каких-либо спорах. Альтия шагнула вперед и подняла племянницу на руки. Но тут подоспел Брешин и взял у нее Малту. Кефрия успела на краткий миг увидеть изуродованные руки Янтарь. На краткий миг, ибо та сразу вновь торопливо натянула перчатки. Резщица подняла голову и встретилась глазами с Кефрией. От ее взгляда Кефрию до костей пробрало холодом. «Что случилось с моей дочерью?» — как раз спрашивала Кефрия. «Я не знаю. Лучше бы тебе пойти да присмотреть за ней». Первое было очевидной ложью, зато второе содержало насущную правду. Кефрия поторопилась следом за Брешином и Альтией. Янтарь же снова повернулась к носовому изваянию и обратилась к нему. Тихо, но весьма повелительно. Совершенно очень быстро затих, а корабль постепенно стал меньше качаться. Зато разревелся Сельден. Он последнее время принимался плакать по всякому пустяку. Скверно, что маленький мальчик был таким взвинченным, да и некогда было Кефрии его урезонивать прямо теперь. «Тихо, Сельден, идем со мной», — строго приказала она. Сынишка последовал за ней, заливаясь слезами. Добравшись по трапу до причала, Кефрия увидела, что Брешин уже расстелил свой камзол и бережно укладывает на него Малту. Роника забрала Сельдена и стала гладить его по головке и утешать. Кефрия опустилась на причал подле дочери. — Какой ужас! — думалось ей. — Какое скверное предзнаменование при отплытии корабля. И как некрасиво, что Малта лежит здесь без сознания, и каждый прохожий на нее смотрит. Но тут Малта застонала и принялась бормотать. — Я Малта! — Я Малта! — Да-да-да, ты Малта! — заверила Кефрия дочь. — Ты здесь! И с тобой все в порядке, Малта! Эти слова сработали как заклинания. Девочка тотчас открыла глаза. Она ошарашенно огляделась кругом, потом вскрикнула. — Ой, помоги мне встать! — обратилась она к матери. — Погоди, полежи еще немножко, отдохни! — посоветовал Брешин. Но Малта уже ухватилась за руку Кефрии и поднималась на ноги. Вот она потерла затылок и вздрогнула, потом стала тереть глаза. — Что? Что случилось? — спросила она. — Ты упала в обморок, — объяснила ей янтарь. Она неожиданно появилась рядом со стоявшими возле Малты, пробралась вперед и посмотрела ей в глаза. Вот и все. — Наверное, это из-за воды и яркого солнца. Такое, знаешь ли, бывает, если слишком долго смотреть, как сверкают волны. — Да, я упала в обморок, — согласилась Малта, подняла руку, нервно погладила шею и спустила неверный смешок. Вот глупость какая! И слова, и жесты были настолько притворными, что Кефрия никак не думала, будто им кто-то поверит. Но тут появился Дават, немедленно заявивший, — Конечно, такой волнительный день! Девочка переволновалась. Мы-то знаем, что наша Малта ну прямо иссохла вся по своему папочке. Ну где ж было бедной малютке вынести отправление спасательной экспедиции? Малта зло покосила их на него. Конечно, где уж мне. Проговорила она тихо, но да нельзя ядовито. Кажется, даже толстокожий Дават почувствовал укол. Во всяком случае, он отступил на шаг и странно посмотрел на нее. — Я упала в обморок, — повторила Малта. — Помилуйте, и, надеюсь, я не задержал отплытие. — Ни в коей мере, — отозвался Брэшин. — Но теперь, когда с тобой все в порядке, нам точно пора отчаливать. И Брэшин направился было прочь, но тут к нему подошел торговец Эши. — Незачем твоим людям трудиться на веслах, — сказал он. — Шлюпки с моего морского бродяги выведут вас на буксире. — Пусть они оставят место и для шлюпки с обаятельного, — громко расхохотался торговец Ларфа. В следующий миг с полдюжины владельцев живых кораблей принялись предлагать помощь. Кефриен стояла и слушала, пытаясь решить про себя, что это было. Запоздало и выражение сочувствия или просто свидетельство того, как не терпелось им избавиться от совершенного в гавани. Ходили же слухи, что некоторым другим живым кораблям было не по себе рядом с ним, хотя, впрочем, в открытую никто не оспаривал его право здесь швартоваться. — Господа, всем спасибо, — ответил Брэшен таким неестественным голосом, что Кефрия поняла, молодого капитана снидали те же самые подозрения. Они не пошли назад на корабль, распрощались с отбывавшими прямо на причале. Мать переживала гораздо больше, чем Кефрия от нее ожидала. Вновь и вновь Роника призывала Альтию быть осторожной, беречь себя и в целости возвращаться домой. Брэшен пообещал пожилой женщине елико возможно присматривать за ее дочерью, и Альтия немедленно ощетинилась. Потом сестры в последний раз обнялись, и Кефрия про себя пожалела, что их прошлые отношения были такими, какими они были, а они более сердечными. Она едва сумела выговорить какие-то прощальные слова, очень уж противоречивые чувства переполняли ее сердце. Но самое странное, оторвавшись от сестры, Кефрия посмотрела в сторону и увидела, что янтарь двумя руками в перчатках держит руку ее дочери Малты. — И ты смотри, береги себя, — говорила чужестранка. Ее взгляд показался Кефрии слишком пристальным. — Обязательно, — пообещала Малта. Разговаривали они так, словно это Малта отплывала навстречу непознанному, а не янтарь. Кефрия смотрела, как янтарь оставляет ее дочь и возвращается на корабль. Несколькими мгновениями позже резчица появилась на носовой палубе рядом с изваянием. Вот она нагнулась и что-то сказала ему. Совершенный наконец оторвал руки от лица, поднял голову, сделал такой вздох, что раздулась грудь и скрестил руки. И с видом мрачной решимости выставил челюсть. Вот упали в воду Швартовы, кто-то выкрикивал последние слова на путстве и пожеланий. Команды маленьких грибных шлюпок склонились к веслам и потащили совершенного прочь от причала. Альтия и Брэшен присоединились к янтарь, стоявшей на носу. Каждый из них по очереди что-то говорил совершенному. Но если он и слышал их речи, то виду не подавал, по крайней мере, Кефрия не замечала. Отвлекшись от этого зрелища, она обнаружила, что Малта завороженно смотрит вслед уходящему кораблю. И что было на лице дочери, ужас или любовь, Кефрия не взялась бы сразу сказать. А еще, тут Кефрия мысленно нахмурилась, не было ясно, куда именно она смотрит. То ли на носовое изваяние, то ли на янтарь. Когда Малта ахнула, Кефрия сразу посмотрела вслед кораблю. На шлюпках подбирали сброшенные, ненужные более буксирные тросы, Брэшен благодарственно махал им рукой, а на мачтах корабля распускались белые соцветия парусов. Зрелище было вправду великолепное, особенно если не обращать внимания на лихорадочную возню моряков. Кефрия еще смотрела, когда носовое изваяние вдруг широко развело руки, не дать не взять, пытаясь обнять горизонт. Совершенный что-то громко прокричал, и случайно дуновение ветра позволило стоявшим на берегу ясно расслышать его крик «Я снова лечу!» Это прозвучало, как торжествующий вызов целому миру. Паруса Совершенного уже надувал ветер, теперь корабль шел сам. С его палубы долетел отдаленный хор ликующих голосов, глаза Кефрии защипало от слез. «Да поможет вам сса!» прошептала Малта. Голос девочки сорвался. «Да поможет вам сса преуспеть в плавании?» «И да приведет он вас благополучно домой!» проговорила Кефрия вслух. Ветер подхватил слова молитвы и понес их во след кораблю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...